Крис Райт Шрамы Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Материя – рабыня, какой бы области сущего она ни относилась. В мире чувств она ограничена безмолвными законами пространства, времени, логики и чисел. В другом измерении она прикована к иным неизвестным константам, мечам, надеждам, порочным желаниям. Они – физические принципы по ту сторону бытия. Как наши кошмары, изгоняемые бескомпромиссным рассудком, всего лишь тени в этом мире, так и порядок, всего лишь призрак за границей реальности. Какой из миров более реален? Кто из них выстоит? А какой обречен на гибель? Вы можете сказать – ни тот, ни другой, потому что они отражения друг друга. Это ложь. Вы должны выбрать. Мы узнали об этом за семь лет кровопролития и вынужденного взросления. Вы должны выбрать. Как демоны, так и смертные могут обладать величием. Тому же, кто колеблется, увиливает, осторожничает, не место на небесах. Размышления. Таргудай Ясугей. ПРОЛОГ БРАТЬЯ Мальчик перевернулся на живот, отхаркиваясь кровью сквозь сломанные зубы. Он пополз по жесткой траве, пока не почувствовал, как его снова схватили чьи-то руки. Отступи, затем снова нападай. Слова пронеслись в голове, когда его потянули за разорванный кафтан. Это был первый принцип воинского искусства. Ханзан. Вывести из равновесия, заставить ошибиться, нанести контрудар. Тому резко поджал колени и вырвался из схватки. Он услышал удивленный, хриплый возглас, когда его гибкое тело рвануло вперед, сбив с ног одного из противников. Мальчик резко развернулся, выбросив крепко сжатый кулак, и почувствовал, как тот попал в цель. Еще один хрип, еще одно отлетевшее тело. Что-то ударило в висок, снова сбив его с ног. Трава перед глазами расплылась, лицо уткнулось в дерн, а между сжатыми зубами заскрипел песок. Посыпались новые удары, по ногам, по открытой спине. Он извивался, пытаясь найти способ вырваться. В затылке вспыхнула горячая и влажная боль. Один из них наклонился, собираясь покончить с ним. Он протянул руку к шее мальчика, чтобы приподнять его, а затем ударить головой о землю. Таким способом Талскар демонстрировали превосходство над противником. Отступи, затем снова нападай. Таму выждал всего долю секунды, затем снова взвился, изогнувшись как уголь. Он развернулся и схватил врага за грудки. Взглянув в его изумленное лицо, мальчик рассмеялся и тут же ударил головой в бровь. Брызнула кровь, и его противник отшатнулся от удара. Таму подумал, что если сможет раскидать всю группу, как-то выбраться и избавиться от них, то спустившись по высохшему руслу реки, окажется в безопасности. Надежда быстро умерла. Его снова схватили. В этот раз две руки крепко держали за плечи. Затем швырнули на спину. Он увидел возвышающиеся над ним три разгневанных лица. Каждая была украшена синяками. Еще один сильный удар в диафрагму. Он скрутился, задыхаясь. Достаточно. Они тут же остановились. Замерли. Повернули головы. Их охватила нерешительность. Таму поднял голову. В глазах расплывалось. Он увидел, как один из противников, прихрамовая, побежал. За ним без оглядки последовали остальные. Двое коренастых мужчин из стойбища Алджу с красными кушаками, указывающими на кешек старика. Судя по тому, что они бежали все быстрее и быстрее, их словно охватила странная паника. Таму чувствовал, как по шее стекает кровь. Он попытался подняться и не смог. Ветер был холодным, несмотря на то, что солнце стояло высоко. Мальчик не видел говорившего. Свет отражался от равнины, ослепляя его. Он приподнялся на локтях. Из-за чего драка? Раздался вопрос. Таму повернул голову на звук. Из дымки вышел человек. Его очертания мерцали в чистом воздухе. Он был высоким и широким. Невероятно высоким и широким. И облачен в доспех из ярко сверкающих костяных пластин. В руках он держал посох с черепом. Обритую голову прикрывал капюшон. Таму испугался. Откуда появился этот гигант? Минуту назад пастбище было пустым. Только он и трое недругов, сцепившихся с ним. А сейчас бегущих по обдуваемому ветрами алтаку. Чтобы ответить, мальчику пришлось приложить определенное волевое усилие. «Не знаю», — произнес Таму. Лицо человека оставалось непроницаемым, но Таму заметил на нем веселье. «Так из-за чего драка?» — повторил незнакомец. Таму почувствовал головокружение. Кровь продолжала течь, хоть и медленнее. Человек ничего не сделал, чтобы помочь ему. «Я украл Адун», — сказал Таму, решив говорить правду. Он открыл загон Алджу ночью, украл троих его коней и отвел их вниз по реке к стойбищу Эрдила. Этим он заслужил себе глоток кумыса и кусок мяса с брюхо. Это стоило побоев. «Трое взрослых мужчин против одного мальчишки», — заметил человек. «Им досталось почти так же, как и тебе». Несмотря на боль, Таму усмехнулся. «Все было верно». Незнакомец присел, став почти вровень с Таму и пристально посмотрел на него. Мальчик увидел длинный рваный шрам на смуглой щеке. От тела необычно пахнущего мужчины исходил слабый гул. Словно где-то в складках плаща мурлыкало животное. У человека были странные глаза, золотистые, приятные и сияющие, как у зверя. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Таму». «Сколько тебе лет?» «Двенадцать». Человек скривил губы. «Восемь таранских», — пробормотал он. «Не слишком поздно». Таму нахмурился. «Не слишком поздно для чего?» Человек снова поднялся на ноги. «Пошли со мной». Таму помедлил. Голова начала болеть. «Куда?» По какой-то причине он подумал о матери. Отце, братьях, собравшихся в Гэри и занятых кучей обычных дел. Они не хватятся его до заката. Возможно, дольше. «Не спрашивай», — сказал человек в капюшоне. «Делай, как я говорю». В этот момент на его лице впервые появилась настоящая улыбка с намеком на теплоту. Между жесткими темными губами сверкнули белоснежные зубы. «Если только ты не думаешь, что сможешь справиться и со мной». Таму не пошевелился. Он напрягся, так же, как и раньше, когда его догнали другие. «Отступи, затем снова нападай», — подумал он. С темно-серого неба хлестал холодный дождь. Широкий плащ был открыт стихией, и капли отскакивали от ракрита, сверкая под светом расположенных по периметру прожекторов. Вдалеке поднимались шпили. «Ифигенис», «Ифигенис», «Келион», «Морво». Ровные ряды огней домов были тусклыми и размытыми дождем, ночью и туманом. Две дюжины мальчиков стояли, дрожа, под ливнем, одетые только в серые робы. Самому младшему могло быть семь, старшему не больше девяти. Они смотрели прямо перед собой, решительно задрав подбородки. По напряженным лицам стекала вода. Харин дрожал, как и остальные, несмотря на то, что он был родом из Кандмарка, из-за худобы ему было холодно. Сжав кулаки, он вонзил ногти в ладони, твердо решив не терять контроль. Харин чувствовал, что по обе стороны от него другие мальчики делали то же самое. «Треви», «Амада», «Кеннет» – все закаляли себя от холода, темноты, усталости, нервозности. «Не шагу назад», – подумал он, вспоминая слова человека, который забрал его из дома на Ледяном Севере и привел через полтеры в тренировочные центры в Имамде. Позже он узнал, что эти слова были кредо-организации, которые шептали боевые братья перед битвой. Говорили, что легион никогда не отступал. Мальчик хотел верить в это. Если это правда, тогда они еще более великие и достойные поклонения. «Испытание на выносливость», – объявил инструктор. Мужчина с суровым лицом и короткими черными волосами. Он стоял сбоку от шеренги, едва глядя на кандидатов. Харин ненавидел его с самого прибытия. Они все ненавидели. Теперь мальчик не испытывал никаких чувств к нему, только смутное ощущение, что инструктор – еще одно препятствие в жизни, состоящее из препятствий. За последние два месяца Харина испытывали, проверяли, били, воспитывали, унижали и изнуряли. Испытания больше не причиняли боль, но напоминали ему о цели. Теперь он был близок. После столь долгого ожидания он был так близок. Инструктор задрал голову, подставив лицо под брызги дождя, и кисло взглянул на небеса. За вами будут наблюдать. Не помогайте своим братьям. Это индивидуальное упражнение. Приступайте по звуку гонга. Харин попытался расслабиться. Он оглядел эракритовую арену перед собой. По ее краю тянулась длинная, петляющая трасса. На всем ее протяжении были разбросаны препятствия – рампы, ямы, стены, полузатопленные туннели. Он проходил этот маршрут много раз, иногда не один раз за день. Ему были знакомы каждая трещина и грязная лужа. Он задумался над тем, сколько времени будет длиться испытание. Его будут проводить достаточно долго, чтобы отсеять самых слабых и увидеть, какие результаты дают тренировочные программы. Харин взвесил свои шансы. Они были хорошими. Стоять неподвижно и дрожать на холоде было самой сложной частью испытания. Его мышцы среагируют, как только он придет в движение. Треву наклонился поближе. «Удачи!» – пожелал он. Харин кивнул в ответ. Его желудок так скрутило, что он не мог говорить. Было такое ощущение, что мышечное напряжение могло распространиться и на сердце. Прозвучал гонг. Мальчики бросились бежать. Никто из них не разгонялся, так как все знали, каким тяжелым будет испытание. Никто не плелся, понимая, какое наказание последует за недостаточные усилия. Все 24 мальчика выбежали на трассу, быстро войдя в заученный ритм, выровнив дыхание, вдыхая через нос, а выдыхая через полуоткрытый рот. Они держались неплотной группой, двигаясь по мокрой поверхности в изношенной тренировочной обуви. Харин нашел свой темп в середине группы. Он позволил разуму скользнуть в полусознательное состояние, как обычно во время упражнений на выносливость, повторяя ничего не значущие фразы снова и снова, такт со звуком бегущих ног. «Ни шагу назад! Ни шагу назад!» У некоторых мальчиков сразу же начались проблемы. Их мышцы переохладились за время долгого ожидания, или же организмы были обезвожены, а может быть, сказывались полученные в предыдущих испытаниях травмы. Харин не обращал на товарищей внимания. Он безостановочно бежал, взбирался на рампы, перепрыгивал через ямы, карабкался на стенки и спрыгивал с противоположной стороны. Мальчик легко перешел на беговой ритм, чувствуя, что сердце и легкие совпадают с равномерным тактом, который он мысленно отбивал. Он задумался, ему было сложно не вспоминать прежнюю жизнь. Свою краснощекую маму со стянутыми в узел белокурыми волосами, отца с редеющей шевелюрой, старшую сестру с тихим голосом и острым зрением. Упражнения были разработаны, чтобы помочь забыть тех, кого покинул, но воспоминания возвращались в самый неподходящий момент. Харин иногда задумывался, исчезнут они когда-нибудь полностью. Возможно, после вознесения. Насколько он знал, оно стирало все воспоминания, полностью очищая разум. Ни шагу назад. Он продолжал бежать. Круги трассы следовали один за другим, снова и снова. Он начал чувствовать первые симптомы мышечной усталости. Вспыхнула боль в старых ранах на коленях. Легкие пульсировали при каждом глубоком вдохе холодного воздуха. Круги мелькали, сливаясь друг с другом. После двух часов выбыл первый мальчик. Он судорожно пытался вдохнуть воздух, ноги тряслись под дождем. Работники центра помогли ему подняться и увели прочь. Харин позволил себе на миг удивиться. Товарищ оказался неожиданно слабым. Возможно, он был болен, но это, несомненно, ставило крест на его стремление к вознесению. Что теперь будет с ним? Об этом никогда не говорили. Вероятно, провалившихся отправляли домой, а может быть нет. Ни шагу назад. Следующий выбыл намного позже. Затем сдались еще несколько, рухнув от изнеможения. Их унесли. После этого Харин оказался в начале группы. Он поддерживал темп, стараясь не ускоряться. Мальчик упорно преодолевал рампы, переводя дух на обратной стороне. Ноги становились все тяжелее, мышцы груди напряженнее. Начала кружиться голова. Он почувствовал первые приступы тошноты. Круги под дождем следовали один за другим, действуя усыпляющим. Следующим выбыл Амада. Его худое лицо было перекошено от боли. Чуть позже последовал Кеннет. Они падали, как мухи, оступаясь в воде или сваливались на обочину трассы. Харин слабел. Дыхание становилось тяжелее. Ноги горели от ударов об землю. При каждом шаге коленей пронзала острая боль. Второй гонг все еще не раздавался. Мальчику страстно хотелось услышать его. К этому времени рядом оказался Тревер. Харин мельком глянул на его лицо, искаженное болью. Почти полдюжины мальчиков все еще бежали. Еще двое ковыляли далеко позади. Боль усилилась. Время тянулось, словно увязнув смоле. Ни шагу назад. Зрение осузилось в длинный черный туннель. В висках приглушенно стучал пульс. Тревий исчез из виду, как и все остальное. Харин продолжал автоматически двигаться, утратив связь с реальностью. Челюсть отвисла. Руки болтались, ударяясь о бедра, пока он ковылял вперед. Ему казалось, что он услышал гонг, затем понял, что разум обманывает его. Мальчик продолжал идти, опустив голову и волоча ноги. Появилась стена, казавшаяся под ливнем гладкой и черной. Он попытался запрыгнуть на нее, но не смог ухватиться. Харин секунду карабкался, не видя ничего, кроме пересекающихся красных и черных кругов. Потом его замерзшие пальцы зацепились за трещину вкладки. Он попытался подтянуться, забраться наверх, но что-то было не так. Его ноги не находили опоры. Рокритовые блоки были слишком гладкими и изогнутыми. Ему понадобилось много времени, чтобы расслышать смех. И столько же понять, что он сильно отклонился от маршрута. И еще дольше он осознавал, что пытается вскарабкаться не на стену, но гигантского воина в белом доспехе и шлеме, со светящимися прорезями для глаз. Ошарашенный Харин рухнул у ног гиганта. Огромный неподвижный воин смотрел на него свысока. Прожекторы смутно осветили его фигуру, блестящую из застекающих капель влаги. «Хорошо», — сказал довольный гигант. Его голос походил на низкое механическое рычание. «Ты не сдаешься легко». Харин почувствовал, что начинает терять сознание и напрягться, чтобы кровь прилила к голове, отчаянно стараясь не опозориться. Его безостановочно трясло. Он смутно услышал, как к нему бегут работники комплекса. Он гадал, насколько далеко зашел, прежде чем его тело сдалось. Гигант присел рядом с ним. Даже наклонившись, он был огромен. Харин увидел над собой громадный округлый наплечник. На нем была изображена волчья голова поверх полумесяца. «Продержался дольше всех», — сказал гигант. «Продолжай в том же духе, и будешь носить такой доспех. Шестнадцатый легион, мальчик». Харин чувствовал, что сознание покидает его. Тело ныло. Ноги и руки быстро цепенели. Легкие горели из-за отдышки. Ему никогда не было так больно. Но когда он взглянул на эмблему волка и луны и услышал отфильтрованный воксом голос гиганта, представив себя в такой же силовой броне, марширующем на войну в рядах этих бесподобных воинов, то не смог сдержать улыбку подлинного счастья. «Я стану одним из вас», — подумал он, когда его тело, наконец, сдалось. «Ради гора! Ради гора и императора! Я стану одним из вас!» Таму смотрел на алтак, чувствуя прикосновение ветра к бритой голове. Он бессознательно сжал пальцы и ощутил, как натянулась крепкая кожа рук. Грудь все еще болела. Последняя имплантация прошла не совсем гладко. Он очнулся шесть дней назад на операционном столе и увидел, что пол лабораториума залит его кровью. Апотекарий, похожий на совуки Дань из Чоктана по имени Джалджин, некоторое время беспокоился. «Я видел такое раньше», — сказал он, проведя сканером по морщинистой рубцовой ткани и качая головой. «Плотче горе сокрепка, но эти органы предназначены для таран. Мы учимся, но на это нужно время». Таму молча слушал, скрипя зубами из-за боли и отказываясь от анальгетиков. Вообще-то, Джалджин говорил не ему. Немногие из настоящих боевых братьев обращались к юноше, о чем они могли говорить шестнадцатилетним подросткам, которого недавно забрали с пастбища и который все еще удивлялся увиденному в монастыре. Таму сомневался, что они помнили собственное вознесение. Он слышал, что воспоминания быстро угасали. Теперь Таму почти восстановил силы. Он стоял на краю скал под крепостью Хумкарта и вновь дышал полной грудью. Боль уже уменьшилась. В пятидесяти метрах под ним, там, где растрескавшиеся камни крепости монастыря встречали алтак, начиналась равнина. Поначалу холмистая, подобно песчаным дюнам. Затем переходящая, врежущая у глаза плоскость вечной травы. Синезеленый, блестящий, шелестящий от порывов ветра. Над головой раскинулось светлое ясное небо, залитое солнечным светом. На далеком горизонте Таму увидел бледно-желтую полосу гряды Улаава, едва заметную на границе миров. Мальчик прищурился. Через год он получит имплантаты окулоба, после чего его зрение будет соперничать с зоркостью беркутов, птиц-охотников, которые кружили высоко в небе. Из всех изменений это было одно из самых желанных. Он ждал тот день, когда окинет взором пустынные земли и разглядит каждую блинку так отчетливо, словно она будет из стали. «Пока я завершен наполовину», — подумал он. «Полумальчик, полумужчина. Полумужчина, полубог. Незавершенный во всем». Ему нравились эти контрастные сочетания. Они пригодятся ему при сочинении стихов. Это обрадует инструкторов, которым нравилось поощрять кандидатов в принятии одного из благородных увлечений. Большинство предпочитали охоту, некоторые — харчинскую каллиграфию. Только немногие обладали терпением для строгих лаконичных форм стихов чьи. И поэтому наставники всеми силами поддерживали таму. «Полумальчик, полумужчина, полубог». Раздались шаги, и он прислушался к их звуку. К нему по ступенькам цитадели спускался Таргутай Ясугей. Таму повернул голову, глядя на засыпанные землей края возвышающегося над ним, фундамента монастыря. На его вершине шелестели знамена — красный и золотой ханов, черный и серебряный империума. Ясугей медленно сошел вниз по широкой лестнице. Яркий солнечный свет отражался от его доспеха. Таму уважительно склонил голову и терпеливо ждал приближающегося Задин-Арга. «Чувствуешь себя лучше?» — спросил Ясугей, внимательно взглянув на него. «Имплантат прижился», — ответил ему Таму. «Мне сказали, ты был при смерти». Таму усмехнулся. Я ускользнул от нее. Ясугей улыбнулся в ответ. Он часто это делал. С тех пор, как Таму забрали салтака и доставили в монастырь, улыбка Ясугея всегда была рядом с ним, появляясь на обветренной коже, цветом и твердостью походившей на кованую бронзу. «Помню, как нашел тебя», — сказал Ясугей. «У тебя была рана на затылке, которая должна была убить тебя. И ты попытался сразиться со мной, как только тебе выпал шанс». Таму, смутившись, опустил голову. «Я не знал. Мне понравилось. Это навело меня на мысль, что я сделал правильный выбор». Улыбка Ясугея слегка потускнела. «Не стану притворяться и утверждать, что меня не огорчает ошибочный выбор». Таму чувствовал себя неловко. Он очень мало помнил о том, что было до появления Ясугея, и ему не нравились напоминания о том времени. Мальчик посмотрел на свои руки. Они были слишком велики, как и остальное тело. Оно уже соответствовало размерам взрослого мужчины и продолжало расти. Стимуляторы и ускорители роста, которые Таму принимал с пищей, сделали его мышцы узловатыми и вздувшимися. Порой он чувствовал себя нелепым из-за неуклюжих рук и ног и растущей плоти, как подкидыш, оставленный в степи умирать. В другие моменты, непобедимым, переполненным энергией и силой, страстно желая найти выход для нее. «Мне предстоит долгий путь», — сказал Таму. «Не думаю, что мы потеряем тебя. У меня предчувствие». «Насчет меня?» — спросил Таму. «Вселенной?» — улыбнулся Ясугей. «Я никогда тебе не рассказывал о нем. В принципе, малого изъяна». Таму покачал головой. «Нелепость», — пояснил Ясугей. «Я верю в то, что у каждой души есть изъян. Некоторые проявляют его рано и выживают, другие нет. И он увеличивается, пока не становится чудовищным. Чем величественнее душа, тем могущественнее чудовище. Так что лучше избавиться от изъяна сейчас». Таму прищурился из-за светившего за спиной Ясугея солнца. Юноша не знал, был ли Задин Арга серьезен. «Значит, мне больше не нужно беспокоиться». «Конечно же нужно. А тебе Задин Арга?» Мои изъяны были распознаны давно. Ахана, Ясугей сурово посмотрел на мальчика. Он исключение исправил. Они еще немного постояли вместе. Ясугей был приятным собеседником. Было странно воспринимать его тем, кем он был на самом деле. Магистром небесного искусства. Задин Арга невероятной силы. Акалиты шептали в коридорах монастыря, что Таргатуй Ясугей убил больше всех в легионе, за исключением самого великого хана. Тан уверил этому. Мягкий голос и сверкающие глаза на добродушном лице не вводили его в заблуждение. Ясугей был воплощением основных принципов легиона. Он убивал без злобы, страха и одержимости. Его положение не требовало от него проявлять интерес к выбранным им кандидатам. Тем более за нужд крестового похода. Он часто покидал Чегорис. То, что Ясугей уделял своим подопечным столько внимания, преподало там урок, который он усвоил гораздо охотнее большинства других. Воинам не было необходимости быть грубыми и жестокими дикарями. «Скоро я уеду», — сказал Ясугей. «Не думаю, что вернусь до завершения твоего вознесения. И к тому времени тебя больше не будут звать Таму. Куда ты отправляешься?» Ясугей посмотрел на бело-синее небо. «Куда позовет война?» Таму почувствовал сильный приступ зависти. С момента начала своего обучения он жаждал покинуть родной мир. Мальчик чаще размышлял о других мирах, пылающих в глубоком космосе звездах, сражении с настоящими врагами, чем о тренировочных дронах и спарринг-партнерах. Ясугей ободряюще взглянул на него. «Мы с каждым циклом принимаем все больше Чогорийцев. Вскоре превзойдем в численности Терран. Возможно, недостойно говорить об этом, но я предвкушаю этот день. Все-таки хан один из нас. Он родился не здесь. Неважно. Таму задумался над словами Ясугея. А они проходят такое же обучение. Террани? Сомневаюсь. С ними просто сражаться. Довольно просто». Ясугей искосо взглянул на него. «Конечно же, все мы теперь вместе. Все объединены под одним троном». Таму снова посмотрел на равнины. «Я могу только представлять Теру. Не исключено, что ты ее увидишь. Если переживу вознесение. Я же сказал тебе, ты переживешь». Таму напряг мышцы груди, тяжело вдыхая и чувствуя боль в ребра. «Жду не дождусь». «Терпение», — сказал Ясугей, положив руку на плечо Таму. «Работай, учись, живи. Воспользуйся этим временем. Как только окажешься в Орду, оно будет посвящено исключительно войне». Таму говорили об этом много раз, и это всегда тревожило его. «Тогда мне интересно, зачем они заставляют нас учить так много?» «Это важно», — сказал Ясугей. «Я рад, что ты поэт. Только поэты могут быть истинными воинами». «А Тарани, думаю, так же?» Ясугей засмеялся. «Не знаю», — ответил он. «Однажды ты встретишь такого. Тогда и спросишь». Дверь открылась, и Харин шагнул вперед. В комнате было темно, и только лучи оранжевого света с неонового ночного неба давали хоть какое-то освещение. По бронестеклу окон стекали струйки дождя. Он шел уже долгое время. Казалось, в Эмамда дождь никогда не прекращался. Мужчина за письменным столом взглянул на вошедшего Харина. «Харин с Венселем?» — спросил он. Харин щелкнул каблуками и вытянулся. «Сэр!» Мужчина оглядел Харина с ног до головы. У него была серая кожа и усталый вид. Правую щеку пересекала блестящая аугметика, плотно закрепленная под челюстью. Один глаз сверкал мягким красным светом, второй был настоящим. «Твое пребывание здесь подошло к концу», — сказал он. «Ты готов к службе?» «Готов». Харин преисполнился гордости. Первый этап — отбор. Физическая подготовка был пройден. Он чувствовал себя сильным. Его худые юные руки и ноги закалились. Грудь стала шире. Далее последует генетическая терапия, психологическая подготовка и, наконец, имплантаты, которые сделают его воином легиона. Мужчина опустил глаза на стол. По его отражающей поверхности пробежались руны. Двадцать шестой из тридцати двух в своей учебной группе. Она была хороша, тебе нечего стыдиться. Благодарю. Но это ставит нас перед проблемой. Харин почувствовал укол тревоги. Что-то в сухом, резком голосе человека заставило его вдруг нервничать. «Лунные волки собирались выбрать тебя, но это ничего не значит, пока они не пришли за тобой», — сказал мужчина. «Они превысили контрольные цифры, что непросто. Другие легионы не были настолько успешны. Некоторые из них недоукомплектованы. Если бы ты стал двадцать пятым или выше, тогда было бы иначе, но в данном случае...» Харин настороженно слушал. Он вспомнил эмблему волка и луны на наплечнике космодесантника. За минувшие с тех пор годы она попадалась ему на глаза тысячу раз. Изображения повсюду. На учебном оборудовании, в лазаретах, тактических аудиториях, спальнях. Он начал видеть ее во сне. «Ты сделал все, что необходимо», — методично и спокойно продолжил мужчина. Харин почувствовал, как начинают гореть щеки. «Перераспределение случается. В этом нет ничего постыдного». Перераспределение. Слово потрясло Харина. В ушах гремела кровь. После стольких лет суровых тренировок в подготовительном комплексе он должен был понимать о недопустимости возражений. Но слова все равно вырвались из него. «Я не хочу, чтобы меня переводили», — заявил он. Человек резко поднял уставшие глаза. Карий и красный на него. Тонкая бровь чуть поднялась. «Мы здесь, чтобы потакать твоим желанием с Венселем». «Нет, сэр». «Так мы для этого здесь? Потакать желанием наших кандидатов?» «Нет, сэр». Других тоже переводили. «Думаешь, они чувствовали себя иначе?» «Сомневаюсь, сэр». «И ты думаешь, мы хоть для кого-то устраивали особое распределение?» «Нет, сэр». «Извините, сэр, я...» Человек опустил глаза. Харин замолк. «Не хватило одного места. Одного». Мужчина провел парой пальцев с металлическими насадками по столу, рассеянно передвигая вверх и вниз столбики рун, пореагирующие на прикосновения поверхности. «Через две недели ты отправишься на Луну. Дальнейшая переброска будет организована там. Ты пройдешь оставшуюся часть тренировочной программы с твоим новым легионом. Они получают все данные о твоих достижениях у нас. Тебя хорошо примут. Наши подопечные ценятся». Харин едва не выпалил очередной протест. «Разве нет выбора? Другого выхода. Я могу заново пройти испытания. А вообще это допустимо? Я изучил доктрину, методы, прошел боевую подготовку». Казалось, человек прочел его мысли и перестал двигать руками. «У тебя есть по меньшей мере десять лет, прежде чем ты будешь готов вступить в боевую роту», сказал он. «Тебя подготовят. В будущем ты даже не вспомнишь об этом случае». Наверное, это было любезностью с его стороны. Харин втянул воздух через ноздри, выпрямив спину и не шевеля плечами. Он чувствовал себя отвратительно. «Спасибо, сэр», сказал он. «А это? Это разрешено?» «Да, ты приписан к пятому легиону». «Пятый легион, белые шрамы, загадочные дикари». «Могло быть хуже. Волки Фенриса, например, или же псы войны. И все же белые шрамы». «Я ничего не знаю о пятом», сказал Харин. «Узнаешь. На луне к вам присоединится офицер-связист, но ты должен взяться за учебу». Харин не двигался с места, потеряв дар речи. Мужчина снова посмотрел на него. «Тебе что-то еще нужно?» спросил он. «Я не знаю», ответил Харин. «Вы мне не расскажете?» Мужчина секунду подумал. В его аугметике что-то щелкнуло, словно часовой механизм. «Ты сменишь имя», сказал он. «Я знаю только одно. Они получают новые имена при вступлении в легион». «Новое имя», рассеянно произнес Харин. «Какое?» Мужчина пожал плечами. «Понятия не имею. У тебя есть десять лет, чтобы узнать». Таму вышел вперед. Из-за яркого света фонарей в ангаре, ряды воинов в доспехах, таких же белоснежных, как снега на зимнем Улааве, ослепительно блестели. Время от времени он напоминал себе, что стал одним из них. Один из них, из легиона, космодесантник. Перед ним стоял Нойон Хан Хасик. Он минуту разглядывал Таму, изучая его. Тот в ответ бесстрашно смотрел в карие глаза Хасика. Несмотря на огромный терминаторский доспех с золотой отделкой, на тысячи воинов, стоявших на вытяжку в похожем на пещере отсеке Дергуна, на огромное количество вооружения вокруг него, юный воин испытывал только радость. «Таму», — обратился Хасик. У него был зычный баритон, огрубевший за более чем шестьдесят лет службы в легионе. По слухам, он был наряду с Ясугеем, одним из первых принятых с Чугореса. Глядя на его суровые черты, Таму верил в это. «Толскар», — Таму покачал головой. «Хинзан», — ответил он, назвав клан Чугореса, из которого его забрали. «Толскар» был народом великого хана, но в легион отбирали из множества племен. Теперь они все были белыми шрамами. «Покажи», — потребовал Хасик. Таму подставил левую щеку под резкий свет фонарей. Хасик провел пальцем по рельефному шраму, который протянулся вниз по скуле к подбородку Таму. Хасик удовлетворенно кивнул и отвел руку назад. Адъютант вручил выбранное оружие, двуручную гуаньдау с расщепленным лезвием. Хасик держал ее перед Таму, словно палач, готовый отсечь голову. «Ты был Таму из Ханзана», — произнес он. «Его голос заполнил огромное пространство. Теперь ты принадлежишь Орду Джагатая, и твоя прежняя жизнь закончилась. Какое имя ты берешь, чтобы ознаменовать свое вознесение?» Таму произносил его вслух много раз, в предшествующие церемонии дни, приучая губы выговаривать его и пытаясь уменьшить непривычное ощущение от смены. Когда он повторил, имя все еще резало слух. «Шибан», — сказал он. Хасик вручил ему глефу. «Ты един с Орду, Шибан. Ты принадлежишь братству и покинешь его только со смертью. Пусть она придет нескоро, и слава сопровождает твои деяния до того дня». Шибан принял глефу обеими руками. Оружие ощущалось приятной тяжестью. Он пробежался глазами по лезвию, отмечая глефы на металле, по золоту на кожухе расщепления. Гуань Дао была идеальна. «За великого хана», — сказал он, почтительно поклонившись. Его сердце переполняли эмоции. Подготовка заняло больше десяти лет. В общей сложности прошло четырнадцать, прежде чем Харин был готов. Физические изменения были серьезными, хирургические операции болезненными, а культурные обычаи Пятого легиона слишком странными для понимания. Он должен был выучить Хорчин, странный язык Чегориса. Одно только это оказалось для него нелегким испытанием. Вопреки улучшенной памяти и сообразительности, произношение столь чуждых звуков оставалось для него серьезной проблемой. Дело было не только в лексике и грамматике. В Хорчине были интонации и тонкости, не свойственные ни одному таранскому языку. Его первый учитель, коренастая женщина-уроженка мира, с повышенной гравитацией, Боффе, изложила собственную теорию о происхождении отличий. «Они — поэтичные люди», — пояснила она ему. «Их родина — пустынное место. Это развило их воображение, поэтому они наполнили свои разумы словами». Женщина презрительно скривила губы. Чегорийцы не очень-то и восхищали ее. Они слишком много говорят и плохо учат готик. Отсюда все эти споры. «Почему так?» — спросил Харин. «Не знаю. Может быть, они не знают себя». Харин, в конце концов, освоил речь, как и все остальные тарани, принятые в Легион. Призывники учились вместе, сосредоточенно изучая группы иероглифов и диакрические знаки, сходя с ума от этих сложностей и скрепляя дружбу перед лицом трудностей. Многие новички были набраны из азиатских ульев. Харин не одобрял это. После наступления Единства Империуму было предначертано выйти за пределы расовых и этнических предрассудков. Поэтому-то, что Пятый Легион оставался погрязшим в физиогномических особенностях их захолустного мира раздражало. В них многое раздражало. Архаичные обычаи, замкнутость, чувство превосходства. Они придавали огромное значение скорости. При наступлении в бой и выходе из него, движении, уловках и обманных маневрах. «Отступи, затем снова нападай», повторяли они ему снова и снова. «Ни шагу назад», изредка напоминал он себе. Но с течением времени Харин стал восхищаться их упорством, стойкостью, энергичностью. Боевые учения были такими же тяжелыми, как у лунных волков. Вне всякого сомнения, шрамы были достойными воинами, и это его немного утешило. Его первая подготовка прошла в системе соль. Тогда его перебросили с остальными на внеплановые тренировочные объекты, списанный линкор над Вармалем, эскадрон гравициклов, временно размещенный на богатых свинцом равнинах Йемена, специальные боевые части, развернутые на водном мире Кайл-9 и газовом гиганте Ревилет Торейдис. Харин хорошо зарекомендовал себя. В отличие от немногословных и жестких лунных волков, чагарийские инструкторы не скупились на лестные отзывы. «Наслаждайся своим мастерством!» упрекали они Харина, насмехаясь над его серьезностью. «Воин — благословенное и самое счастливое существо, одаренное небесами непревзойденной силой. Будет разумно время от времени признавать это». Харин старался изо всех сил, но их жизнерадостность была ему не по душе. «Они так несерьезно ко всему относятся, — думал он, — словно играют. Конечно, это было не так. Он знал об этом, но изводящее раздражение не покидало его. «Когда мы отправимся на Чегорис?» спросил он незадолго до конца обучения. Его последний инструктор по имени Таджик покачал покрытой шрамами головой. «Мы не отправимся. Значит, я никогда не увижу родной мир. Увидишь, только не сейчас». Харин нахмурился. «Странно, что мы не посетим центр. Центра не существует», ответил Таджик, становясь загадочным, к чему белые шрамы всегда были склонны. «Он там, где мы базируемся», настойчиво произнес Харин, используя слово «мы», как всегда пытался делать. «Мы нигде не базируемся», ответил Таджик, улыбаясь. «Наш дом нигде и везде. Вот в чем отличие между нами и другими. Ты научишься этому». Харин хотел задать еще вопросы, но вместо этого просто кивнул и оставил эту тему. «Иногда было проще поступить именно так». И, наконец, настало вознесение. Последняя церемония прошла во влажной экваториальной зоне Таранагеи. 200 кандидатов выстроились на Рокритовой площади под теплым ливнем. Каждый был облачен в новенький силовой доспех в цветах Пятого легиона. Слоновые кости, красный и золотой. Среди них стоял Харин, испытывая почти те же ощущения, как и на залитых водой в тренировочных площадках Имамда. Но сейчас, конечно же, он был далеко не тем мальчиком на пороге новой жизни. Он был мужчиной. Больше, чем мужчиной, полубогом, ангелом, стражем нового порядка Терры. Но Йонхан Джимулан прибыл на планету, чтобы проследить за вознесением. Как и все чигарийцы, он выглядел плотным и жилистым, даже в обычном боевом доспехе, который он предпочел для этого дня. Когда Джимулан дошел до Харина в старую, тот обратил внимание, что выше старого лорда-командора. Это немного нервировало. Харин, произнес Джимулан. Из какого региона Терры? Скандмарк, ответил Харин. Хорошо, одобрил Джимулан. Суровый край. Знакомы мне, покажи. Харин обнажил левую щеку. Разрез был сделан всего несколько недель назад его собственной рукой и все еще не зажил. Воин вонзил клинок глубоко, стремясь получить одобрение чогорийцев. Джимулан удовлетворенно кивнул и отвел руку назад. Адъютант вручил выбранное оружие, силовой меч Талвар, характерный для пятого легиона. Джимулан держал его перед Харином, словно палач, готовый отсечь голову. Ты был Харином из Скандмарка, произнес он глухим голосом во влажном воздухе. Теперь ты принадлежишь орду Джагатая, и твоя прежняя жизнь закончилась. Какое имя ты берешь, чтобы ознаменовать свое вознесение? Харин долго ломал голову, выбирая имя. Инструкторы дали ему совет, и он провел много часов, изучая Харчинские, календари и словари. В конце концов, он выбрал имя из толскарской мифологии, слуги древнего хана, вернувшегося после сотни лет, проведенных в пустыне, и выглядевшего таким же молодым, каким был в день ухода. Символизм показался подобающим. — Таргун, — ответил он. Джамулан передал ему Талвар. — Ты един с орду, Таргун. Ты принадлежишь братству и покинешь его только со смертью. Пусть она придет нескоро, и слава сопровождает твои деяния до того дня. Таргун принял Талвар. Ему понадобится время, чтобы привыкнуть к нему. Он по-прежнему был более искусен в обращении с прямыми мечами. — За великого хана! — произнес он, уважительно поклонившись и пытаясь в последний раз выбросить из головы воспоминания, осмотревшим на него свысока, посреди дождя гигантий в белом доспехе, с эмблемой волка и луны на наплечнике. Часть первая Волк и Хан Один Белый мир Тела Мысли Помнить слишком много было вполне возможно. Илья Равалеон понадобилось много времени, чтобы понять это. Долгое время она считала, что большинство жизненных уроков остались позади, усвоенные в молодости либо не усвоенные вовсе. Тогда ее разум и тело были достаточно быстры, чтобы меняться, как того требовали обстоятельства. Но оказалось, что она по-прежнему способна развиваться, даже после того, как ее волосы посидели, а лицо исполосовали морщины, словно складки высушенного солнцем фрукта. Чондакс все изменил. Шрамы называли его Белым миром. Им нравилось давать интересные имена. Имперские картографы окрестили его Чондакс Прим-Э-5 НС-776-КЗ. НС означало «не приведенный к согласию», К оккупирован ксеносами, З запланированный к посещению экспедиционным флотом. Теперь все эти обозначения должны были измениться, ксеносы были истреблены, а то, что осталось на поверхности, было настолько приведено к согласию, насколько это было возможно. Флот скоро соберется в прыжковых точках, готовясь к выполнению новых задач, а картографы и планетарные каталогизаторы приступят к работе. До этого момента Илья предпочитала название «Белый мир». В своей прежней жизни она сочла бы его странным. Впрочем, в прежней жизни она многое посчитала бы странным. Департаментом-мунитором не относился к организациям, которые отдавали должное творческим качествам. Логистическое подразделение Великого Крестового Похода нуждалось в офицерах со способностью вникать в детали, идеальной памятью, страстью к статистическим данным и складом ума, который мог обращаться с ними точно, быстро и внимательно. Равалион обладала этими качествами. Она начала службу на станции связи на Паламаре Секундус в должности дешифровщика. Работа была изнурительной, особенно когда доходило до кодов-ксеносов, дешифровка которых сводила с ума. После первоначального периода волнения она стала относиться к работе без всякого удовольствия. Математики было пугающе много, как и коллег. Ситуация изменилась к лучшему после того, как стали известны ее другие способности. День выдался жарким, и в кабинете начальника секции было душно. Он был в плохом настроении из-за отставания от графика, а полевые командиры на шести театрах военных действий проявляли нетерпение. Штабист потер уставшие глаза, печально устаившись на стопку инфопланшетов на своем столе. «Теперь они хотят данные с компанией на Ироксе», произнес он глухим голосом. «Я помню их», сказала она. Офицер изумленно посмотрел на нее. «Это было год назад». «Знаю, я могу перечислить их». Она по-прежнему могла. В ее обширной памяти всплыли первые записи. «Перевалочный пункт «Алиф», 6 транспортных кораблей, 9 грузовых судов, 12 полков. «Перевалочный пункт «Варл», 3 транспортных корабля, 2 грузовых судна, 3 полка. «Перевалочный пункт «Тек»» и далее, и далее. Именно это качество избавило ее от прежней работы. Она покинула Паламар и перебралась ближе к центру. Ее жизнь заполнили дела по переброске солдат из одного места в другое, согласно графику, с боеприпасами, провизией, с материально-техническим обеспечением, без путаницы. Работа была однообразной, изнуряющей, уединенной. «Равалеон» любила ее, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. Каждое повышение приближало ее на один или два варп-перехода к Терри. Как только департамент стал неотъемлемой частью имперской военной администрации, он вел для своих служащих военные звания. Она стала лейтенантом, затем полковником и, наконец, генералом. «Равалеон» пользовалась заслуженным уважением у солдат и офицеров регулярной армии. Они знали, кем была генерал и что она могла сделать с ними, если они забудут. Так, одна за другой проходили кампании. Цифры начали поражать даже ее незаурядный ум. Тысячи транспортных кораблей, миллиарды солдат, триллионы лазганов и квадриллионы зарядных батарей. Порой она лежала ночью, представляя маршруты крестового похода в гигантской воображаемой паутине. Илья видела, как экспедиционные флоты движутся по невидимым линиям к пунктам назначения. Каждый был отмечен статистическими закладками, указывающими на тип прозвертывания и численность. Ей это нравилось. Частички этой паутины были ее рук делом. Никто об этом никогда не узнает, не говоря о том, чтобы записать ее вклад. Но тем не менее, это вызывало у нее улыбку. Долгое время ее работа была всем, чего хотела генерал. Она давала ей цель и возможность самореализоваться. То, что при этом Илья была одинокой, редко приходило ей на ум. Она никогда не скучала по обществу, мужскому или женскому, которое в любом случае было бы вмешательством в ощущение порядка, созданного ею вокруг себя. В ее жизни не было места для кого-нибудь еще, как и для путаницы, неуверенности или компромиссов. К тому времени, когда Равалеон начала сомневаться в подобном подходе, ей уже грозила отставка. За 10 лет ее короткие волосы посидели. Опрятная форма несла награды прошлого поколения, а самые молодые подчиненные, судя по всему, считали ее реликвией забытой эпохи. Это мой выбор, думала Илья. Полагаю, что немногие последовали бы ее примеру. Но это было замечательно. Галактика обширна, и император нашел задание для каждого. Жизнь ее удалась. Она могла гордиться ею и быть довольна. Но в конечном счете Чон Дакс открыл ей глаза. Что генерал знал о белых шрамах? Так мало, как и любой другой человек. Они были неуловимыми. Легион, который уходил слишком далеко, почти оборвав все связи с Империумом. Шрамы нисто вставали вдали от главного направления крестового похода, проникая в глубокий космос. Ее начальник называл их блудными сынами. Последнее назначение Ильи стало неожиданным для нее, неправдоподобным союзом абсолютных противоположностей. Она в смятение отправилась с Уланора в следующую компанию шрамов, получив должность и задачу организовать то, что не подлежало организации. Привить определенное чувство дисциплины легиону, который относился к войне как к беззаботной и приносящей удовольствие в форме искусства. Такое бы ей в голову не пришло. По крайней мере, Халджи был добр к ней. Назначенный ей адъютант был таким же исполнительным и жизнерадостным, как любой из шрамов. Равалеон по-прежнему с легкостью сердилась на остальных, не в последнюю очередь на самого хана. И они, безусловно, считали ее такой же забавной, как и поначалу, но определенные успехи были достигнуты. Шрамы звали ее Ильясы, мудрая Илья. При всем своеобразии титула он не мог не нравиться. Но она скучала по Ясугею. С самого начала провидец Бури был единственным, кто относился к ней серьезно. Он повелевал силами стихий, вне ее ограниченного понимания, но всегда был вежливым и почтительным. Ясугей увидел в ней нечто, что она сама не замечала. И в итоге это привело ее в опасный мир шрамов. Досадно было, что Задин Арга не отправился с флотом на Чондахс, но такова была война. И вот она оказалась в выделенной для нее каюте на огромном флагмане легиона Буря Мечей и начала долгий процесс каталогизации ресурсов и рационализации схем развертывания. Шрамы не всегда прислушивались к ее предложениям, но иногда бывали исключения. Они прилагали усилия, так как знали о своих недостатках и желали совершенствоваться. Илье это нравилось, для нее это был вызов. Она пыталась отказаться от части своих суровых требований прошлой жизни, пыталась забыть о некоторых склонностях или, по крайней мере, не держаться за них слишком крепко. Илья поняла, что из-за ее эйдетических способностей жизнь рискует стать скучной. Шрамы учились у нее, она у них. И таким образом она осознала, что может быть слишком беспокоенной и слишком настойчивой, и слишком много помнить. «Я буду стараться пустить все на самотек», говорила генерал себе, особенно, когда испытывала сильнейшее желание изменить какой-нибудь типично беспорядочный для шрама план заявок. Везде есть золотая середина, компромисс, разумный подход. Со стороны двери раздался тихий звон. «Входи», пригласила генерал, поднимая голову от панели управления. Вошел Халджи, учтиво поклонившись. Для Ильи по-прежнему было странно, что они кланились ей. Она была по грудь, облаченному в доспех белому шраму, исключительно могучему и обладающему почти невероятным мастерством воину. Но, как и все чагарийцы, он не придавал чрезмерного значения своим генетическим улучшениям. Скромная любезность была естественной для них. «Простите за вторжение, ссы», обратился он. «Вы хотели, чтобы вас информировали о ходе работы хора». Илья откинулась в своем кресле. «Верно. Есть что-нибудь?» «Нет», ответил Халджи, неловко улыбнувшись. «Они не могут ни получить, ни отправить сообщения. Все попытки провалились. Магистр Астропатов приносит свои извинения». «Это не его вина», сказала Илья. Ее сердце упало. «Как долго это длится?» «С момента прибытия на Чондакс». «Мы уже долгое время находимся здесь, Халджи. Магистр говорит, что в потере связи нет ничего необычного. По его словам, варп изменчив. Во время нашей кампании в Клеймаране хор ничего не слышал в течение двух лет. Так что, магистр спокоен». Илья нахмурилась. «Белые шрамы слишком легкомысленно относились к утрате контактов с остальным империумом. Им это нравилось. Ей нет». «Из-за этого она нервничала, как при низкой гравитации или нехватке кислорода. Пожалуйста, передай ему, пусть продолжает попытки. Возможно, некоторые участки системы не подвержены этому воздействию». Халджи пожал плечами. «Передам». «Но он не первый день говорит, что ничего нельзя отправить или получить». Илья взглянула на свой стол. На стеклянной поверхности мягко светилась схема дислокации флота, показывая широко разбросанные боевые группы, истребляющие последние остатки вражеских сил, которые все еще держались в отдаленных уголках системы. Сопротивление в скоплении Чон Дакс было практически подавлено. И в течение каждого стандартного отчетного периода приходило множество докладов об убитых врагах и подтверждений о приведении к согласию. Скоро их работа здесь будет закончена и будет получено новое задание. Белые шрамы снова окажутся в привычной для них стихии, движении. Мы заканчиваем операции, сказала она частично себе. Как я получу новый приказ за стеры? Каким будет наш следующий шаг? Халджи улыбнулся. Не волнуйтесь, сын, сказал он с обычной невозмутимостью. Мы что-нибудь получим. Хан, ты захочешь увидеть это? Шибан застыл. Голос Джучи по радиосвязи был напряжен. Странно, ведь Джучи обычно был в хорошем настроении, даже при свисте болтерных снарядов. Но Фемус был местом, которое раздражало. О планете нельзя было сказать ничего хорошего. Чудовищно жаркая, извергающая, покрытая черной коркой магму и раздираемая грозами. Она была словно видение преисподней, обретшая ужасную форму. Оставайся на месте, передал Шибан, отметив позицию брата на дисплее шлема и развернув гравицикл по широкой дуге. Я буду через минуту. Он увеличил обороты двигателя, направив в машину над грудами обуглившихся камней. Ярко-оранжевое небо сверкало над горизонтом вспышками зигзагообразных молний. На западе тускло-красным покровом нависла гряда ядовито-кислотных облаков. Во все стороны протянулись огромные, черные, как смоль равнины, окольцованные горбатыми горами и исполосованные постоянными извержениями. Шибан низко пригнулся, чувствуя прерывистый гул и рев работающих двигателей. Гравициклы задыхались в задымленной атмосфере. Он уже дважды менял их с начала операции, которая длилась меньше месяца. Это раздражало. За все время боев на Чондаксе хан ни разу не отправлял машину на ремонт. Белый мир был добр к ним. Он был краеугольным камнем всей компании, сердцем обороны зеленокожих. Война на том мире была славной и приятной, доброй. Шибан помнил просторные холодные небеса, прикосновения пальцев к похожей на соль земле, три солнца, чей свет сливался в мягкой смеси зеленого, синего и белого цветов. Он мог сражаться на нем вечность и никогда не устать, но в конце концов они убили там всех, кого должны были. Ксеносов истребили, их тела сожгли, а грубые сооружения разрушили. Когда Легион поднялся на орбиту, Чондакс выглядел первозданным, шар из полупрозрачного кристалла, полностью очищенный от заражения. Теперь целью были внешние миры Эпигеликон, Керас, Хандерал, Лертиакс. Все они были разбросаны далеко в космосе и заражены остатками зеленокожей заразы. Фемус находился дальше всех и был последним миром, чьи окутанные огнем тектонические плиты следовало признать очищенными от врага. Каждый раз казалось, что зеленокожие уничтожены, но находилось очередное логово, кишащее жизнью и ненавистью, которое требовало выделения истребительных команд, а вслед за ними огнеметчиков. Шибан устал от этого. Легион нуждался в новом вызове, в чем-то грандиозном. Худшим временем кампании были ее последние этапы. Я ненавижу этот мир, подумал он. О Чондаксе я сочинил стихи, но об этом месте не будет написано ни строчки, оно их не заслуживает. Хан скоро направит их дальше. Шибан видел его в бою и поэтому знал, что скоро придет приказ. При воспоминании о том, с каким непринужденным мастерством примарк фехтовал Дао, у него разгорались глаза. Повелитель был скорее не смертным воином, но воплощением силы стихии. Он также мог быть неугомонным, как и все хищники, загоняющие свою добычу. Говорили, что Горлу Перкаль был лучшим военачальником в галактике, ангел Сангвиний самым могучим воином, или может быть Рус Фенриса, или же несчастный измученный Ангрон. Желеман считался величайшим тактиком, лев одаренным, самым богатым воображением, Альфарий самым хитрым. Никто не воспринимал хана всерьез, но ведь они не видели его. Шибан помнил, как давным-давно они учат кандидатов благородным увлечением. Когда их судьба была связана с войной, теперь, много лет спустя, он понял ответ, который тогда получил. Убийство ничего не значит без красоты, и оно только тогда может быть красивым, когда необходимо. Шибан улыбнулся, воспоминание немного вывело его из апатии. Когда хан убивает, то делает это красиво. Шибан разглядел на фоне застывших шлаковых гор мерцающей магмы темную фигуру Джуччи. На Фемус опустились темно-коричневые сумерки. С Рокотом приближались далекие грозовые облака. Белый шрам затормозил, выключил двигатель и одним движением спрыгнул с гравицикла. Так в чем дело, спросил он, подходя к своему заместителю. Джуччи, как и все боевые браки, не снимал шлем в этом грязном месте, поэтому Шибан не смог прочесть выражение его лица. Тела, ответил Джуччи. Шибан взглянул на магму, которая поднималась вытянутыми глыбами, постепенно превращаясь в курганы, похожие на складки обугленного жира. Фемус изобиловал такими местами, созданными несметным числом стихийных бедствий, периодически сотрясавших поверхность планеты. Некоторые из них были размером с космические корабли. Шлаковые холмы, словно живые, ползли по раскалывающейся поверхности мира, сминая все на своем пути. У основания груды лежали три тела, одно из которых уже было частично накрыто лавой. Каждый мертвый воин был облачен в потрескавшийся угольно-черный доспех. Шибан присел возле ближайшего трупа и провел пальцем по изгибу наруча, наблюдая, как за слоем копоти открывается полоса цвета слоновой кости. «Какое братство?» спросил он. «Когтя», ответил Джучи. «Направленный сюда шесть месяцев назад». Шибан тщательно изучил мертвого легионера белых шрамов. На Фемусе погибло много его братьев, и некоторые из трупов поглотила ненасытная магма. Даже в таком случае находить еще одного было неприятно. «Геносемя». «Еще не извлечено», ответил Джучи. «Сангджай в пути». Шибан наклонился поближе, стерев еще больше грязи с поврежденного доспеха. Он не ощутил запаха гниения, обычно сопровождавшего трупы. Только едкий смрад давно обгоревшего керамита. «Как они умерли?» «Клинки», мрачно ответил Джучи. «У двоих раны на горле, у третьего на теле». Шибан обратил внимание на глубокий разрез на шее. Он аккуратно раздвинул кромки Годжета, отметив, что удар нанесен точно в сочленение. Края раны были такими же черными, как и все остальное тело, и покрылись волдырями там, где густая кровь выкипела. Шибан глубоко вздохнул. Он задумался над тем, как одолели воинов, скольких зеленокожих они убили, прежде чем пали. То, что об их смерти не сложат сказания, было позором. Он поднял голову и огляделся. Где тела ксеносов? Вокруг раскинулась темная, как космос и покрытая трещинами земля, освещаемая призрачным мерцанием оранжевого огня. Джучи покачал головой. Никаких следов, если только они не погребены глубже. Шибан устало не по себе, что-то не давало покоя. Странно, произнес он. Хан! Шибан задумался над этим. Он счистил еще больше грязи с нагрудника легионера, обнажив чагорийские глифы, выгравированные на керамике. Его глаза скользили по изломанным очертаниям трупа, наблюдая, вникая, обдумывая. Наконец он поднялся. Три мертвых сына Орду, сказал он задумчиво, и ни одного Хейна рядом с ними. Джучи молчал, Шибан ощущал его тревогу. Ты тоже чувствуешь это? Их победили, продолжил Шибан. Скажи мне, Джучи, что делают Хейны с захваченными то, что он тоже заметил. Нет увечий. И эти разрезы, Шибан замолчал и посмотрел на небо. Когда Санг-Джай доберется сюда? Сказал, что в течение часа он взял грузовой корабль. Я хочу, чтобы третьего вывезли, сказал Шибан, чтобы всех троих отправили на Кал-Джиан. Чего ты ищешь, Хан? спросил Джучи. Шибан ответил не сразу. Он пристально смотрел на равнину, где собиралась разразиться новая гроза. Этот мир болен, у него злобная душа. Я не знаю Джучи, тихо ответил он. Таргун плавно двигался по коридорам Звездного Копья. Он едва чувствовал раны, полученные на Чундаксе. Весь легион приводил себя в порядок, и ему нравилось это ощущение. В последнее время прежняя дезорганизация в системе планирования белых шрамов была частично устранена, сменившись тем, что было похоже на разумный подход к практическим вопросам. Он не знал, почему так случилось, но по флоту ходили слухи, что новым советником Хана назначен Тиранин. Говорили, это была высокопоставленная женщина из администратума, достаточно терпеливая и упрямая, чтобы взять под определенный контроль хаотичное руководство легионом. Таргун надеялся, что слухи были правдивыми. Было бы неплохо навести здесь порядок. За долгие годы он пришел к пониманию определенных достоинств чегорийского искусства войны, но это не значило, что он легко мирился с его недостатками. Если кто-то в конце концов решил взяться за них, тем лучше. Освещение в коридоре, по которому шел хан, было слабым, едва озарявшим тусклые стены. По пути ему повстречались несколько матросов, каждый из которых почтительно кланялся. В большинстве своем они были тиранами, хоть среди них попадались и намирцы. Легион все меньше рекрутировал воинов с тронного мира. Таргун слышал, что со временем все белые шрамы будут набираться с Чегориса. До этого еще не дошло, но тарани оказались в явном меньшинстве. Сложно было не стать подозрительным в такой ситуации. Чегорийцы были слишком вежливыми для проявления открытой враждебности. Но иногда Таргун ловил взгляды или, может быть, жесты между представителями одной культуры, в которую он не допускался из-за своего невежества. А может быть, он все это выдумал. Такое тоже было возможно. Хан добрался до отсека, в который направлялся, и накинул на голову капюшон. Светильники горели еще слабее, и место выглядело сонным. Звездное копье был большим кораблем с просторными кубриками и полупустыми оружейными, а несколько палуб не использовалось. Вот уже некоторое время ему вообще никто не встречался. Таргун огляделся по сторонам, прежде чем нажал на звонок. После паузы по комсвязи раздался тихий голос. «Назовите цель визита!» «Открой дверь, Назан!» устало произнес Таргун. Дверь отошла, открыв за собой большое помещение, также слабо освещенный и по большей части пустой ангар. Лишь несколько грузовых контейнеров были сложены у стен. В отполированном до блеска полу отражался свет фонарей. Под потолком висела огромная эмблема легиона. Бело-золотой разряд молнии. Таргуна ждали тринадцать фигур. Все тарани, все без доспехов и в робах с капюшонами, все космодесантники. Когда он вошел, доведя число присутствующих до четырнадцати, они продолжали молчать. «Добро пожаловать, брат!» произнес Хибу, кивнув покрытой головой. «Мы начали гадать, появишься ты или нет». «Меня задержали», пояснил Таргун, заняв место в кругу. «Надеюсь, за тобой не следили». Таргун метнул в говорившего испепеляющий взгляд, хотя тот все равно не мог его заметить. «А ты как думаешь?» Хибу слегка улыбнулся в тени капюшона. «Как он у тебя?» «Нам в самом деле нужно это делать», спросил Таргун, все больше раздражаясь. Хибу, как и он, был ханом, командиром братства рассветного неба. «Это формальность, значит, мы можем начать». Таргун покачал головой и засунул руку за пазуху. Он вытащил медальон, тяжелый, серебряный, с изображением головы ястреба поверх молнии. «Доволен?» Хибу кивнул. «Полностью». Он знал каждого из них лучше, чем некоторых легионеров своего братства. Некоторые были равны ему, хотя большинство младше по званию. Братство повсюду, частично совпадающие и противоречащие друг другу. Мы соткали странный гобелен. «Итак, мы собрались», сказал Хибу. «Давайте начнем». Таргун глубоко вздохнул. Что-то в старинной церемонии собраний ложи всегда утомляло его. Они становились приемлемее, как только собравшиеся приступали к серьезному делу. Но это было только его мнение. Все остальные воспринимали церемонии со всей серьезностью. Он должен проявлять уважение. Тем не менее, оно скоро начнется. Настоящее дело. 2. Родной мир зализывая раны. Враг обнаружен. Все началось на Никее. Таргутай Ясугей понял это уже тогда. Каждый прошедший месяц только укреплял его уверенность. Он был там, вместе с Ариманом, Магнусом и другими. Он свидетельствовал, спорил. Дебаты в основном шли в коридорах вокруг огромной арены, иногда в присутствии величайших из Астартес. Но после слов повелителя человечества все споры, конечно же, утихли. Сколько выдающихся умов, великих воинов, все тут же замолчали. Возможно, тогда им следовало обеспокоиться, но никто этого не сделал. Нечто очень важное произошло на том мире. Иногда Ясугей считал, что была совершена ужасная ошибка, в другие моменты, что ее удалось избежать. Как бы напряженно Задин Аргани размышлял над этим событием, его истинный смысл ускользал. И вот он стоит в одиночестве на Алтаке, наблюдая, как ветер колышет траву и чувствуя прикосновение солнечных лучей к обнаженной коже. Во все стороны раскинулся пустынный ландшафт Чагореса без единого холма или дерева. Его безбрежность всегда усмиряла гордыню, освобождая разум. Ясугей слышал, что человеческий разум плохо справляется с безграничной пустотой его родного мира. И те, причины на своего рода безумие незначительности. Он прищурился, наблюдая за тем, как расплывается сине-зеленая полоса горизонта. Значение, подумал он, настоящее безумие предполагает, что мы имеем какое-то значение. Он позволил своему разуму покинуть оболочку тела, вздыхая, как призрак на вечном ветре. Воин рассматривал себя. Что я вижу? Он видел закаленное тело, стоявшее по колене в шелестящей траве рейки. Видел древний боевой доспех, который был тщательно ухожен, не считая потертостей по краям. Видел смуглую, твердую и покрытую татуировками кожу, собранные в пучок и сине-черные волосы, кристаллический капюшон над головой, который сверкал в свете солнца. Он видел атрибуты своего искусства. Посох с навершием из отбеленного черепа отду. Тотемы, символы, изображенные или вырезанные на белом доспехе. Смотри глубже. Он видел слабую полутень силы в воздухе, маревом мощи, гармоничность в своем движении. Видел, как мир, потянувшись, отвечает ему, узнавая воина своим мистическим вечным способом. Сейчас все это было запрещено. Со времен Никеи от подобных действий следовало отказаться. Он вернул свой разум в тело, взглянул на мир собственными глазами, дышал своим ртом и чувствовал, как аугментированные легкие наполняются холодным чистым воздухом. «Это то, кто я есть», произнес вслух Ясугей. «Я больше не могу отказываться от нее, как не могу выколоть свои глаза». Его брови нахмурились, из-за чего вытянувшийся по левой щеке шрам дернулся. Произошло нечто важное, не изменилось. На Уланоре магистр войны был введен в должность. Ясугей был там, стоял рядом с великим ханом, с одобрением наблюдая, как Гор Луперкаль принимает звание. Гор и хан сражались вместе, завоевывая систему. Они с теплотой относились друг к другу. Из всех братьев хан всегда был близок только к двум, и Гор был первым. Ясугей слышал их разговор после торжества. «Надеюсь, я смогу призвать тебя», обратился Гор. «Ты призываешь, я прихожу», ответил хан. Затем они расстались. Великое собрание примархов, командиров и руководителей закончилось. Они направились к тысячам целей, освещая варп кельваторными следами своих кораблей. Великий крестовый поход начался заново, но в этот раз во главе него стоял магистр войны, а не император. Хана направили на миры системы Чон-Дакс. Ему предстояло охотиться на остатки уничтоженной на Улан-Норе империи, последних выживших орков Урлака. Возможно, кто-то отказался бы от этого непрестижного задания, но хан был доволен. Это была охота именно в том смысле, в которой он ее понимал. Кавалерия атакует на открытой местности, состязаясь с добычей, которая не имеет представления ни о капитуляции, ни о жалости к себе. Примарх никогда не выражал недовольства. С ним отправился почти весь легион, состоявший из множества братств, рвущихся на охоту. Десятки белых кораблей, заполненных воинами Орду, отчаянно жаждущих вернуться к погоне, пронзили пустоту. Ясугея не было с ними, его призвали другие обязанности. На финальных этапах улланорской кампании в сообщениях легиона появилось название неизвестного мира. Многие послания были отмечены знаком Сигелита, другие были секретными, предназначенными только для глаз сынов императора. Тогда Ясугей впервые услышал о Никеев, но уделил этому мало внимания, что значил один мир из тысяч миров, нанесенных легионом на карту. Сколько планет приходило и уходило, попадая одна за другой под защиту постоянно расширяющегося империума человечества. Но оказалось, что этот мир гораздо важнее. В итоге он стал всем, поворотной точкой в судьбе человечества. Зная Ясугей об этом тогда, возможно, он смог бы найти способ лучше подготовиться к нему. Результат мог быть иным. Мы будем рыдать, вспоминая этот день, сказал ему Ариман после вердикта императора. Ясугей кивнул. Ты прав, ответил он. Воин шел по лугам, стебли расходились перед ним, как вода. Хум-карта была на расстоянии многих дней, давно скрывшись за ровным горизонтом. Он был в землях хана, старых охотничьих угодьях Толска. Осталось мало добычи, она стала слишком легкой для охоты на нее и беспечной. Ясугей подумал, что если бы взял с собой беркута, может быть, заметил какого-нибудь зверя, что прятался на открытой местности, прижавшись к земле и дергая ушами. Затем погнаться за ним по старинке, используя силу тела и быстроту ума, безоружия и погодной магии. Нет, это было бы притворством, он не мог вернуться, так или иначе все изменилось. Я не знаю, что делать, сказал он вслух, словно алтак мог услышать и ответить. Мои грезы не дают ответы, почему? Ветер ничего не ответил, только бился на грудник и дергал за керамитовые края наплечников. Происходило нечто странное, у него не было слов, чтобы точно описать это. Однажды ночью он проснулся с чувством, что вся галактика содрогается, словно некое огромное существо шевелилось во сне. Ясугей слышал далекие вопли, они словно доносились с миров на границе изведанного, пылая, подобно свечам, в бесконечной тьме, но это было невозможно. Если бы он отказался от своего дара, как и было приказано, то мог бы избежать подобных снов. На испытания небес не просто приходили и уходили, они не были одеждой, которую он мог снять, они были в его крови, в дыхании, с тех пор, как хан, которого чагарийцы называли Каган, отправился на Чондакс, о нем ничего не было слышно. На весь сектор словно опустили гигантский занавес. Астропаты не могли пронзить пелену, с обратной стороны не приходило ни одного сообщения. Такие нарушения были нередки. Особенность варпа делала любой вид дальней связи непредсказуемым и склонным к помехам. Но что-то в этой полной блокаде тревожило Исугея. Другие сектора также затихли. До него доходили слухи, что свет Астрономикона становился прерывистым. Магистр орбитальной оборонительной сети Чогореса сообщил ему, что некоторые корабли полностью исчезли. Такое с санкционированными навигаторами легиона происходило редко. Но сами по себе такие знаки не были достаточной причиной для тревоги. Ведь галактика таила опасности. И великий крестовый поход преуспевал в изгнании только некоторых из них. Тем не менее, было сложно избавиться от ноющего чувства. Что-то происходило. Исугей фыркнул. Что-то происходит. Могу я узнать помимо этого еще что-нибудь? Но он ничего не мог увидеть. Не было ни поддающихся объяснений образов, ни знаков, которые можно было прочесть и понять. Одно только это было достаточной причиной для беспокойства. Он остановился посреди океана пустоты, по-прежнему стоя по колено в траве. Он видел, как кончики стеблей движутся мягкими волнами, словно шепчущая река. В этих движениях было нечто успокаивающее. Такие волны прокатывались по этим землям задолго до прибытия первых эксплораторов на громадных колониальных кораблях, готовых захватить власть над этой пустотой и подчинить ее своей воле. Когда власть человечества снова минует, что несомненно однажды случится, трава шелестящая и колышущаяся в пустоте холодного воздуха и резкого солнечного света никуда не исчезнет. Я не могу оставаться здесь. Решимость росла день ото дня и вот достигла критической точки. Данные ему после Никеи приказы были недвусмысленны вернуться на Чегорис и ждать дальнейших инструкций. Он ждал их долгое время и рассчитывать, что они придут в любой момент больше было нельзя. Ясугей издавна был советником Кагана. Они обрели взаимопонимание, способ взаимодействия, открывший им истину. Ясугей знал, что ему нужен примарх и льстил себя мыслью, что в определенном, менее очевидном смысле он был нужен примарху. У них были взаимодополняющие умения. Джигатай и Ясугей прошли вместе долгие кампании и пережили немалые трудности, чтобы доверять суждениям друг друга. Он бы вызвал меня, что-то не так, я засиделся здесь. На Чугоресе озрения больше не приходили к нему. Он должен вернуться в Легион, проплыть по бурным течениям варпа, пока загадка завесы не будет разгадана. Из сделанных им запросов он понимал, что это будет трудно. Это похоже на шторм, произнес ему системой. Я никогда не видел ничего подобного. Было бы безопаснее оставаться на Чугоресе и, наверное, мудрее, но его никогда не волновала безопасность. А на Никее император, казалось, шагнул далеко за пределы разумного. Ясугей стоял прямо, опираясь на посох с черепом и глядя на ясное небо. Я могу бродить по этим равнинам всю жизнь и не найти ответа, сказал он вслух. Ветер унес его слова вдаль. Пришло время искать его в пустоте. Затем он вспомнил, что говорил ему Ариман в последний день на Никее, который они провели вместе. Магнус не смирится с этим, предупредил он. Однажды открывшийся разум невозможно закрыть. Он приблизился. Ясугей помнил то ощущение, близость между ними, общее понимание между единомышленниками Библиариуса. Поговори с Ханом, он всегда был с нами и поймет. Ясугей кивнул, поговорю, когда смогу, но его будет непросто найти. Я слышал об этом, но ты попытайся. Магнусу нужны друзья, а нам союзники, поговори с ним. С тех пор ничего, ни слова с Проспера, Чондекса, Никея или Терры. Словно вселенная замкнулась в себе, задержала дыхание и напряглась в ожидании грядущего ужасного потрясения. Ясугей снова начал идти. Он вернется в Хумкарту и возьмет там корабль. Он слишком долго был один, и теперь это нужно изменить. Все это началось на Никее, и он по-прежнему не представлял, где закончится. Над испускающей рыжее свечение туманностью Алаксис перемещались на малой тяге корабли, похожие на серые акулы. Мягко мерцая носовыми огнями, над бездной неподвижной громадных и утыканных башнями капитальных кораблей. Каждый из них обслуживал со стаей меньших судов, авиза, фрегатов, эскортников и канонерок. Все корабли носили следы боевых повреждений, опаленные обшивки инженариума и испещенных попаданиями снарядов бронепли. Некоторые тащились на самой малой тяге, окруженные паутиной ремонтных конструкций и оружейных дронов. Другие были вскрыты, демонстрируя решетчатую структуру внутренних палуб. В этих сотах плясали вспышки миллиона сварочных аппаратов, пронзая мягкий край газовых облаков. Во всей галактике только один флот мог выглядеть подобным образом. Имперская армия обладала более многочисленными эскадрами, громадными скоплениями пузатых транспортных судов и уродливых кораблей снабжения, но они и близко не располагали столь концентрированной огневой мощью. Только боевая группа легиона Састартос могла собрать подобных чудовищ. Все корабли носили темно-серую окраску, были украшены рунами и отмечены шаманскими обозначениями род Фенриса. Каждый из них отражал в себе беспощадный сердец тех, кто управляли ими. Носы представляли собой морды с изгибами многочисленных рычащих пастей над выступами носовых лэнс-излучателей. Корабли были воплощениями свирепости, которым придавали кинжаловидные формы и наградили сердцами изракочущего бессмертного пламени. В центре стаи находился Храфенкель, крупнее и могучее остальных, с плугообразным носом и зогнутым хребтом, который венчали тысячи оборонительных башен и корпуса двигателей, и брюхом, освещенным тусклым блеском по бортам боевой боржи ползли тени ее слух. Плавбас, ремонтных судов, шаттлов, эскортных миноносцев, подобные облакам на склонах горы. Над огромным игулким, командным мостиком Храфенкеля нависал свод из бронзы и мрамора, поддерживаемый колоннами из сверкающего гранита. Внутри круглых стен поднимались ярусы, каждый из которых гудел приглушенной активностью, занимавших свои посты тысячи офицеров и матросов в серой униформе. Центральная обширная площадка из голого камня под огромной крышей из бронестекла мерцала группой голопроекторов, маршрутов и вращающихся неоновых калейдоскопов, которые отражались от бесчисленных пикт-экранов и наблюдательных линз. Пахло камнем и кожей, ароматами кузни и костра. Открытое пламя пылало в железных каминах, покрывая стены налетом копоти. Повсюду были вырезаны руны, на стенах, полу, даже стекле. Один человек господствовал в этом месте, воплощая в себе свирепые облики, взиравшие на него сверху. Он был повелителем, бесспорным альфа-хищником, таким же жестоким и величественным, как и корабль под его командованием. Но примарх Лемон Рус не двигался. Вокруг него непрерывным танцем трудился экипаж его флагмана, напоминая спутники, вращающиеся вокруг газового гиганта. Временами пронзительные глаза волка впивались в показания отдельного гололита или линзы. Затем он отводил свой непостижимый и ледяной взгляд. Два серых волка с желтыми глазами и седыми ляжками крутились у его ног. Периодически один из них тихо рычал, отчего по мрамору проносились мягкие колебания, словно трещина бегущая по раскалывающемуся льду. Ярлы волчьего короля стояли кольцом вокруг него. Каждый был заслужившим признания мастером боя, облаченным в боевой доспех, шкуру и увенчанным тотемами. Среди них стояли рунические жрецы. Их белоснежные волосы и расписанная кожа казались живыми в дрожащем свете. Обычно они посмеивались друг над другом, рыча на остроты и дерзости, а в их золотых глазах сверкало грубое веселье. Сейчас никто не смеялся, ни после Проспера, ни после того, как все спустились на поверхность этого очищенного огнем мира и увидели, что они с ним сделали. По какой-то причине Проспера был особенным. Прежде Рус всегда смеялся, иногда с подлинным весельем, временами с чувством холодного удовлетворения от насилия. Теперь он даже улыбался через силу. Морщины на грубом лице выделялись чуть резче. «Ну и когда мы будем готовы?» спросил наконец волчий король. Гунар Гунхельд, прозванный лордом Гуном, заговорил первым, так как это было его правом. После битвы над Тиски его голос охрип, горло было рассечено, из-за чего он два дня провел под ножами телотворцев. «Десять дней, таранских», ответил он. Больше возразил Агвай Агвай Хельм Шрот, ярл третьей великой роты, две недели. «Не годится», сказал Руст. Агвай поклонился, «Мы будем работать усерднее». Примарх даже не взглянул на них, он выглядел рассеянным, его разум блуждал где-то в другом месте. «Эта задержка изводит нас, мы должны были быть наиствованей, теперь мы должны ответить». Его ярлы молчали, некоторые мрачно кивнули, другие выглядели сомневающимися. «Подобное раньше случалось?» спросил Руст с язвительным выражением лица, обращаясь скорее к себе, чем кому-нибудь еще. «Есть саги, в которых волчьего короля отправили не в то место, делать не то, что нужно?» «Был ли наш позор когда-нибудь сильнее?» По-прежнему никто не отвечал, тишину нарушил неярл. «Мы не опозорены», раздался молодой голос. «По крайней мере я». Повернулись головы. Волки-близнецы Русса сдавленно зарычали. Брови волчьего короля поднялись. «Кто это сказал?» Вперед вышел воин Тра, пройдя в центр круга. Его лицо усеяли новые шрамы, из-за чего он походил на призрака со старого льда, покрытый дурными знаками и метками колдунов. Голова была наполовину выбрито, оставшиеся волосы были и сине-черными. На лице застыло угрюмое выражение. Оно всегда было таким, даже до Проспера, где серьезно пострадал звериный дух всех волков. У воина не было левой кисти. Закованная в броню рука заканчивалась в локте мешаниной аугметики и железных насадок. Новую перчатку все еще не приладили, было много заявок. «Бьерн истра», ответил «Скальды уже сочинили сагу Бьерна. В ней шла речь о нем и демоне горе, и загадочных словах, сказанных тварью. Репутация воина пошла в гору, стали говорить, что у него могучий вирт. «Плохое имя». «Подходит», спокойно ответил Бьерн, согнув наполовину изуродованную руку с намеком на гордость, как и всем нам. «Хочешь что-то сказать?» «Я видел тварь, что привела нас на Проспера. Слышал кое-что и сказанного ею. Скальд поведал мне остальное. Мы покончили со злом». «Несомненно», прорычал Рус. «А Магнус уже был заблудшим», продолжил Бьерн. «Хоть он и был вашим братом, но его смерть оправдана». «А Гвай», ярл Бьерна, покусывая губу, медленно кивнул. Рус заметил, и его ноздри раздулись от гнева. «Нас использовали», пробормотал примар. «Феррус мертв. Мы должны были быть с ним. Мы могли остановить бойню». Доклады Сыства на пять просачивались на флот рваными обрывками, утечками из астропатических полуснов в океане Варп штормов. Достоверных данных не было, все нуждалось в многочисленных толкованиях и подтверждениях. Но после отбытия Вальдора картина сокрушительного удара постепенно прояснялась. Теперь волки знали масштабы трагедии. Железные руки, саламандры и гвардия ворона были уничтожены или же понесли тяжелые потери. Сыны Гора, Альфа-легион, дети императора, пожиратели миров, гвардия смерти, несущие слова, железные воины и повелители ночи стали предателями. Когда говорящие предсказания, принеся с собой рунические сплетения, чтобы показать узор предсказания, вокруг них словно рассыпалась вселенная, обращенная в руины каким-то странным и невнятным бредом. Даже сейчас шок от услышанного отдавался, повиснув словно дымовая завеса над присутствующими. «Мы не смогли бы ничего остановить», невозмутимо ответил Бьерн. «Наоборот, стали бы частью бойни, и немногие стали бы скучать по нам». При этих словах Рус почти улыбнулся своей привычной кривой и сардонической усмешкой. «Да, немногие, это точно». «Вопрос в том», взял слово лорд Гун, «что делать дальше?» «Мы получили вызов Дорна», сказал Агвай. «Вызов», сплюнул Гун. «Разве не для этого мы созданы?» спросил устал Рус. «Мы приходим, когда нас вызывают». «Когда все отец вызывает», поправил Агвай. «А он молчит», сказал Рус. Вальдор не сказал почему, хотя знал. «Из всего, что случилось, из всех ошибок, это изводит меня больше всего. Скажи мне, что случилось с императором». Никто не ответил, никто не знал. Они отвели глаза и закрыли рты. Только их разумы перебирали ответы. Подозрения, догадки, опасения. Он ранен, он покинул тронный мир, он мертв. И тогда Рус засмеялся, но не так, как делал это раньше. В этот раз смех получился сдавленным. Вот что нам нужно. Он по очереди посмотрел на каждого из ярлов. Я не стану получать приказы от моих братьев, только от моего отца. Он поговорит со мной. Мы направимся на Терру, не потому, что этого требует Рогал, но потому, что сами решили. Лорд Гун поднял Агвай выглядел задумчивым, некоторые из командиров сомневающимися. Рус сердито взглянул на них. Не дольше, приказал он. Возвращайтесь на корабли, делайте все необходимое, через пять дней мы уходим. Выражение его лица оставалось мрачным, но где-то глубоко внутри волчьего облика, в исчерченной морщинами плоти и золотых глазах все еще пылал возмущенный огонь. Тяжесть скорби стала уменьшаться, ее сменило нечто иное. Никогда прежде, вплоть до этого момента, я не был по-настоящему разгневан, прорычал Рус. И два волка поднялись на звук его голоса, шерсть на загривках стала дыбом. Мне любопытно посмотреть, к чему это меня приведет. Биорн Раникборн откинулся на командном троне Фильскьяре. Он хорошо выспался во время свободной смены и был бодр. Сервиторы и смертные матросы в расположенных над ним постах работали бесшумно, а весь мостик тихо гудел активностью. Командование таким эскортным фрегатом, как Фильскьяре, нельзя было назвать почетной обязанностью. Они находились на удаленной от основных сил волков позиции, и туманность Алаксис в кормовых иллюминаторах была едва заметным пятном. Тем не менее, это дало им возможность снова проверить работу двигателей реального пространства. Они получили попадание над Проспера от одного из немногих залпов с поверхности планеты, которые тысячи суннов сумели дать. Его последствия до сих пор сказывались на системах корабля. Техножрецы Раник Борна работали без передышки, но по-прежнему не могли разобраться в сути проблемы. Повреждения требовали внимания железных жрецов, но все они были полностью заняты на капитальных кораблях. Учитывая все обстоятельства, Фильскьяри справлялся неплохо. По крайней мере, патрульная служба на границе действия сенсора флота шла своим чередом. «Есть что-нибудь?» спросил Раник Борн, дежурного лейтенанта Торви, рыжеволосого Керла с одного из миров данников Фенриса, название которого он никак не мог запомнить. «Система обнаружения отслеживает на пределах дальности Авгура», ответил Торви. «Кажется, ничего. Хотите взглянуть?» Раник Борн на самом деле не очень и хотел, но работы было мало, а экипаж становился беспокойным, если не был занят ничем, кроме построения векторов. «Вот для этого мы и здесь», ответил он. «Корректировка курса». «Небольшая», ответил Торви, взглянув на установленный вверху пикт-экран со светящимися линиями на стеклянной поверхности. «Тогда выполняй». Торви подчинился. Несколько секунд спустя Раник Борн почувствовал, как слабый вой двигателей изменил тональность. Он по-прежнему был не совсем верным, скорее скрижащим, нежели рычащим. Маркеры траектории на разных пикт-экранах исчезли, прорабатывая новые маршруты. «Есть что-нибудь?» спустя некоторое время спросил он, рассеянно регулируя подлокотники трона. Его вахтенный офицер Айрольф что-то сделал с ними во время своего последнего дежурства на мостике. Раник Борн смотрел, как Торве запускает дополнительные проверки оборудования, а в гурные линзы на пульте управления своего трона начинают передавать ему новые данные приборов обнаружения. Он слышал, как вялые переговоры на мостике стали громче и увидел, что сервитор на одном из постов связи подключил дополнительный интерфейсный узел к свободной шунтовой катушке и начал взволнованно издавать щелкающие Торве пристально следил за показаниями датчиков. Удерживайте этот пеленг. Раник Борн немного выпрямился. Он взглянул в иллюминаторы. Группу освинцованных кристаллфлексорных панелей, образующих блистер над верхним мостиком, не зная, чего ждать. Как обычно в ответ мигало неподвижное звездное полотно. Да, вот оно, провормотал Торве. Есть кое-что. Это не сбой, а показания. Раник Борн почувствовал, как волосы на руках встали дыбом. Подробности приказал он, одновременно открыв приоритетные каналы связи с инженариумом и постами пустотных щитов. Передаются на экран мостика, доложил Торве, переключив входящий поток данных на главные мониторы, установленные на потолке. Раник Борн взглянул на них. Минуту он не видел ничего особенного. Размытая кубическая схема ближайшего космоса, изображенная в светящихся зеленых линиях с наложением рун-символов и известных курсов кораблей. Она изменилась не сразу. На границе действия Авгура, где определенное переходило в вероятное, что-то стало проявляться. Космический Волк открыл медную клавиатуру на подлокотнике трона и начал жать на кнопки. Поднять щиты, рявкнул он. Развернуть корабль на два пункта к Надиру, связаться с флотом. На мостике тут же закипела работа, все видели одно и то же. Низкий гул голосов изменился в тоне, став более напряженным, настойчивым, целенаправленным. Связь установлена, доложил офицер связи Клая. Есть отличительные знаки, спросил Раник Борн, внимательно следя за состоянием и курсом Фильскиаре. Было бы совсем не кстати потерять инженариум. Символика на корпусах, мне нужно сообщить флоту хоть что-нибудь. Почти готово, сообщил Торви, неистово работая за своим пультом. Они по-прежнему далеко, но... Да, вот оно. Пикты обновились, что-то проявилось в углу экрана, отправляя информационные данные в кагитаторы. На тактическом дисплее явственно дрожал единственный образ, воспроизведенный светящимися линиями. Изображение было плохим, заснятое под углом и на предельной дистанции, частично затененное нависающим краем. По-видимому, корпуса лэнс-излучателя, но оно было. Поднявшаяся на дыбы многоголовая змея на фоне золотого круга. Что это? спросил Торви, повернувшись к ране к Борну. Волк почувствовал, как подскочил пульс при взгляде на эмблему. Я подозревал, что ты не читал предоставленные мной разведданные, сухо заметил он. Это новые, кажется, они хотят заявить о себе. Он переключился на станцию связи. В это время все больше точек стало распространяться по авгурному кубу. Сначала несколько, затем десятки. Срочное сообщение командованию, приказал Раник Борн. По периметру обнаружен противник, крупная группировка. Передавайте, что мы будем продолжать сканирование столько, сколько сможем, взять курс на перехват. Он наблюдал за тем, как продолжали увеличиваться светящиеся точки, подобно размножающимся на чашке Петри Бациллом. Их число становилось более чем неприятным. Убедитесь, что мы передали эти изображения, приказал Раник Борн. Голос стал жестче, когда он подсчитал, сколько их было. Проверьте, что они их получили. Скажите, что это флот предателей. Он сглотнул, задумавшись над тем, насколько исправным в действительности было вооружение корабля. Передайте им, это Альфа-Легион. Три Повелители Терры Игроки Клинок Легионера Обсерватория была возведена в северо-восточных пределах Императорского дворца. Ее куполообразная крыша была выложена бирюзовыми мозаичными плитками, отражающими пламя сотен свечей. На изогнутой поверхности сверкали и скользили в мягкой игре теней эзотерические символы. Было непросто разглядеть, что же изображали эти образы. Возможно, астрологические символы, или же мифических зверей из забытой эпохи Терры. На самой вершине царила тень. Это место было в недосягаемости огня свечей. Очень давно там был создан образ, но рассмотреть его уже было невозможно. Окутанный темнотой, он бесстрастно взирал вниз. Обсерватория уже долгое время не использовалась для наблюдения за звездами. Древние медные телескопы, планетарии и астрариумы без всякой пользы загромождали нефы. Большинство из инструментов были накрыты тяжелым брезентом. Кабинеты из палисандрового дерева были заперты. Книжные шкафы покрывала пыль толщиной с палец. Пол был выложен мрамором черно-белой шахматной расцветки, а стены блестели выцветшей позолотой. Купол поддерживали 20 колонн. На капитале каждой был вырезан каменный символ. Некоторые были хорошо освещены. Волк, змей, лев. Другие же скрыты тенями. В центре обсерватории стояли три лорда. Двое были титанами, закованными в роскошные доспехи. Третий сутулым и тщедушным. Долгое время ни один из них не решался нарушить молчание. Оно казалось бесконечным в этом месте. Словно первый заговоривший мог разрушить стены и обвалить купол. Первым нарушил тишину самый высокий и физически внушительный. У него было суровое лицо, обрамленное коротко стриженными белыми волосами. Его золотой боевой доспех выглядел таким же монолитным, как и каменные изваяния вокруг. Воин вполне мог сойти за одну из статуй. С его плеч свисал толстый плащ, отбрасывая тень в мерцающем полумраке. «Есть что-нибудь?» спросил он. У говорившего было много имен. С самого детства на ледяном мире Инвид он был Рогалом Дорном. Позже стал примархом имперских кулаков. В последнее время он постепенно привыкал к должностей избранного претарианца императора. У его голоса был тембр молота, бьющего по бревну. Голос выдавал единственное желание человека посадить людей на корабли, собрать воедино всю мощь Легиона и направиться в космос навстречу приближающемуся врагу. Однако именно это и только это ему было категорически запрещено делать. Это было странное бремя быть приговоренным собственным мастерством. Сигелит не говорил, ответил второй человек. Этот был чуть менее внушителен. У его доспеха был такой же вычурный вид, как и у обсерватории. Его украшали фазы лун и символы, которые когда-то могли называться оккультными. Как и Дорн, человек был облачен в золото и бронзу, поверх которых был наброшен багровый плащ. Но если Дорн казался надежным, как скальный массив, на котором стояла обсерватория, то второй выглядел более обманчивым, способным взорваться неожиданным ходом. На его искусно выкованном доспехе были старательно выгравированы древние слова силы. Символы были столь крошечными, что могли сойти за почти неслышимый шепот призраков. Полное имя этого человека было таким длинным, что не могло уместиться на одном листе бронзы. Он обычно отзывался на сокращенный вариант Константин Вальдор, капитан-генерал Легио Кустодис. Когда он заговорил, его голос оказался удивительно тихим, а вот глаза постоянно пребывали в движении, почти незаметно мигая и постоянно выискивая очередную угрозу, которой следовало противостоять. «Нет, не говорил», промолвил третий, «я стараюсь найти слова, которые еще не были сказаны». В Малкадоре не было ни капли величия его собеседников. Его одежда, хоть и искусно сшитая, была простой. Посох, на который он опирался, был выкован из обычного железа, за исключением навершия в виде аквилы. слабость, в нем слышалось бремя многих лет. Никто за исключением самого императора не знал ни его возраста, ни места рождения, ни культурной принадлежности. Насколько было известно всему империуму, Малкадор просто существовал всегда, такой же постоянный, как и сам дворец. Малкадор и император, император и Малкадор, они были как свет и тьма, солнце и луна, каждый в равной степени загадочный и непостижимый. в глубинах тронных залов и полностью задействовал свою несравнимую силу, о чем даже лорды Терры не осмеливались говорить открыто. Тогда позволь мне повторить, обратился Дорн. Возможно, ты забыл, в каком мы положении. Магнус разрушил обереги вокруг трона, и теперь самая могучая крепость в галактике покоится на безумии. Пока оно сдерживается, возразил Малкадор. На данный момент мир мало знает о том, что произошло. Оно сдерживается только потому, что император ведет тайную войну, ответил Дорн. Эта передышка куплена жертвой тысячи душ. Именно поэтому мир не знает. Пока не знает, холодно заметил Вальдор. Но узнает. Возможно, через несколько недель, может месяцев, но в конце концов все станет известно. Слухи уже выходят из-под контроля. Это неизбежно, согласился Малкадор. Но пока он держится. Вот именно, пока он держится, с горечью перебил Дорн. Вот до чего мы дошли. Ни действий, ни ответных мер, одна лишь надежда. Мы не можем помочь ему, сказал Вальдор, и знаем это. Так что давайте вернемся к тому, что мы можем сделать. Малкадор сухо рассмеялся. Я никогда не спрашивал тебя, Константин, что ты чувствовал, когда смотрел, как горит Проспера? Твоя черствая душа хоть раз дрогнула от этого зрелища. Вальдор и бровью не повел. Нет, это было необходимо. Разве, вздохнул Малкадор, я не отдавал такого приказа. Я хотел осуждения Магнуса, а не уничтожения. Что заставило Русса пойти на это? Ты так и не дал мне вразумительного ответа. Дорн нетерпеливо выдохнул. Ты все знаешь, Малкадор, знаешь все, что произошло там, как и мы. Его обуревала холодная магистр войны. Он отравляет все, что мы делаем. И теперь на его руках кровь еще трех легионов. При этих словах Малкадор вздрогнул. Шок от бойни на Истване 5 еще не прошел. Каждый из них, за исключением возможного Альдора, при упоминании о ней испытывал опустошающее чувство утраты. Они говорят мне, что Ферус несомненно погиб, подтвердил Малкадор. Вулкан и Коракс пропали. Восемь легионов объявлены предателями, в эту самую минуту направляясь против нас. Он мрачно улыбнулся. Мне продолжать? Эфир в смятении, нарушая работу Астрономикона и ослепляя нас. Не слово о Желемане и Сангвине. Они с нами или тоже предали. Только не ангел, решительно заявил Дорн. И я не поверю, что Робаут на это способен. Но они потеряны для нас, по крайней мере на данный момент, сказал Вальдорн. Поэтому мы должны обдумать то, что знаем. Рус в системе Алаксис. Когда я покинул его, волки были сильно потрепаны тяжелой битвой с сынами, но они снова будут охотиться. А лев, сказал Малкодор, что с ним? Он занят личной местью, сказал Дорн. И когда он интересовался чем-то иным, кроме как собой. Малкодор улыбнулся. Твои братья, то еще осиное гнездо. Я советовал ему сделать вас с сестрами, тогда бы дела велись более цивилизованно. Он подумал, что я шутил, а это не так. Дорн не улыбнулся. Казалось, его лицо было в постоянном, сдержанном напряжении. Есть еще один, тихо напомнил Вальдор. Ах да, вспомнил Малкодор. Как легко забыть о Хане. Интересно, почему? Это его дар, пренебрежительно бросил Дорн. Хан был в системе Чон Дакс, сказал Вальдор. Которая, как и многие другие, за пределами нашей досягаемости, заметил Малкодор с холодной усмешкой. Что с верностью Джагатая, спросил Вальдор. Я знал его недостаточно хорошо, сказал Дорн. Никто не знал, ставил Малкодор. В этом его суть, в любой системе должна быть неопределенность. Он улыбнулся Дорну. Ты мой друг, противоположный пример. Неудивительно, что вы оба не понимали друг друга. Ну а к кому он был близок, спросил Вальдор. Малкодор задумался на минуту. К гору, конечно, они были столь схожи. Думаю, они совещались на Уланоре. И к Магнусу тоже, немного нерешительно добавил Дорн. Они долгое время сражались вместе. Да, согласился Малкодор, задумчиво кивнув. Библяриус, за ним стояли Хан, Магнус и Сангвиний. Он был основой их связи, какой бы она ни была. Все они верили в необходимость присутствия псайкеров в легионах. Вальдор глубоко вздохнул. Значит, вот как. Известные союзники Хана, Гор и Магнус, оба предатели. Все мы доверяли Гору, заметил Дорн. Все цело, задумчиво произнес Малкодор. Как я ранее говорил, Никея была корнем нынешних бед. Нам стоило лучше разъяснить положение вещей, пусть и были причины, которые мы не могли раскрыть, не на Никее. Он скривил тонкие губы. Мы были слишком увлечены тем, что следовало сделать. В этом и заключается трагедия нынешней ситуации. Мы не объяснили причины, побудившие принять указ. Дорн холодно взглянул на Малкодора, как будто полностью соглашаясь. Вальдор, как обычно, оставался суровым. Слишком поздно сожалеть, устало заявил Малкодор. Мы должны вызвать их. Я буду спать лучше, если Рус и Хан будут стоять подле тебя, Рогал. предупредил Вальдор. Но я могу дать указание астропатам сосредоточить усилия на системе. А если он не ответит, спросил Дорн. В какой-то момент и Вальдор, и Малкодор молчали. Казалось, пространство вокруг них немного сжалось. Значит, мы должны полагать, что Джагатай тоже пал, сказал наконец Сигелив. В его голосе не осталось и следа мрачного юмора. Еще одно имя Малой Костей Илья откинулась на спинку кресла. На обдумывание хода у нее ушло много времени. Так было всегда, несмотря на большое количество вариантов и камней. Ее соперник покачал головой. Плохой выбор. В самом деле, спросила она, ожидая демонстрации ее ошибки. Да, подтвердил он, потянувшись к большой квадратной доске, чтобы переставить угольный черный камень. Генерал изучила результат. Он оказался отрезвляющим. Оппонент был близок к захвату обширного серпообразного куска территории, и она почти ничего не могла с этим поделать. Поэтому выбор был прост, сражаться с неизбежным или же отыграться на другом участке доски. Она привыкла к этому выбору. Я не вижу возможностей закрыться вовремя, пожаловалась Илья. В этом и заключается мастерство, но вы делаете успехи. Илья позволила себе бросить быстрый взгляд на оппонента, чтобы удостовериться, не смеется ли он над ней. Как обычно, сказать наверняка было трудно. Джагатай Хан развалился в низком кресле из меха и кожи. Гордое лицо было непроницаемым, как камень. Илья помнила их первую встречу над Улла Нором. По какой-то причине она едва не упала в обморок, даже после предупреждения Ясугея о такой возможности. Говорили, что примархи иногда вызывали такой эффект. Сила их сверхэнергичных душ сильно действовала на чувства человека. Генерал также слышала, что люди никогда не эволюционируют настолько, чтобы сдерживать такую мощь внутри своих тел. Эффекты были хорошо известны. Тошнота, головокружение, паника. Теперь все это прошло. Время провождения в компании примарха можно, но оно было терпимым. Теперь ее редко беспокоили вызванные страхом спазмы в животе. Их беседы стали чуть менее формальными. Время от времени они выпивали по бокалу вина, играли. Я действительно делаю успехи, задумчиво спросила она, подняв камень и размышляя, куда его поставить. Думаю, вы говорите это мне, чтобы не потерять соперника. Сынь Са играет. Он когда-нибудь побеждал вас, спросила Илья. Он очень хорош. Буду считать, что это значит нет. Физическое присутствие примарха могло отвлекать. Дело было не только в его габаритах. Хотя обращение к человеку почти вдвое выше нее безусловно ошеломляло. Скорее это было бессознательное величие. Хан был жилист, мускулист и резок, как когти хищной птицы. Он говорил мало и в особой аристократической манере. У него было обрамленное длинными черными волосами вытянутое и гладкое лицо, смуглое, как у всех чугарийцев. По левой щеке тянулся отчетливый шрам, оставшийся от старой раны зигзаг. Илья слышала, что легионеры добавляли яд в нанесенную ножом рану, чтобы получился шрам. Иначе сверхчеловеческая плоть слишком хорошо заживала. Примарх следил за своей внешностью. Его плащ был подбит белым мехом, который чугарийцы называли эрмиет. Джагатай носил кафтан темно-бордового цвета на шелковой подкладке. Золотые украшения украшали пальцы, обвивали шею и стягивали хвост блестящих волос. Даже без доспеха он выглядел опасным. Складки одежды не могли скрыть натренированное тело или же ставил свои камни на выбранные места, словно совершалось с доведенной до совершенства точностью мечника. Халджи говорил ей об этом много раз. «Ничего лишнего», сказал он, взмахнув талваром перед ней в подтверждение своих слов. «Каждое движение настолько эффективно, насколько позволяют мускулы. Никакой напышенности и изящества, только суть». Хан казался вполне способным довести до совершенства такой подход. «Вы позволите мне дать вам совет?» спросил он. Брови Ильи поднялись. «Всенепременно». Он откинулся на спинку огромного кресла. Свет вокруг них плясал от легкого движения пламени свечей. На заднем фоне раздавались тихие звуки проспорианской серебристой арфы. Хан очень любил музыку. Говорили, что в этом он был похож на Магнуса. «Вы играете в регицит?» спросил он. Илья кивнула. «Не такая сложная игра, как Го», заметил Хан. «Регицит дает вам одного врага. Один путь, убей императора и победишь. В Го нет императора, или лучше сказать, в ней много императоров». Илья слушала. Она считала, что белые шрамы слишком сильно старались объяснить превосходство своих культурных предпочтений. Они так привыкли быть непонятными и игнорируемыми, что это глубоко засело хан. Они учатся видеть угрозы со всех сторон, учатся противостоять многим врагам. «Я понимаю», сказала Илья, «проклятие. Я стараюсь все запомнить. Вы хорошо справляетесь, но должны были быть случаи. Случаи, когда у вас действительно был один враг. Острому уму легче приспособиться к простоте. И снова это резкая защитная реакция. Это потому, что ты знаешь, в остановить потери было уже невозможно. Она полагала, что довольно скоро ее контр-ходы будут отражены. Итак, какова следующая цель? Хан изучил доску. «После Чон-Дакса? Я не знаю. Приказов от магистра войны нет?» Примарх не ответил. Он не говорил о горе со времени заключительных этапов войны на Белом мире, хотя прежде часто вспоминал о нем. То же касалось циньца. Илья знала, что за время кампании в системе Чон-Дакс легион не получал никаких надежных новостей от магистра войны. Иначе бы она увидела рапорты. Но кое-что, возможно смутное видение говорящего со звездами могло пробиться. Все как будто начиналось с подозрительных слухов, тревожных намеков, которые передавались по пустоте, как сплетни между пехотинцами. «Так у вас хан внимательно смотрел на камни, не поднимая глаз. Я чувствую необходимость снова поговорить с Исугеем. Если мы в скором времени не установим связь, тогда нам придется вернуться домой». Илья улыбнулась. «В самом деле, вы приведете весь легион на Чегорес только ради него». Хан не улыбнулся. Он редко это делал, что было странно. С лиц остальных воинов легиона улыбка следующую из ее уменьшающихся групп. «Я больше столетия полагаюсь на Исугея». Илья сделала глоток перед следующим ходом. Вино было посредственным, чугарийцы не очень ценили виноделие. «Тогда почему он не отправился с нами на Чондакс? Он был нужен на Никее». «Никея?» «Совет!» Хан наградил ее проницательным взглядом. «Я бы тоже был там, если мог, но Исугей мой представитель. Он говорит от моего имени. Видите, как сильно я ему доверяю?» «Вижу, а что он там делает?» «Оспаривает право за дин органа существования. Надеюсь, он преуспел». «А если нет?» Хан пожал плечами. «Для меня это не имеет значения, но я бы предпочел, чтобы мои более прилежные браки не были вынуждены делать сложный выбор». Илья засмеялась. Она поняла, что находит дружелюбное безразличие белых шрамов к имперским указам, скорее располагающим к себе, нежели раздражающим. «Они не были мятежниками в строгом понимании, просто сами собой, ни больше, ни меньше, единственными в своем роде, беспечными, и никогда не откажутся отправиться в буре». «Невыгодное для вас решение могло быть принято месяцы назад», заметила генерал. «Мы бы и понятия не имели о нем». «Множество событий могли произойти, о которых мы понятия не имеем», ответил хан. «В этом заключается преимущество этого места». Но затем на какой-то миг выражение лица примарха дрогнуло, словно он знал или догадывался о чем-то большем, чем сказал. «Вы ничего не хотите мне рассказать?» осторожно спросила Илья. «Нет», ответил хан, опустив свой камень и начав новую атаку на ее окруженные позиции. «Теперь сосредоточьтесь, вы почти проиграли». «Итак, скажи мне, что ты думаешь?» поинтересовался Шибан. Перед ним на стальном столе лежал мертвый легионер. Лампы апотекариона Калджиана освещали неприятные подробности его тела. Гаспех был срезан, а черная плоть внутри походила на подгоревшее мясо. Рядом сангджаем, который задумчиво потерял подбородок, стоял Джучи. «Парагеноиды пропали», сказал с сожалением Эмчи. «Из-за температуры». «Как он умер?» «Ты сам видишь», ответил Сангджай, потянувшись к шее воина и раздвинув отслаивающуюся плоть руками в перчатках. Один колющий удар клинком в позвоночник. Воина держали в этот момент. Шибан оперся руками на стол. «Видел раны определенным способом?» «Ты видел, как сражаются зеленокожие», сказал Джучи. «Они обезображивают свои жертвы». «Может быть, у них не было возможности», предположил Сангджай. «У них было достаточно времени», ответил Шибан. «Дело не в этом». Сангджай снова посмотрел на труп. Он долго и тщательно изучал его, наклонившись и внимательно рассматривая рану. Шибан услышал слабый шум левого аугметического глаза концов. Сангджай выпрямился. «Это мог быть Хейн. Я видел, как они довольно неплохо орудовали клинками. Но соглашусь, это маловероятно». «Тогда кто?» Сангджай невозмутимо взглянул на него. «Тебе нужны мои предположения?» «Говори», нетерпеливо прошипел Джучи. «Этот разрез сделан длинным клинком, легионерским. Они знали, куда вонзить его и сделали это быстро. Посчитали, что лава уничтожит тела». Шибан кивнул, его слегка подташнивало. «Что-нибудь еще?» Сангджай покачал головой. «Клинок легионера», пробормотал потрясенный Джучи. «Они сражались друг с другом». «Кто знает», вымолвил Шибан. «На Фемусе не было никого, кроме зеленокожих», продолжил Джучи, все более распаляясь. «Зеленокожих и нас. Они что, с ума посходили?» «Ну все, хватит!» «Сколько погибли, вот так?» «Хватит!» резко выпалил Шибан. Он оттолкнулся от стола. Голова была переполнена мыслями. На захват Фемуса ушло много времени, намного больше, чем должно было. Флотские командиры ссылались на неблагоприятный рельеф, но Шибан перед своим переводом видел боевые доклады, содержащие жалобы на более высокие, чем ожидалось потери, плохую поверить. Между братствами всегда были трения. Он ощутил их на собственной шкуре, но не до такой степени, никогда. «На это нельзя закрыть глаза», сказал он наконец. «Я возвращаюсь назад». «Зачистка окончена», нерешительно напомнил Сангджай. «Мы получили приказ вернуться. Каган скоро уведет флот». «Связь целыми месяцами была плохой», заметил Шибан с безрадостной улыбкой. «Если мы не на Фемусе». Шибан направился к выходу. «Откуда-то надо начинать», ответил он. 4. Хелридар Шторм Предатель Понадобилось много времени, чтобы флот отреагировал на приказы. Боевые крейсеры легионос Астартес были гигантскими творениями длиной в несколько километров. Подобные темным городам посреди космоса. Их строили десятилетия, привлекая миллионы рабочих и тысячи машин механикума. Отправленные в глубокий космос, они продолжали расти, развиваться, меняться. Собственные кузни кораблей никогда не прекращали работы и не отдыхали. Суть управления флотом заключалась в логистике. Миллион сервов должны были быть на своих постах, заряжая оружие, активируя генераторы, обслуживая командные посты. Тысячам строевых офицеров необходимо было принимать решение, проверяя уровень и частоту подачи энергии из инжинариума в двигатели. Сотни командиров отделений должны следить за относительным перемещением других кораблей и направлять триллионы показаний авгуров в кагитаторы и датчики для предотвращения столкновения с другими левиафанами, тяжело маневрирующими в пустоте. Но в конечном итоге даже самый крупный боевой корабль управлялся одним единственным человеком, капитаном, который был облачен властью, непреклонным стремлением империума к установлению иерархии во всем. Один голос отдавал приказ дать ход, навести орудие, осветить черноту сжигающей планеты мощью лэнсов и торпедных залпов. Приказ был отдан, корабли пришли в движение. Весь флот шестого легиона, каждый корабль увеличил мощность двигателей и активировал мерцающие пустотные щиты вдоль бортов с волчьими оскалами. Эскортники устремились вперед, оставляя за собой огненные следы. Машинные истинные гиганты, разворачиваясь, прежде чем увеличить скорость. Стая светло-серых кораблей рассыпалась, перестраиваясь в атакующие боевые порядки. Были рассчитаны сектора кругового обстрела, и от центра флота разошлась трехмерная сфера разрушения. Ржаво-красное облако туманности вдруг засветилось тысячей ярких точек, которые погасли, как только флот набрал атакующую скорость. Впереди, на расстоянии в тысячи километров вне пределов видимости, то же самое проделал Альфа-легион. Его корабли были такими же левиафанами, ощетинившимися вооружением почти безумно разрушительного потенциала. Некоторые были украшены новой эмблемой легиона, атакующей гидрой в сапфировом и изумрудном цветах. Другие по-прежнему носили старый символ верности, соединенные цепью Альфы и Омегу. Как всегда, в 20-м легионе не было ничего постоянного, все менялось. Бьерн наблюдал за врагом с мостика Хель-Ридера, изучая построение, отмечая маневры. Оба флота все еще находились вне пределов видимости. Их изображения по-прежнему представляли собой зернистые данные с плохим разрешением, поступавшими от овгуров дальнего действия. Волк не испытывал каких-то особых эмоций. Четное число прочих, полученных волками, и которые следовало эффективно выполнить. Только позже их охватило ноющее чувство неправильности произошедшего. У них огневое превосходство, подумал Бьерн. Он мысленно проверил приблизительные расчеты, зная, что стратеги на флагмане придут к тому же выводу. Им было известно, насколько больше кораблей у Альфа-легиона и насколько быстро их смертоносные орудия могут быть задействованы. На долю секунды позже произнес богобой, стоявший рядом с Бьерном на командном постаменте мостика вместе с остальной стаей. Он был в грязно-сером доспехе и с полосованным кровавыми пятнами и ритуальными отметками убийств. Голос боевого брата из-за личины шлема отдавал металлам. Похоже на то, согласился Бьерн, изучая входящие данные. По-твоему, будет мудро встретить их лицом к лицу? Возможно, нет. Богобой заворчал. Бесполезно сомневаться в принятом решении, а волчий король был не в настроении отказываться от следующего боя, вне зависимости от того, насколько тяжелые потери они понесли. Мы затупленный клинок, безрадостно подумал Бьерн. Нас использовали слишком интенсивно. Все легионы несли потери в ходе Великого Крестового похода, но некоторые задания были более кровавыми, чем другие. Волки никогда не относились к самым многочисленным легионам. Эту особенность усугубляли их стремление ограничивать комплектование личного состава Фенрисом и постоянное развертывание, обычно по собственному желанию, на наиболее сложных участках кампаний. Проспера нанес им глубокую рану, возможно, более глубокую, чем они в действительности осознавали. Я размышлял, станет ли это легче, задумчиво произнес Бьерн. Что станет, спросил Богобой. Уничтожение другого легиона, убийство родичей. Мы еще не дошли до этого. Уже дошли. Бьерн уже видел, как все происходит. С Храфанкеля на флагман Альфа легиона будут отправлены требования отступить. Ответа не последует. Космические волки будут отправлять запрос за запросом, не открывая огонь до последнего момента, пока корабли не сблизятся на дистанцию ведения огня главными лэндс-излучателями. Затем начнется битва. Хельридер выполнит свою задачу. Он был создан для быстрых атак, маневренный и сильно вооруженный, с небольшим экипажем и трюмами, предназначенными только для топлива и боеприпасов. На борту находилось всего шестеро легионеров, небольшая стая, но под командованием сообразительного охотника убийцы. Они движутся на атакующей скорости, отметил Богобой, взглянув на экраны. Странно, не правда ли? Бьерн наблюдал за зелеными пульсирующими точками, ползущими по тактической карте навстречу друг друга с обманчивой медлительностью. Скорость сейчас была невероятной. Что ты знаешь об Альфа-легионе? Немного ответил Богобой. Когда-нибудь слышал, чтобы они проводили крупную флотскую операцию? Богобой помедлил с ответом. А должен был? Бьерн пожал плечами. Я никогда не слышал, как и о том, чем они славятся. Все, что было известно об Альфа-легионе, касалось коварства, уловок и проникновения. Было хорошо известно, что Желеман пренебрежительно отзывался о нем. Менее известно было то, что Рус разделял мнение брата о 20-м легионе. Говорили, что его воины не любили пачкать кровью свои перчатки. Как только с Истван опять пришли новости и их постепенно осознали, понять измену пожирателей миров. То же касалось Железных воинов и странной гвардии смерти Мартариона, но не Альфа-легион. Что-то в смене или верности беспокоило его, вызывая чувство неправильности. Почему они здесь? Почему пошли на это? Спросил Бьерн, обращаясь в равной степени к себе и богобою. Боевой брат безрадостно улыбнулся. По-моему, очевидно. Бьерн не улыбнулся. Он знал, что в стае подшучивали над его извечной серьезностью, но это его нисколько не волновало. Иногда он чувствовал тяжесть в душе, словно ему на грудь давило наковальня. Когда стая сидела вокруг костра, он держался в стороне и молча слушал, как поют или рассказывают истории другие. Долгое время Бьерн ощущал себя не неотъемлемой частью легиона, а всего лишь одним из второстепенных элементов, которому было суждено умереть в какой-нибудь кровавой кампании на том или ином мире. Теперь это чувство покинуло его. Странно, как все изменилось. Его прежнее мрачное ощущение отступило, сменившись чем-то иным. После многих лет, проведенных на периферии стаек, произошедшее на Проспера начало приближать Бьерна к ее сердцу. Теперь примарх знал его имя. Оно упоминалось сага, что гарантировало бессмертие в холодных залах Эта. У воина было ощущение, что центр тяжести изменился, притягивая его в дикие объятия легиона. Чейн Раф всегда так сильно отличался от его собственного. Не очевидно, возразил Бьерн, не для меня. Здесь есть какая-то тайна. Свет на мостике стал тускнеть, откуда-то снизу зазвучал предупредительный звон. Орудия приводились в боевую готовность, рассчитывались данные для ведения огня. Далеко впереди тонкой линии на самой границе видимости показались первые точки света, разбросанные по пустоте. Что ж, возможно и так выдохнул Богобой. В его голосе явственно слышалась радость. Ну вот и враги, и я желаю узнать только, как они умирают. Ясугей наклонился поближе к иллюминатору и смотрел, как равнины Чугореса превращаются в бледное пятно. Несколько секунд после взлета он мог видеть монастырь Хумкарта, раскинувшийся внизу во всем своем великолепии. Старые башни киданий, тренировочные комплексы, сады со спелыми сливами, золотые башенки блестели на солнце, знамена духов хлопали на сильном ветру. Затем все исчезло, растворившись в бледно-зеленой и коричневой дымке. Ясугей смотрел на протянувшийся по всему континенту всеобъемлющий алтак. Только несколько клочков облаков скользили над степями, олицетворяя мимолетное на фоне бесконечности. Из космоса все миры выглядели почти одинаково. Цвета менялись, но главные отличия были скрыты в деталях у самой Земли, запахах, чувстве гравитации, ощущении ветра. Ясугей ступал по сотне разных миров, и ни один не был полностью похож на другой. Человечество распространилось по невероятно огромному числу планет, завоевывая каждую безжалостным терпением и изобретательностью. Он пришел к пониманию, что это были характерные особенности их биологического вида. Вскоре Чегорис перестал отличаться от любой другой планеты. Он утратил свою отличительность и превратился в бледную сферу, висящую посреди однообразной черноты освещенного светом звезд космоса. Ясугей отвернулся от иллюминатора и сел в кресло. Ему никогда не нравилось покидать родной мир. До прибытия повелителя человечества, принесшего им великий крестовый поход, Ясугей был вполне доволен границами, очерченными для них единственной планетой. Они сражались с врагами, разрушали королевство, охотились на дичь. Он никогда не хотел ничего иного. Хан был таким же. Задин Арга вспомнил один разговор со своим господином при свете лун. Это случилось в старые времена, когда хум-карта был в десять раз меньше и выстроен из красноватого камня, а не укреплен ракритом и сталью. Что мы будем делать после того, как подчиним всех врагов, спросил Ясугей, чувствуя прикосновение к коже теплого закатного бриза. Высокий и худощавый хан гордо стоял у парапета в свете заходящего солнца. К тому времени он был повелителем целого континента, завоевателем народов Хинзан, Кво, Кидань, Неомэн и сотни других. Отпустим их снова, невозмутимо ответил он, сжимая пальцами красную балюстраду. У меня нет желания становиться их повелителем. Ясугей рассмеялся. Тогда зачем вообще завоевываем? Потому что мы должны. Хан взглянул на небеса. Возможно он знал, что скоро произойдет, прибытие, которое все изменит. Мы охотимся, потому что мы охотники. Он поморщился. Нет смысла говорить. Вот оно, это конец, ты добился того, что собирался сделать. Мир вокруг тебя постоянно в движении. Ты движешься вместе с ним, или же тебя сметут. Ясугей посмотрел на своего господина. Внешность хана всегда потрясала воображение. Все в нем было выдающимся. Некоторые из людей Орду уже называли его Тен-Гри-хан, что было равносильно признанию божеством. Ясугей не осуждал их. Все они видели, на что способен Каган. Не знаю, верю ли я «Вы правите землей отсюда до океана и не отдадите ее». Хан обратил свой взгляд на Задин Орга. Глаза также никогда не теряли своей ужасающей силы. Ясугей вспомнил, когда впервые увидел их, придя в себя в согретом костром Гэри, после того, как дарованные от рождения силы едва не погубили его. Глаза повелителя словно принадлежали Богу. Глубоко посаженные, изучающие, безжалостные. «Однажды отдам», мягко ответил Хан. «Ты знаешь, чего я боюсь, Таргутай?» «Ничего, только звери ничего не боятся». Ясугей улыбнулся. «Тогда дряхлости». Хан кивнул. «Ты действительно знаешь меня, Задин Орга». Он снова обратил взгляд на равнины. «Упадок — это враг. Каждый низвергнутый нами император был жирным. Они достигли пределов своей власти и сидели на золотых тронах, удовлетворенные тем, что сделали. Хоть в них все еще оставалась энергия. Когда мы пришли за ними, они едва могли поднять толват». «Вы не будете жирным», заметил Ясугей. «Не думаю, что вы способны на это». Хан пожал плечами. «Мое тело возможно и нет, но разум». Кажется, он вздрогнул. Не от холода. Все еще было хану необходимо было двигаться, быть в седле, преследовать кого-нибудь. Есть только одна непростительная ложь, та, которая утверждает. «На этом все, ты покоритель, достиг своей цели, и теперь все, что остается, это построить стены повыше и укрыться за ними». «Теперь, говорит ложь, мир безопасен». Хан покачал головой. «Все императоры лжецы Таргутаи». «Безопасен». Он сплюнул на Балюстраду. «Не существует более омерзительного слова». Этот разговор состоялся более 140 лет назад. Конечно, с тех пор все изменилось, но Исугей никогда не забывал о нем. Иногда он задумывался, может ли снова спросить об этом хана, чтобы посмотреть, не изменил ли он свои взгляды. Задин Арга сомневался. Казалось, что пылкость хана была такой же частью него, как знак Талскара на левой щеке. Транспортный корабль приблизился к цели назначения и заложил вираж для захода. Когда в иллюминаторах пронеслись звезды, Исугей краем глаза заметил реквизированный им корабль. Фрегат легиона «Серповидная луна». Его стреловидный корпус резко выделялся своей белой окраской и золотисто-красной отделкой. На бортах гордо красовалась эмблема молнии – тысячелетний знак хана. Корабль выглядел быстрым, что для него и требовалось. Шаттл устремился к верхнему ангару фрегата, ведомый двумя полосами стробирующих огней. Как только транспортник сел, Исугей собрался с мыслями и поднявшись направился к посадочной рамке. Он задержался, чтобы одернуть мантию и взять посох, прежде чем выйти в считался со своими провидцами буря. Внешние люки шаттла с шипением открылись. Ангар был ярко освещен, как было принято на боевых кораблях пятого легиона. Каждая поверхность была до блеска отполирована и мягко блестела под светом висящих фонарей. Внутри пахло начищенной сталью, машинным маслом и фалангом, церемониальным ладаном киданием. По обе стороны рампы они по-прежнему уважают нас, даже после всего безрассудства, подумал Ясугей, спускаясь. Демонстрация уважения тронула его. Я рад, что принадлежу такому легиону. Командир корабля склонил голову при приближении Ясугея. Добро пожаловать, Задин Арга, обратился он. Ты оказываешь нам честь своим присутствием. Ясугей поклонился в ответ. Я отвлек тебя от важных обязанностей. Ты спас нас от скуки. Мы счастливы, что ты с нами. Они вдвоем прошли к выходу из ангара. За ними сервиторы приступили к разгрузке транспортника, вытягивая гравитационные ящики из грузового отсека. Итак, ты сможешь доставить меня на Чондакс, спросил Ясугей. Командир неопределенно махнул. Мы попытаемся, но ты ведь знаешь о штормах. Навигатор говорит, ничего нельзя обещать. Когда навигатор утверждал обратное, верно. И теперь мы вместе, добавил Ясугей. Я уже давно не заглядывал за небесный покров. Это хороший корабль, решительно заявил командир. Ладный. Двадцать крупных боев после спуска и по-прежнему ладный. Это обнадеживало. С тех пор, как Чегорес совершил неожиданный и принудительный прорыв в технологическом прогрессе, его капитаны взяли с собой в пустоту, всевозможные тайные принципы и древние идеалы гармонии и равновесия по-прежнему имели большое значение. Они дошли до дальнего конца ангара и Ясугей остановился перед двойными дверьми. Как тебя зовут, командир? Спросил он. Лушан. Кидань? Да, Иссяма. Тогда пусть с самого начала между нами не будет секретов, Лушан. Волнения в варпе неестественны. Я не понимаю их происхождение, но именно из-за них наши говорящие со звездами глухие немы. Штормы заглушают галактику и скрывают примарха. Противостояние с ними наверняка будет опасным. Я говорю об этом только для того, чтобы ты знал. Мы все готовы, сказал Лушан, выглядевший абсолютно невозмутимым. Мы можем отправиться к точке прыжка по твоей команде. Хорошо, сказал Ясугей, открывая жестом двери. Тогда приступай немедленно. У меня были тревожные сны, и пока я не встречусь с Каганом, боюсь, они будут становиться только хуже. Он устало взглянул на командира, и было бы неплохо немного поспать. Таргун направлялся к командной палубе звездного копья. Его разбирало любопытство. Джимулану было несвойственно созывать ханов. Но Йон-хан предпочитал управлять своей ордой по-чагарийскому обычаю. Минимальный контроль из центра, максимальная автономия различных браз. Но вот пришел приказ, и его командиры поспешили подчиниться. Боевые братья с других кораблей прибыли на звездное копье на шаттлы. Те же, кто все еще пребывали в удаленных районах скопления, присутствовали при помощи защищенного литокаста. «Что ты думаешь?» спросил лейтенант Манджу, который шел рядом со своим ханом. На застыла гримаса неопределенности. Для космодесантника оно было явно молодым, и шрам легиона выглядел странным образом неуместным на нем. «Без понятий», ответил Таргун. До него доходили слухи, что астропатическая пелена начала рассеиваться, и наконец начали доходить некоторые сообщения, хотя не настолько надежные, чтобы заслуживать доверия. «Новая задача», предположил Манджу, его тон Как было типично для белых шрамов, беспорядочная структура легиона создавала координационные трудности. Многие братства все еще участвовали в зачистке остатков ксеносов на дальних рубежах. Другие находились неделями на своих кораблях, зависших на орбите Белого мира, занимаясь только оттачиванием фехтовального мастерства в клетках в ожидании новых приказов с буремичей. Чагарийцы, казалось, были вполне довольны примарху и его импульсивному методу принятия решений. Теране справлялись тяжелее, особенно те, кто долгое время не мог смириться с бессистемными методами командования и управления. «Я думал, что она изменила ситуацию в лучшую сторону», сказал Манджу, теранка, которую они пригласили. «Она всего лишь одна женщина», ответил Таргун, криво усмехнувшись, «и не может справиться со всем». Они вышли из коридоров в просторный вестибюль, увенчанный высоким куполом и сверкающего кристалла. Внутри суетились члены экипажа, сжимая в руках инфопланшеты и обходя похожих на дронов сервиторов на своем пути. Дальнюю стену украшал выложенный мозаикой из алебастера и сланца разряд молнии легиона. Рядом с ней располагалась эмблема Орды Земли, стилизованная горная вершина, как сказали Таргуну, созданная по подобию Темудана, одного из священных пиков Родины Легиона. Под эмблемами находились огромные двери из Адамантия, которые вели в приемный зал Джамулана. По обе стороны от входа стояли два воина и его кешика в силовых доспехах тип 3, вооруженные тяжелыми глефами. Их лица были скрыты за покрытыми решетками шлемов, украшенных плюмажами из черного конского волоса. К залу направлялись и другие вызванные ханы, на наплечниках были изображены эмблемы Браст, двусторонняя стрела, сокол, рассветное небо. При виде последнего золотого солнца с копьевидными лучами Таргун встретился взглядом с Хибу. Таргун слегка кивнул в знак приветствия. Хибу ответил тем же. Как только все вошли, противовзрывные двери закрылись. Зал сверкал из-за отражающих свет белых стен. Высоко вверху висели фонари в бронзовых палубе стояло около 70 белых шрамов. Несколько фигур мерцали потрескивающей аурой гололитических проекций. Собравшиеся воины в ожидании разговора с командиром тихо переговаривались. Джимулан вошел в комнату последним и взошел на платформу в дальнем конце. Но Айон Хан был таким же внушительным, как и в прошлом, когда проводил церемонию вознесения Таргуна. Многие прошедшие десятилетия только закалили его и сполосованное рубцами ястребиное лицо, из-за чего зигзагообразный шрам стал только белее. Нагрудник доспеха был древним и тщательно ухоженным, но в изобилии усеянным ожогами, сколами и вмятинами. «Братья!» обратился он, повернувшись к собравшимся легионерам и слегка кивнув. Лицо было осунувшимся. Искренне благодарю, что ответили на вызов. «Я знаю, что вы усердно готовитесь к следующей стадии крестового похода, где бы она ни проходила. Таргун и Манджу обменялись быстрыми взглядами. Джамулан был изнурен, словно только вышел из боя. На памяти Таргуна голос старого воина впервые выдавал его возраст. «Я бы не стал собирать вас вместе, если бы не крайняя важность», продолжил Джамулан, обведя их всех уставшими глазами. «Я бы хотел, чтобы новости, которые собираюсь передать, были хорошими. Чтобы они не...» Он запнулся, затем взял себя в руки. «Я прибыл с буря мечей, разговаривал с Каганом. Он просил передать всем вам, как горд вашими успехами в этой системе. Он знает, сколько крови вы пролили, и сказал мне, что об этом не забудут». «Что-то случилось», подумал Таргун, прищурившись. «Он с трудом заставляет себя говорить». «Как вы знаете, астропаты потеряли связь с Империумом. Сейчас тьма рассеялась, но только частично. По непонятным для нас причинам, говорящие со звездами на флагмане снова получают видение. Наши толкователи упорно трудились, чтобы расшифровать их. Некоторые образы по-прежнему трудно понять, но мы, по крайней мере, получаем их». Джамулан прервался, по-видимому, не зная, как продолжить. «Новости, несомненно, хорошие. Почему он так тянет?» «Я даже не знаю, как сообщить вам то, что мы узнали», сказал Джамулан. «Поскольку нет лучшего способа, как сказать об этом прямо, я так и поступлю». Великий крестовый поход расколот предательством. Произошло невообразимое. Примарх обезумел. Мир лежит в руинах, а верные воины перебиты. «Мы не знаем, сколько легионов вовлечены в это. Мы не знаем причин случившегося, но нас попросили покинуть Чондакс и вмешаться». Слова Джамулана давили свинцовой тяжести. Никто из присутствующих не проронил ни слова и никак не реагировал. Таргун, как и остальные, был потрясен. Казалось, весь зал был охвачен коллективным параличом. В эту самую минуту об этом сообщают всему легиону. «Нам приказано собраться и привести флот в боевую готовность. Мы еще многого не знаем, но одно ясно. В предах легиона со стартес возникла ересь. Единственное средство это вырвать ее. Что означает войну? Мы должны отправиться за теми, кого называли до сего дня братьями. Их вина очевидна. Они убийцы. Вероломные убийцы». Последние слова Джамулана были наполнены ядом. Но Янхан сжал кулаки, пытаясь успокоить трясущиеся от переполнявших его эмоций руки. Толпа снова начала роптать. Их первоначальный шок сменился огромным любопытством. Основополагающие человеческой потребности получить ответы на вопросы, узнать во всех подробностях о произошедшем. Некоторые инстинкты нельзя было подавить строгими методами сверхчеловеческой подготовки Легиона Састартес. «Кто?» раздался снизу вопрос, сначала заданный отдельными голосами, а затем целым хором. Таргун понял, что непроизвольно присоединился к возмущенным и недоверчивым крикам. «Кто?» Джамулан поднял руки, утихомирив шум и крики. Выражение лица оставалось мрачным. «Вот что мы знаем», произнес он, когда в зале снова стало тихо. «Родной мир тысячи сунов разрушен, легион уничтожен, Магнус Красный убит, его спина сломана, а город опустошен». Но Янхан выглядел так, словно не до конца верил собственным словам. «Эти известия пришли от самого магистра войны, подтвержденной его гарантиями», продолжил он. «Это первые достоверные послания, полученные нами после того, как опустилась пелена. И хотя многое нужно уточнить, по крайней мере, сейчас мы знаем имя». Джимулан оглядел зал. Его темное лицо пылало чистой яростью, яростью за преданных товарищей по оружию. «Только смерть ждет предателя», заявил он. «Так пусть она настигнет Лемона Русса, изменника и еретика». 5. «Война в пустоте». Медальон. Вопросы без ответов. Бьерн широко расставил ноги, компенсируя резкий наклон палубы мостика. Гравитационная система Хелли Ридера справлялась с неожиданными смещениями хорошо, но не идеально. Собравшаяся стая, Багобой, Урт, Эунвальд, Ангвар и Феррит машинально приспособились, не отрывая глаз от тактических данных. «Смена курса, пять пунктов на зенит», приказал Бьерн. «Уничтожить его». По стенам мостика пробежала дрожь. Подобная волна вибраций могла разрушить менее крепкую конструкцию. Уже потрескалось бронестекло на передних блистерах, а два поста с сервиторами остались без энергии из-за разрывов кабелей. Волки несли тяжелые потери и отвечали тем же врагу. Таковой была пустотная война. Каждый экран был забит сигналами. По космосу рассыпались проекции двух флотов, окутанные многочисленными и зловеще бесшумными взрывами, которые вырывались из острова пылающих звездолетов. Эскортники гибли, вспыхивая, как фейерверки, сине-белым пламенем детонирующих реакторов и пролетая сквозь построение гигантских линейных крейсеров. Более крупные корабли, фрегаты и эсминцы, пересекали поля обломков. Их хребты пылали, а борта мерцали бесчисленными сполохами лазерных залпов. Затем следовали левиафаны. На их пустотных щитах растекались пятна размером с астероид, а лэнс излучатели выпускали ослепительные лучи смертоносной энергии. С флагмана Альфа-легиона не было получено ни одного сообщения, ни запросов, ни опознавательных сигналов, просто стена белого шума, за которой последовали первые залпы лазерных лучей. Волчьему королю не было нужды давать дальнейшие распоряжения. Его легион ответил с недовольством, рожденным из вынужденного бездействия, бросившись на врага, как берсерки старого льда. «Увеличить скорость», прорычал Бьерн, наблюдая сияющими золотистыми глазами за развернувшейся бойней и просчитывая в уме траектории уклонения и атаки. Как только лэнсы открыли огонь, попал у бесного пронеслась дрожь. Бело-желтая вспышка на долю секунды ослепила носовые сканеры. Затем картинка восстановилась. Находившаяся впереди и выше цель гнала изо всех сил, чтобы уйти от преследования Хелли Ридера. Сапфирового цвета и украшенный бронзовыми завитками кленовидный корабль. В верхней части адамантиевого корпуса которого сияла рваная рана, был ненамного меньше охотника. Вокруг добычи волков кружили эскадрильи штурмовых кораблей. Некоторые были серыми, как талый снег, другие мерцали, как драгоценности в ночи. Все они были окутаны ореолами лазерного огня, который хлистал по часто отключающимся щитам врага и пробивал толстую броню за ними. Хелли Ридер, форсируя двигатели, гнался за своей добычей, спешившей под прикрытие отряда крейсеров Альфа-Легиона. плазмы и опустошающих лазерных лучей увеличивало их. Мы можем достать его, нетерпеливо спросил богобой, держась за поручень при очередном резком повороте. Еще десять секунд, прорычал Бьерн, отчаянно не желая видеть, как уходит враг. Они должны отвернуть прежде, чем войдут в зону действия орудия крейсеров, и это злило волка. С левого борта приближаются грозовые птицы, бесстрастно доложил один из сервиторов. Теряем седьмой пустотный щит левого борта, передал другой. Лэнсы на 90%. Переключение энергии с освещения палубы С на управляющей реле. Информация захлестнула Бьерна, а ведь это была всего лишь часть поступающего потока тактических данных. Он чувствовал, как под ногами, словно зверь, дрожит корабль, корректирующий курс по каждой его команде. Цель захвачена, доложил старший артиллерист, сильно аугментированную голову которого окружали пикт экраны. Перед кораблем волков прыгала и кружила цель. Хель Ридер неотступно следовал за ней, продираясь сквозь поток обломков, прежде чем вырваться на открытое пространство. Давай, старший артиллерист, приказал Бьерн, наклонившись вперед и опершись о гранитную стену. Сейчас или никогда? Есть, подтвердил офицер, рванув ручку управления и развернувшись на своем поворотном кресле. Носовые лэнсы Хель Ридера выстрелили. Два сверкающих луча пронзили пламенеющие двигатели. Хья! заревел Урт, треснув кулаком по ладони. Цепные детонации разорвали цель на части. Как только разрушительная волна добралась до топливных отсеков, в сторону приказал Бьерн, в сторону и вниз. Хель Ридер нырнул в крутое пике. Появились новые цели вперемешку с отметками приближающихся вражеских снарядов и торпед. Вокруг не утихало, кружась и сливаясь трехмерное буйство. Корабль уничтожен, доложил артиллерист, просканировав разлетающиеся обломки цели и радуясь как ребенок. Клянусь и отцом, отличная победа! Грозовые птицы по-прежнему приближаются, сообщил сервитор Сенсориума. Тон его голоса больше подходил для доклада о небольшой топливной утечке в резервных трубопроводах. Сколько? 24! Сомкнутый строй! Выход на дистанцию огня неизбежен! Бьерн выругался. Для соразмерного Хель Ридеру корабля грозовые птицы представляли значительную угрозу. Быстрые, сильно бронированные и несущие всевозможную боевую нагрузку. Дай залп всем бортом, старший артиллерист, не позволим сблизиться. Хель Ридер резко сменил курс, пришпоренный неожиданным увеличением мощности субварповых двигателей. Подобно раненому псу, он перевернулся и вошел в казалось бы смертельное пике. В последний момент фрегат выровнялся в сотни километров над поднимающейся зазубренной тушей линейного крейсера в фенрессийских цветах и резко переложил руль на правый бор. Маневр уклонения был выполнен мастерски и батареи левого борта оказались наведенными на приближающийся строй штурмовых кораблей. «Всыпьте им!» холодно приказал Бьерн, глядя на атакующего врага. Бортовые орудия Хель Ридера полыхнули, усея в черноту завесой торпедных следов. Грозовые птицы пронеслись сквозь нее, некоторые превратились в огненные вспышки, другие пережили обстрел и сблизились. Повторить! При заходе грозовую птицу разнесло на куски, разлетающиеся широкой дугой. Другой штурмовый корабль устремился прямо на поток снарядов и резко ушел вниз, потеряв оба двигателя. Один из них точным попаданием перегрузил кормовой пустотный щит Хель Ридера. Затем также внезапно эскадрилья изменила курс, разом устремившись вверх вдоль опустившегося носа Хель Ридера. Отследите, приказал Эуин Валь. Бьерн стремительно повернулся к операторам Сенсориума. Отставить! Продолжать поиск в ближней зоне! Женщина из командного состава с огненно-рыжими волосами и железными глазами повернулась и взглянула на него. Приближаются абордажные торпеды! Девять! Богобой выругался! Они отвлекли нас от торпед! Орудие левого борта к бою! Приказал Бьерн, сердито взглянув на артиллериста. Тот уже действовал, координируя огонь орудий ближнего действия, чтобы насытить опасную зону плотной завесой потрескивающих лазерных лучей. Абордажные торпеды взрывались неровной линией, резко освещая вспышками своей гибели обожженные бронеплитой Хель Ридера. Мы всех уничтожили, спросил Бьерн, повернув к себе висевший на тросе пикт-экран. Ответ пришел в виде пяти тяжелых ударов где-то далеко внизу, похожие на звуки пронзающих кожу пули. Корабль задрожал, когда его шкуру пробили. Единственный обреж в наших пустотных щитах выдохнул уважительно богобой, взглянув на светящиеся отметки попаданий. Какое прицеливание? Бьерн выхватил топор из наспинных креплений и активировал синее мерцающее пламя расщепляющего поля. Мостик в твоем распоряжении, капитан, обратился он к старшему офицеру на мостике. Голос волка уже снизился до боевого рыка. Уничтожь эти штурмовые корабли, затем отправляйся под прикрытие боевой группы Агвая. Затем Бьерн развернулся на пятках, подзывая свою стаю. Он расслабился, готовясь к рукопашной, для которой был рожден. Пойдемте, братья, прорычал он, нам нужно содрать шкуру со змей. Шибан смотрел на место раскопок. Ему следовало поговорить об этом с Хасиком, но сначала нужно было собрать побольше информации. На данный момент у него были только полусформировавшиеся и неубедительные подозрения. Хан! Оклик раздался из ямы, вырытых его воинами в нескольких метрах места, где стоял Шибан. Дюжина легионеров все еще работала на поверхности лавы, буравя полуостывшую и светящуюся породу плазменным оружием и тяжелыми цепными клинками. Белые шрамы нашли еще несколько следов от уничтоженного патруля белых шрамов, фрагменты брони и детали гравициклов. Над ними пылало небо, словно пленка раскаленного масла. Шибан опустился по склону, времени не было мало. Если они быстро ничего не найдут, тогда придется прекратить работы и вернуться на Калджиан. Скажи мне, что-то нашел что-то интересное, чел? Обратился он к одному из воинов, присевшему у подножия склона из полуостывшей лавы. Чел повернулся к нему. Возможно. В руках у него были искореженные обломки корпуса подрывного заряда и несколько осколков. Это было погребено глубже. Шибан рассмотрел их. Он сам много раз использовал подобные устройства. Их могли применить для обрушения стен лавового русла, чтобы изменить его направление. Вероятно, зарядами воспользовался патруль перед своим последним боем, но сказать наверняка было невозможно. Фрагменты представляли собой всего лишь почерневшие осколки. И это добавил чел, вытянув руку. Шибан взял металлический диск шириной менее, чем в пол ладони. Он был тяжелым и с ребристыми краями. Белый шрам покрутил медальон. Одна сторона была пустой, а на второй выгравирована голова ястреба. Работа была простой, напомнив Шибану ритуальные изображения племен Родины. Хотя стиль не относился к Чегорийскому. Поверхность была шероховатой и тусклой, и хан не смог на ощупь определить металл. Но он был достаточно прочен, чтобы выдержать высокую температуру. Где ты его нашел? спросил Шибан. Чел указал на склон. Там же, где и последнее тело, ауспик почти пропустил его. Шибан снова взглянул на медальон. Он казался безобидным. Тусклый свет Фемуса отражался от его испещренной серебряной поверхности, напоминая высохшую кровь. Кожа легионера под керамитом перчатки вспотела. До этого видел что-нибудь похожее? спросил он. Чел пожал плечами. Язык его тела выдавал сомнения. Воин хотел прекратить раскопки и не видел смысла врытье дальше от тел убитых братьев. Шибан повернулся к остальным воинам отделения, подняв медальон. Еще такое находили? Ответов не было. Шрамы смотрели безучастно. Они вели себя почти так же как и Чел. Шибан сжал медальон в кулаке. Так тому и быть небольшой улов. Он взглянул вверх по склону, где их ждал горбатый силуэт грозовой птицы. В этот момент затрещала радиосвязь. Хан обратился к Джучи. Сообщение с флота. Говори. Джучи помедлил. Будет лучше если вы вернетесь. Это приказ. Все стягиваются к Чон крепости Зеленокожих на Чон Даксе, когда повелитель с опущенной головой выслушивал какие-то тревожные новости от Кешика. Что-то их встревожило. Но это случилось некоторое время назад. И Шибан не мог сказать, что будет скучать по Фемусу. Понятно. Подготовь Калджан к переходу. Он отключил связь и повернулся к отделению. Мы здесь закончили, братья. Если небесам будет угодно, наше следующее задание станет более стоящим. Они начали выдвигаться, а Шибан в последний раз осмотрел место раскопок. Для павших это была жалкая могила. Затем легионер снова посмотрел на медальон. Он ему совершенно не понравился. Что-то в способе его изготовления оскорбляло эстетические чувства Хана. Злобный мир пробормотал он, шагая вверх по склону, где ждала грозовая птица, чтобы забрать их на Чон Дакс. Бьерн бежал по переходам Хельридера. За ним следовали Богобой и остальные. Шестерях волков сопровождали два отделения по десять карлов из охраны корабля. Каждый был облачен в панцирную броню и вооружен тяжелым автоганом. Грохот топота беспорядочно разносился по замкнутому пространству. На такой глубине коридоры были узкими, плохо освещены и увешены Сияющий топор Бьерна освещал путь резким бледно-синим светом. Энергетическое поле пульсировало и рычало, испытывая жажду впиться в керамид. Оружие называлось несущей кровь. Волк держал его в правой руке, левая по-прежнему была незаконченной формой из механизмов и металлических выступов. Однорукий, мрачно подумал он. Это будет интересно. Богобой бежал рядом с цепным мечом в левой руке и болт пистолетом в правой. Его доспех выглядел зловеще в мерцающем синим свете. Они рядом, бросил он. Бьерн фыркнул, он не нуждался в подсказке, так как слышал впереди грохот болтеров и крики. Абордажники действовали быстро, отказавшись от попытки пробиться к мостику. Вместо этого они поспешили вниз, к субсветовым двигателям. Если они остановят Хелли Ридер, то погубят его так же верно, как если бы установили заряды в каналах варп-двигателя. На их месте Бьерн поступил бы именно так. Битва с другим легионом была тревожным опытом. Они думали так же, как и он. Были такими же быстрыми и почти так же хорошо знали планировку корабля. Это было похоже на битву с отражением. С тысячей сынов было иначе. К моменту высадки космических волков они уже были почти разбиты, а их оборона отчаянной и беспорядочной. У Альфа-легиона не было таких затруднений. Они были в лучшем состоянии, чем волки. Владели численным преимуществом и инициативой. Змеи прибыли, чтобы сражаться по причинам, которые даже Рус не мог ясно осознать. Мы так мало понимаем. У них все карты на руках. Как этому позволили случиться? Бьерн добрался до конца коридора и ворвался в огромный полуразрушенный трюм. Восьмиугольные стены вздымались на сотню метров ввысь, теряясь во мраке. В центре помещения возвышалось главное силовое реле для суп варповых двигателей. Громадный железный шпиль, оплетенный трубами и светящимися плазменными кабелями. Он тянулся в пространство под перекрытием во всем своем причудливом технологическом величии, окутанный электрическими разрядами, от которых на полу плясали зигзаги брони с чешуйчатым узором, каждая по колено в трупах и обуглившихся деталях двигателя. Охранная команда инженариума уменьшилась до нескольких дюжин смертных воинов, которые залегли за любыми пригодными укрытиями и яростно отстреливались. «Хьёльда!» заревел богобой, с грохотом устремившись по покрытому трубопроводом полу к ближайшему альфа-легионеру. Стая рассыпалась пули. Бьерн был быстрее. Он пронесся по помещению, впетляя между кучами обломков и уклоняясь от выпущенных в него болтерных снарядов. Два выстрела попали в цель. Один слегка задел наплечник, от другого треснул наручь. От этого волк пошатнулся, но не сбавил скорости. «Хейдус Рус!» проревел он, чувствуя, как слюна брызжет на внутреннюю поверхность шлема. Это был его корабль, его владение. Все здесь, крики воинов на гортанном фенресийском языке, вонь масла, угля на жировнях и пропитанных кровью шкур. Грубый вид незаконченных металлических конструкций было родным. Подобные детали были важны. Он бросился прямо в бой, нанося удары несущим кровь и заставляя отступать первого альфа-легионера. Краем глаза Бьерн заметил Урта, сцепившегося с другим отступил и открыл огонь из Болтера. Это место не для тебя, прорычал Бьерн, яростно орудуя топором и не позволяя легионеру ничего, кроме парирования своих ударов. Предатель! Враг молчал, ни насмешек, ни колкостей. Его шлем был чист и лишен обозначений. Противник сражался искусно и быстро, парируя топор окутанным, расщепляющим полем гладием. Когда оружие сталкивалось, энергетические поля рычали и шипели, посылая пульсирующие вибрации по руке Бьерна. В его венах кипела кровь, питая огонь позади глаз. Он ненавидел воина перед собой, ненавидел его безмолвную эффективность, ненавидел наглость врага, явившегося на его корабль и более всего ненавидел отсутствие объяснений. Почему они это делают? Зачем они здесь? Воины снова схлестнулись, нанося с равной силой удары клинками, которые звенели при столкновении. Ненависть Бьерна была единственным различием между ними, и именно она решила исход поединка. Удары волка были чуть свирепее, их было немного сложнее предугадать. «Всеотец!» заревел он, когда несущий кровь опустился в последний раз, пробив неподготовленную защиту легионера и глубоко вонзившись в кабели доспеха. Энергетическое поле прошло с твосни, вызвав шипение выделяющегося газа, быстро смешавшегося с брызгами крови. Бьерн надавил сильнее, разрезая шею воина в пении из крови и охладителя. Космодесантник рухнул, бесполезно хватая ртом воздух. Бьерн тем временем уже двигался, перепрыгивая через скрюченные трупы и выискивая новую добычу. Богобои остальные были заняты своими схватками, прижав врага к полу посреди гулкого грохота интенсивной стрельбы. Последний альфа-легионер, ярко освещаемый мерцающими сполохами дуговых разрядов, покинул поле боя, подбежал к энергетическому шпилю и запрыгнул на него. Бьерн последовал за ним, прицепив магнитными зажимами топор и бросившись к основанию шпиля. Два воина карабкались по переплетению труп, как крысы по канату. Над ними во внешней оболочке шпиля зияло отверстие от болтерного снаряда, обнажая раскаленную решетку, которая кипела и шипела едва сдерживаемой энергией. Языки плазмы хлистали через края, освещая приближающегося легионера и облизывая его движущуюся тень. Бьерн продолжал подниматься, из-за единственной действующей руки, оставшись безоружным. Легионер почти добрался до отверстия, повиснув под его краем зажатой в кулаке связкой крак-гранат. Их взрыв мог уничтожить все помещение, а вместе с ним и половину инженариума, что приведет к серьезным повреждениям и потере хода Хелли Ридера. Бьерн остановился, крепко уперевшись ногами. Затем снял со спины топор и метнул в его. Прокрутившись на лету, оружие с глухим звоном вонзилось в спину легионера. Лезвие глубоко вошло в его ранец, разрубив защитную оболочку силовых кабелей и вызвав короткое замыкание со вспышкой и треском электрического разряда. Легионер забился, словно пораженный внезапным припадком. Невзведенные гранаты выпали из вытянутых рук. Бьерн поднялся до уровня противника. Оставшись без оружия, волк сжал кулак. А оно вниз, зарычал он. Альфа-легионер не мог избежать удара, и перчатка Бьерна врезалась в личину шлема с силой кузнечного молота, сбросив противника с поверхности шпиля на палубу. Бьерн прыгнул след за ним, врезав при приземлении коленом живот врагу. Затем волк ударил кулаком и бил до тех пор, пока не рассыпались в брызги глазные линзы, а голова не откинулась в густую жижу вытекшей крови. Бьерн сорвал шлем, обнажив изувеченное и превращенное в месиво лицо. Один глаз был выбит из глазницы, превратившийся в зияющую рану, из которой била булькающая кровь. Из горла легионера вырвались влажные хрипы. Почему прошипел Бьерн? Альфа-легионер почти потерял сознание. Уцелевший глаз с трудом сфокусировался на волке, и на окровавленных губах мелькнуло подобие усталой улыбки. Бьерн чувствовал, как пылает его гнев. Как долго вы планировали это? Сулланора? Раньше? Легионер снова выкошлял кровь. Его взгляд расфокусировался. Не умирай, заревел Бьерн, схватив обгоревший череп и тряся его. Зачем вы здесь? Объясни мне. Он хотел причинить ему боль, излить частицу муки от предательства, искалечить тех, кто нанес тяжелую рану империуму. Легионер перестал улыбаться. Он не смеялся, не дерзил и не обещал возмездия. Он просто лежал, медленно умирая. На изувеченном лице застыло смирение. И в этот момент Бьерн почувствовал слабый запах быстродействующих нейротоксинов, которые уже проникли в кровь. Воин не должен был попасть в плен живым. Я ненавижу этот легион. Бьерн наклонился к лицу легионера, словно побуждая доверительно пошептаться. Он расслышал последние вдохи своей жертвы, тихие и спокойные. Скажи мне, брат, только одно. Бьерн говорил, как один воин другому, отчаянно пытаясь узнать хоть что-нибудь конкретное. Зачем вы делаете это? В ответ на эти слова на лице умирающего легионера появилась печаль, словно он хотел поступить иначе, но ему не позволял протокол. За императора, прошептал он. Затем его глаза закатились, а дыхание остановилось. Озадаченный Бьерн уставился на труп. Он постепенно понял, что в помещении стоит тишина, за исключением гула и треска силового шпиля, работающего на полную мощность. Бой был окончен. К Бьерну шагнул богобой, сильно хромая. Его болт-пистолет вышел из строя, а цепной меч был опален плазмой. «Мне не нравится то, как они сражаются», прохрипел он через поврежденные аугмиттеры. Бьерн промолчал и поднялся. Богобой взглянул на изувеченное тело на полу. «Ты уверен, что тебе нужны две руки?» спросил он и постучал по шлему, пытаясь таким образом привести в порядок воксфильтры. «За императора», пробормотал Бьерн. «Это что, шутка?» Включилась вокс-связь. «Если вы закончили», раздался голос капитана корабля, «может вернетесь?» «Статус», потребовал Бьерн, срываясь с места. «Флот отступает», доложил капитан. «Мы под сильным огнем со всех направлений, у них больше орудий». Затем он замолчал, словно не желая продолжать. «Храфенкель», думаю, они нанесли ему тяжелые повреждения. Бьерн ускорился. «Не отводи корабль», приказал он. На флагмане был рус. «Оставайся на нынешнем курсе, пока я не приду». Вокся раздался вздох, как будто капитан предугадал эту команду. «И каким будет курс, лорд?» «Направляйся к Храфенкелю», прорычал Бьерн. «Если он погибнет, мы умрем вместе с ним». 6. Обиды На помощь флагману Алый король Над идеально чистой сферой Чондакса начала раскалываться тьма космоса. От прыжковых точек один за другим приближались боевые корабли, замирая на высокой орбите Белого мира. Все они были столь же безупречными, как планета под ними. В центре скопления зависла буря мечей, украшенная, как древние дворцы кеданьских императоров. У нее был расширенный корпус из-за модифицированных теплообменников двигателей, благодаря которым она превосходила по скорости едва ли не все корабли многочисленных флотов Империума. Бурю мечей, как и все корабли Белых Шрамов, поддерживали в безукоризненном состоянии. Целые армии краулеров-херувимов драйли и чистили боевую боржу, пока она не начинала светиться на фоне бархатистой пустоты, как драгоценный камень. За пределами эскортного оцепления ожидали другие крейсеры Чинзар, Копье Небес, Квофиан, Каждый из которых сопровождался стаей меньших кораблей. Другие оперативные группы Пятого Легиона были разбросаны по галактике, но только в системе Чондакс собрались главные силы Легиона, и это было устрашающее зрелище. Илья спешно направилась из основного оперативного зала по верхнему коридору Бури мечей на командный мостик и стратегиум, пытаясь разобраться в быстро собирающихся соединениях. Халджи легко шел рядом, поспевая за ее стремительный поступ и неторопливыми шагами. Мы получили сообщение Сузана, ряфнула на Вокс бусину. Что с Калджианом? Ответы пришли с задержкой. Ее офицеры связи справлялись гораздо лучше, но для них все еще было трудно вести учет беспорядочной системы ресурсов Легиона. Калджиан на подходе, наконец раздался ответ. От Узана и Ястребиной Звезды пока ничего. Мы будем продолжать попытки связаться с ними. Илья выпалила старое таранское ругательство и Халджи тихо рассмеялся. Вы хорошо справились, сказал он одобрительно. Думаю, Каган будет доволен. Он никогда не доволен, пробормотала Илья. Все должно быть быстрее, быстрее, быстрее. Это все, что он считает значимым, но в развертывании важна не только скорость. «Действительно?» спросил заинтересованный Халджи. «Есть хоть какая-то информация обо всем этом?» спросила Илья. «Я бы могла использовать ее». Смуглое лицо Халджи выглядело сконфуженным. «Вы знаете столько же, сколько и я, Сы. Произошло предательство. Я слышал разговоры о волках Фенриса, и, честно говоря, меня это не удивляет». Илья остановилась на минуту. Она чувствовала легкое головокружение. Последние несколько часов были наполнены безостановочным потоком приказов и контрприказов. Впереди она слышала быстрые шаги спешащих на свои посты членов экипажа. «Что же происходит между вами и волками?» спросила она. «Каждый раз при упоминании шестого легиона вы замолкаете». Халджи настороженно взглянул на нее. «Я серьезно», сказала Илья. «Для меня это не проблема», равнодушно ответил Халджи. «Их обгоняет собственная репутация». «Есть еще что-то». Халджи замялся. «Не уверен, что это легко объяснить, а вы сможете понять». «А ты попробуй», раздраженно потребовала Илья. «Я с вами достаточно долго. У каждого легиона есть своя репутация», неловко объяснил Халджи. «У некоторых частично совпадает. Волки кичат своей. В прошлом у нас были сложности из-за этого. Другие думали, что мы похожи на них. Они видят ритуальные знаки, шрамы и делают выводы». Халджи говорил, морща, словно стыдился всего этого. «Мы не дикари и не хотим выглядеть как дикари». Илья засмеялась. «Вы завидуете?» Халджи словно ужалили. «Я этого не говорил, но имел это в виду». Илья улыбнулась, изумленно качая головой. Шрамы по-прежнему могли ее удивить. Никогда бы не подумала. Идеальные смертоносные машины императора и все еще способны завидовать. Халджи отвернулся от нее и раздраженно направился дальше. «Я говорил, это сложно объяснить». «Ты объяснил». Халджи остановился и повернулся к ней. Его лицо странным образом потемнело, как солнце закрытое тучами. «Послушайте», решительно обратился воин, «может быть, мы и не палачи, пожиратели миров или совершенные, но мы те, кто есть. Мы никогда ни от кого не требовали уважения, и если они ничего не знают о нас, то это их проблема, потому что мы знаем о них. Мы быстрее, мы быстро движемся, быстро убиваем. Мы братья, но если Рус совершил преступление, тогда Каган отшвырнет его, как драного пса, каким он и является. Вы когда-нибудь видели нашего примарха в бою? Вот это совершенство!» Илья пораженно уставилась на него. Халжи никогда не поднимал голоса, но теперь он дрожал от эмоций. «Их так сильно возмущает это пренебрежение», подумала она, «и все-таки они не меняются. Но с другой стороны, почему они должны быть как все?» Она, извиняясь, поклонилась. «Я говорила несерьезно, Халжи, и не хотела оскорбить тебя, прошу мне не следовало беспокоиться по этому поводу». Илья задумчиво посмотрела на него. Символы эмблемы, которые когда-то казались ей чужими, племенные знаки, зазубренные отметки побед братства, теперь стали частью ее жизни. Если она проведет с легионом еще больше времени, тогда даже сможет понять их мышление. Еще немного, и она начнет разделять их негодование. «Тогда этого дойдет?» В этот раз серьезно спросила она. «Хан сразится снова пошел». «Это вопрос верности», сказал он прямо. «Если приказал магистр войны, как он может не подчиниться?» Храфенкель тяжело двигался в потоке огня, поворачивая посреди безмолвного облака лазерных лучей и торпедных следов. Мощные орудия по-прежнему отвечали огнем, внезапно освещая темно-серые борта яркими вспышками. Остовы дюжины кораблей вращались вокруг него, их корпуса были разрушены колоссальными взрывами, покончившими с ними. Флагман отступал к окруженному центру флота космических волков. Его эскорт погиб, а щиты отключились. Типично безрассудный бросок в сердце битвы жутким образом сказался на его величественном силуэте, несмотря на бойню, которую он устроил на своем пути. Боевая боржа была изолирована и уязвима. Те вражеские корабли, встречали согласованными залпами, оставаясь на большой дистанции и осыпая израненного зверя выстрелами лэнс-излучателей. Бьерн наблюдал за побоящим через иллюминаторы мостика Хеллеридера. Каждое попадание в избитый корпус флагмана отдавалось уколам сердца воина. Он видел, как выпустили абордажные торпеды, точно так же, как и в его собственный фрегат. Мастерство в использовании Альфа-легионом этих проклятых штуковин было феноменальным. Подведи нас ближе, капитан, приказал Бьерн. Хеллеридер не был единственным кораблем, направлявшимся к поврежденному Храфенкелю. Атакующие корабли обоих флотов почуяли кровь и спешили занять позиции. Силы Альфа-легиона беспрестанно прибывали, увеличивая мощь огня. Волки отвечали с растущим отчаянием, бросая свои уже поврежденные суда навстречу опустошительному обстрелу. «Мы здесь долго не протянем», ответил капитан корабля. В его голосе не было страха, только простая констатация факта. «Ясное дело, состояние Храфенкеля. Пустотные щиты отключены, хотя у него по-прежнему есть энергия и лэнсы. Мы отследили многократные абордажные контакты». Бьерн взглянул на приближающиеся корабли Альфа-легиона, большинство из которых намного превосходили по огневой мощи Хель-Ридер. Его корабль мог на некоторое время отвлечь огонь от флагмана, но космический волк догадывался, что передышка будет очень короткой. «Их высадилось несколько сотен», заметил богобой, просматривая показания сенсоров, поступающие из флагмана. Бьерн кивнул. «Это бой как раз для нас». Он облизнул клыки, ощутив слабый кислотный привкус. «Похоже, этот день принадлежит абордажным торпедам». Настало время показать им, насколько тверда рука волка. Он повернулся к капитану. «Жди, пока мы не покинем корабль, затем направляйся на корабли Альфа-Легиона и нанеси им столько урона, сколько сможешь. Ты знаешь, что это значит?» Капитан корабля взглянул на него с дерзким выражением лица. «Да прибудет с тобой рука русса, лорд». Бьерн уважительно поклонился. «До следующей зимы». Богобою, Эонвальду, Ангвару, Урту и Фериту уже не терпелось покинуть мостик. Бьерн чувствовал их жажду убийства, такую же сильную и звериную, как мускусный запах хищника, и она разожгла его собственное желание проливать кровь. «Время поохотиться», сказал он. Торпедный отсек находился намного ниже уровня мостика, окруженный толстыми адамантиевыми переборками и освещенный красными лампами боевой тревоги. Каждая абордажная капсула, отмеченная выгравированными защитными рунами, располагалась в начале круглого пускового туннеля. Более крупный корабль мог нести целые батареи корпусных пробойщиков или таранов цест, чьи насы венчали блоки магномелт, а десантный отсек вмещал целое отделение космодесантников. Но у Хеллеридера был минимальный комплект таких устройств. Десять узких труб, каждая снаряженная единственным мелто-наконечником и усиленной ударной частью. Торпеды были менее шести метров в длину и могли вместить единственного пассажира в силовом доспехе. «Святая Хель», выругался богобой, нерешительно глядя на контейнер, похожий на гроб. «После запуска ими едва можно управлять», сказал Бьерн, прицепив топор к нагруднику и спускаясь в торпеду. «Попытайтесь установить местонахождение, как только окажетесь на флагмане. Если мы сможем собраться, так будет намного лучше. Если нет, просто убивайте всех, кого найдете». Стая заняла свои места и закрепила фиксирующие рамы. Предупреждающие огни начали интенсивно пульсировать, а последний техник из торпедного расчета спешно покинул отсек. Бьерн лежал в капсуле, чувствуя растущую вибрацию двигателей. «Доброго пути!» пожелал он на прощание перед тем, как над ним закрылся люк. Запирающие болты замкнули серией лязгов. Бьерн слышал свое горячее и тяжелое дыхание в темноте. Он сжал пальцы, чувствуя себя заключенным. «Вот что должны чувствовать дредноуты», подумал он, «бедняги». Двигатели за спиной включились, их звук быстро усилился до приглушенного рокота. Волк услышал, как открылись противовзрывные люки, после чего раздался шум выходящего воздуха. Торпеда затряслась, как живое существо. Дисплей шлема, легко подключившись к бортовым системам капсулы, запустил обратный отсчет. «Поехали!» Торпеда рванула по трубе, Бьерна швырнула на фиксаторы, его тело оказалось прижатым к кормовой переборке. Несколько секунд у него было ощущение, что он несется по прямой на огромной скорости. Затем последовала резкая смена траектории, и торпеда нырнула вниз, к кружащейся громаде Храфенкеля. Стиснув зубы из-за колоссального ускорения, он изучал показания датчиков, которые проносились по внутренней поверхности грохочущего шлема. Бьерн видел светящиеся точки остальных торпед, которые мчались по спирали вслед за ним сквозь огненные завесы лазерного огня. Флагман огромная глыба светящейся каркасной модели на фоне черного поля космоса с ужасающей скоростью увеличивался в размерах. Космодесантник приготовился к столкновению, и оно последовало. Удар мелто детонации, от которой затрясло торпеду, затем мощный взрыв, отчего Бьерна сильно ударила аффиксаторы. Даже с учетом защиты силового доспеха и внешнего корпуса торпеды удар был страшным. Волка дернула вперед, и он едва не лишился сознания. Капсула со скрежетом и содроганием продвинулась еще на несколько метров сквозь пробитую обшивку корпуса. Секунду спустя замыкающие болты торпеды с шипением отошли. Стряхнув головой, Бьерн активировал механизм отключения фиксирующей клетки. Капсула открылась, и он поднялся, оцепив топор и взмахнув сражаясь с вихрем. За доспех цеплялись гаснущие языки пламени. Металлическая палуба вокруг легионера искривилась от мелтоудара. Космическому волку пришлось карабкаться по обломкам, прежде чем он нашел ровную поверхность, все время борясь с ревом и порывами вытекающего кислорода. Лампы на его пути были разбиты, а из-за движения ночное видение шлема размывалось. Только миновав следующую переборку, Бьерн смог закрыть противовзрывную дверь и остановить разгерметизацию. Он был где-то на нижних палубах Рафанкеля. Космодесантник активировал расщепляющее поле несущего кровь, залив замкнутое пространство ярко-синим светом. Доложить! Отдал он приказ по каналу связи стаи и миганием вызвал идентификационные руны остальных космодесантников. Ответов не было, ни данных по местоположению, ни в сообщении от боевых братьев. Дисплей выглядел поврежденным, показывая путаницу обратных данных и наполовину понятные захваты целей. Бьерн ударил рукоятью топора по шлему, отчего задрожали сигналы и расплылись по экрану четыре новых отметки. «Скитья!» Разочарованно выругался он, продолжив путь по коридору и открыв следующую дверь. За ней оказался склад снабжения, потолка не было видно, а затененные стены поднимались ввысь. Во все соединенные друг с другом громадными металлическими платформами. Сверху свисали цепи с отключенных автопогрузчиков, которые в свою очередь были подвешены на тяжелых металлических рейсах. Впереди темноту освещали дульные вспышки и взрывы. В узких проходах между штабелями раздались гортанные крики и тут же смолкли. Он почувствовал знакомые запахи боя, фуцелинового дыма, крови и человеческого страха. «Где моя стая» Бьерн побежал по коридорам, проклиная ненужные сообщения, заполнившие тактический дисплей. Он мчался вперед, не сворачивая, и в конечном итоге выскочил на открытое пространство за первой стеной сложенных ящиков. Перед ним лежал подъемник в спутанной массе из мятого металла и разорванных цепных звеньев. Даже в своем разрушенном состоянии, превосходя размерами титан-боевой пес. В какой-то миг Бьерн ничего не видел, ни тел, ни целей. Затем штабель справа от него разлетелся на куски пылающей пластали. Воин в белосером доспехе пролетел по плитам палубы, размахивая сломанными конечностями, и остановился, оставив за собой длинную кровавую полосу. У Бьерна волосы на загривке встали дыбом, и он стремительно развернулся, гадая, кто мог с такой легкостью отшвырнуть космодесантника в полном доспехе. Затем из тени вышел враг, и волк все понял. Хан стоял в личных покоях для медитации, располагавшихся высоко на ступенчатых выступах буремечей. Перед ним поднимался многогранный купол из кристаллфлекса, за которым раскинулась пустота. Хан смотрел на зависшие в черноте корабли, готовые к бою и ожидающие его приказа. В экипаже этих кораблей входили многие тысячи душ, как космодесантников, так и смертных. Каждая боевая единица обладала потенциалом уничтожать миры. Их совместная мощь была почти невероятной. Было ли подобное могущество когда-нибудь сконцентрировано в руках столь немногих воителей? Задался он вопросом. Вся галактика доверена два нет восемнадцати братьям. Опасность такого решения очевидна. Гордое орлиное лицо хана склонилось к горжету богато украшенного нагрудника. Мой отец знал риски, должен был знать, почему он сейчас молчит. Примарх отвернулся от наблюдательного купола. Вокруг него вдоль стен располагались артефакты, древние кремниевые ружья, сабли, булавы и алебарды. Сапоги тонули в толстом меховом ковре. Мягкий свет очага освещал на полках книги с тысячи миров, написанные за десять тысяч лет. Движения хана были бесшумными и энергичными, как у тигра, рыскающего по клетке. Ниспадающий до самых лодыжек плащ колыхался, слегка касаясь слоновой кости и золота его доспеха и прикрывая ножны клинка дао. Магнус, задумался он, пристально глядя в пламя, мой добрый друг. Он вспомнил их первую стояла вонь крови последних убитых орков. Приветствую, брат, поздоровался Магнус с усмешкой на странном красном лице. Он шагнул из транспортного корабля. За ними следовал разукрашенный и выреженный кабал. Говорят, ты сражался здесь. Хан поклонился. В системе главный мир захватил гор. Магнус хлопнул громадной рукой по плечу хана. Ну, конечно же он. Как ты? Выглядишь похудевшим, если такое возможно. Хан неопределенно пожал плечами. Магнус был немного выше и шире него, с кричащей алой гривой и в пышном убранстве. Он был похож на одного из золотых императоров Кво, которых убил Хан. Мне не нравятся эти встречи, сказал Хан, глядя на собиравшиеся на равнине массы. Тысячи батальонов космодесантников уже высадились, а пространство из полированного камня было заполнено тяжелым снаряжением полудюжины разных легионов. Воздух насытили выхлопы двигателей и поднятая пыль. Вверху, в нижних слоях атмосферы, висели огромные тени громадных транспортных судов. Нам обоим, согласился Магнус, у нас будет возможность поговорить. Хан приблизился. Я надеюсь, ангел здесь, нам нужно посовещаться. О Библяриусе. До тебя наверняка дошли слухи. Магнус может сколь угодно кричать о нашем невежестве. Думаю, остальное империум учится не обращать на него внимания. Не только Рус. Не волнуйся так, сказал Магнус. Одаренных всегда будут подозревать. Мы должны справиться с этой ситуацией, разъяснить. Верь в просвещение. Ты забываешь, брат, я не одаренный. Действительно, спросил Магнус, проницательно улыбаясь. Ну, если ты так говоришь. Они уничтожат то, что мы создали. Ангрон, Мартарион, Рус. Ни один из них не успокоится. Если мы не защитим то, чего добились, ты забываешь об одном. О чем? О нашем отце, с любовью произнес Магнус. Это он положил начало Библиариусу. Ты можешь представить, что он спустит псов, чтобы разрушить его? Мартарион и Рус получат свой шанс излить гнев. Я видел это. Наша единственная задача, мой неуловимый друг, оставаться благоразумными. Хан взглянул в единственное око Магнуса, увидев в нем веру. Ты во многих отношениях мудр, подумал он мрачно, но ты ученый, а не воин, и в самом деле не видишь опасности. Грядет расплата, предупредил Хан. Он повернулся и поманил Ясугея. Это мой советник, Таргутай Ясугей, знаток магии бури в нашем легионе. Будет мудро выбрать оппонентов и создать союз единомышленников. Заговор поинтересовался Магнус. Переговоры поправил Хан. Алый Король минуту разглядывал Ясугея. Единственный глаз сверкал в тусклом свете солнца Уланора, словно глубоко проникая в невидимое. Могуч, сказал он наконец с искренним уважением, «Родись ты под просперианскими небесами, то занял бы место подле меня». Он пригласил одного из своей свиты присоединиться к ним, высокого воина в ярко-красном силовом доспехе и с посохом и слоновой кости. «Задьи нарга, Таргутай Ясугей», произнес Магнус, говоря на Хорчине с идеальной модуляцией, «Это Азик Ариман, думаю, вы можете поладить». Ариман и Ясугей поклонились друг к другу. «Для меня это честь, творец погоды», сказал Ариман таким же интеллигентным и вкрадчивым голосом, как все его родичи. «Как и для меня», ответил Ясугей, «менее плавно, выдавая плохое владение готикам, которое досаждало столь многим в Пятом Легионе». Магнус по-прежнему, пребывая в хорошем настроении, взглянул на Хана. «Ну вот, мы в сборе», сказал примарх пятнадцатого Легиона и готовы к переговорам. «А теперь стоит ли нам все утро оставаться на этой пыльной равнине? Или же щедрость Империума может предложить немного еды?» Хан помнил, как Магнус вел себя тогда. Улыбка немного натянутая, дружелюбие чуть напускное. На Уланоре Магнуса что-то тревожило, и его попытки не придавать этому значения были безуспешными. Он не был лицемером, истина исходила от него, как свет от звезды, чистая и неприкрытая. На Уланоре они разговаривали в последний раз. Было странно, слишком странно. Думать, что эта могучая душа пала под ударами грубых клинков космических волков. Алый Король был невероятно могущественным и посвященным высокое искусство небес, саму материю пелены. Если он в самом деле пал, тогда галактика стала искаженной и непонятной. Каган раздался голос со стороны открытых дверей. Хан повернулся к стоявшему за ним Циньца. Глава Кешика был уже в боевом доспехе. Массивная и опаленная терминаторская броня была увешана трофеями его несравненной боевой биографии. Мне нужно больше, сказал ему Хан. Больше информации. Я не стану атаковать своего брата без подтверждения. Циньца поклонился. Говорящие со звездами в них подтверждается первое сообщение. В одних да, сбивчиво ответил глава. В других нет. У нас противоречивые толкования. Поясни. В некоторых говорится то, что мы уже знаем. Лемонрус поднял мятеж, ведомый ненавистью к Магнусу. Магистр войны приказывает нам покарать его. Двадцатый легион возможно уже атаковал волков. Змея Альфария презрительно произнес Хан. Но мы получили другие доклады. Продолжил Циньца. Просто послушайте, в них говорится, что магистр войны изменник, а многие легионы присоединились к нему. Нам приказано вернуться на тронный мир и встать на его защиту вместе с лордами Дорном и Руссом. На это заявление у хана не нашлось слов. Он уставился на Циньца, чувствуя, как сильно стучит в висках кровь. Безумие, тихо произнес он. В его голове стремительно проносились мысли, частично сформировавшиеся и наполненные вероятностями. Это началось на Чундаксе, в самом конце сражений за планету. Первый намек, что все идет не так, как надо. Одно видение, говорящего со звездами, без подробностей и подтверждения подлинности. Его следовало выбросить из головы, приписав искаженному воздействию пелены. Но у примарха ничего не вышло. Известие изводило его, лишая сна. Магистр войны стоит на краю пропасти. Хан не знал, как поступить. Следовало ли ему отозвать легион, чтобы разузнать подробности? И что видение вообще означало? Безумие, повторил примарх. Именно, невозмутимо ответил Цинь-Са. У каждого говорящего со звездами на флоте свои собственные видения. Зади нарга стараются изо всех сил, чтобы раскрыть истину. Истину? Хан глухо рассмеялся. Какую истину? Он почувствовал, что рука инстинктивно тянется к клинку и отдернул ее. Мне нужно больше. Почему тьма рассеялась только сейчас? Цинь-Са в знак извинения поклонился. Прилагаются все усилия для... Он мертв? спросил Хан. И его тут же охватило отчаяние. Вот первая задача. Мне нужно знать, жив ли Магнус. Передай им. С Проспера нет никаких сообщений. Это похоже на... Недостаточно хорошо, заревел Хан, сжав огромные кулаки. Он чувствовал, как закипает ярость. Неблаготворная ярость битвы, но удушающий, бессильный гнев неведения. Передо мной мощь целого легиона, готового нанести удар. Орду собрано, но никто не может сказать мне, кто наш враг. Передайте им, что если они не смогут правильно истолковать, тогда я поднимусь в их шпиле и превращу их видение в приказ для них. Циньца пережил бурю, оставаясь безмолвным, пока примарх был в ярости. Будет сделано. Быстро, настойчиво произнес Хан, поддавшись желанию схватиться за рукоять Дао. Даю им двенадцать часов. Мы не останемся в стороне, пока галактика горит. Где бы ни шла война, мы найдем ее. Из большого основания письменного стола в поверхностью замерцал гололит и с треском появилось старое, покрытое сетью шрамов лицо наен хана Хасика. Хан резко повернулся к нему. Новости. Своего рода, ответил Хасик. Голос дрожал из-за помех. На пределе дальности Авгура появляются корабли. Не отвечают на наши сообщения и, похоже, готовятся к атаке. Волки, спросил Хан, или наши. Ни то, не другое, ответил Хасик. В обычно ровном голосе слышалась нерешительность. Корабли Альфа Легиона. Циньца прищурился. Хану почти захотелось рассмеяться. Все было бессмысленно. После нескольких лет изоляции от остальной галактики, увязнув в компании, обещавшей мало славы и много монотонной тяжелой работы, каждый достоверный факт, казалось, был извращен до комичного абсурда. Наши воины подготовлены к такой игре. Они обучены видеть угрозы со всех сторон. Оставайтесь на позиции, приказал Хан. Попытайтесь вступить в контакт и не открывайте огонь первыми. Здесь творится какое-то колдовство и меня не втянут в него, пока я не узнаю причину. Я скоро присоединюсь к вам. До того момента вы знаете, что нужно делать. Галалитическая голова Хасика поклонилась и связь прервалась. Циньца недоуменно поднял бровь. Я бы предложил совет, Каган, обратился он, если бы у меня был хоть один. Хан сжал ладони. Его ум-тактика, гораздо более проницательного, чем Желеман или Дорн, когда-либо признавали, приступил к привычной работе. Анализ, планирование, противопоставление, выбор неожиданного решения. Мы подобны слепому, сражающемуся со зрячим. Кешика пробормотал он. Поэтому должны быть быстрыми. Вопреки всему, примарх почувствовал, как в душе разгораются первые искры радости. Он смотрел на раскинувшееся за иллюминаторами звездное поле, взвешивая варианты, обдумывая вероятности. Джагатай был рожден для этого, не для истребления зеленокожих, но великой игры, схватки богов. Ты помнишь, Са? спросил он. Ты, Ясугей, Хасик и я против всего мира. Сотни империй и в каждой тысяча клинков. У нас слишком давно не было настоящего испытания. Циньца недоуменно посмотрел на повелителя. Так кто сейчас враг, Каган? спросил он. Это все, что мне нужно знать. Они все враги, сказал Хан, шагнув к двери, которая вела на мостик. Всегда ими были. Семь. Контемптор ТАИНСТВЕННОСТЬ ТЕЧЕНИЕ ЭФИРА Бьерн сплюнул кровь на бегу и врезался в ряд пустых ящиков, раскидав их по полу. Инстинктивно волк уклонился вправо, едва избежав урагана снарядов, проревевшего над опущенным плечом. Космодесантник добрался до относительного укрытия обломков грузового подъемника и бросился в тень искореженной кабины. Враг последовал за ним, раздавив останки пятерых мертвых космических волков. Его тяжелые ноги глухо лязгали о палубу. Огромный когтистый кулак вращался, а дымящаяся штурмовая пушка щелкала, когда очередной магазин отправлялся в Камору. Контемптор, уныло подумал Бьерн, это будет очень короткий абордаж. Огромный дредноут громыхал вслед за ним с беспощадной уверенностью, ищущего добычу гигантского ящера. Две кормовые трубы выбрасывали маслянистый дым, а шасси боевой машины гудело, фыркало и шипело, давя обломки. Присевший за шатким укрытием Бьерн за один удар сердца оценил свои шансы. Выбор сделан. Он выскочил и помчался прочь, несмотря на то, что штурмовая пушка Контемптора снова открыла огонь, разрывая в клочья обломки. Вскочив на один из полуразрушенных захватов подъемника, прежде чем тот оторвало, Бьерн оказался достаточно высоко, чтобы увидеть светящиеся глаза Дредноута, уставившиеся на него. Хьёльда! заревел космический волк, почти засмеявшись от абсурдности своего плана, а затем прыгнул. Очередь штурмовой пушки прошла мимо, и воин врезался в плечо Контемптора, уцепившись за торс машины. Бьерн взмахнул потрескивающим колпак. Дредноут неистово развернулся, почти сбросив с себя легионера. Бьерн вскарабкался повыше, увернувшись от вращающегося силового кулака, и нанес сильный удар в шлем врага, затем еще один, колотя по нему обрубком руки. Незавершенный механический протез быстро пришел в негодность, но волк смог расколоть один из раскосых окуляров и довольно зарычал. Контемптор снова крутанулся, несущий кровь вырвался из его корпуса. Бьерн отлетел, кувыркаясь в воздухе, на три метра и рухнул на пол, едва удержав в руке топор. Легионер обернулся и уставился прямо в стволы штурмовой пушки. «Скидхоф!» вызывающе заревел Бьерн и приготовился к потоку снарядов, твердо решив встретить смерть с открытыми глазами. Но затем Дредноут слева накрыла очередь масс реактивных волтерных снарядов, высекая искры на броне и окутав ее колышущейся завесой мини-разрывов. Из-за этого стволы штурмовой пушки дернулись в сторону и снаряды разорвались в метре от лежащего Бьерна. «Фенрис!» разнесся яростный боевой клич богобоя. «Фенрис! Фаерер Морт!» Трое воинов стаи бросились к контемптору, осыпая его градом болтерного огня. Бьерн вскочил, убравшись из-под прицела все еще стреляющей штурмовой пушки и швырнул топор в поврежденную голову дредноута. Оружие устремилось к цели, но контемптор уклонился. Несущий кровь вонзился в верхний панцирь, не причинив особого ущерба. Бьерн выхватил болт-пистолет и присоединился к стрельбе, перебегая от одного укрытия к другому. Ангар наполнился интенсивным грохотом болтеров. Четверо волков опустошили свои магазины по цели, окутав ее вспышками разрывов. Дредноут останавливался, преодолевая огненный шторм, для чего и был предназначен. Штурмовая пушка развернулась смертоносной дугой, разнеся в клочья то, что осталось от скудного укрытия. Один из волков, Бьерн решил, что это был Эон Вальд, оказался слишком нерасторопным и удар опрокинул его на спину. Богобоя отбросило почти сразу же. Оружие дредноута раскололо нагрудник космодесантника. Они не смогут справиться с ним, не смогут подойти достаточно близко и у них нет оружия, чтобы вывести из строя бронированного зверя издалека. «Всеотец!» заревел Бьерн, снова бросаясь в ближний бой и не теряя надежды добраться до более уязвимых кабелей, прежде чем коготь этой проклятой твари выпотрошит его. Он так и не получил шанса. Ни один из волков. Буря возникла из ниоткуда, словно переборку отсека вырвала в пустоту. Ее сила отшвырнула Бьерна в сторону, снова сбив с ног. Зрение расплылось, а шлем сильно ударился о палубу. Космодесантик услышал звук, похожий на раскат грома, за которым последовал актинический треск активируемого энергетического оружия. В голове мелькнула догадка, и он понял, что поток не был ни декомпрессией, ни естественным порывом воздуха. У завывающего в отсеке ветра был ледяной запах Асахейма. Бьерн поднял помутневшую от удара голову и увидел, что контемптор поворачивается к новому врагу. Вопреки всему, Волк не смог удержаться от кривой ухмылки. Игра была окончена. Пришел Волчий Король. Шибан увеличил скорость Калджана до трети, внимательно наблюдая за тактическими сканерами, тиснившимися вокруг командного трона. Экипаж был занят на своих постах, в то время как Джучи, Чел и другие легионеры его командные свиты стояли разомкнутым полукругом неподалеку. Держать курс, приказал Шибан, скорость не увеличивать. Калджан только что прибыл к месту сбора, одним из последних ответив на вызов, и получил приказ снова отправиться в дозор, в качестве ответа Найон Хана Хасика на приближение Альфа Легиона. Приказы из центра были резкими, по мнению Шибана, это было вызвано тем, что у командования не было ясной картины происходящего, у легионера ее точно не было. «Скоро они выйдут на дистанцию визуального контакта», высказал Саджучи. Шибан слышал сомнения в его голосе. Численность Альфа Легиона была неизвестна. Они не отвечали на запросы и просто держались на границе системы, спокойно собирая все больше кораблей в обширном районе близлежащего космоса. «Держать строй, капитан», предупредил Шибан, заметив небольшое отклонение от курса относительно кораблей по обеим сторонам от них. Ответ «Белых шрамов» был почти идеально идентичным. Тонкие линии атакующих кораблей растянулись на дистанции атаки лэнсами друг напротив друга. Крупные корабли обоих флотов оставались в тылу, зависнув на границе обнаружения сканерами. Ситуация изменилась так быстро, искаженная потоком противоречивых астропатических и засекреченных радиосообщений. РУС взбунтовался, или же это был магистр войны. Белым шрамом приказали поддержать Альфа-легион Валаксиси. Потребовали их возвращения на Теру. Феррус Манус убил Фанфарона Фулгрима. Марс взбунтовался. Некоторые переданные через варп сообщения несли хроноотметки многомесячной давности. Другие же, казалось, были отправлены несколько часов назад. Шибан доложил о своих находках с Фемуса сразу же, как вышел на дистанцию радиосвязи с Чандаксом. Но не сомневался, что они исчезнут без следа в трясине приказов и инструкций. «Почему они ничего не передают?» спросил Джучи. Он уже трижды жаловался на это, озвучивая мысли всего экипажа. Шибан устало улыбнулся. «Это Альфа-легион, брат. Быть раздражающей непонятными их дат». Впереди через иллюминаторы стала видна тонкая линия светящихся точек. Поначалу они казались не более, чем несколькими новыми звездами. Затем постепенно становились все ярче. На ретинальном дисплее Шибана мигнул значок, указывая на обновление приказов Хасика. Шибан моргнул, активировав сообщение. Ответа от командования 20-го легиона нет. Продолжаются попытки установить связь. Первая волна кораблей приближается по плоской траектории. Не обострять ситуацию, огонь первыми не открывать, сохранять целостность периметра, проникнуть в зону досягаемости главных сил, ожидать дальнейших инструкций. Шибан глубоко вздохнул. В этих приказах было слишком много противоречий, чтобы от них был толк. Мы под прицелом, пришел доклад от одного из офицеров сенсориума мостика. Засечь источник, ответил Шибан. Провести захват цели и подготовить основной лэнс, стрелять по моей команде. Калджан полз вперед, двигаясь намного медленнее, чем обычно нравилось Шибану. Фрегат был спроектирован для неожиданных и резких маневров посреди битвы. Волочение на такой ничтожной скорости выявляло конструктивные недостатки двигателя. Нам сказали, что Альфа-Легион атаковал волков, задумчиво произнес Чел. Или же это была еще одна неточность прорицателей? Шибан не мог ответить. Или у 20-го легиона было подозрительно много боеспособных кораблей или говорящие со звездами ошиблись в предсказаниях. Оба варианта были возможны. Он чувствовал напряжение. Такие столкновения, осторожное, постепенное прощупывание противника были ему не по вкусу. Чего они хотят? Снова спросил Джуччи, настороженно наблюдая, как передовые корабли Альфа-Легиона подходят все ближе. Бессмысленный вопрос, сказал Шибан. Они хотят, чтобы мы терялись в догадках, поэтому предлагаю не потакать им в этом. Из пустоты появился головной корабль Альфа-Легиона, входящий в состав строя кораблей, которые были зеркальным отражением боевого порядка белых шрамов. Точно как мы, подумал Шибан. Все было одинаковым. Корабли, вооружение, построение. Альфа-Легион направил небольшие корабли вперед, сконцентрировав левиафаны в тылу. Симметрия боевых порядков была зловещей. Энергетические всплески? спросил Шибан, изучая приближающийся флот. Ничего, Хан, ответил оператор Сенсориума. К этому времени Шибан мог разглядеть детали корпусов через магнокулярные перископы. Корабли темно-синие, цвета индиго и отмечены скованной цепью Альфой, эмблемой 20-го легиона. Вдоль зубчатых бортов мерцали габаритные корабли двигались вперед неуклонно, не слишком быстро или медленно. Что-то в их дерзком приближении раздражало, само присутствие Альфа-легиона отдавало высокомерие, сознательным превосходством. Они знают, что произошло, пока мы отступали, и, конечно, самонадеянны. Есть разрывы в их построении? спросил Шибан. Нет, Хан, в нашем ни одного. Он почувствовал настойчивое желание побарабанить пальцами по подлокотнику Твоина призывали действовать, захватить инициативу, превратить неизвестность в то, что он мог взять под контроль. Они остановились, Хан. Шибан взглянул на тактическую галлопроекцию. Линия кораблей Альфа-легиона остановилась, растянувшись огромным оборонительным построением. Стоп машинам, приказал он. Весь флот белых шрамов остановился, тоже сделали корабли напротив. Два авангарда неподвижно повисли в пустоте. Бело-золотая стена уставилась на синимедную преграду. На мостике воцарилась тишина, прерываемая только стуком клавиш панели управления и щелчками работающих моторов-сервиторов. «И что теперь?» спросил Джучи, мрачно глядя в носовые иллюминаторы. Шибан сплел вместе пальцы перед лицом, опустил локти на ручки командного трона. «Посмотрим, кто мигнет первым», ответил он. Лемон Рус врезался в контемптора, проревев боевой клич, от которого задрожал далекий потолок. Примарк держал ледяной клинок Мьялнар двумя руками. Его зазубренное лезвие шипело и мерцало едва сдерживаемой энергией. Красное, неприкрытое шлемом лицо Русса, пылало яростью отмеченного богом, а развивающиеся белокурые волосы напоминали корону зимнего солнца. Бьерн всего на секунду уловил взгляд небесно-синих глаз и почувствовал, что даже его закаленные войной сердца дрогнули. Волчий король в бою был подобен лавине, несущейся по склону горы. Излучаемая им аура убийства была немыслимой, наполняя гулом воздух. Стена психического разряда сминала все на своем пути, как носовая волна корабля. Контемптор резко развернулся, чтобы встретить угрозу и отлетел. Рус атаковал прямо сквозь поток снаряда штурмовой пушки, рикошетирующих от его брони. Примарх космических волков с яростью обрушился на дредноут. Мьялнар одним ударом разрубил штурмовую пушку. Многочисленные стволы с лязгом рухнули на палугу. Покачнувшись, Контемптор выбросил коготь, целясь в горло примарху. Рус уклонился от захвата и врезал локтем в шлем дредноуту. Затем клинок снова нанес удар за звенеп опокореженный панцирь Контемптора. Боевая машина отступила и Рус бросился за ней, рубя широкими взмахами, раскалывая керамид и кроша бронестекло. Его удары не были ни искусными, ни изящными. Каждый наносился с первобытной грубой силой и конец наступил быстро. Рус вскрыл корпус Оболочка боевой машины треснула с влажным хрустом, обнажив емкости с пузыряющейся амниотической жидкостью. Рус поменял хват на одноручный, а свободную руку запустил внутрь и сжал заключенную там плоть. Последний вопль был отвратительным, тонкий, едва слышный виск агонии, исходящий от бывшего воина, который все еще обитал во внутренностях Контемптора. Рус вырвал кусок плоти из клубка питающих трубок и нейронных пучков. Его отделанный золотом доспех забрызгали жидкости, кровь, питательные вещества и смазочные материалы. Рус секунду держал перед собой смертные останки дредноута. Чахлое существо представляло собой отвратительный набор капающих и едва жизнеспособных органов. На нитях сухожилий тряслось нечто похожее на легкое. Из мягкой черепной массы пялился единственный глаз. Рус поднес останки поближе. Тебе следовало оставаться мертвым. Затем примарк сомкнул кулак, выдавив последние капли жизни из прежнего обитателя контемптора и швырнул останки на пол. Только тогда Бьерн заметил остальных, лорда Гуна и более пятидесяти воинов он. По огромному помещению разносилось эхо болтерного огня. Там выслеживали остальных диверсантов. Эй, ты, произнес Рус, глядя осуждающий на Бьерна. Что ты делаешь на моем корабле? Бьерн с трудом поднялся, чувствуя себя неловко. Щиты отключились, мы думали. Я знаю, что они отключились, пренебрежительно перебил Рус. Это я приказал. На лице волчьего короля застыл гнев. Я посчитал, что он может встретиться со мной, лицом к лицу. Подумал, что это достаточный повод. Видимо, это не в его обычаях. Он плюнул в сторону поверженного контемптора. Только эти отбросы, и они молчат перед смертью. Бьерн уставился на мертвого дредноута и вспомнил последние слова альфа-легионера, которого убил на Хелли-ридере. За императора. Значит, щиты действуют, спросил Бьерн. Корабль защищен? Рус подошел к пустой оболочке контемптора и вырвал топор Бьерна. Он всегда был защищен. Думаешь, я бы рискнул Храфенкелем, только ради крови альфария? Примарх на миг замолчал. Вообще-то я мог, но не стал. Рус бросил топор Бьерну, и тот поймал его правой рукой. Мы уходим, объявил Рус, взглянув на Гуна. Очистите нижние уровни от оставшейся грязи, затем доложите меня на мостике. Бьерн понял, что никакой необходимости в нем не было. Все, что произошло, было бессмысленно. А он подумал о Хелеридере, и как Хель подери, а не вернуться на него, даже если корабль все еще цел. Но ты, произнес Рус, снова повернувшись к нему, снушающим ужас взглядом на перепачканном кровью лице, ты можешь пойти со мной. Небо было слишком темным, словно какая-то гигантская рука потушила звезды. Тусклый свет единственной луны отражался от кристаллической, твердой как камень и черной как коник земли. По ней носила пыль, на миг она застывала, а затем снова приходила в движение. Хан с кем-то сражался, противника было трудно разглядеть из-за кружащегося плаща примарха. Он двигался очень быстро, быстрее, чем когда-либо на памяти Ясугея. Дао устремилась вперед, отражая тот слабый свет, что освещал странную черную землю. Ясугей затаил дыхание. Смотреть за боем Хана было подобно наблюдению за чистой энергией, за разрядами небесной молнии, которая была его эмблемой. Облака разошлись, обнажив за собой пустой космос. Поднятая сапогами Хана пыль зависла в воздухе, прежде чем унестись в никуда. Это земля мертвых, подумал Ясугей. Он умер, в таком случае я бы точно знал. Джагатай был единственным пятном света в бесконечной тьме, непокорный, прекрасный. Ты говорил, что у тебя нет дара. Я не верил тогда и не верю сейчас. Смертный не может так сражаться. Хан продолжал атаковать, держа клинок обеими руками. Из-за скорости и точности его движения расплывались. За выпадами Дао невозможно было уследить. Было видно лишь мерцающее острие. Почему ты здесь? Почему в этом месте? Огромное существо, с которым сражался примарх, было окутано нуль свечением, которое словно поглощало жизненную силу. Оно казалось вечным, безграничным и бессмертным. Смерть! Умирают ли примархи? Что их убивает? Хан продолжал биться. Он был один. Вокруг него раскинулся пустой мир с пустыми горизонтами и пустыми небесами. Даже ветер был безжизненным, напоминая последние вздохи миллионов уничтоженных душ. Когда хан пал, Ясугей проснулся. Провидец бури резко очнулся. Единственное одеяло на кровати было пропитано потом. Какой-то миг он оставался в своем сне, потрясенный видением рухнувшего на колени примарха, затерявшегося посреди черной земли, побежденного. Ясугей прерывисто дышал, чувствуя, как колоть отца оба его сердца. Он раскрыл ладонь и увидел, что она покрыта блестящим потом, который быстро испарился в холодном помещении. Свет! Прохрепел он, и в комнате стало светлее. В дальнем конце комнаты находился умывальник с раковиной и стальной чашкой на нем. Воин с трудом поднялся и устало подошел к нему, открыл кран и вымыл лицо. Затем выпил воды, дважды осушив чашку. У жидкости был обычный во время пустотных путешествий вкус. Слабый, соленый, стерильный. Ясугей взглянул на себя в зеркало, которое висело над умывальником. Увидел свое лицо, исчерченное многолетними морщинами, татуировками и метками кланов. А в местах соединения бритой головы с кристаллическим капюшоном отсутствовала кожа. Он подумал, что выглядит бледным. Яркий свет отбеливал его кожу, отбрасывая глубокие тени под глазами. Я похож на чудовище. Задин арга вытер лицо и выпрямился. В комнате был слышен тихий гул варп двигателей. Серповидная луна находилась в глубоковой эфире, и переход был не из легких. С момента прорыва пелены цифры хронометров неистово сменяли друг друга, предупреждая их о том, что прыжок будет тяжелым. Ясугей прислонился к стене, чувствуя вспотевшей кожей вибрацию металла. Весь корабль стонал и скрипел, словно истязаемый физическими ветрами. Хотя Задин арга знал, что они находятся очень далеко от материального мира. Он вспомнил разговор с Ариманом об этом на Никее. Даже то адское место вулканов и дрожащего маревом воздуха было восприимчивым для грубой силы варпа. Ты говоришь, что нет ничего плохого в... Как ты его называешь? Великий океан? Спросил он, подбирая слова на своем ломаном готике. Ариман мягко улыбнулся. Сила заметна в каждом его жести. Как и многие протежи Магнуса, он был наполнен, пропитан и сочился ею. Тысяча сынов пытались быть скромными, но глубоко внутри отлично понимали, что они одарены более остальных. Это придавало им трудно уловимую ауру сдерживаемого превосходства, из-за которой их в первую очередь и ненавидели другие. В нем есть много плохого, ответил Ариман, так же, как и в мире чувств. Но чтобы полностью... Нет, я так не думаю. Ты когда-нибудь путешествовал с навигатором? Спросил его Исугей. Видел то же, что и они? Конечно же. И ты не видишь лица? Лица? Исугей постарался подобрать слова, кричащие, цепляющиеся за корабль. Тогда Ариман рассмеялся, не насмешливо, а просто радостно. Это был короткий и теплый смех мудрого человека, который привык получать удовольствие от мира вокруг и ничего не бояться. Возможно, ты спал. Путешествие в пустоте помогает видеть сны. Исугей потер глаза. Он не высыпался с момента отбытия Щондакса, и хотя это на нем не отразилось, мысли были неясными и путанными. Каждый час сна, который ему удавалось урвать, наполняли кошмары. За последнее время он видел один и тот же сон, снова и снова. Хан в одиночестве и под беззвездным небом в краю мертвых сражается с каким-то огромным существом из нуль света. Сны одаренных никогда не были случайными, но Исугей был слишком стар, чтобы клюнуть на мысль, что они всегда буквальны. Его научили тому, что суть искусства прорицания заключалась в толковании, верном толковании. Тем не менее, было тяжело смотреть, как примарха ставят на колени. Исугей активировал вог с бусину. Командир, с кораблем что-то не так, как у вас дела? В голосе Лушана слышалось едва заметное напряжение. У навигатора проблемы. Варп шторма? Он говорит, что не может с ними справиться. Исугей потянулся за одеждой. Я скоро буду у вас. Провидец бури быстро направился по коридорам и платформам на мостик. По пути его мысли так и не прояснились. Атмосфера корабля была душной и спертой, словно вот-вот должна была разразиться огромная гроза. Вокруг Исугея основали по своим делам члены экипажа, кланясь ему. Они выглядели такими же изможденными, как и он. Управление кораблем и шторм изнурило их. Исугей никогда не соглашался с представлениями Аримана о милостивом эфире. Белые шрамы относились к нему настороженно, погружаясь неглубоко, чтобы только получить силы для управления стихиями. Таким было благоразумное наследие старых провидцев Чугореса, которые получили свое могущество в горах Улаава. Задин Арга всегда имели дело с силами небес, но никогда не доверяли им. Исугей знал, что из-за этого другие братства Библиариуса считали провидцев в буре скучными и лишенными воображения. Он не обращал внимания на подобное неуважительное отношение. Вопреки мягким насмешкам Аримана, он точно знал, что не спал, когда видел те вопящие лица и когтистые пальцы. Варп не был милостивым. Никогда. Вот почему был создан Библиариус. Не для увеличения контроля легиона со стартес над силами Варпа, но для их ограничения. Никея, какое несчастье. Исугей добрался до мостика, и метровой толщины противовзрывные двери открылись, приглашая его войти. За дверьми царила атмосфера сдержанной тревоги. Матросы в белых табордах сгорбились над экранами, бегая пальцами по пультам управления. Закрывающие иллюминаторы тяжелые железные створки дрожали. Весь мостик, увенчанный куполом с бронзовой отделкой амфитеатр, в центре которого располагался трон управления Лушана, был наполнен скрипом и треском металла. Несколько постов кагитаторов взорвались и теперь сыпали похожими на червей искрами электростатики. «Значит, дела плохи», произнес Исугей, заметив Лушана среди группы обеспокоенных машинных техников. Облаченный в доспех командир корабля мрачно улыбнулся. «Если бы ты не связался со мной, то мне пришлось бы разбудить тебя. Поля Геллера теряют энергию. Это в самом деле плохо. Что ты можешь сделать?» «Навигатор говорит, что мы должны выйти из варпа. Он очень настаивает». Исугей скривил губы. Над ним висел большой экран состояния, висевший на медных цепях. Большинство индикаторов уже были красными, другие переходили в критический режим в тот самый момент, когда он смотрел на них. «Где мы находимся?» спросил Исугей. «Я спросил его несколько часов назад», сказал Лушан. Он начал кричать, не думая, что он знает. Исугей кивнул. «Мы знали, что будет непросто. Что ж, последуем совету навигатора. Похоже, иного выхода не осталось». «Как прикажешь», Лушан выглядел сомневающимся. «Я попытаюсь определить координаты нашей позиции перед выходом в реальный космос». В этот момент с нижних палуб раздался низкий гулкий лязг. Весь корабль накренился, словно отскочив от чего-то огромного и неподвижного. Исугей посмотрел на варп ставни. Заглянуть в бурлящую за ними нематерию было несложно. Ему хотелось этого, всего лишь увидеть волнение, которое так усложняло им путь. галактику охваченную варп разломами искусственного происхождения. «Если мы останемся в варпе, корабль разорвет на части», сказал Задин Арга. «Доверься ему, навигатор видит больше нашего». Лушан поклонился и отправился запускать суп варповые двигатели серповидной луны. Когда он отвернулся, Исугей вдруг почувствовал, как по коже пробежали мурашки. «В каком состоянии наша боевая готовность?» спросил он. Лушан удивился, чувствуя себя немного оскорбленным таким вопросом. «Мы полностью готовы». «Хорошо, приведи корабль в боевую готовность, прежде чем мы прорвем барьер. Мне понадобится мой доспех». «Ты что-то почувствовал?» Исугей не отрывал взгляда отставней. Их стук напоминал хлопки тканей Гэра во время степной бури, предупреждая о растущей угрозе снаружи своей тонкой защитной оболочке. Умирают ли примархи? Что их убивает? «Стандартная процедура, командир», ответил он, отходя, чтобы отдать приказ сервиторам арсенала. «Удостоверься, что весь экипаж поступает так же». 8. «Обратно в пыль». «Сыны Гора». «Клетка Ястреба». Было непросто сохранять чувство собственного достоинства на мостике Храфанкеля. В окружении гуна, верховных рунических жрецов и главных командиров легиона Бьерн держал рот закрытым, а глаза опущенными. Прежде чем волки добрались до мостика, им еще не раз пришлось взяться за оружие. Множество оперативников Альфа-легиона высадились на нижних палубах, некоторые были облачены в собственные цвета, другие в сносные подобия фенресийской формы. Это им не помогло, волка Фенрика могли отличить свой запах. Кое-где врагу удалось нанести серьезный урон, но весь корабль привели в боевую готовность еще до временного отключения щитов, поэтому масштаб повреждений был ограничен. Возможно Альфарий с самого начала знал об этом и абордажные партии были еще одной уловкой. Он вряд ли мог еще больше разозлить руса. Волчий король свирепствовал и сыпал проклятиями на всем пути на командные уровни, разрывая на куски вражеских солдат с безжалостной нездержанностью. Ангрон бился со мной, бушевал он, разбрасывая изломанные тела легионеров. Магнус бился со мной, а это что такое, почему он не пришел? Гнев был настоящим, он накапливался много недель после кампании на Проспера, но Бьерн все же заметил в нем фальшивую нотку, всего лишь намек, звучащий не совсем правдоподобно. Ты на самом деле ожидал, что он телепортируется? На его месте ты бы так и поступил? Так или иначе, Храфенкель в конечном счете был зачищен, щиты восстановлены, а свита Русса вернулась на просторный мостик. Как только примарх получил полное представление о тактической ситуации, его настроение нисколько не улучшилось. Альфа-легион сохранил преимущество, которым владел с самого начала сражения. У него было больше кораблей, и они шли в битву неповрежденными и в полной боевой готовности. Волки сдерживали наступление врага энергичными контрударами, но его темп сошел на нет. Десятки кораблей были уничтожены, даже самые крупные получили тяжелые повреждения. Их боевой порядок постепенно уменьшался, словно под давлением пары рук, сжимающих шею. Бьерн держался подальше от глаз примарха, скользнув в затененное место на мостике. Несмотря на попытки отстраниться, он не мог не подслушать входящий поток докладов бубнящих сервиторов по основному каналу связи. Теряем пустотные щиты, теряем пустотные щиты, идем на таран, двигатели перегружены, Яренкель погиб, все корабли в зоне Трафиф отходят по резервному плану. Хеймдл атакован штурмовыми кораблями, теряем герметичность корпуса, ядро реактора разрушено, Хеймдл погиб, никакой гений пустотной войны не остановил бы рост потерь, волки пошли на отчаянный гамбит, и он не сработал. Все они ждали, несмотря на новые доклады с кораблей флота о повреждениях и потерях, Рус долгое время молчал. Каждый раз, когда на обзорных экранах вспыхивало извещение, корабль уничтожен, он вздрагивал. Реакция была искренней. Этот примарх беспокоился о своем легионе так же, как и остальные, возможно, даже больше. Бьерн подумал, что Рус выглядел в этот момент необычно старым, словно годы гнетущим грузом навалились на плечи этого забияги. Ну хватит, прорычал наконец Рус. Если мы здесь останемся, нас разорвут кулаки, словно мог таким образом переломить ситуацию. Отходим к туманности, встретимся с резервами и скроемся в ней. Пыль, по крайней мере, заглушит их сенсоры. Гун кивнул. Оторваться будет непросто. Мы будем арьергардом, решительно заявил Руст. Флагман пойдет последним, неважно каких повреждений это будет нам стоить. Его глаза метнулись к дежурному офицеру связи. Кэрол в серой форме топтался в хвосте Терра получит последующее сообщение. Шестой легион вступил в бой с двадцатым в Алаксисе. Понес тяжелые потери, отступил под прикрытие внутренней туманности. Попытаемся перегруппироваться и удержать их там. На момент хрона отметки 1.08 0.07 призывы о подкреплениях оставались без ответа. Будем продолжать сражаться, пока не получим дальнейших приказов. Офицер бесстрастно выслушал информацию, запоминая ее для передачи хору. Почему мы сражаемся с ними одни? Раздраженно спросил гун. Варп неспокоен, лорд, ответил офицер связи. По правде говоря, я не знаю, было ли получено хоть одно отправленное нами сообщение, но мы продолжаем посылать их, надеясь на какой-нибудь ответ. Чон Дакс пробормотал Руст. Глаза всех присутствующих обратились на Примарка. Мы должны быть недалеко от компании Пятого Легиона, продолжил Руст, прищурившись от неожиданного открытия. Почему хан не получил наше сообщение? Офицер неопределенно взглянул на него. Штормы были неестественно сильными в том регионе. Вряд ли хоть что-нибудь дошло. Продолжай попытки, настойчиво произнес Руст. Сосредоточьте свои усилия на этой системе. Он взглянул на Гунна. Странный он, Джагатай. Но я никогда не видел, чтобы кто-то владел клинком лучше него. Он не пал, не мог. Почему я забыл о нем? Бьерн заметил сомневающееся выражение на лицах остальных воинов. Он не осуждал их. Из всех легионов белые шрамы меньше остальных внушали доверие. Он никогда не видел, как они сражаются и не встречал очевидцев. Их репутация была почти такой же таинственной, как и у тысячи сынов. Они подчинялись загадочной касте провидцев бури и никого не признавали. Офицер поклонился. Если с ними можно связаться, мы это сделаем. И если мы зависим от них, пробормотал гун, тогда мы действительно вляпались по уши. Рус метнул на него предостерегающий взгляд. Он мой брат, гуннар, следи за тем, что говоришь. Они все были нашими братьями, подумал Бьерн, и посмотри, чем все обернулось. Палуба задрожала, очередной мощный залп накрыл нос Храфенкеля, прервав разговор. Лорды волков разошлись, готовясь начать отступление из открытого космоса в ржавого цвета от Мелиалаксиса. Будьте осторожны, немного шутливо бросил им вслед Рус. Нам еще предстоит содрать с них шкуру. Вскоре Бьерн остался наедине с Примархом на самом нижнем уровне мостика, если не считать двух гигантских волков, которые крутились у ног господина. Я вам нужен, повелитель? осторожно спросил однорукий, следя за ближайшим зверем, который не сводил с него желтый глаз. Рус отвлекся от своих мыслей, по-видимому забыв о присутствии Бьерна. Конечно, ответил Примарх. Примарх повернулся и взглянул на огромные иллюминаторы из бронестекла, за которыми царил огненный хаос. Храфангель был всего лишь одним из сотен островов, охваченных пламенем и пляшущих в смертельном танце атак и контратак. Надо много сделать, сказал он низким, почти печальным голосом. Смотри и учись однорукий. Вот как Примарх встречает поражение. Серповидная луна содрогнулась в последний раз, словно от облегчения, что покинула варп шторма и вернулась в реальное пространство. Как только барьер исчез, внешний корпус очистился от поврежденных полей геллера, быстро рассеявшись вместе с полупогасшей энергией. Секундой спустя запустились субварповые двигатели. Их механический грохот сменил глухую и тяжелую пульсацию варп двигателей. Ясугей повел плечами, как только последняя часть силового доспеха была закреплена на своем месте. Вес брони действовал успокаивающий на белого шрама, как и исходящий от недавно обслуженных сочленений. Зади Нарга небрежно держал посох с навершием из черепа. Кристаллический капюшон тихо зашипел, подключившись к имплантатам и посылая электростатические разряды к побритому черепу. Экипаж, особенно воины легиона, старался даже украдкой не смотреть на него. Ясугея это немного забавляло. Он знал, как необычно и внушительно выглядит провидец гури, полностью облаченный в свой боевой доспех. Эти странные облачения, что мы носим. Поднять варп ставни, приказал Лушан с командного трона, увеличить скорость до четверти от максимальной. Мне как можно скорее нужны данные по местонахождению. Серия громких стуков быстро поднялись железные заслонки, за которыми снова открылась пустота. По метровой толщины бронестеклу стекали сверкающие и многоцветные остатки варп вещества, прежде чем полностью исчезнуть. Итак, капитан, где мы? Тихо спросил Исугей, пристально вглядываясь во вновь появившиеся звезды. Он не мог отделаться от покалывающего кожу предчувствия, которое изводило его с момента пробуждения. Лушан, как и остальные легионеры, не снимавший шлем, ответил не сразу. Думаю, начал Белый Шрам. Затем пришли новые данные и он прервался. Это корабль? Подтверждено, капитан, ответил офицер Сенсориума Эргил. Эсминец принадлежит 16-му легиону, хотя с неизвестными обозначениями. Исугей, моргнув, подключил тактические кагитаторы серповидной луны к своему шлему. У него атакующая скорость, капитан. Я заметил, сказал Лушан, и его пустотные щиты подняты. Могу я посоветовать сделать то же самое? Региона. Выполняй. Лушан отвернулся к пульту управления своего трона. Активировать все оружейные системы, поднять щиты. Корабль лунных волков сблизился на дистанцию действия основного лэнса, доложил Эргил. Мы под прицелом. Что за черт, пробормотал Лушан. Оторвитесь от него, свяжитесь с капитаном и спросите, что он творит. Серповидная луна круто развернулась и увеличила скорость. Исугей внимательно следил за приближающимся вражеским кораблем. Он выглядел ужасно, нос почернел от подпалин, а борта были испечрены лазерными попаданиями. Эсминец был крупнее серповидной луны и намного мощнее вооружен. С нами вышли на связь, капитан, сообщил сервитор связи. Передайте сообщение, приказал Лушан. Корабль пятого легиона, пришел радиосигнал. Назовите себя или будете уничтожены. Лушан недоверчиво покачал головой. Что они делают? Исугей не отрывал взгляда от приближающегося корабля. Он на долю секунды открыл свой разум эфиру, словно приоткрыв дверь. Загин Орга почувствовал жажду боя, слепую и маниакальную, которую никогда прежде не ощущал от легиона Састартос. И что-то еще. Это сын Игора, командир, сказал Исугей. Лучше не сердить их. Вражеские лэнсы заряжены, капитан, доложил Эргил. Корабль пятого легиона, попытка бегства обречет вас на гибель. Вы осложняете ситуацию, опознайте себя. Ответьте им, гневно отозвал Салушан. Спросите, что они имеют в виду, и скажите, чтобы обесточили. Прежде чем он закончил, пустота на миг вспыхнуло. Мимо полыхнул луч лэнса, пройдя меньше, чем в пятистах метрах от кормовых палуб. Покрытый шрамами, вражеский корабль продолжал увеличиваться в размер, часть за ними на полной скорости. Они знают, что мы оторвемся, как только наберем полную скорость, обратился Исугей, и не позволят нам это сделать, поговорите с ними. Лушан повернулся к нему. И что им сказать? Еще упал прямо в двигатели серповидной луны, из-за чего пустотные щиты издали пронзительный треск. Фрегат резко дернулся от попадания. Группа аварийных огней, уже мигающих красным светом из-за полученных в арпе повреждений, перешли в режим перегрузки. Мы можем открыть ответный огонь, спросил Лушан, покачнувшись на командном троне, когда палубу мостика встряхнул. Это не поможет, «Орудия готовы», бесстрастно доложил артиллерийский сервитов. «Беглый огонь», приказал Лушан и взглянул на Ясугея. «Поверь, если у тебя есть что добавить, я приму любой совет». Пустоту прочертили новые лучи лазеров и лэнсов, сверкая и танцуя в странном, губительном безмолвии межкорабельного боя. Серповидная луна получила очередное прямое попадание, отчего напряженные пустотные щиты замерцали, как масляная пленка на воде. Ясугей прищурился под наклонным визором. Он чувствовал нечто странное в корабле, что-то необычное в собрании душ, запертых внутри адамантиевого корпуса. «Эту ситуацию решат не Лэнсо», сказал он, размышляя над своими ощущениями. Последовали новые попадания. С верхних галерей мостика рухнула вниз балка с грохотом сломанных стальных опор, отчего по бронестеклу купола пробежала паутина трещин. Секунду спустя пустотный щит над мостиком рассыпался в ливне исков. Загремели предупредительные ревуны, сопровождаемые кровавым отблеском аварийного освещения на уровне палубы. «Вы не уверены насчет нас», подумал Ясугей, начиная понимать некоторые из своих ощущений. «Вы тоже сомневаетесь?» «Установлены точки телепортации», сообщил Эргил. Лушан вскочил, схватив болток. Располагавшиеся по периметру шестеро белых шрамов поступили так же. «Нет, не так, капитан», приказал Ясугей, твердо упершись ногами и вдавив посох в палубу. «Нам нужны ответы, пусть приходят». Лушан, застыв с оружием на готове, мгновение колебался, разрываясь между психической подготовкой и прямым приказом провиться в буре. «Многочисленные сбои пустотного щита», снова раздался голос Эргила. «Они на подходе, капитан». «Как прикажет Задин Арга», сообщил Лушан своим воинам с явным нежеланием. Затем посмотрел на Ясугея, словно говоря, слово за тобой. Двенадцать озоновых хлопков отбросили ударные волны по мостику, с треском превратившись в космодесантников в темных силовых доспехах. Они разбежались сезон телепортации с наведенным оружием. «Бросить оружие!» проревел чудовищный голос, оглушая искусственным усилением. «Сдать корабль!» «Не будьте глупцами!» невозмутимо ответил на готики Ясугей. «И, пожалуйста, уберите оружие!» Двенадцать стволов тут же нацелились на него. «Колдун бури!» выкрикнул один из абордажников. Все двенадцать болтеров тут же открыли огонь. За барабанным стуком падающих болтерных гильз последовал рев обжигающего залпа из огнемета. Ясугей поднял посох и снаряды взорвались перед ним в ливне выпущенной энергии. На краткий миг его окутала волна шума и кипящей ярости. Затем все рассеялось. «Это глупо!» произнес провидец бури безмятежным голосом, словно по-прежнему находясь на алтаке. Двенадцать захватчиков бросились он опустил посох и на нем вспыхнули разряды молнии, затмив вспышки болтерного огня и омыв мостик золотым светом. Зади нарга сжал другой кулак и вражеские болтеры рассыпались, огнем взорвавшись сильным ракочущим ревом. Мостик наполнился раскатами грома. По площадкам прокатился собирающийся штормовой ветер, сбивая с ног смертных и заставив даже легионеров пошатнуться. Один из захватчиков сумел сблизиться на дистанцию ближнего боя, продравшись сквозь вихрь золотистых порывов. Ясугей указал пальцем и космодесантник тонны толстого керамита мышц и многочисленных механизмов отлетел и врезался в дальнюю стену, расколов каменную кладку переборки. Еще один воин подобрался вплотную, сжимая пылающий меч и собираясь нанести рубящий удар. Ясугей терпеливо взглянул на него, словно потакая энтузиазму ребенка. Затем чуть наклонил голову. Голова мечника дернулась назад. Зигзаги золотой молнии врезались в него, опрокинув космодесантника на палубу и пригвоздив к ней. К этому времени только один из абордажной партии оставался на ногах. Огромный воин в великолепном доспехе и с огромным потрескивающим молотом. Он шел сквозь бурю, наклонившись под ослепительными потоками и движимы одной силой воли. Воин приблизился на три метра. Тогда Ясугей повернулся к нему и раскрыл кулак. Еще одна молния, яркая и оглушительная, как бурича гореса, вонзилась в грудь молотодержца. Он отлетел назад, сокрушив балюстраду и рухнув на пост сервиторов. Все его тело было окутано шипящей и похожей на паутину энергией. Ясугей поднялся в воздух, удерживаемый в воздухе вызванными эфиром ветрами, и плавно пролетел вперед. За спиной развивался и хлопал плащ, а на грудник стучали тотемы и костяные фигурки. Провидца бури облизывали поднимающиеся от палубы языки стихийного пламени. Весь мостик представлял собой картину опустошения. Легионеры белых шрамов и их противники попрятались за любым подходящим укрытием. Их оружие было бесполезным. Ясугей плавно снизился над воином смолотом, спустившись к распростертой фигуре, словно мифический ангел из старанской легенды. Рев ветра стихий, исчезнув так же внезапно, как и был призван. Двенадцать космодесантников в абордажной партии оставались лежать, парализованные раскаленными оковами эфирной энергии. Ясугей встал над своей жертвой. «Может быть, ты объяснишь цвета своего доспеха?» потребовал он. После того, как буря стихла, обстановка на мостике немного прояснилась. Космодесантник у его ног не был сыном гора. Он носил громоздкий боевой доспех темно-зеленого цвета с бронзовой отделкой. Его голос, даже отфильтрованный через позолоченную вокс-решетку, был необыкновенно звучным. «Если хочешь убить меня, колдун», прорычал космодесантник, «делай! Я не буду молить о пощаде!» Ясугей нахмурился под личиной шлема. Слова обеспокоили его, хотя не так сильно, как манера, в которой их произнесли. «У меня нет намерения убивать тебя», ответил он. «Если меня не обманывают глаза, ты, Саламандр! Я не знаю о ссоре между нашими легионами!» И шлема раздался, напряженный от боли смех. «Не знаешь, а? Ты серьезно?» Ясугей оглядел мостик. Девять скованных эфиром космодесантников были саламандрами. Все носили сильно поврежденные боевые доспехи. Другие выглядели, как железные руки. Их выдавали черная, как ночь броня и заметная аугметика. Ясугей опустился на одно колено, приблизившись к саламандру. Эфирная паутина рассеялась, освободив пленников. Белые шрамы вышли на открытое пространство, их болтер функционировали и были нацелены на незваных гостей. «Ты многого не знаешь, саламандр», мягко произнес Ясугей. «Я почувствовал перед твоей атакой. Если бы ты был уверен, что мы враги, то уничтожил бы нас в космосе. Но ты рискнул пойти на абордаж. По какой-то причине ты захватил корабль легиона магистра войны и пытаешься сделать то же с нами. Может быть, ты и безумец, но я чувствую только замешательство в твоем разуме». Ясугей потянулся к своему шлему, снял его и прикрепил к поясу. «Неотфильтрованный воздух мостика пах пеплом. Меня зовут Таргутай Ясугей», представился он. «Начнем с этого. Назови мне свое имя и мы продолжим разговор». Последовала пауза. Огромный саламандр шумно дышал сквозь решетку помятого шлема, несомненно, все еще чувствуя боль из-за силы, обрушенной на него Ясугеем. «Ксавин», наконец сказал он. «Капитан, 34-я рота». Ясугей кивнул. «Хорошо. Послушай, Ксавин, все, что я сказал тебе, было правдой. Каждое слово проявит уже любезность. Мы были ослеплены, скрыты от галактики. Что с вами случилось? Почему эфир агонизирует?» Ксавин ответил не сразу. Он словно пытался решить, откуда начать рассказ. «Вы ничего не знаете о резне?» осторожно спросил он. Будто сам вопрос был настолько нелеп, что ему стало смешно. Ясугей протянул руку, предлагая помочь подняться. «Резня?» спросил он. «Нет, мы не слышали. А теперь, пожалуйста, расскажи нам все. «Что вы думаете об этом, Каган?» спросил Цинь-Са. Хан фыркнул. У него было много мыслей, но только некоторыми из них он хотел поделиться. Строй Альфа-Легиона оставался неизменным. Его монолитную сплоченность нарушали только незначительные изменения в двойной оборонительной линии. Каждый маневр шрамов повторялся кораблями Альфа-Легиона в какой-то странной игре отражений. Хан стоял на командном мостике буримечей вместе со своим кешиком. Дао давил тяжестью на поясе. «Похоже, они хотят, чтобы мы сделали первый шаг», сказал Примар. Цинь-Са повернулся к обзорным экранам. В раскосах линзах терминаторского шлема отражались пляшущие руны локатора. «Они расположились между нами и ближайшими точками прыжка, но мы можем прорваться. Для этого подойдет маневр Цзао, выполненный на скорости и подготовленный незначительной лобовой атакой, чтобы сковать их». Хан кивнул, соглашаясь. «Я вижу слабость здесь», сказал он, отмечая позицию на две трети от самого крупного соединения Альфа-Легиона. Они пытались укрепить ее крупными кораблями, но это не поможет. «Надо все сделать быстро», заметил Циньца, «как на Эликса». Хан обдумал варианты. «А что потом? Мы прорвем линию, разорвем их построение. А затем что нам делать? Уничтожить их?» «Конечно! Они не угрожали нам. Друг так не поступает, Каган». Этого нельзя было отрицать, но несмотря на это, хан по-прежнему не отдавал приказ. Несколько часов назад характер восстания внутри Империума был прост. Руссы и водикари снова нарушили приказы. Теперь все стало сложнее, намного сложнее. Он вспомнил свои последние слова Гору на Уланоре и обаятельную улыбку магистра войны, его непринужденные манеры. «Ты призываешь, я прихожу!» Каждая его частица кричала об альтернативном варианте. Магистра войны оклеветали, каким-то образом подтолкнув к отчаянным действиям, которые вызвали осуждение завистливых братьев. Если Гор в самом деле был вынужден начать боевые действия против Руса, тогда Альфа-легион определенно был его союзником. Ожидал ли он какого-то знака от белых шрамов? Если так, то какого? Был ли это тайный сигнал, известный остальным братьям, но каким-то образом скрытый от него? Не в первый раз происходило подобное. Подошла глава его говорящих со звездами, костлявая чагорийская женщина по имени Дзян Цу. «Каган!» обратилась она, низко поклонившись. «Если нет новых сообщений, не беспокой меня», резко произнес Хан, не отрывая взгляда от гололитов. Я устал от слухов. Говорящая со звездами не колебалась, как и все ее родичи. Она привыкла сообщать неприятную правду королям-воинам. «У меня приказы от лорда Дорна». Хан обернулся к ней. «И...» «Я лично истолковала их», ответила она. «Содержание недвусмысленно, а его источник очевиден. Нам приказано вернуться на Терру, а также игнорировать все другие призывы к нашей верности, в особенности от магистра войны, который объявлен предателем вместе с любым легионом, ответившим на его вызов. Нам приказано как можно быстрее прибыть к тронному миру, где будут даны дальнейшие указания и объяснения». Циньца удовлетворенно кивнул. «Наконец, что-то конкретное». Хан по-прежнему не двигался. «Когда вы получили эти видения?» «Менее часа назад». «Все это время приходят новые, и все они того же содержания». «Значит, помех больше нет?» «По-видимому, да». «Значит, мой каган», высказался Циньца, «мы получили приказы». Хан покачал головой. «Нет, не получили». Его кешик ничего не сказал. Воины бы не осмелились. «Разве вы не видите, что здесь произошло?» сказал Хан, подойдя к краю командного балкона и холодно глядя в иллюминаторы, за которыми ждали корабли двадцатого легиона. «Не понимаю, почему эти корабли ждут там, не отвечая на запросы и не предпринимая никаких действий». Он снова почувствовал уколы старых обид, холодный гнев, не пользующегося уважением сына. «За свою склонность к свободе, за скитание на границе досягаемости приходилось платить. Шрамы всегда все узнавали последними. «Они не хотят сражаться с нами», произнес Хан, «и не хотят присоединяться к нам. Им нужно вызвать у нас сомнения. Они хотят удержать нас здесь и сковать вопросами. А почему? Потому что они знают, что завеса исчезает, и эти сообщения только сейчас проходят через эфир». Примарх повернулся к старшим офицерам. После стольких сомнений наконец наступила долгожданная определенность. «Они манипуляторы, его голос набирал силу. Они хотели, чтобы мы получили сообщение от Дорна и удерживали нас здесь, пока не убедились, что это произошло. Альфа-легион хочет нашего возвращения на Терру. Вот какова их цель». Минуту стояла тишина. «Даже если так», запинаясь, произнес Циньца, «разве мы не должны?» «Нет», заревел хан. Давно пылающий гнев неожиданно вырвался наружу. «Я ни от кого не стану получать указания, даже от тронного мира, который только сейчас, именно сейчас, когда его легионы рвут друг друга на части», соблаговолил вспомнить, что у него есть восемнадцать сыновей воинов. Он стремительно развернулся к перепуганному экипажу мостика. За спиной колыхнулся плащ. «Вы не рабы», сказал он тихим, но твердым голосом. «Вы Орду Джагатая. Мы ни от кого не станем получать приказы и распоряжения. Мы сами по себе. Так было всегда. И если надо найти истину в этой ситуации, мы найдем ее для себя». Он взглянул на Циньца. «Отдай приказ», сказал он. «Маневр Дзао, как мы и решили». Затем успокоившийся хан повернулся к пустоте, которую вскоре осветят многочисленные огни двигателей космических кораблей. «Займите свои посты», приказал он мрачно. «Пришло время напомнить нашим братьям, на что мы способны». Девять. Неподходящий момент. Дрейв. Клин. Таргун Таргун ответил Таргун в чагарийской манере и закрыл за собой дверь. «Странное время для встречи, брат», сказал Хибу. «Ты знал о Руссе?» спросил Таргун. «Скажи мне, если это так, у нас не должно быть секретов». «Нет». «Но мы знали, что должно случиться, а причиной мог стать в числе прочих и волчий король». Таргун покачал головой. «Я никогда бы не...» «Я не думал, что это будет он. У меня было предчувствие, что начнется с кого-то другого, возможно, с Керза». Он побарабанил пальцами, пытаясь успокоиться. «Мы должны выступить против них, не понимая, почему мы медлим». Через звук шлема Хибу раздался в тихий металлический смех. «Посмотри в иллюминаторы, у нас гости». «Это беспокоит меня, они за магистра войны или же с волками? Что они, черт возьми, творят?» Альфа-легион сцепился с волками. «Не думаю, что встреча была дружественной». «Тогда мы должны покинуть систему», выпалил Таргун, резко повернувшись к Хибу. «Момент подходящий. Для чего мы встретились, если не для того, чтобы воспользоваться им?» Хибу схватил Таргуна за руку. «Успокойся, твое волнение недостойно. Это очень важный момент, а ты, кажется, этого не понимаешь». «Думаю, я понимаю больше тебя», сказал твердым голосом Хибу. «Мы поймем, когда наступит время. Мне сообщат об этом». «Как?» спросил Таргун. «Как ты получишь эту информацию?» «Мы не обсуждали это на собрании ложи. Тебе нужно было быть более откровенным со мной». «Когда это закончится», сказал Хибу. «Когда мы решим эту проблему, я покажу тебе. Я и так собирался. Но послушай меня, еще не время. Это камешки, которые вызовут лавину. Если мы выступим раньше времени, тогда все погибнет. Скажи мне, ты любишь Терру, а империум?» Таргун чуть не ударил его. «Ты знаешь, что люблю», ответил он, стряхнув руку Хибу. «Тогда возьми себя в руки». Хибу спокойно взглянул на него. «В данный момент мы не предпринимаем никаких шагов. Только, как и прежде, следуем приказам и взаимодействуем. А пока можешь провести немного времени с чагорийцами. Ты бросаешься в глаза, как Огрин в салоне красоты». Таргун пытался успокоиться. «Мне было предназначено служить в другом легионе», пробормотал он. «Чушь», выпалил Хибу. «Ты мне уже рассказывал эту историю, и я ответил точно так же». Он подошел, голос стал тише. «Судьбы не существует, ты легионер белых шрамов. Можешь принять это и сыграть свою роль в грядущих событиях, или же остаться в стороне и ничего не делать». Мысли Таргуна невольно вернулись к перевалочным ангарам Луны, когда впервые он увидел транспортный корабль Пятого Легиона, который навсегда забрал его из Солнечной системы. Он вспомнил увиденный символ молнии и каким ребяческим он ему тогда показался. «Золотой, белый и красный, детские цвета». «Они верят в судьбу», сказал Таргун. «Все без исключения, этому их учат заклинатели погоды. Требование времени, воля небес. Если один из провидцев прикажет, они с радостью отправятся в ад. «Вот что я никогда не пойму. Ты знаешь, что над нами смеются другие легионы?» «Смеются!» Он покачал головой. «Это нужно изменить, брат. Это можно изменить, но только если магистр войны...» «Тише!» прошипел Хибу, предупреждающий, подняв палец. «Не здесь, не за пределами ложи». Он глубоко и устало вздохнул. «Будем ждать решения Кагана. Он либо отправится за русом, либо тянет время». «А что с Альфа-легионом?» Хибу фыркнул. «Кто знает, они что-то замышляют, но понять их непросто». Дисплей шлема Таргуна неожиданно вспыхнул в передаче приоритетного приказа. По молчанию Хибу можно было сказать, что другой хан тоже получил его. «Флотский маневр по схеме Дзава начать с Т-4, занять посты, действовать быстро и уверенно, за боевого ястреба и императора». Они посмотрели друг на друга. «Похоже, Каган соглашается с тобой», сказал Таргун, быстро направляясь к двери. «Точно», ответил Хибу, следуя за ним, «Альфа-легион». «Интересно, они знают, что на них обрушится». Таргун глухо рассмеялся. Он ценил определенные качества своих братьев по легиону. Получая свободу действий, они ни разу не дали ему повод сомневаться в своей свирепости, быстроте, экспансивности. Таргун вспомнил Шибана в каньонах Чон-Дакса. При всем недовольствии непрерывным наступлением Чегорийского хана, он немного завидовал его наслаждению битвой. «Смейся, когда убиваешь!» Это ему сказал Таргун. Совет был необычным, но довольно искренним. Он задумался, где сейчас маневрит. «Что ж, если нет, сказал Таргун, быстро направляясь по коридору к своему посту, то скоро узнают». Все корабли, которые состояли на службе Империума, отличались друг от друга. Секреты, скрытые внутри сердец их реакторов, ревностно охранялись правителями Красной планеты, которые не делились ими ни с кем за пределами привилегированных кругов избранных. Только технодесантники легионов обладали глубоким пониманием процессов, которые приводили в движение корабли и хранили от разрушения в космосе, но даже они не были посвящены в самые важные тайны. Таким образом, Марс гарантировал власть над своими творениями. Тем не менее, это не означало, что воины каждого легиона были беспомощными обитателями кораблей, не контролирующими их. Каждый примарх во время строительства звездолетов отстаивал различные предпочтения. Коракс одержимо работал, чтобы сделать свои корабли максимально незаметными, вулкан живучими, а фулгрим красивыми. У примархов были способы обойти стандартные командные структуры империума. Они могли нарушить правила, вскрыть тайные инфоядра и подкупить магасов механикума. Таким образом, по мере продвижения Великого Крестового Похода, флот каждого легиона при помощи бесконечной программы переоборудования, модернизации и стандартных обновлений медленно осваивал предпочтения своего повелителя. Что касается белых шрамов, они всегда требовали только одно изменение и совершенствовали только один показатель скорость. Технодесантники пятого легиона десятилетиями работали над увеличением мощности реакторов и поиском способов улучшения маневренности, намного превосходящие допустимые пределы, разработанные для каждого стандартного типа кораблей. Бесконечная погоня за скоростью имела свою цену. Ходили слухи, что канониры жаловались на уменьшение дальности огня лэнсов, а то, что корабли белых шрамов несли меньше солдат и десантных кораблей, чем аналогичные корабли стандартных флотов, было хорошо известно. Но такие факторы мало значили для легиона, впитавшего традиции неистовых скачек по чагарийским равнинам. Согласно приказам инструкциям Кагана, легион никогда не демонстрировал возможности своих модифицированных двигателей за пределами активных зон боевых действий. Так как вместе с белыми шрамами сражались очень немногие легионы, эта специализация была мало известна, за исключением нескольких спорных докладов. О необычно вытянутых корпусах основных двигателей, причудливых конструкциях двигателей малой тяги и слишком больших топливопроводах. Все это привело к созданию невероятно быстрых кораблей, от самых крупных левиафанов до крошечных системных судов. Калджан не был исключением, эсминец постепенно набрал обороты, устремившись к завесе ожидающих эскортных кораблей Альфа-легиона. Стандартный маневр Цзао напомнил Шибан с командного трона. Всем флотом и по одной команде с буремичей. Вы получили векторы и знаете свое дело, не разочаруйте меня, братья. Он уловил ожидаемую ярость на лицах членов экипажа, работающих на своих постах. Напряженная атмосфера предположений и опровержений исчезла, сменившись гораздо более знакомым удовольствием от процесса, в котором они были хороши. Настроение передалось Шибану, и он понял, что улыбается. Белые шрамы всегда были гармоничным легионом, лишенным язвительного нрава некоторых собратьев. Уныние было им не к лицу. И не опережать лидеров, предупредил он. По всему обширному фронту эскортные корабли белых шрамов двигались как единое целое, устремившись к охватывающим силам Альфа-легиона. Межкорабельные переговоры были прекращены, а входящие заблокированы. У врагов был шанс объяснить свою позицию. Все, что они теперь скажут, будет игнорироваться. За первой волной следовали белоснежные на фоне бездны космоса крейсера. Их огромные двигатели уже развили полную мощность. Корабли образовали компактную боевую сферу, двигаясь лет за более растянутым авангардом. Шибан наблюдал, как один за другим поднимали носовые пустотные щиты, отчего пространство вокруг них сверкало и расплывалось. Все еще находившийся далеко впереди Альфа-легион отреагировал. Его корабли сохранили целостность построения, защищая пути к ближайшим подходящим точкам прыжка и удерживая белых шрамов в пределах системы флота, как и прежде, повторял маневры своих двойников белых шрамов, поддерживая в космосе гигантское зеркальное отражение. Шибан тщательно изучил тактические данные. Два флота были равны. Альфа-легион точно знал, сколько кораблей необходимо привезти, чтобы добиться своей цели. Одно только это было причиной для подозрений, особенно если слухи о нападении на волков были правдивыми. Сколько же у них линкоров? Неужели они все это время готовились, ожидая, когда поднимется пелена? Он вспомнил Фемус, Медальон, Хилан. Дисплей шлема неожиданно засветился новыми приказами «Начать первую фазу!» Калджан увеличил скорость, переведя энергию с кормовых пустотных щитов на основной лэнс. На другом фланге авангарда корабли делали то же самое. Шибан почувствовал, что основное сердце забилось сильнее. Такое происходило, когда он был в седле, выискивая добычу. «Вот цель!» отдал он приказ, выделив эсминец Альфа-легиона на носовых оптических приборах и отметив его рунной атаки. Расстояние между флотами сократилось. Боевой порядок Альфа-легиона отреагировал именно так, как и должен был блокирующий флот, раскинувший по обширному району космоса прочную сеть, каждый узел которой поддерживался второй линией осторожно, словно желали только одного, сохранять как можно дольше патовую ситуацию. Шибан восхищался дисциплиной построения, противник был хорошо обучен. «Это не поможет вам!» Два авангарда сблизились на дистанцию огня лэнсов. Шибан в первый раз заметил входящие в ок запросы от врага на сенсорной станции и проигнорировал их. Теперь было слишком поздно. Сверкнули первые вспышки лазерных лучей. Сначала на обращенном к Чундаксу фланге. Затем они стремительно пронеслись по всей линии. «Открыть огонь!» невозмутимо приказал Шибан. Носовые лэнс-излучатели выплюнули сверкающий луч прямо в цель. Вражеские пустотные щиты расцвели короной помех, и корабль отреагировал, уйдя вниз, развернувшись и дав бортовой залп лазерами. Многочисленные разрывы усеяли верхние пустотные щиты Калджиана, как только эсминец Альфа-Легиона развернулся и задействовал собственный лэнс. «Еще выстрел, затем отойти на 4-5-2», приказал Шибан, не давая врагу времени для точного прицеливания. Хан ощутил слабую дрожь палубы, когда Калджиан лег на другой курс. По всему фронту вспыхнули подобные схватки. Корабли белых шрамов прощупывали кордон, а Альфа-Легион оказывал сопротивление. Предназначенное для того, чтобы окружить боевой порядок 5-го легиона и помешать отдельным кораблям прорвать оцепление. Стандартным ответом была полномасштабная атака на завесу с целью отбросить ее при помощи концентрированного огня. Такой приказ было непросто отдавать, результат был бы катастрофическим для обеих сторон. И только такие горячие головы, как Рус или Ангрон, любили подобный риск. Альфа-Легион несомненно полагал, что Хан не настолько опрометчив. В этом, конечно, они были полностью правы. Данные на дисплее шлема Шибана снова обновились. Вторая фаза. Авангард белых шрамов начал разворачиваться, отклоняясь с курса на точке прыжка и смещая центр боя к гравитационному колодцу Чундакса. Маневр выглядел почти небрежно. Словно не знающие, что делать, командиры предприняли нерешительную попытку оторваться, не желая доводить ее до конца. Не слишком быстро, предупредил Шибан. Внимательно наблюдая, как его экипаж направляет смещение колоджана чуть ниже плоскости битвы. Оно должно выглядеть медлительным, но получение серьезного попадания в данный момент могло доставить им проблемы. Интенсивность лазерного обстрела увеличилась. Содзя получил тяжелое попадание в генераторы щитов и ответил свирепым лазерным залпом. Корветт Альфа-легиона Бетта-Колофон неверно рассчитал траекторию и натолкнулся на стену плазмы, лишившись половины пустотных щитов. Тем не менее, перестрелка была вялой, больше напоминая разведку боем. Торпеды не выпускали, как и авиакрылья штурмовых кораблей. Две волны небольших кораблей со сдержанной свирепостью сцепились в странной схватке. Третья фаза. Смещение стало более явным. Думаю, мы можем позволить себе немного увеличить скорость, заметил Шибан, удовлетворенно наблюдая, как строй белых шрамов разворачивается внутрь. Семь быстроходных фрегатов отступили, выскользнув из боя с опаленными носами и мерцающей защитой щитов. По всей зоне битвы позиции пятого легиона начали ломаться, не выдерживая непрерывного давления опытного неприятеля. Корабли белых шрамов покидали строй, защищая собственные борта и оставляя бреши в наступающей волне. Словно борясь сильным встречным ветром на Алтаке, наступательный порыв авангарда дрогнул. Шибан пристально всматривался в экран носового оптического прибора, наблюдая за ответом Альфа-Легиона. Они бросили на поддержку первой волны капитальные корабли, предусмотрительно оказывая давление там, где видели слабость. Сеть затягивалась немного крепче. Таким маневром враг вводил в действие больше орудий, но терял в устойчивости. Он стал менее осторожным. Калджан дернулся, получив прямое попадание. Пустотные щиты изогнулись, как барабанная кожа, поглощая энергию. Открыть ответный огонь, раздался вопрос с артиллерийского поста. Цель захвачена. Думаю, не стоит, ответил Шибан, ожидая приказа о следующей фазе. Просто отходим и развернитесь другим бортом к противнику. Продолжайте вести огонь лазерами, но немного беспорядочно. Пока Калджан разворачивался, уклоняясь от выпущенного по нему залпа, как контрабандное судно с неполным экипажем, Шибан невольно задумался над тем, как бы Таргун отнесся к происходящему. На Чондаксе Хан Теранин ненавидел ложные отступления и ни разу не воспользовался ими, командуя своим братством. Этот Таргун был странным, ему были не по душе методы, благодаря которым принадлежность пятому легиону означала самую большую радость в галактике. Как бы Шибан не старался, он так и не понял Таранина до конца. На миг он задумался, где сейчас Таргун и... На дисплее шлема вдруг появилась еще одна руна, тут же морганием век превратившаяся в приказ о начале маневра с временными метками. Шибан почувствовал всплеск адреналина вместе с приливом чистого удовольствия. Маневр Дзао вступил в решающую фазу. Начали! Приготовиться к маневру отдал он приказ, приводя в состояние боевой готовности мостик. Хрона начали тикать. Илья с трудом верила своим глазам. Ей и Халжи было позволено остаться на командном мостике буремичей, но им пришлось отойти в сторону, как только Свита Хана заняла свои посты вокруг трона. Она посмотрела на примарха, окруженного светящимися галопроекциями. Его суровое лицо было сосредоточено. Никто из его окружения, огромных воинов кешика, офицеров корабля, стратегов из-за дин арга, не выдавал ни малейшего волнения из-за потерь, которые нес флот. «Что происходит?» спросила она шепотом у Халжи. Ее адъютант повернулся к ней. Выражение лица воина было скрыто бесстрастной белой личиной шлема? «Вы о чем?» «Неужели все, что я делала, было напрасно?» спросила она, разочарованная подобной перспективой. Подготовительный процесс в этот раз был идеален. Мы заблаговременно стянули все силы и могли сдерживать их бесконечно долго, а теперь это. Ты уверял меня Халжи, что твои братья владеют искусством космической войны. Так и есть. Вы выбрали странный способ продемонстрировать это. Вы внимательно смотрели Сы. Видите, что он делает? Я вижу, что он плюет на тактическую диспозицию и посылает на смерть свои корабли. Еще ни один не потерян. Черт бы тебя побрал, это скоро произойдет. У Уилли было желание накинуться на него и поколотить кулаками по его толстому шлему, чтобы образумить. Ему все равно? Это что, еще одна игра для всех вас? Халжи оставался добродушно неподвижным. Все в этом мире игра, но сейчас ему далеко не все равно. Продолжайте смотреть. Илья повернулась в проецируемой тактической карте. Отображенная на ней ситуация выглядела ужасно. Как только первая волна Вся согласованность в атаке исчезла, растворившись в путанице смещающихся отступающих линий. Строй Альфа-Легиона, приставленный на Галалите фронтом, четко распределенных синих огней безжалостно теснил противника. Илья чувствовала, как от гнева учащается пульс. Она так тяжело работала, чтобы привить им хоть немного дисциплины и заставить серьезно относиться к логистике, чтобы каждый их корабль был оснащен всем необходимым и знал свою задачу. Все пошло прахом. Она вздрогнула от мысли, что случилось бы. Будь противостоящим враг действительно ужасающим, как волки. Я ничего не вижу. Прежде чем она закончила мысль, хан наконец отдал приказ. Сейчас, просто сказал он. Его тихий голос каким-то образом достиг каждого уголка переполненного воинами и охваченного кипучей деятельностью мостика. Пять секунд. Илья увидела, что приказ разошелся по всем кораблям флота, переданный непосредственно на дисплее шлемов капитанов. Висящий над ней на бронзовых цепях пикт-экран переключился на таймер обратного отсчета. Пять, четыре, что значит этот приказ, спросила Илья. Три, два, важно, что он синхронизирован, ответил халжи. Вам следует за что-нибудь ухватиться. Один. Время вышло. Внезапно палуба сильно дернулась, словно глубоко внутри колоссального корпуса буря мечей произошел мощный взрыв. Грохот наполнил мостик. Илья не удержалась и налетела на неподвижного халжи, больно ударившись лбом о керамид. Белый шрам протянул руку, чтобы поддержать генерала, но сбитая с толку Илья оттолкнула ее. Мы ускоряемся, шокированно поняла она, наблюдая за тем, как растянутый строй флота внезапно стал смыкаться. Трон терры. Буря мечей набрал полную атакующую скорость. Ускорение было невероятным. Медленное движение на четверти мощности почти мгновенно превратилось в оглушительную и энергичную атаку. Это было просто невозможно. Для того, чтобы основные двигатели набрали полную мощность, понадобилась бы не одна минута. «Как я и говорил, сы!» произнес халжи. «Смотрите!» Илья почувствовала, как ее ноги стали ватными и схватилась за край ограждения балкона, заставляя себя смотреть на тактические гололиты. Все изменилось. Боевой порядок флота мгновенно преобразился, внезапно перейдя от бесцельного смещения к поразительно точно рассчитанной решительной атаке. Все корабли пришли в движение, все до единого и одновременно. Теперь они шли новым курсом с идеальной согласованностью, внезапно изменив незащищенные оборонительные построения на единый атакующий вектор. Илья почувствовала, что у нее открывается рот и быстро его захлопнуло. Она никогда не видела подобного кораблевождения. Имперский флот мог выполнить подобный маневр не менее чем за пять минут. И для этого ему понадобились бы сотни предупреждений о курсовой поправке и многие часы подготовки. Белые шрамы выполняли маневр одновременно распоряжений за пять секунд. К этому времени Халжи уже смеялся. «Мы называем этот маневр Цзао», сказал он ей, «Клин». Он воодушевляет. Илья уставилась в иллюминаторы, пытаясь осознать то, что видела. Боевой строй белых шрамов теперь представлял собой наконечник. Эскортные корабли помчались, замкнувшись в единую массу и пробив брешь в строе противника. Резкое увеличение скорости легиона. И три эсминца с носами цвета бронзы почти мгновенно были уничтожены, исчезнув среди вихря плазмы и следов взрывающихся торпед. Остальные вражеские корабли среагировали и стали разворачиваться, чтобы замкнуть брешь, но слишком медленно. На то, чтобы перенацелить лэнсы и увеличить мощность работающих на холостом ходу двигателей ушли драгоценные секунды. А к тому времени в бой вступили гиганты пятого устремившиеся за легкими кораблями и наполнившие пространство губительным лазерным огнем. «Как вы это делаете?» шепотом спросила Илья, наблюдая за пролетавшими мимо пылающими остовами кораблей Альфа-легиона. Все больше эсминцев белых шрамов проносились сквозь обломки, вращаясь и ныряя, как уходящие на глубину киты. Все было подчинено одной цели. Корабли пятого легиона образовали сомкнутый боевой порядок и набрали максимальную скорость. О флангах забыли, оставив их открытыми для врага. «Уязвимое место здесь», произнес Халджи, указывая на точку в двух третьях от второй линии Альфа-легиона. Незначительное, но заметное. Он кивнул, горячо приветствуя то, что сейчас происходило. «Мы стремимся добраться до него первыми, и тогда успех станет достойным упоминания в стихах». Мостик буримичей гудел и грохотал, так словно разваливался на части. На диагностических дисплеях неистово горели аварийные сигналы, с готовностью игнорируемые экипажем мостика. Вторая линия Альфа-легиона ужасающе быстро неслась навстречу, уже сверкая рассредоточенным лазерным огнем и в торопях стреляющими торпедными батареями. Охватывающий строй Альфа-легиона был прорван. Его части изо всех сил старались отреагировать на одну единственную колонну кораблей, которая пробивала себе путь сквозь центр вражеского построения. Намного более медлительные капитальные корабли двадцатого легиона были неспособны сравниться с модифицированными двигателями кораблей-шрамов и их почти сверхъестественно искусными экипажами. Уловка, сказала недовольная собой Илья. Вы хотели, чтобы они потеряли бдительность? Халжик кивнул. Недооценка врагом дает преимущество, как и скорость. И тогда она невольно рассмеялась. Это случилось с ней впервые после того, как были отданы приказы о сборе. Что со мной происходит? Я учусь любить этот сумасшедший легион. Несомая гигантскими двигателями и окруженная стая стремительных эскортников, буря мечей вырвалась в голову клина. Кромосткие корабли второй линии Альфа-легиона попытались переградить ему путь, торопливо перестраиваясь в оборонительный порядок. Их маневры выглядели для Ильи ужасно неповоротливыми. Эти корабли большие, настороженно произнесла она. Они выглядят как боевые боржи, согласился Халжи. Но Каган так не считает. Один легион не может задействовать такое количество без определенной импровизации. У них нет этих кораблей. Вот и посмотрим, что они из себя представляют. Наблюдая за тем, как буря мечей выходит на дистанцию ведения огня, Илья поняла, что скрижащит зубами. Гигантские лендсы корабля на миг вспыхнули, заполнив пустоту светом, сравнимым с сиянием небольшой сверхновой. Окружавший флагман корабли белых шрамов дали залп из носовых орудий, извергнув лазерные лучи, плазменные разряды и торпеды одним огромным и интенсивным потоком абсолютного разрушения. Взрывы последовали тут же. Расцвели закручивающиеся в спирали облака вспыхнувшего прометия, наводнив ледяной космос. Илья увидела, как огромный корабль Альфа-Легиона полностью развалился после того, как взорвались его двигатели. Большинство носовых пустотных щитов следующих трех целей, получив тяжелейшие повреждения, отключились посреди пульсирующих потоков оранжевого и неоново-желтого цветов. Ответный огонь был спорадическим и неэффективным, попадая в бронированные носы стремительного авангарда белых шрамов и нанося незначительные повреждения. Это не боевые баржи, сказала Илья. А что тогда, транспортные суда? Не имеет значения, ответил Халжи. Мы прорвались. Он был прав. Клин пробил путь сквозь преграду, вскрыв ее в самой уязвимой точке. Все построение, сплоченное, вытянутое и узкое, как брошенное копье, вырвалось в открытый космос. Альфа-легион старался перегруппироваться вслед за ним, перебрасывая корабли с отдельных участков, подобно осьминогу, который втягивает свои многочисленные щупальца. Они не потеряли критическое число кораблей, но внезапная атака проделала широкую брешь в их построении и уничтожила сплоченность, которую противники белых шрамов так усердно создавали. Белые шрамы не замедлялись, скорее наоборот. Избавившись от необходимости вести лазерный обстрел, они ускорились. Сфера Чондакса стремительно удалялась за кормой, между ней и уходящими силами Пятого Легиона пылали островы дюжины уничтоженных кораблей. «И что теперь?» спросила Илья. «Мы покончим с ними? Или отправимся за Руссом? Или на Теру? Каков план?» Халжи посмотрел мимо нее туда, где все еще сидел на своем троне хан. Выражение лица примарха не изменилось. Ни удовлетворения, не эйфории, только обычная орлиная свирепость и полная концентрация. Его флагман гудел высвобожденными чудовищными энергиями, направляясь в открытый космос, как выпущенная стрела. «Я не знаю», ответил Халжи. «Что я думаю, исходя из настроения боевого ястреба?» «Ничего из того, что вы перечислили». Иногда лучше не знать. Ясугей часто спорил с Ариманом по этому поводу. Тысяча сынов, как правило, никогда не соглашались с тем, что знание, любое знание, должно оставаться запретным. «Все в порядке», сказал ему как-то главный библиарий. «Чем больше, тем лучше». Но древние творцы погоды Чегориса всегда воздерживались от углубленного изучения своего ремесла, предпочитая знать его поверхностно, оттачивая навыки, которые, как им было известно, покоились на более глубоких и опасных истинах. Это всегда поражало Исугея своей мудростью, но никак не трусостью, так как предания их родины считали сдержанность добродетелью. «Во всем есть свой риск», предупредил Исугей собрата. «Ты слишком осторожен, ответил Ариман. Кто-нибудь вообще знает, каким даром ты обладаешь?» «Возможно, нет, но почему я должен волноваться из-за этого?» «Потому что имеет значение, как тебя воспринимают. Тебя считают опасным, разве это не имеет значения?» Ариман погрустнел. «Ты понимаешь нас, думаешь, мы опасны?» Тогда Исугей не захотел отвечать. «Иногда», подумал он. Сейчас в своей каюте, на серповидной луне, его тошнило от знаний, словно он проглотил какую-то отраву, и она проникла в кровь. Масштаб того, что он узнал, было сложно осмыслить, не говоря о том, чтобы смириться. Ксавин все подробно рассказал, ничего не упуская. Конечно, были детали, которых даже он не знал, включая судьбу его примарха. «Мы не знаем, что произошло», сказал Ксавин. «Думаю, я бы узнал, если бы он погиб, а может быть и нет». Легионер Саламандр говорил медленно и взвешенно, выговаривая слоги на готике со звучным ноктюрским глассированием. В его словах не было ни жалости к себе, ни гнева, только глубокая, невозможная непокорность судьбе. Исугей реагировал на новости по-разному. Оцепенение, затем отчаянное осознание провала. Он так долго чувствовал возмущение в ткани вселенной, что, вероятно, должен был понять или догадаться, или же раньше приступить к поиску ответов. Это состояние скоро прошло. Предательство такого масштаба было невообразимо. Ни он, ни кто-либо другой не мог знать. Гор, магистр войны, возлюбленный сын. Исугей поднял глаза. С ним в комнате находились еще трое. Лушан, Ксавин и суровый легионер железных рук по имени Бион Хенрикас. «Расскажите, что произошло потом», сказал Исугей, через силу продолжая задавать вопросы. «Сначала мы были одни», поведал Ксавин. «Мое отделение прорвалось на орбиту на захваченном транспортнике 16-го легиона. Наш корабль был уничтожен, поэтому мы были вынуждены пристыковаться к одному из вражеских и захватить его». Исугей невольно улыбнулся. Невозмутимая манера изложения Ксавина была довольно забавной. «Вот так просто. Вы захватили фрегат сынов гора». Ксавин посмотрел прямо на него. По неулыбчивому, темному лицу и бесстрастным красным глазам было сложно понять, о чем он думает. «Было непросто», сказал он своим ракочущим басом. «Но они не ждали нас. Ты когда-нибудь видел, как сражаются сыновья вулкана, белый шрам?» «Нет», ответил Задьин Арга, «хотя слышал, что это пугающее зрелище». «Мы захватили корабль», просто сказал Ксавин. «Он назывался Серый Коготь, мы переименовали его Гесиот. Это город-убежище на нашем родном мире. Я слышал о нем». Ксавин удовлетворенно кивнул. Затем мы стали отступниками. Пытались добраться до Ноктюрна, но навигатор была ранена, и вскоре она умерла, возможно, из-за переутомления от борьбы с варпштормами. Или же сошла с ума, не думая, что она ожидала увидеть то, что ей пришлось. Легионер Железных Рук Хенрикас издал тихий рык из-за темной металлической личины шлема. В отличие от остальных, он не снял шлема. Никто из нас не ожидал. «А что ты?» спросил Ясугей. «Всюду продолжали биться выжившие», ответил Хенрикас. Его голос, в отличие от Ксавина, Железнорукий не сомневался в судьбе своего примарха. «Рассеянные, некоторые из нас нашли друг друга». «Мы ищем выживших», добавил Ксавин. «Нас только 16, но мы надеемся найти других. Потом можем нанести ответный удар». Затем Ясугей заметил что-то голодное во взгляде Ксавина. «И вот вы нашли нас», сказал провидец Бури, озвучив мысль Саламандра. Способный на варп переход корабль с живым навигатором». Ксавин кивнул. «Хенрикос специалист по корабельным системам. Он нашел способ отслеживать кильваторный след корабля в варпе на расстоянии. Так мы узнали, что вы выйдете». «Но почему атаковали?» спросил Лушан. Он все еще был раздражен. Серповидная луна получила серьезные повреждения после и так тяжелого варп перехода. «Мы научились быть осторожными», ответил Ксавин. «Насколько нам известно, все легионы перешли на сторону магистра войны. Если бы на вашем месте был корабль кровавых ангелов или ультрадесантников, мы сделали бы то же самое». Ясугей понимающий кивнул. «А мы белые шрамы», сказал он. «Вы легко поверили, что мы изменники, не так ли?» Ксавин промолчал, но Хенрикос язвительно прохрепел. «Раз ты сам сказал, то да». Ясугей улыбнулся. «Что ж, по крайней мере, мы честны друг с другом». «Ты используешь рожденные варпом силы», сказал Ксавин, словно объясняя свое решение. «Как нам стало известно, это признак врага. Они не придерживаются эдикта. Это нам дорого обошлось наистований». Ясугей сложил руки. Каждый обрывок информации, который он получил с проклятой планеты, причинял боль. Они с Ариманом предупреждали, что именно так и произойдет в случае расформирования Библиариуса. «Я следую приказам моего примарха», сказал Ясугей. «Если он прикажет мне прекратить использовать свои способности, я подчинюсь». Но хан давно не связывался со мной. Он примирительно посмотрел на Ксавина. В любом случае, он не будет обращать внимание на эдикт, как и остальные. казаться от огнеметов. А тебе, сын Медузы, от металлической руки, что вы сделаете? «Ты говоришь, как один из колдунов Магнуса», зло произнес Хенриков. «Думаю», заметил Ясугей, «они лучше говорят на готике». Ксавин засмеялся. Из его громадной бочкообразной груди вырвался рокот. «А что ты здесь делаешь, чугариец? Ты далеко от дома? Мы? Наш корабль давно сбился с курса. Мы можем помочь, куда вы направляетесь?» «В систему Чондакс», ответил Ясугей. «Мой примарх там, хотя мне неизвестно, знает ли он о резне». «Уже знает», пробормотал Хенрикос, «как и вся галактика». «Скоро мы увидим, как ублюдки гора нападают на миры, подобно саранче. Вся галактика беззащитна перед ними». Ксавин предупредительно поднял руку, но Хенрикос продолжил. «Ты разве не видишь, насколько бесполезно это? Мы можем еще некоторое время сражаться, но Феррус пал, как и вулкан с Кораксом. Это просто потеря времени». «Мы обсуждали это много раз, брат», терпеливо произнес Ксавин. «И... думаешь, есть способ повернуть все вспять? Ты глупец! Я убью их столько, сколько смогу, и каждый раз буду плевать в их лица, но я не настолько глуп, чтобы полагать, будто это что-то изменит». Хенрикос отшвырнул металлическую посмертную маску, словно провоцируя кого-нибудь возразить ему. «Возмездие, немного удовлетворения, частичка боли, это все, что осталось». Ксавин метнул в Ясугея оправдывающий взгляд. «У Биона и меня немного разные взгляды на войну». «Понимаю», ответил Ясугей. «Каковы же твои?» «Победа придет», ответил невозмутимо и без колебаний Ксавин. «Не знаю, откуда, но придет. Мы должны быть терпеливыми». Ясугей восхитился таким настроением, хотя, исходя из того, что он узнал, ему было сложно разделить его. «Надеюсь, ты прав». «Так ты с нами?» спросил Хенрикас. «Мы могли бы использовать немного этой. Как ты ее называешь?» «Погодная магия», ответил Ясугей. «Глупое название. Легионер железных рук пожал поврежденными плечами, хотя весьма болезненно». «Я должен вернуться к моему примарху», сказал Ясугей, обращаясь к Ксавину. «Я видел сны, видения, он в опасности». Ксавин сомнением посмотрел на него. «Это будет непросто, и у нас есть свои дела. Разве не лучше сражаться, объединившись с другим легионом, полнокровным, опасным, в котором много подобных мне творцов заклинаний?» «А твой хан примет нас? Я ничего не знаю о нем». «Не многие знают, но я буду говорить от вашего имени», улыбнулся Исугей, так тепло, насколько смог в данных обстоятельствах, если вы отправитесь со мной. Ксавин был склонен согласиться, но не терял осторожности. Он опустил черный, как сгоревшие угли подбородок на перчатке. «Это был тяжелый путь», сказал он. «Время от времени, посреди космической ночи, у меня возникало желание попросить совета. Ты знаешь, старым способом, который нас приучили забыть. Я никогда не поступал так, ведь мы давно перестали верить в богов и чудовищ. Возможно, нам не стоило так быстро забывать их». Ясугей кивнул. «И те, и другие реальны. Я спрашиваю себя, на что я рассчитывал, собираясь молить о таком наставлении. Был бы мне явлен какой-то знак. Я наткнулся бы на след вулкана». Хенрикос раздраженно покачал головой. «Глупость!» «Но теперь кое-что произошло. Ты попался нам на пути, хотя знаешь меньше нашего. Как относиться к этому? Было ли это предопределено?» «Я не верю в судьбу», сказал Ясугей. «Тогда удача. Еще меньше». Ксавин поднял черную бровь. «Тогда во что же ты веришь?» «В хана», ответил Ясугей, так же решительно и твердо, как ранее Саламандр. «Помоги мне найти его. Кое-что еще можно спасти». Хенрикос пренебрежительно фыркнул, но Ксавин больше не обращал на него внимания. Его черная голова медленно кивнула, хотя задумчивый взгляд не отрывался от белого шрама. «Увидим», сказал сын вулкана, «Увидим». Хан поднялся со своего трона и стража отступила, пропуская его. Он медленно подошел к краю командной платформы, под которой раскинулись ярусы мостика. За сверкали звезды галактики, неизменное полотно бесконечного космоса. Хан почувствовал, как внутри пробудилось знакомое желание направиться в неизведанное, скитаться по пустоте, как он поступал на равнинах Родины, никому не обязанный, свободный, как охотничьи птицы, парящие высоко в небе. «И все же, даже беркуты приручены», подумал он. В конце концов, они возвращаются на зов колокольчиков хозяина. Его штаб молчал, они оставались безмолвными, пока весь флот белых шрамов мчался прочь от Чандакса, оставив позади, как плохое воспоминание, Альфа-легион. Преследования не было, даже если бы его организовали, Хан сомневался, что у врага есть хоть что-то достаточно быстрое, чтобы догнать его корабли. Тем не менее, он чувствовал, что экипажу не дают покоя вопросы. Цинь-Са хотел вернуться и закончить то, что было начато, взять на абордаж корабли Альфа-легиона и потребовать ответы. Это было заманчивое предложение. Возможно, на борту одного из кораблей был Альфарий. Хан мрачно улыбнулся. Было бы приятно бросить на колени этого обманщика и сорвать с его лица шлем, но это было бы ошибкой. У Альфа-легиона были свои слабости, но они не были глупцами. Он ничего не узнает от них, если только они сами не захотят сказать. А в таком случае это было бы бесполезно. Примарх скрестил руки на груди и пристально посмотрел на звезды, как когда-то долгой холодной ночью на Алтаке. Первое, что он помнил, были звезды. У него все еще сохранились обрывочные воспоминания о приглушенных голосах, ничагорийских голосах, скользящих вокруг капсулы, в которой он спал. Он видел сны о шепотах во тьме, об ощущении внезапной и невероятной скорости, о калейдоскопе из темных звезд и жемчужно-белых небес, о чувстве, будто его на миг подвесили над бесконечной воющей бездной, в то время, как ненасытные глаза рассматривали его одновременно со страхом и алчностью. Годы спустя он осознал, чем были те видения, с путанными воспоминаниями о чем-то, что на тот момент он не мог понять. С нами о сверхъестественной силе, одновременно более могущественной, чем воображение и более слабой, чем самый хилый человеческий младенец, «Обитатели небес, ничто без нас», сказал ему Исугей много лет спустя. «Они могут действовать только через нас. Это их великая тайна и великий позор. Мы не должны слушать, мы можем идти своим путем». Заги и Нарга всегда понимали связь между миром чувств и миром снов, а хан всегда доверял их словам. «Есть две большие ошибки», написал давно умерший мудрец Каи на свитках, которые по-прежнему хранились в хум-карте. Первое – делать вид, что пути небес не существуют. Второе – следовать ему. Возможно, Рус пытался навсегда уничтожить одаренных. Хан мог отлично представить, как Гор выступает против этого. Из всех братьев у него была самая благородная душа. Сангвиний, третий участник Триумвирата, также всегда был чист в помыслах. С самого начала их было четверо. Хан, Магнус, Сангвиний, с молчаливого одобрения того, кто однажды станет магистром войны. Именно они столь долго работали над тем, чтобы направить и защитить искусство псайкеров внутри легионов. А теперь, если верить тому, что он узнал, один был мертв, а второй исчез. А как же Гор? Какая из истории правдива? Та, в которой он был зачинщиком незаслуженно убитых волками, или та, в которой он грозил разрушить до основания империум? Хан никогда особо не интересовался империумом, но истина была важна, как и верность. Вот в чем разница между воином и мясником. Кто ты, брат? Я знаю, кто я. Каган. Он обернулся и увидел главу астропатов. Ее незрячие глаза, похожие на мутные стеклянные сферы на морщинистом лице, смотрели на него. Снова сообщение от Дорна, спросил примар. А труса, ответила женщина. Сигналы бедствия из туманности Алаксис, требующие немедленной помощи. Волки, атакованные Альфа-легионом, он просит своего брата вспомнить об узах верности между примархами и прийти ему на помощь со всей прославленной скоростью. Сообщение заканчивается его благодарностями. Хан повернулся к своей свите и холодно улыбнулся. Слышали это, спросил он. Волчий король хвалит нас, должно быть он в отчаянном положении. Сынь Сани отводил взгляда. Мы ответим, спросил он. И если так, за кого будем биться? Но Ионхан Джимулан, который присутствовал в виде сверкающей голопроекции со звездного копья, покачал головой. Космические волки всегда были своенравными. Они сражаются с Альфа-Легионом, заметила проекция Найон Хана Хасика. Напомните мне, разве мы не бились только что с ними? Хан скрестил руки, на его истребином лице все еще играла холодная улыбка. Кто знает, что замышлял Альфа-Легион? Возможно, у них тоже есть свои изменники. Тогда что вы прикажете, Каган? Не отступал Цинь Са, всегда жаждущий украшенный золотом великолепный горжет. Казалось, сам воздух на мостике застыл от ожидания. Все лица были обращены к примарху. Передайте Руссу следующее сообщение, наконец, сказал он, подняв усталые глаза на госпожу Астропатов. Скажите ему, что мы получили приказ от Дорна вернуться на тронный мир и при всем желании не можем игнорировать их. Он закрыл глаза, покачав головой и изменив свое мнение. Нет, никакой лжи. Скажите ему, что мы могли бы не обратить внимание на приказ Дорна, но не станем. Правда нам не ясна, нам нужно время, чтобы узнать ее. Хан убрал руки с груди и опустил правую на рукоять Дао. Передайте ему, что мы получили тревожные новости о Проспера и надеемся, что они ложные. И, наконец, передайте, как только полная картина станет ясна, мы надеемся, что снова станем биться бок о бок, как братья, как и должно быть. Затем пожелайте ему благополучной зимы, или что они там желают друг другу перед прощанием. Госпожа Остропатов поклонилась и поспешила прочь, чтобы начать передачу. Как только она вышла, первым заговорил Циньса. Значит, мы направляемся на Теру, спросил он с явным разочарованием в голосе. Вот в чем вопрос, ответил Хан, отвернувшись от свиты и снова обратив взгляд на звезды. Вызови навигатора, мне нужно проинструктировать его о нашем курсе. Рус выслушал новости молча, запуская руки в густой мех двух фенресийских волков, которые крутились у его ног. Бьерн следил за ним, отметив, как в синих глазах сверкнули сдержанные эмоции. Иллюминаторы мостика Храфенкеля были почти полностью затемнены ржаво-красной пылью. Весь флот завис в глубинах туманности, затаившись среди дрейфующих облаков, как рыба в рифе. После битвы на Проспера у волков было время изучить каждый закоулок огромного звездного района. Его гравитационные колебания, помехи, подавляющие сенсоры. Теперь их корабли снова крались в глубинах, ремонтируясь, перевооружаясь и ожидая. Где-то высоко над ними по-прежнему искал и патрулировал Альфа-легион, выпуская вслепую снаряды по волкам и рыская, подобно шакалам, вокруг границ туманности. 20-й легион довольно скоро установит точную дислокацию флота противника. Но до того момента истребление было остановлено. Отступление было губительным и ужасным для волков. Только присутствие Руссы помешало ему превратиться в беспорядочное бегство. Казалось, примарх удержал ситуацию под контролем исключительно силой воли, руководя молниеносными контратаками, обходными маневрами, неожиданными отходами с единственной целью. Позволить как можно большему числу своих кораблей добраться до сердца туманности. Бьерн внимательно наблюдал за ним. Казалось, примарх утратил часть той кипучей энергии, что обычно излучал. Он выглядел оскорбленным и раздосадованным. Словно за верную службу был вознагражден всего лишь пеплом. До следующей маневрами Говорящий со звездами кивнул. Думаю, он пытался быть вежливым. Рус фыркнул. Бьерн немного приблизился, проигнорировав гортанное рычание волков примарха. «Значит, мы сами по себе», отважился сказать он. Рус не глядя кивнул. Лицо примарха было напряжено из-за свалившихся на него забот. Так и есть. Они всегда были ненадежными. Верно. Бьерн чувствовал неловкость. Ему было тяжело видеть неуверенность примарха. Рус видимо почувствовал это и встряхнулся. «Ты знаешь, почему я захотел приблизить тебя?» «Однорукий», спросил он. Бьерн покачал головой. «Ты молод. Мы все видим, что времена меняются». Рус устремил на него свои проницательные и холодные глаза. «Давай будем честными. Мы знаем. До Проспера что-то пошло не так. На Фенрисе мы привыкли к призракам и поэтому никогда не верили в сказки, которые мой отец пытался поведать нам. И теперь после случившегося мы не можем притворяться будто удивлены». Один из волков ткнулся носом в бедро Руса, проведя тупой и клыкастой мордой по рифленому керамиту, словно пытаясь подбодрить хозяина. «Я никогда не спрашивал его, какие планы у него относительно нас после окончания крестового похода», продолжил Рус. «Никогда не спрашивал, будем ли мы нужны. Сейчас это вряд ли имеет значение. Если это безумие нельзя остановить, тогда время, когда мы станем ненужными, не наступит никогда». Рус безрадостно рассмеялся. «Какая ирония! Гор дал нам цель, которую мы начали терять. Он снова сделал нас полезными». Бьерн молчал. «Ты станешь наследником», сказал Рус. «Посмотри, что мы натворили, я и мои возлюбленные братья. Тебе предстоит расхлебывать это». «Виноват в этом гор», возразил Бьерн. «А почему он восстал?» печально спросил Рус. «Известна ли нам причина? Расскажут ли эту историю?» Он покачал лохматой белокурой головой. «Запомни, как это произошло, однорукий. Запомни хорошенько. Ты будешь нужен легиону, чтобы сохранить эти знания». «Вы не покинете нас», сказал Бьерн так, словно неуверен. «Твой вирт мне неясен». Затем он повел плечами, словно избавляясь от апатии. «Но хватит об этом, у нас есть работа». Примар взглянул на ближайший обзорный экран. На нем полз огромный силуэт Фенри Савара, полуразрушенный и с выжженным хребтом. Сам Храфанкель выглядел не намного лучше. «Плевать на Хана», произнес Рус. «Он ошибкой просить ее сейчас». Примар оскалился. Частично вернулась старая бравада. «Мы ответим», сказал он, нежно потрепав за гривок тыкающегося носом волка. «Дальше падать некуда. Мы отточим наши когти и клинки». Звериный оскал стал шире. «Поверь мне», прорычал он, «им не увидеть последнего из нас». Часть вторая Стекло и пепел Одиннадцать Наход Касфемуса Носители Слова Старая Ложь Шибан ждал перед покоями Найон Хана Хасике и рассеянно вертел в руке медальон. Легионер прибыл на Чинзар на флотском транспортнике во время одного из коротких выходов из Варпа. При перелете Хан смотрел, как постепенно по мере приближения к доковым уровням увеличивается эмблема Орды Камня. Очертание Тупоконечной горы, окруженной пламенем. Ордой, в состав которой входило более 20 братств легиона, командовал Хасик. Чинзар был превосходным кораблем, длинным, грациозным хищником с узким носом. Однажды, если на то будет воля судьбы, Шибан станет командиром подобного корабля. Возвышение до должности Хана было почетно. Титул Найон Хана станет следующим шагом. Может быть в будущем. Сначала нужно нанести еще много отметок убийств на свой кушак, а вместе с ними заработать и шрамы. Из пульта раздался звон, и дверь открылась. За ней стоял Хасик без доспеха. Его высушенное солнцем лицо расплылось в улыбке. Шибан, сказал он, снова с нами. Как у тебя дела? Шибан поклонился. Хорошо, Найон Хан, а у вас? Лучше после того, как мы покинули Чондакс. Хасик провел его в большую комнату с грубо отштукатуренными стенами. Она была украшена чагорийскими охотничьими талисманами, а на стенах висели церемониальные копья Кво. Шесть иллюминаторов на левой стене были закрыты от эфира ставнями. Хасик прошел по дорожке и шкур к двум низким деревянным скамьям и связанных реек в характерном для равнин стиле. Он сел на одну и жестом указал Шибану на другую. Ты вернулся очень вовремя, сказал он. Чуть опоздай, и тебе пришлось бы пробиваться через корабли Альфа-легиона, чтобы добраться до нас. Шибан сел, по-прежнему сжимая медальон в руке. Почему они вообще там оказались? Хасик пожал плечами. Мы не знаем. Это не похоже на старые воины. Несомненно. Хасик внимательно посмотрел на него. Тебе подходит должность хана Шибан. Ясугей всегда хорошо отзывался о тебе. Он великодушен. Не всегда. Как работа на Фему С-4? Грязно. Скрывать правду не имело смысла. Я долго удивлялся над тем, почему для очистки понадобилось много времени. Как только я попал туда, то перестал удивляться. Хасик тихо рассмеялся. Тем не менее, задание всегда выполняется. Он откинулся на спинку кресла. Зачем ты хотел меня видеть? Дело в Фемусе. Кое что произошло, и это меня обеспокоило. Неужели? Мне сказали, что задержка в приведении к согласию связана с Хейнами, сказал Шибан. Они сражались упорно, но что-то было не так. Дело было в самой планете. Это была трудная компания. Не больше, чем многие другие. Я попросил свое братство провести тщательные поиски. И что они нашли? Тела, ответил Шибан, погребенные, с нанесенными легионерскими клинками ранами, при полном отсутствии поблизости зеленокожих. Легионерские клинки, ты уверен? Мой апотекарь тщательно осмотрел их. Он уверен. Я собирался спросить, получали ли вы похожие донесения. Хасик сложил пальцы. Ничего подобного. Шибан медленно кивнул. Жаль, я надеялся найти хоть какое-то объяснение. Помимо твоего собственного, тогда расскажи мне о нем. Нет, у меня нет никаких идей. Других подразделений на Фемусе не было, только мы и зеленокожие. Хасик минуту размышлял. Но ты думаешь, что были другие? Нет, Шибан покачал головой, все еще выбирая между несколькими не до конца продуманными версиями. Я не знаю. Сначала подумал о «Затем в систему Чундакс прибыл Альфа-Легион, и мне пришло на ум, что... Но почему они?» «Действия этого легиона всегда были непонятными», вздохнул Хасик. «Возможно, даже для них самих. Ты с кем-нибудь говорил об этом?» «За пределами своего братства ни с кем», Хасик кивнул. «Все приказы о переброске войск на Фемус отдавал я. Могу снова посмотреть данные о потерях. У Ильясы есть полные списки за те дни. Но ты пришел не только из-за этого». Шибан раскрыл ладонь. «Это может ничего не значить. Мы нашли его на одном из тел. Я никогда прежде не видел такого». Он вручил медальон Хасику, но Йонг хан поднял его на свет и медленно повертел в руке. «Это чагорийский знак», сказал «У нас не было времени». Хасик держал медальон осторожно, словно тот его беспокоил. Шибан понимал командира. Он чувствовал то же самое. «Оставь его мне», сказал Хасик. «Возможно, Задин Арга захочет взглянуть на него. И пожалуйста, оставайся на Чинзаре». «Что вы думаете? Возможно, это боевой знак. В любом случае, ты был прав, что принес его мне». Шибан почувствовал облегчение. «Было непросто решить, стоит ли поднимать вопрос». «Кое-что еще», задумчиво добавил Хасик. «В твоем братстве есть таране?» «Ни одного. Но ты сражался вместе с ними». «На Чон Дакси, братство Луны Таргун Хана». Хасик кивнул. «Ясно». «Могу спросить?» «Я не знаю. Он может помочь, а может и нет. Пожалуйста, сообщите, если от меня что-нибудь понадобится». «Не сомневаюсь, что так и будет». Хасик не поднялся. Он вертел медальон в руке, так, как до этого делал Шибан. «Я свяжусь с тобой до следующего варп-перехода». Шибан помедлил. Он решил рискнуть. «Я не думал». «Что я знаю, куда мы направляемся?» «Конечно, я осведомлен, хотя Каган это скрывает. Тебя скоро поставят в известность». Шибан кивнул. «Снова секреты». «Благодарю, Найон Хан», сказал он, поклонившись. Бригад дальнего действия, несущих слово варкоудар, вышел из варпа с плавностью пронзающего плоть ножа. Субварповые двигатели запустились в стандартном режиме, направив корабль от точки прыжка к далекой зеленой сфере Мииерла. Кал Зедиш, сержант приданного отряда Е-Сатагдар и командир варкоудара подошел к ограждению балкона мостика, наблюдая, как растет в размерах планета. «У нее приятный оттенок, холодный», подумал легионер, если не считать разорванного кольца скал, что вращались на орбите. «Просигнальте аванпосту», приказал он, сжав перила. «Они молчат, повелитель», отозвался один из серверов связистов. Кал прищурился. «По всем каналам?» «Пока не проверено, я продолжу попытки». Варкоудар неуклонно приближался к планете. «Поднять щиты», приказал Кал, «снизить скорость, начать полный авгурный поезд». Его экипаж работал молча и быстро. Сержант посмотрел на их бритые и татуированные головы, склонившиеся над кагитаторами. Свечение экранов окрашивало напряженные лица зеленым и оранжевым. Униформу, которую они когда-то носили, давно сменили неспадающие рясы, с любовью сшитые околитами с нижних палуб и покрытые крошечными золотистыми письменами, которые защищали их и повышали концентрацию. Кал вспомнил времена, когда подобные действия могли стоить ему головы. Теперь все было иначе, верность трону была отброшена и долгие годы секретности подошли к концу. Было приятно знать своего врага, открыто сражаться с ним и использовать его слабости против него самого. Пантеон благоволил тем, кто с гордостью нес истину. Есть что-нибудь, спросил он. Тишина, а в горы ничего не показывают. Пройди над ней, осторожно. Варкоудар приблизился, двигаясь вдоль отмеченного на карте пояса дрейфующих астероидов и непрерывно сканируя пространство. За коротким звуком, записанным одним из устройств сенсориума, последовал треск помех. Передача 9-18-9 раздался голос оператора Авгура. Они приветствуют нас, спросил Кал. Стандартная передача ближнего действия, признаки активности отсутствуют. Кал, моргнув, вывел данные сенсоров на дисплей шлема. Несущий слово увидел медленно вращающийся в пустоте астероид под обозначением 78-976-764, усеянный с одной стороны строениями из темного металла. В центре был виден коммуникационный шпиль, похожий на минарет погибшей монархии. Следов разрушений не было, впрочем, как и огней. Кал заскрежетал заточенными зубами. Это приведет к задержке и отвлечет от более важных дел и не принесет славы. Щиты станции активированы? Никак нет. Тогда я отправлюсь на разведку. Оставайтесь на позиции. Сообщите, если что-то изменится. Кал просигналил остальным. Ледок молился и был раздражен, что его потревожили. Ровель, как обычно, занимался со смертными чем-то секретным в трюмах, после чего становился угрюмым, а его перчатки красными. Возможно, к лучшему, что его вызвали. Два воина присоединились к сержанту в телепортационном зале в восьмиугольном обитом железом помещений. Медный пол был липким, они стен украшали нацарапанные знаки. Это необходимо, сердито спросил Ледок. Важно, ответил Кал. Ровель пробурчал под нос и дотронулся до рукояти цепного клинка. Кал безмолвно отправил команду активировать телепорт. Он помнил времена, когда телепортация была исключительно делом локаторов боевого доспеха и лженауки. Насколько проще стало после того, как эти предрассудки были отброшены. Запускайте, приказал он, изучая планировку аванпоста. Комната наполнилась насыщенным треском. Жар ощущался даже через силовой доспех. Несколько секунд Кал чувствовал знакомые ощущения, приятное чувство невесомости, рев в ушах. Были времена, когда он завидовал тем, кто погружался в более глубокие тайны и смотрел прямо в бездну. Затем все закончилось, и эфир рассыпался на осколки. Пусто, заявил Ровель. Кал настороженно огляделся и согласился. Командная комната аванпоста была пуста, ни освещения, ни тел. Несколько экранов все еще искрили статикой, отбрасывая мерцающий свет в кромешную тьму. Сержант взялся за болток. Провести поиск целей, передал он по Воксу, слегка увеличив радиус действия датчиков сближения. Ледок направился к центру круглой комнаты. На небольшом постаменте вращался пустой трон. Ровель спустился к внешним постам. Покинуто, слух задумался он, медленно водя стволом болтера по сторонам. Нам так и сказали, ответил Кал, спустившись к двойным раздвижным дверям и изучив обстановку снаружи. Что-нибудь еще нашли? Ничего, прорычал Ледок, подойдя к нему. Насколько велика станция? Кал вспомнил планы этажей. Это была автономная станция, спроектированная для долговременного усиления передаваемого сигнала. Несколько дюжин уровней, большой реактор. На ее прочесывание могло уйти немало времени. Не сказал бы, что большая, за мной. Дверь с шипением и рывками начала открываться, заклинив на пол пути. Ледок схватился за край и дернул, почти вырвав створку из каркаса. Они вышли в коридор, длинный и сегментированный туннель с сетчатым металлическим полом. Он был таким же пустым игулким, как командная комната. Ничего нет, пожаловался Ровель, шедший последним. Совсем ничего. Кал повернулся к нему, собираясь сделать выговор. Вдруг перед его глазами что-то вспыхнуло. Призрак, абсолютно белый, свирепый и с глазами сулящими смерть. Что это было? Прошипел он, резко развернув болток. Ледок продолжал идти. Ты о чем? Он дошел до следующих двойных дверей в конце коридора. Стой на месте, приказал Кал. Вдруг он почувствовал себя, словно посреди битвы. Сердца колотились, наполняя тело сверхдозой адреналина. Я что-то заметил, буквально на миг. Но он ошибся, коридор был пуст, за исключением троих несущих слова. Ровель замер у покореженных первых дверей. Ничего, снова произнес он. Хватит уже, прорычал Ледок и ударил по механизму открытия. Не, начал Кал. Двери со стуком открылись, коридор залило светом. За ту долю секунды, что понадобилось шлему несущего слова для компенсации сияния, космодесантник сумел что-то разглядеть, огромное и массивное. Затем пространство наполнилось болтерным огнем. Кал бросился к стене, вслепую стреляя в ответ. Он услышал гортанный рев Ледока за спиной, быстро затихший. Неожиданно на дисплее шлема появилось более десятка быстро приближающихся целей. В легионера попал болтерный снаряд, опрокинув его на спину. Он продолжал стрелять. Поблизости раздался рев Ровеля. Голос, произносящий слова, которые Кал никогда прежде не слышал. Кал вскочил на ноги и бросился обратно в командную комнату, уклоняясь от выпущенного вдогонку урагана болтерных снарядов и перепрыгнув к тело Ледока. В тот момент, когда сержант пошатываясь миновал двери, он получил попадание в спину и повалился вперед. Несущий слово неуклюже растянулся на полу и перекатился на левый бок, чтобы продолжить стрельбу. приближающихся по коридору воинов в силовых доспехах и почувствовал резкую вонь эфира. Воин поднял болтер, видя как руна прицеливание легла на первого противника. Отставить раздался голос, казалось бы у самого уха. Болтер Калла вылетел из руки, лязгнув о стену и с грохотом отлетев прочь. Несущий слово развернулся и увидел стоящую над ним белую фигуру, окутанную мерцающей молнией. Голова воина была обнажена, пара пылающих золотом глаз уставилась на Калла. Он попытался разозлиться, броситься на него, вцепиться врагу в горло. Сержанта отшвырнуло обратно, впечатав в металл. Его шлем с лязгом упал, словно примагниченный, и легионер почувствовал, как по доспеху извиваются похожие на червей нити эфирной энергии. Когда он рухнул на пол, вопли ровели, наконец, стихли. Белый воин наклонился над распростертым телом Кала. «Мне никогда не нравились псы Ларгара», произнес незнакомец со странным акцентом. Кал уставился затуманенным взором в обветренное, сильно татуированное лицо. Он хотел заговорить, выплюнуть оскорбление своему убийце, но язык больше не слушался его. Когда последние звуки стрельбы стихли, к колдуну присоединились остальные, некоторые в доспехах саламандов. Один в аугментированной броне железных рук. Кал ярился в своих оковах. Колдун холодно взглянул на него. «Не сопротивляйся, это бессмысленно!» Все место смердело варп энергии. Это удивило его. Неверующие легионы должны были полностью отказаться от нее. Легионер железных рук подошел к колдуну. Доспех сына Гаргона был дополнен странным комплектом механических придатков. Массивные наплечники гудели электростатическим зарядом. «Остальные мертвы!» доложил механический голос. «А этот?» «Еще нет!» ответил колдун, взглянув на Кал так, словно тот был куском протухшего мяса. По какой-то причине Кал медленно соображал. Ему было сложно разобрать символы на доспехе колдуна. Космические волки? Нет, слишком светлые. Он распознал их. Белые шрамы. Вот это был настоящий сюрприз. Колдун пристально взглянул на него. «Я вскрою твой разум», сказал он, и Кал почувствовал первые болезненные уколы в висках. «Действуй быстро», раздался третий голос с мрачным тембром сынов вулкана. «Мы должны захватить корабль немедленно». «Мы не будем этого делать», отозвался колдун. «Лучше переманить на свою сторону». Он наклонился поближе, золотистые «Илья» ждала снаружи, гадая, не помешала ли она и не желая уходить без поданного знака. Она чувствовала себя дурой, топчущейся у порога. Циньца, казалось, не замечал ее присутствия. Он сидел на коленях позади ширм из полупрозрачной бумаги, облаченной в шелка и окруженной кольцами дымящегося ладана. Его обнаженная голова склонилась перед подвешенным свитком, на котором стиле один-единственный хорщинский иероглиф. Илья знала, что это знак Циньца, написал толстой кистью из волос Аду, смочив ее в чернилах и быстро проведя по бумаге. Белый шрам мог делать это тысячу раз, отвергая каждую попытку, пока не добивался идеального результата. В подобной работе не было ничего сложного. Это было быстрое движение, которое шло прямиком от сердца. Оно было либо идеальным, либо нет. Способа улучшить или исправить начертанное не существовало. Илья задумалась над тем, знает ли Циньца, что она здесь. Было трудно представить, что это не так, но Халжи как-то сказал ей, что медитация абсолютный процесс. Возможно, даже космодесантники время от времени расслабляются. Поэтому она стояла в тенях, дыша как можно тише и стараясь ничем не нарушить чары происходящего. Наконец, Циньца поднял голову. Он стал одним движением и поклонился перед свитком. Жест был удивительно религиозным, напоминая времена до объединения. Несмотря на то, что в комнате не было ни одной иконы, всего лишь свиток. Ладан в медных кадилах и листы бумаги, свисающий идеальным квадратом с темных стен. Илья смущенно сглотнула, когда Циньца оттолкнул ширму в сторону и вышел на открытое место. Его морщинистое лицо не выдавало ни намека на удивление. «Сы», обратился он, «Вы пришли рано». Илья могла поспорить на этот счет. Она пришла, как обычно, вовремя, а у него не было хрона, но решила оставить свое мнение при себе. «Я могу уйти, нет необходимости, я закончил». Она хотела спросить его, что он делал, но посчитала, что это будет дерзко с ее стороны. Это мог быть один из воинских ритуалов, которые сделали Циньца самым смертоносным мечником легиона после хана, или же что-то из наследия древнего Чегореса. Среди тех, кто был с ханом с самого начала, в живых остались считанные единицы. Большинство умерло до прибытия императора, другие попытались пройти вознесение слишком старыми, проигнорировав советы таранских апотекариев. Циньца прошел его, как и Исугей. Возможно, Хасик был из их числа. Вы закончили проверку флота, произнес он. Да. Хан хотел узнать о результатах, или сделала глубокий вдох. В Чандагской кампании были задействованы 73% сил легиона. В ходе боев пять братств были выделены для других целей, хотя ни одно не смогло покинуть систему. Из тех, что не действовали в системе Чандагс, 12% остались на Чегорисе, 6% откомандированы в другие легионы, и судьба еще шести неизвестна. Циньца кивнул. В ваших подсчетах не хватает 3%? Нет, в ваших. Я также не взяла в расчет специальные контингенты на Терри, Марсе и приданные домам навигаторов. Тогда скажите мне, такая ситуация стандартна? Вы имеете в виду в сравнении с остальными? Нет. Большинство легионов сильно рассредоточены. Их части в различных флотах возглавляют лорды командоры. Насколько я помню данные, которые видела два года назад, только космические волки и кровавые ангелы более сосредоточены. Циньца задумчиво кивнул. У него было невозмутимое выражение лица, столь свойственное шрамам. Значит, если бы кто-нибудь захотел убрать нас, весь наш легион с пути, отправка в систему Чундакс была бы отличным решением. По-вашему, именно это и случилось. Мы все еще пытаемся разобраться в действиях Альфа-легиона. Илья криво улыбнулась. Вы могли атаковать их в системе Чундакс. Это не дало бы нам ответы. Но вы не решил. Я чувствовал это, вне зависимости от его приказов. Но теперь это в прошлом. У него есть более неотложные дела. Пожалуйста, следуйте за мной. Он вышел, открыв дверь в коридор с обычным освещением. Илья быстро шла рядом, как обычно стараясь не отстать от идущего громадными шагами космодесантника. На Чегорисе есть пословица, сказал Циньца. Лучше тем, что делали остальные легионы. Поэтому не знали, чем занимается остальной империум и были вполне довольны. Теперь это стало проблемой. Илья подняла брови. Вы не могли знать, что случится. Чандакс долгое время был изолирован. Да, странное стечение обстоятельств. Подобное случается. Нет, не в этот раз. Мы были самодовольны. Если бы с нами был Ясугей, он мог бы предупредить. Илья покачала головой. Нельзя просто изолировать целый сектор. Нельзя вот так просто устроить варп шторма. Циньца ответил не сразу. Когда он заговорил, у него был задумчивый голос. Вас учили, что человечество отказалось от суеверий. Вы верите этому, как и должно быть. Вам говорили, что богов нет, а то, что выглядит как магия, всего лишь растущая мощь человеческого разума. Он взглянул на нее почти украдкой. С другой стороны, мы никогда не переставали верить. На Чегоресе это называлось испытанием небес. Мы всегда знали о нем. Как по-вашему провидцы бури обретают свою силу? Наши кузены с Фенреса используют тот же источник, хотя никогда не признают этого. Воин шел легко и плавно. Вы не знаете, что такое варп. Никто из мы знаем, пытался уничтожить тех, кто все еще понимал их. Хан всегда возражал против подобных действий и спорил с отцом. Это очень важный вопрос с, который оставили без внимания. Может ли империя зиждется на лжи? Или не нравилось слушать это. Многое из того, что Шрамы говорили ей, всегда звучало странно и неприятно, и она научилась не обращать внимания на самые непонятные из их воззрений. Но это, это звучало почти крамолой. Я не, начала она. Послушайте, свиньца остановился и повернулся к ней. Просто послушайте, варп совсем не то, что вы думаете. Он живой и опасный. Его можно использовать. Нас из пятого нельзя было убедить в обратном. Вот почему нам никогда не доверяли, и мы никогда не были в центре событий. Дело не в этом. Именно поэтому случилось Никея. Император слеп по собственной воле и желанию. Он всегда отворачивался от того, что сохраняет его целостность. Какое это имеет отношение к Чондаксу? спросила Илья все больше тревожась. Кое кто может управлять варп штормами. Вздор! Для этого необходимо гигантская сила или древние устройства, но это возможно. Зачем вы мне это говорите? Вам нужно знать, о чем думает хан, спокойно ответил Циньца. Понимать, какая дилемма стоит перед ним. Так в чем она заключается? Скажите прямо, без загадок. Циньца совершенно серьезно посмотрел на нее. Когда нам говорят, что Рус напал на Магнуса, мы можем поверить в это. Когда нам сказали, что гор стал чудовищем, мы можем в это поверить. Это варп Илья. Он развращает магистр войны. В любом случае, это означает гибель. Илья посмотрела в глаза Циньца и увидела в них твердую уверенность. Какой бы ни была истина, он в нее верил. Тогда что вы собираетесь сделать? спросила она. С вами весь флот, мчащийся через пустоту, и никто не сказал мне, куда он направляется. Я пытаюсь сказать вам, мы направляемся к источнику, к с облегчением произнесла Илья. Значит мы летим к Терри. Циньца разочарованно посмотрел на нее. Нет, ответил он, вы что не слушали? Мы не можем отправиться на Теру. Он взял ее за руку. Хан всегда доверял только одному брату. Если Магнус жив, тогда все это можно спасти. Если мертв, тогда Империума для нас не существует. Мы направляемся на Проспера, Сы. Ответы Единственная истина Неожиданная встреча Воспоминания об Ул-Ла-Норе Кал пришел в себя. Ледок обратился он по Воксу. Язык распух, голова гудела. Ровель Он с трудом моргнул, избавившись от тумана в глазах. Сжал кулак, сработало. Это уже было кое-что. Кто-нибудь? Сержант с трудом встал, видимо он упал и был дезориентирован. Казалось все вокруг происходило в замедленной съемке. Мигнув он переключился на корабельный канал. Статус прохрипел Вокс. В голосе ответившего оператора связи воркаудара слышалось облегчение. Мы были обеспокоены повелитель. Ваш сигнал пропал. Все в порядке. Кал не знал. Его тошнило. Вокруг было пусто и темно. У него было такое ощущение, что он забыл что-то важное. Отсутствуют сигналы Леда Кайровеля, сказал он. Они были с вами во время перехода. У нас больше нет данных их местонахождения. Кал пошел. Металлические стены вокруг него были обожжены и усеяны вмятинами. Он запустил процесс сканирования и ничего не обнаружил. На матрице локатора не было даже воркаудара. Кожу покалывало от беспокойства. Вы нашли там что-нибудь? спросил оператор. Что? Аванпост, повелитель. Вам что-нибудь нужно? Кал остановился. Его голова пульсировала болью. Отчего мысли путались и его тошнило. Он несомненно что-то забыл. Почему он не мог сосредоточиться? Здесь ничего нет. Здесь ничего. Пауза. Мы ждем приказаний, повелитель. Сбивчиво отозвался оператор. У Кала было такое ощущение, словно бился головой о стену. Он был согласен на все, лишь бы вспомнить. Я возвращаюсь. Очень хорошо. У меня сейчас сильный сигнал для вас. Отключаю щиты. Вы можете переместиться, когда... Подожди. Как только оператор произнес слово, отключаю щиты, Кал вспомнил. Белый шрам, железнорукий. Подожди. Слишком поздно. Его снова окружил эфир. На этот раз неистовый и пылающий багрянцем, растворив легионера в себе. За долю секунды, пока его тело неслось между реальностями, он все вспомнил. Когда Кал снова материализовался в телепортационном зале, он был уже не один. Руки сержанта метнулись к болтеру, но слишком медленно. Белый шрам поднял палец, обездвижив его. В бессильной муке Кал мог только смотреть, как колдун потянулся за изогнутым кинжалом, «Времени ты испорчен», спросил колдун. Кал обнаружил, что снова может шевелить губами. Он дерзко взглянул на легионера белых шрамов. «С тех пор, как мы узнали истину», ответил сержант. Колдун недоуменно посмотрел на него. «Истину? Что за истина довела вас до этого? Одна единственная». «Единственная истина», Белый шрам покачал головой. «Какая глупость». Затем губы Кала снова перестали работать. Он услышал ревуны телепортационных залов и тяжелый топот ометал сепок силовых доспехов. Сержант почувствовал, как сила колдуна отступает из его разума, подобно воде, вытекающей из стакана. Он снова попытался заговорить, ударить, добраться до болтера. Но колдун не был глупцом. Он сильно надавил кинжалом, рассекая замки брони. Кал почувствовал укус клинка, разрезающего кожу и сухожилия с шипением слабого расщепляющего разряда, после чего потемнело в глазах. Ясугей отшвырнул тело и вышел из зала. С противоположной стороны появился Хенрикас, за которым последовали Ксавин и Троя Саламандр. Омерзительно выпалил Хенрикас. Ясугей насмешливо взглянул на него. Колдовство, пояснил легионер железных рук, встряхнув руки, словно пытаясь избавиться от какой-то заразы. Источником всего этого было колдовство. Нет, возразил Ясугей, направившись дальше, вовсе нет. К нему присоединился Ксавин. В одной руке он держал молот, который потрескивал мягко сияющей энергией, а в другой украшенный золотом болт-пистолет. Оружие привлекло внимание Ясугея. Сыновья вулкана знали, как сделать свои орудия красивыми. Он прав, сказал Ксавин. Двери в конце коридора открылись, за ними оказались двое матросов, спешившие к телепортационным залам. Увидев космодесантников, люди вытаращили глаза и попытались сбежать. Технология железных рук скрыла наше присутствие на станции, невозмутимо сказал Ясугей, одним жестом разорвав сердца врагов. Мое искусство бури доставило Хенрикас, не обращая внимания на смертных, которые со стекленевшими глазами повалились на пол. Технология железных рук не запрещена. Космодесантники вошли в более широкий коридор, который освещали на полные красные лампы. Воняло кровью, остальные панели были измазаны блестящими знаками. Появились новые члены экипажа, некоторые случайно, других привлек шум. Ксавин убил двоих еще четверых. Только потому, что не очень известно, ответил провидец Бури. Что на самом деле происходит на Медузе? Они миновали пересечения, и Хенрикас остановился, чтобы выпустить очередь из Болтера в боковой коридор, залив его кровью и усыпав клочьями униформы. Это не одно и то же, прорычал он, развернувшись, чтобы прикончить пару отставших от остальных солдат. К этому моменту заревели аварийные сигналы. Я скрыл наши сигналы при помощи машин, всего лишь механизмов, ты используешь запрещенные силы, не для меня. По мере продвижения к мостику они стали встречать все больше смертных солдат в тяжелой броне, которые занимали оборонительные позиции на перекрестках коридоров и заливали пространство перед собой потоками огня. Хсамин передвигался вперед, выпущенные по нему пули в вихре искры рикошетили от доспеха. Братья, сейчас в самом деле не время, сказал он, тяжелым шагом выходя на дистанцию ближнего боя. Хенрикос присоединился к нему, принимая скользящие удары на нагрудник. Возможно, ты прав, проворчал он, методично стреляя из болтера. Ясугей шел следом, прикрываемый со всех сторон саламандрами. В коридорах разносилось эхо болтерной стрельбы. Смертные солдаты несущих слова были непоколебимы и преданы своим хозяевам, но не могли устоять перед облаченными в силовые доспехи врагами. Они гибли десятками, заполняя коридоры своими телами. Ни один из них не бежал, никто не вопил о пощаде. Люди продолжали безнадежно сражаться. Они были точно такими же, как и их хозяева. Они в самом деле верят в это, подумал Ясугей, глядя на то, как Савин искусными ударами повергает все больше врагов. Теперь это дело их жизни. Один из смертных прорвался мимо Хенрикоса и бросился на легионера белых шрамов. Солдат был вооружен лазганом и на лице застыла решимость. Ясугей на миг задержал на нем взгляд, а затем отшвырнул в сторону, едва отметив, как тело человека врезалось в стену, а оружие лязгнуло о палубу. На подобный фанатизм было тяжело смотреть. Корабль захватить быстро, приказал он остальным воинам наспех собранного отряда. Действуйте без промедления, в таком бою нет чести. Таргун неуклонно пробирался по нижним уровням звездного копья. Повсюду стоял гул варп двигателей. Корабль шел на высокой скорости. Куда бы Каган не вел легион, такая скорость была обычной. По пути вниз Таргуну попались несколько слуг. Они кланялись и поспешно удалялись, едва взглянув на него. Легионер добрался до указанного места и подошел к задвижной двери. Подождал минуту. Когда поднял палец входной руни, по телу на миг пробежал слабый холодок, похожий на дрожь от озноба. Таргун нажал руну с тихим щелчком. «Сообщите о цели визита», раздался голос Назана. «Не могу сказать», ответил Таргун. Он услышал тихое жужжание вокс-детектора, подтверждающего его личность. Дверь открылась. Назан был в капюшоне. Темнота за спиной воина колыхалась, словно помещение освещалось свечами. «Давно не виделись», заметил Назан. «Какая жалость», ответил Таргун, пройдя мимо него. Присутствующих было больше, чем обычно. В кругу стояли более сорока человек в капюшонах и длинных одеждах. Освещение было слабым, почти театральным. Таргун занял свое место. В центре круга что-то мерцало, словно воздух за реактивной струей двигателя. Легионер не мог сосредоточиться на объекте. При каждой попытке его глаза уводило в сторону. Никто из присутствующих даже не пытался смотреть, поэтому Таргун сдался. «Братья!» раздался голос с дальней стороны круга. Таргун узнал Хиву. Ложа увеличилась, к нам присоединились воины со всего флота. «Новички, добро пожаловать! Наши ряды будут расти и дальше, особенно в связи с последними событиями». Таргун внимательно слушал. Он по-прежнему не знал, о чем шла речь. Обычно собрания ложи были небольшими и ограничивались одним кораблем. Возможно, сегодняшняя встреча была свидетельством того, что события приближаются к развязке. Секретность, секретность. Несомненно, необходимость в ней скоро отпадет. «Сложно проводить собрания во время вар-перехода», продолжил Хибу. «Хотя не так сложно, как на Чон-Даксе, и все мы рады, что покинули тот мир». Раздалось несколько грубых смешков. Таргун с трудом заставил себя не заглядывать под капюшоны стоявших рядом легионеров. Почему они до сих пор прячутся? После того, как Каган забрал нас в пустоту, появились возможности, которые мы так долго ждали. Постарайтесь посмотреть на свет, новичков прошу поверить мне, даже станет легче». Глаза Таргуна снова метнулись в центр круга. Воин прищурился, старательно концентрируясь. Какое-то время все, что он видел, была слабая дрожь, вызванная движением, колебания, вибрация. Затем кое-что прояснилось. Колонна с размытыми очертаниями, менее метра высотой. Она была полупрозрачной, почти просвечивающей, но определенно находилась перед ними, похожая на столб из стекла или, может быть, воды. На нее по-прежнему было трудно смотреть. Таргун почувствовал сжение в глазах и сморгнул выступившие слезы. Он испытывал легкую тошноту, сопровождаемую ощущением присутствия чудовищной мощи, бурлящей неподалеку. «Что это, брат?» раздался голос с противоположной стороны круга. Таргун не узнал говорившего, но будь на его месте он, интонация была бы почти той же, тревожной, подозрительной. «Успокойтесь», сказал Хибу. «Тошнота это нормально, она пройдет. То, что вы видите, ничем не отличается от искусства задин-арга». Таргун продолжал наблюдать. Как только глаза оказались прикованы к объекту, отвести их стало сложно. Постепенно внутри стеклянной колонны появились формы. Воин мельком заметил что-то длинное и волнистое, извивающееся вокруг невидимой оси, словно языки пламени. Затем более отчетливо появились слова нахорчине, светящиеся тусклым серебром, зависшие внутри колонны и искаженные, словно находились под водой. Таргун с трудом разобрал смысл то появляющихся, то исчезающих слов. «Ваши действия определены, пункт назначения известен, встреча будет возможна. До того момента действуйте по плану, нафорсируйте события, магистр войны осведомлен и одобряет». Таргун почувствовал, как ускорилось сердцебиение. При упоминании магистра войны пульс участился еще сильнее. Хибу шагнул в круг, лицо воина едва было видно под капюшоном. «Что с Альфа-легионом? Нас не предупредили о нем». Некоторое время колонна оставалась пустой, «Затем постепенно появились новые слова. Сложно сказать, мы не располагаем этой информацией. Альфарий!» Последовала пауза. «Непредсказуем. Будут распоряжения. Вы их получили. Ваш курс известен, как и пункт назначения. Встреча состоится. До того момента оставайтесь стойкими, истина откроется». «Разве уже это не произошло?» спросила еще одна фигура с покрытой головой. Таргун не узнал голос. У него было резкое чигарийское произношение. Ситуация наконец прояснилась. Мы тоже могли бы заявить о себе. Нам нечего стыдиться. Мне нечего стыдиться». Снова долгая пауза. Затем стеклянная колонна снова засветилась. «Понимаю, вы правы и можете гордиться собой, но магистр войны делает это не без оснований. Предательство повсюду. Ни один легион не избежал его, даже его собственный. От этого зависит судьба империума, как и судьба вашего легиона». Что порождало эти слова? Колонна была похожа на шпиль кагитатора, выдавая банальные фразы, хотя некоторые из них несомненно были ответами на вопросы. Таргун смотрел на строки, кружащиеся и плавающие внутри колонны, и чем больше он читал, тем меньше жгло глаза. «Верьте, ваш хант столь же благороден, сколь и могущественен. Он поймет причину происходящего. Ему покажут истины Никеи и Давина. Мы полностью уверены, благодаря вам всем, оставайтесь верными». Стеклянная колонна начала расплываться. Воздух вокруг нее уплотнился, поглощая хрупкий серебристый текст. Таргун прищурился, пытаясь разглядеть то, что осталось. За просвещение, свободу от тирании, братства. Последние слова были почти неразборчивыми, за империум человечества. Затем слова медленно растаяли. Таргун глубоко вздохнул, вдруг осознав, насколько сильно он был сосредоточен. Кожу покалывало, по спине бежала струйка пота. Некоторое время все молчали, затем освещение усилилось. Таргун моргнул, и символы колонны отобразились на его сетчатках в негативе. «Что это было?» спросил брат. «Загадочное, несчастное, но необходимое». За примером Хибу последовали другие, обнажив головы. Тот, что говорил с сильным чигарийским акцентом, не стал этого делать. «Если бы мы воспользовались менее защищенными способами связи, нас бы разоблачили», пояснил Хибу. «Говорящие со звездами опираются на одни загадки». «Почему этот способ должен быть другим?» «Тогда что это такое?» спросил один из братьев. Таргун знал его. «Сохутан из братства звезды охотника». «Сосуд», ответил Хибу, «способ общения с теми, к кому мы присоединимся. Магистра войны уже называют предателем». «И ты знаешь, Хутан, что это невозможно». Хибу повернулся к остальным. «Гор единственный, кто всегда относился к Кагану с должным уважением. Если нам необходимо выбирать между тираном и освободителем, как поступит истинный сын Чугореса». Среди собравшихся пробежался тихий одобрительный шепот. «Боевой ястреб поймет», продолжил Хибу. «Так же, как и мы, он увидит истину, когда придет время, а мы обязаны принести ее». Назан воодушевленно кивнул, «Когда придет время». «Для чего?» спросил Таргун. Его растущее чувство тревоги не уменьшилось. Он обвел взглядом сорок пар глаз. «Для шепотов вокруг погодной магии?» Затем сердито посмотрел на Хибу. «Мы только и делаем, что говорим». Хибу улыбнулся. «Пока легион еще не готов к большему, брат». Он повернулся к остальным. «Я знаю, вас это раздражает, но поверьте мне, слова более важны, чем вы думаете. Продолжайте говорить с теми, кого можно убедить. Говорите тихо, осторожно, чтобы наши ряды росли. Некоторых нельзя убедить, нас предупредили об этом. Если другие ханы прикажут своим братством остановить нас, я хочу, чтобы нашими союзниками были сотни их воинов. Согласие победит, мы должны стремиться именно к этому. Легион будет направлен по своему пути, и Каган поймет, что мы выбрали благородную стезю». Хибу предостерегающий взглянул на Таргуна. «В конечном итоге он должен выбрать. Все, что мы делаем, это помогаем ему». «Я совершил восхождение не для того, чтобы говорить», сказал Таргун, недовольный лицемерием Хибу. «Я присоединился, чтобы сражаться». «Ты в самом деле думаешь, что тебе это не предстоит». Мгновение они смотрели друг на друга. В конце концов Таргун опустил глаза. Он даже не знал, почему спорит. Что-то в ритуале беспокоило и раздражало его. Кожу все еще покалывало, словно от статического заряда. «Что ж, это все», обратился Хибу к остальным. «Мы собираемся, как только сможем, и прежде чем достигнем пункта назначения. До того момента оставайся на связи и будь наготове». Он поклонился, и собравшаяся ложа поклонилась в ответ. Один за другим, переговариваясь друг с другом, легионеры покинули круг. Откуда-то появились блюда с едой, куски жареного мяса и соленья чатазин. Собрание ложа стало более привычным, и помещение наполнилось шумом оживленной беседы. Таргун увидел, что к нему идет назан, и отошел, надеясь избежать разговора с ним или Хибу. Когда хан Братства Луны направился к кувшину, содержимое которого пахло алкоголем, дорогу ему преградил один из присутствующих. Это был тот самый Чигариец, который не снимал капюшона. Тебе не следует прятаться здесь, брат, сказал Таргун, если ты, конечно, этого не хочешь. Ты Таргун. Таргун поднял брови, а ты прямолинеем. Чигариец откинул капюшон. Когда Таргун увидел, кто это был, у него от шока непроизвольно дернулось его смуглое, покрытое шрамами лицо походило на задубленную кожу. Таргун кивнул, скрыв удивление. Мы вместе сражались на Чондаксе. Он дал мне это. Хасик передал ему медальон ложи. Таргун поднял его на свет. Диск был очень похож на тот, что вручили ему много лет назад. Он один из нас? Нет, Шибан нашел медальон на Фемусе. Таргун предположил Хасик, положив руку на плечо Таргуна и подводя его к кувшину с вином. Мне нравится Шибан. Он один из лучших в моем орду. Но сейчас ситуация развивается быстро, а он уже поднял определенный шум, и мне хотелось бы прекратить его. Таргун неуверенно посмотрел на него. Что произошло на Фемусе? Насколько я знаю, это не наших рук дело. Возможно змеи, но есть кое-что важное. Хасик наклонился поближе, и Таргун увидел, насколько глубокий шрам у Найон хана. Я не хочу, чтобы ему навредили. Наверное, с ним можно поговорить. Как советует Хибу? Когда выбор будет сделан, я хочу, чтобы он оказался на правильной стороне. Таргун задумался над этим. Я не знаю, сказал он. Мы во всем не сходились во взглядах. Он чугариец, а я ты легионер белых шрамов, воин Джагатая. Это все, что имеет значение. Хасик не сводил с него проницательного взгляда, всем своим видом внушая благоговение. Он был одним из немногих, кто стоял у истоков. Не одно столетие сражался вместе с Каганом. Сделай это для меня Таргун. Я устрою встречу. Поговори с ним. Думаю, он выслушает. Со мной так и вышло. Хасик налил из кувшина вино и протянул стакан Таргуну, затем налил и себе. Давным-давно Каган сказал мне, что единственный враг, которого мы должны страшиться, это упадок. Каждый раз, когда он перерезал горло очередному императору на Чегорисе, я видел, как он шепотом напоминает себе об этом. Никогда не отдыхать, никогда не становиться жирным, никогда не засиживаться на троне, потому что он станет твоим гробом. Я принял истину его слов и еще больше привязался к нему, потому что видел, как он горячо верил в это. Но Йон-Хан сделал глоток, затем улыбнулся Таргуну. Мы делаем это ради наших душ, сказал он без тени сомнения. Когда время настанет, ты поможешь ему понять. Вы знаете, о чем они говорят на протяжении всего крестового похода, спросил Сангвиний. За спиной ангела, который оправдывал свое прозвище, раскинуло серое небо Улла Нора, из-за которого красный доспех примарха сверкал еще сильнее. Безупречное лицо Сангвиния светилось искренним весельем. Гор был введен в должность недавно, и парадные плацы были заполнены праздными воинами. Понадобится не одна неделя, чтобы организовать транспортные суда для их перевозки нависевший на орбите флот. Четверо примархов укрылись от выхлопов двигателей под шелковыми навесами на террасе, которая возвышалась над главной процессией. Здесь можно было постараться забыть о миллиардах солдат, пытавшихся одновременно покинуть планету. Сидевший со своими братьями Хан лениво размышлял над тем, кому поручили неблагодарное задание по организации этого процесса. Расскажи, попросил Мартарион, хотя Хан видел, что его это не очень интересовало. Повелитель смерти во время торжеств держался в стороне, довольствуясь исключительно своей компанией. По этой причине Хан немного симпатизировал ему. Сангвини откинулся на спинку трона, небрежно покачивая золотой бокал. Они делают ставки на то, кто из нас победит в бою один на один. Есть коэффициенты, я видел их. Мартарион фыркнул. Фулгрим, четвертый из собравшихся, засмеялся. И так все ясно, разве нет у нашего брата Гора самый низкий? Фулгрим и Ангел в какой-то мере были похожи. У обоих были будто скульптурные лица, одинаково вычурные доспехи. Но если Сангвини выглядел так, словно родился с позолочеными наплечниками, то Фулгрим по мнению Хана немного переигрывал. В конечном счете примарх белых шрамов сражений. Фулгрим же производил впечатление, что скорее умрет, чем пойдет на это. Кажется, наш отец говорил о том, что нельзя отучить обычного человека от азартных игр, сказал Сангвини. Мортарион покачал бледной головой и, кянувшиеся от древней дыхательной маски трубки, звякнули друг от друга. Глупо, Фулгрим весело взглянул на него. О, это почему же? Потому что нас создали для разных сражений, прорычал повелитель смерти. Казалось, его отфильтрованный голос всегда оставался мрачным. Приезжай на Барбарус, Павлин, и увидишь, сколько протянут твои перышки в смоге. Серебристая бровь Фулгрима поднялась. Возможно, я так и сделаю, брат. Я бы не советовал, вмешался Сангвини. Я видел те химические облака. Подозреваю, что он продержится в них дольше, чем ты, Фулгрим. Для некоторых это проще, чем для остальных, взглянул на Сангвиния. Наступила неловкая тишина. Ты не должен жалеть об этом, сказал хан. Остальные примархи повернулись, словно удивленные, что у него есть голос. Они в сгодах. Мартарион кисло взглянул на брата. Бледная кожа примарха 14-го легиона почти соответствовала пасмурным небесам Уланора. Я не жалею, ответил он, но могу сожалеть, что только некоторые из нас снискали благосклонность отца. Сангвини невозмутимо отпил вина из бокала. Брат, тебе следовало порадоваться за гора. С чего бы это? Язвительно спросил Мартарион. Потому что его нашли первым, и он дольше всех командовал своим легионом. Будь нахтонии ты или я, сейчас мы могли бы быть на его месте. Фулгрим фыркнул. Говори за себя, должность магистра войны это не только награда. Сангвини засмеялся. Ни слова о твоей по-латинской аквиле, брат, это только усилит его ревность. Я не ревную, ни к гору, ни к тебе, буркнул Мартарион, не обратив внимания на веселье в голосе Сангвини. Ты не понимаешь проблему. Фулгрим наклонился вперед, сжав длинные руки. Какую? Пока он возглавлял нас, пояснил Мартарион, мы сражались ради одного. Его взгляда или жеста, это было приемлемо, потому что никто из нас ему не соперник, никто в галактике с ним не сравнится. Теперь мы будем сражаться за расположение гора, но он не создал все это, он всего лишь один из нас. Это приведет к проблемам. Фулгрим бросил снисходительный взгляд на Сангвини. Он ревнует. Хан покачал головой. Фулгрим мог быть раздражающе глупым. Нет, он верно говорит, этого не должно было случиться. Сангвини задумчиво посмотрел на Хана. Я думал, что из всех нас ты будешь рад за гора. Хан пожал плечами. Он лучший из нас, я не завидую и говорю ему об этом. Но этого не должно было случиться. Так это должен был быть ты? едко спросил Фулгрим. Мартарион снова фыркнул, но Сангвини промолчал. Я бы не принял должность, ответил Хан. Конечно же принял бы, возразил Фулгрим. Хан покачал головой. Мне не нужен еще один титул, достаточно того, что дает мой народ. Сангвини улыбнулся. Мой брат, думаю, из всех нас ты самый загадочный. Я знаю, чего хочет Рогал. Тоже могу сказать о Робауте. Но даже спустя столько лет понятия не имею, чего хочешь ты. Он хочет быть один, ответил Фулгрим. Отправиться к звездам и охотиться на ксеносов, на этих восхитительных гравициклах. Они чертовски быстры. Я слышал от доверенного лица на Марсе, Джагатай, что ты творишь странные вещи со своими кораблями. Хан метнул на него взгляд из-под тяжелых век. Я слышал, ты делаешь странные вещи со своими воинами. Узкое лицо Фулгрима тут же вспыхнуло от гнева, а Сангвини рассмеялся. Мне интересно, кто из вас победил бы в дуэли, задумчиво произнес ангел. Я хотел бы посмотреть на это. Вы оба божественно владеете клинками. Назови место, брат, сказал Фулгрим Хану. Я даже отправлюсь на Чагорес, если ты построишь дворец, чтобы пыль не запачкала мой доспех. Хан почувствовал колкость. Она сильно задела его, но выражение лица осталось неизменным. Ни один из них никогда не догадывался, насколько сильно его раздражали их близкие братские отношения. Ты проиграешь, произнес Хан. Фулгрим усмехнулся, но как-то неуверенно. Да ну! Ты проиграешь, потому что ты по своему обыкновению отнесешься к дуэли, как к игре, а я нет. Ты проиграешь, потому что ты ничего не знаешь обо мне, а я знаю о тебе все. Ведь ты во всеуслышание бахвалишься с башен своих линейных крейсеров. Мое мастерство остается неизвестным. У тебя есть кое-какая репутация фехтовальщика, брат, но я не хвастаюсь, когда говорю, что ты подавишься ею. Щеки Фулгрима вспыхнули. На миг казалось, что он схватится за клинок. Как обычно, невозмутимая улыбка Сангвини разрядила обстановку. Теперь я жалею, что затеял все это, вздохнул он. Ради общего спокойствия не стоит ли нам забыть об этой глупости. Мы не враги и никогда ими не будем. И это настоящее благо. Кто бы мог подумать, обратился Мортарион к хану с проницательным блеском в слезящихся глазах. У тебя и в самом деле есть гордость. Как и у тебя. Тогда какова была бы ставка на нас, брат, спросил Мортарион. Что бы ты заплатил, если бы мы сразились? Хан вздохнул. Нет, я начинаю уставать. Ответь, стоял на своем Мортарион. Или тебя интересуют исключительно ставки на фехтовальщиков. Хан пристально посмотрел на него и в этот миг понял, что из всех семнадцати братьев Мортарион был единственным, кто, как и он, во время Великого Крестового Похода оставался в стороне от главных событий. Даже Альфарий играл более важную роль. Для Джагатая Повелитель Смерти был таким же загадочным, как и сам Варп. Интригующим. Не знаю, ответил он довольно искренне. Было бы интересно выяснить. Тогда Мортарион засмеялся, хотя видимая часть лица при этом скривилась. Казалось, его лицо могло излучать только суровость. Действительно было бы, сказал он. Но нам не из-за чего драться, так что расслабься. Не из-за чего, серьезно спросил Сангвини. А как же Библиариус? Кривая улыбка потухла. Это другое. Ангел сделал еще глоток вина. Как же так? Значит, вы не слышали новостей. Наш отец взял дело в свои руки. Мне известно, что вы серьезно относитесь к своему детищу. Но вам необходимо знать, ему нельзя позволить и далее существовать. Фулгрим заинтересованно посмотрел на него. Что ты имеешь в виду? Взял в свои руки. Наступит расплата. Повелитель смерти метнул кривой взгляд в Хана, словно наслаждаясь некой тайной, которая очень скоро станет общеизвестной. Когда это случится, я буду там. Надеюсь, и ты тоже. Некоторые поединки слишком важны, чтобы оставлять их на своих представителей. Ваши мысли не здесь, Повелитель. Хан пришел в себя. Он понятия не имел, почему вспомнил эту беседу. Улан-Ор все чаще проникал в его мысли. Это становилось проблемой. Примарх, извиняясь, кивнул Ильи, которая сидела напротив. Свечи едва горели, а на наполовину заполненной доске Го шла безрезультатная игра без явного перевеса той или иной стороны. Не здесь, признался он. Илья протянула руку к бокалу. Мы можем сыграть в другое время. Хотя я делаю успехи, не считаете? Хан рассеянно повращал плечами. Они были напряжены, и чтобы расслабиться, им нужно было движение. Вы учитесь. Илья вернулась на свое место. Циньца сказал мне, куда мы направляемся. Неужели? Он также спросил, действовали ли белые шрамы стандартно. В каком смысле? Он имел в виду взаимодействие легиона, развертыванием полным составом. Хан почесал затылок. Это из-за чандакса. Я бы предпочел позволить ханам действовать самостоятельно. Вы могли бы так поступить? Уже нет. Он потянулся за своим напитком и сделал большой глоток. Скисшее молоко Адду. Непопулярный выбор, даже в его собственном легионе. Илья серьезно посмотрела на него. Повелитель, вы помните нашу первую встречу? Хан кивнул. Гор тоже присутствовал на ней, сказала она. Я не знаю, ждали вы его или нет. Если да, то было жестоко с вашей стороны не предупредить меня. Это был последний разговор братьев перед тем, как опустилась пелена. Я помню, какими вы оба были, поэтому немного понимаю ваше решение. Хан поднял брови. В самом деле? Возможно и нет, но для меня вы и в самом деле были братьями. Поэтому могу понять, как сильно вы не хотите верить, ну, в то, что... Слова закончились. Хан некоторое время наблюдал за ее попытками найти их. Тут речь не об эмоциях, преступления, я буду охотиться на него. То же касается Русса и Альфария. У нас есть приказ Эстерры, заметила Илья, подходя к сути разговора. Если ситуация не ясна, то мы, несомненно, должны следовать распоряжениям тронного мира. Хан выпил еще молока. У вас есть семья? В живых никого, был брат. Представьте, что вы узнали о ссоре вашего брата и отца. Представьте, что у вас были сложные отношения с вашим отцом. Вы должны сделать выбор, будет ли верно для вас выбрать ту или иную сторону, если ничего другого не известно. Разве не у обоих есть право рассчитывать на вашу верность? Серые глаза или не моргнули. В чем заключается проблема с отцом? Хан помедлил. У вас разные точки зрения. В важных вопросах о судьбе человечества. В самом деле важно. Именно. Илья пожал плечами. Я верно Терри. Давала клятвы департамента. Для вас вопрос заключается во внутрисемейной вражде. Для меня в том, от кого исходят приказы. Приказы не важны, возразил Хан. А вот клятвы да. Увидим, кто будет соблюдать свои. Зачем? Что вы надеетесь найти на Проспера? Я надеюсь найти своего брата. А если слухи правдивы, тогда по крайней мере я буду знать кому верить. Илья замешкалась. Но что вы думаете? Хан минуту молчал. Исход игры на стоящей перед ним доске по-прежнему был неясен. Он мог повернуться в любую пользу. Но некоторые стратегии исчерпали себя, включая ту, которую он использовал в самом начале. Если Магнус смерти, наконец он взял камень и поставил его на доску. Ход не сильно изменил положение в игре. Но мы скоро будем там, сказал он. Тогда и получим ответы. 13. Кем ты становишься? На перегонки. Смейся, когда убиваешь. На захват корабля несущих слова ушло много времени. Никто из членов экипажа не сложил оружие. Они просто продолжали сражаться до конца. Когда их лазерные карабины и автопушки отказали, они схватились за кривые ножи. Когда те затупились, люди царапались и кусались. Было нечто особенно жалкое в попытках смертных оставить при помощи ногтей вмятины на керамите. Их пальцы ломались почти сразу же, оставляя на поверхности доспеха только длинные полосы. Для Ксавина зачистка корабля была монотонной работой. Его вела не ярость Хенрикоса, а всего лишь прежнее стремление старательно исполнять свой долг. Он всматривался в лица тех, кого убивал и видел в их глазах искалеченные жизни. Даже круша болтером или разрывая руками свои жертвы, он размышлял над источником такого фанатизма. Сотни умерли, прежде чем работа была завершена. Первым космодесантники захватили мостик, после чего началась долгая зачистка корабля до самых трюмов. Сервиторы, которые стали бы работать на любых хозяев, остались одни. Захваченных старших офицеров из числа смертных передали Хенрикосу, который надел на них картикальные подавители. После этого люди стали достаточно послушными, хотя безжизненные выражения лиц нервировали. После того, как Хенрикос получил контроль над двигателями варкоудара, союзники покинули аванпост на Меирле и вернулись в пустоту. Встреча с Гесиодом и убивающей Луной прошла гладко, и трое кораблей направились в неизведанные глубины космоса и бесшумно зависли там, невидимые для всех сканеров, за исключением самых мощных авгуров дальнего обнаружения. Было бы правильно направиться прямо в Варп, но провидец буря нуждался в ответах. В конце концов, именно по этой причине они устроили засаду на варкоудар. И вот Ксавин с Ясугеем и Хенрикосом стоят в трюме корабля несущих слова. Огромный, идеальный круглый отсек представлял собой вертикальную шахту, которая тянулась высоко вверх. По стенам бежали, сплошным текстом написанные плавными рунами слова. Ксавин не мог их прочесть и сомневался, что у многих бы получилось. Свет вокруг них колыхался и вызывал неприятные ощущения. И у него не было видимого источника света. Обсидианово черные стены мерцали, словно их облизывали языки пламени. Что отличает этот от остальных, спросил Ксавин. Он самый большой, ответил Хенрикос, и поэтому самый мощный. Ясугей кивнул. Я чувствую это. Ксавин внимательно рассмотрел объект их внимания. Перед ними возвышался огромный механизм, более 20 метров в высоту и 30 в ширину. Его поверхность покрывали масляные трубы. Решетки светились яркими оттенками, зеленым, оранжевым, кроваво-красным. Устройство гудело и гремело, выпуская столбы дыма, кольцами поднимающегося вверх по шахте. Все кругом было заряпано брызгами темной жидкости. Пол устилали кости, которые хрустели под ногами Ксавина. «Можешь подключиться?» спросил Ясугей. Хенрика соглядел устройство. Ксавин услышал стрек от глазных имплантатов, проводящих сканирование. «Возможно», прорычал железнорукий. «Дайте время, я многое в нем не понимаю. Они испортили некоторые детали, чем-то неизвестны мне. Это пресвятая душа железа, это кровь, они охлаждают механизм кровью». Ксавин поморщился. Было сложно понять, что же случилось с легионом Ларгара. «Сколько времени тебе нужно?» спросил он. Хенрика собернулся и резко рассмеялся. «Несколько дней, а может целая жизнь?» Ясугей ободряюще положил руку на плечо легионера. «Сделай все, что сможешь, брат, я тебе благодарен». Хенрика почти отшатнулся от прикосновения Ясугея, затем расслабился. Железнорукий все еще был взвинчен, и решение поручить ему, связанное с механикой задание, было верным. Оно займет, работая его аналитический ум, не позволив размышлять над прочими делами. Ксавин повернулся к Ясугею. «Тогда нам лучше уйти, провидец буреки внук. Веди». Двое легионеров оставили Хенрикаса одного в круглой шахте и зашагали прочь по окровавленным и зловонным коридором. «Никто не ожидал этого», произнес Ясугей, осматривая по пути нацарапанную на стенах мерзость. «А ты?» Ксавин покачал головой. «Я однажды воевал с ними, много лет назад. Хорошие бойцы, но они мне никогда не нравились. Я думал, что Саламандрам все нравятся». Ксавин рассмеялся. «Слишком набожные для меня и их примарх. Я не должен быть непочтительным, но...» Они неожиданно. Попадавшиеся по пути сервы в дыхательных масках в форме белых шрамов отдавали честь. «Возможно, нам следовало задать больше вопросов», сказал Ясугей. «Что ж, сейчас время начать». «Боюсь, что да». Они дошли до нужного места. Пары клепанных и многослойных противовзрывных дверей. Перед ними стояли 12 стражников в панцирной броне и с тупоносыми лазерными карабинами. Солдаты отдали честь подошедшим космодесантникам и двери с шипением гидравлики перешли в движение. Помещение за ними было крохотным, всего несколько метров в диаметре. Стены были выложены белой керамической плиткой, а с потолка свисала единственная лампа. В центре комнаты находилась вертикальная металлическая рама, в которой был прикован легионер несущих слова. Кисти, лодыжки, шею и талию сковывали адамантиевые обручи. Легионер был без доспеха, в одной лишь грубой рубахе до колен. От шеи до стоп тело покрывали вытатуированные отрывки ритуальных текстов. Несущий слово ядовито взглянул на вошедших космодесантников. Двери закрылись, изолировав троих воинов в комнате. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «Ну!» прохлепел легионер, и из разбитых губ потекла струйка густой крови. «Твое имя?» спросил Ясугей. «Возьми его из моей головы». «Если бы я мог, думаешь, стал бы спрашивать?» Легионер улыбнулся. «Ледок, 256-я рота, Еса Тагдар». Ксавин прислонился к стене. В каждом помещении на ворка ударе стоял отвратительный запах, напоминающий давно сгнившие органы. Но в этих небольших комнатах смрад был самым сильным. «В чем заключалась ваша миссия?» спросил Саламандр. «Ледок, 256-я рота, Еса Тагдар». Ясугей вздохнул. «Корабль наш. Тебе никто не поможет. Говори, и останешься жив». Ледок продолжал улыбаться. Ксавин обратил внимание, что его зубы остро заточены. На это наверняка ушло много времени. «Ты не хочешь жить, Ледок?» спросил он. Улыбка так и не сошла с лица Ледока. «В чем заключалась ваша миссия? Куда вы направлялись?» «Ледок, 256-я рота, Еса Тагдар». Ксавин оттолкнулся от стены и приблизился. «Почему бы не облегчить душу, брат?» устало вздохнул он, глядя прямо в налитые кровью глаза легионера. «С самого Иствана не было ничего, кроме бегства и сражений. заговорить». Его лицо светилось энергией, как у проповедника, собирающегося разъяснить секрет спасения потенциальному неофиту. Затем свет погас. Ледок покачал головой, ударившись о металлические стержни. «Ледок, 256-я рота, Еса Тагдар». Есугей схватил его за горло и потянул вверх, отчего кровь прилила к щекам несущего слова. «Говори!» Ксавин глубоко вздохнул. От происходящего он чувствовал себя запачканным. Саламандр только-только привык убивать, был их родичей в пылу битвы. А вот видеть одного из них, жалкого и несчастного, так близко было совсем другим делом. «Ты можешь сделать что-нибудь с его разумом?» спросил Ксавин Есугея. «Белый шрам, не отпуская горло Ледока, покачал головой. Это так не работает». «А другой, взглянул на Ледока. «Азик смог бы, я не обладаю его искусством». Ледок каким-то образом сумел злобно посмотреть в ответ, несмотря на то, что его лицо частично было изувечено Есугеем. Глаза несущего слова светились триумфом. Тогда белый шрам убрал руку, позволив голове Ледока наклониться вперед, и сильно ударил, сломав нос пленному. Кровь брызнула на плитки, и Ледок закачался. Есугей снова ударил, и Ксавин услышал треск ломающихся костей. «Это так необходимо?» спросил Ксавин, сомнением взглянув на Есугея. Ледок был предателем и убийцей, но все еще одним из легиона Састартес. Саламандры никогда не опускались до того, даже по отношению к Сеносам, а несущий слово был намного ближе. «У нас нет времени», Ксавин пояснил Есугей. Морщинистое лицо провидца бури выдавало его тревогу, но золотые глаза сияли сталью. «Мы пришли сюда за информацией, а не за кораблем. Он знает о передвижениях флота, планах. У тебя есть лучшая идея?» Ксавин снова посмотрел на Ледока. Легионер все еще улыбался, хотя заточенные зубы стали черными от крови. Есугей отвел руку и свел вместе ладони. Между пальцами вспыхнул синий огонек электрического света. Задин арга развел руки, и к лицу Ледока метнулась молния. Потрескивающие жало стремительно вонзились в глаза Ледока и заискрили на его обнаженной коже. Комнату наполнил запах паленой кожи. Ледок закричал, извиваясь и дергаясь в оковах. Есугей несколько секунд продолжал причинять ему боль, позволяя молнии плясать по телу легионера, после чего внезапно остановился. Ледок обмяк, тяжело дыша и выглядя дезориентированным. Большая часть левой щеки сгорела, обнажились сухожилия, от тела поднимались струйки дыма. Больше не делай так, сказал Ксавин. Передвижение флота, продолжил Есугей, система связи. Эта информация может спасти тебя. Ледок склонил голову вперед. По-видимому, ему было сложно сконцентрироваться. Он затуманенным взором посмотрел на Есугея, потом Ксавина. Ле дак две пятьдесят шестая рот. Есугей снова выпустил молнию. В этот раз вопль был влажным и булькающим из-за сжигаемого пламенем горла. Казалось, это могло продолжаться еще долго, но для Ксавина было слишком. Саламандр вытащил болтер и навел его на Есугея. Хватит, брат, тихо сказал сын ноктюрно. Шокированный Есугей повернулся. Молния исчезла, и обуглившаяся голова Ледока снова повисла. Ты обнажил оружие? Недоверчиво спросил провидец бури. Не заставляй меня использовать его. Белый шрам замешкался, словно размышляя, сколько у него на самом деле врагов в этой комнате. У нас нет времени, ему известна дислокация сил, нам необходима эта информация. Ксавин кивнул. Мы ее получим, Хенрикос работает над машиной. Думаешь, они бы с нами так не поступили? Это мое решение, брат. Саламандр не опускал болтер. Ты видел то, что творится на этом корабле, во что они превратились, и тебе, как и мне, было противно. Есугей разочарованно покачал головой. Нам нужно знать, без информации нельзя не сражаться, не определить, где находится легион. Я согласился присоединиться к тебе, твердо произнес Ксавин, и буду сражаться вместе с тобой, чтобы найти твоего хана. Ради этого я умру, но для нас обоих примерами служат наши примархи, и когда я снова увижу вулкана, то не смогу посмотреть ему в глаза зверя. Каждый его жест выдавал жажду знаний и действий. Затем закашлял ледок, задыхаясь от крови желчи. Его лицо было изувечено, превратившись в кровавую маску. Будь он смертным, такие раны несомненно убили бы его. Ясугей взглянул на дело своих рук. Он остыл и опустил руки. Золотые глаза выдавали кратковременное чувство ужаса, словно он впервые увидел то, что произошло в комнате. Ты пристыдил меня, признался он, на миг. Ксавин убрал болтер. Я дольше жил с этим, вот и все. Раньше я, не задумываясь, поступил бы так же. Он посмотрел на открытые раны ледока. Но стань подобным врагу, и он завладеет твоей душой. Это одно из изречений вулкана? Он вполне мог сказать такое. Ясугей глубоко вздохнул. Он выглядел уставшим. Ксавин догадался, что использование библиарием своих сил на станции и во время эфирной телепортации сильно его истощило. Нам нужно знать, стоял на своем Ясугей. Ксавин нажал на руну выхода у двери. Мы узнаем, творец погоды. Время против нас, сказал Ясугей. Доверься Хенрикосу, ответил Ксавин, провожая его из комнаты. Я научился этому. Железные руки странные люди. Но поверь мне, они никогда не сдаются. Он оглянулся на висевшего в кандалах пленника. По крайней мере, в этом мы едины. Гравицикл мчался по тоннелю, ревя словно живое существо. Шибан гнал его, разогнав до предела, наклонясь в седле, чтобы избегать попадавшиеся на пути преграды. Пространство было тесным, всего несколько метров шириной на самых крутых участках и насыщенным смертоносными металлическими выступами. Машину под ханом трясло, двигатели гремели, выходящие газы пылали, из темноты выскочила переборка и легионер резко повернул. За ней последовала поперечная балка и Шибан низко наклонился. Тренировочное кольцо на Чинзаре протянулось на пять километров, свыше двух на каждую из прямых, соединенных парой пространство между отсеками инжинариума, оставленное пустым для стремительных спидеров. Чтобы управлять гравициклом и поддерживать мастерство на должном уровне, необходимо было проводить многие часы в седле. Поэтому-то экипажи линкоров и сохраняли в глубинах коридоров тренировочные треки. Шибан наклонился вперед, немного перераспределив вес и опустив нос гравицикла, чтобы избежать приплетения труб, после чего снова дал полный газ. Мимо проносились размытые механизмы цвета темного железа. Белый шрам словно мчался через ядро забытого металлического мира. Машина отлично реагировала. Она была последней из тех, которыми он управлял на чундаксе. И техники хорошо поработали, удалив из фильтров пыль и очистив обтекатель от крови. Через некоторое время он уловил звук машины своего преследователя. В тренировочных туннелях рев собственного скакуна сильно снижал слышимость. Шибан улыбнулся и прибавил газу. По дисплею шлема пронеслись руны локатора, мерцающие красные контуры на размытом черном фоне. Он увидел преследующий его сигнал. Тот был в нескольких сотнях метров, но сокращал дистанцию. Старайся лучше. Стремительно приближался перекресток. Шибан вошел в поворот, затормозив самый из двигателей. Белый шрам нажал на воздушные тормоза только после того, как увидел апекс поворота. Инерция дернула его тело вперед, и он почувствовал, как кровь прилила к голове. Путь преграждала массивная металлическая балка, и воин наклонился вбок, чтобы проскочить под ней. За преградой туннель резко уходил влево, закручиваясь в крутой поворот под основаниями огромных корпусов двигателей. В этот момент он впервые услышал грохот выхлопных газов не своего гравицикла, где-то высоко рычали ядерные реакторы. Легионер за секунду достиг поворота и ловко проскользнул через узкое пространство, а затем снова дал полный газ. Шибан едва не переусердствовал. Компенсаторы гравицикла пронзительно завыли. Правый борц слегка коснулся внутренней стены туннеля, осветив темноту искрами. Хан громко рассмеялся, прибавив скорость. Звук пенил. Легионер не слышал ничего, кроме громкого ритма двигателей и не чувствовал ничего, кроме запаха выхлопных газов. Шибан взглянул на дисплей шлема. Все еще на хвосте. Впечатляет. Он проскочил под платформой, после чего снова дал полный газ. Впереди протянулась длинная прямая, извиваясь между внутренними конструкциями огромного линкора. Он чувствовал себя живым. После охоты на лавовых равнинах Фемуса 4 прошло совсем немного времени. Его реакции, отточенные на чагарийском Аддун, были такими же надежными, как и Глефа. Но ему сели на хвост. Звук за его спиной становился громче, приближаясь из темноты, подобно упорному призраку. Шибан снова засмеялся, с туннеля. Даже на 40% мощности гравицикл поглощал дистанцию короткого трека с ужасающей скоростью. Я оторвусь от тебя в клешне. Шибан позволил машине скользнуть немного влево, прежде чем добавить мощности и обогнуть выступающую массу неработающих грузовых транспортеров. Легионер промчался под опорами большого топливопровода и сильно накренился. Из темноты выскочила клешня. Узкий пролет, образованный двумя близко расположенными опорными колоннами и едва достигавший в ширину трех метров. Даже в обычных условиях было непросто миновать его. В темноте же, в условиях ограниченного пространства и на предельной скорости, это испытание становилось завораживающе опасным. Шибан ускорился, предельно сконцентрировавшись на приближающейся цели. Затем его машину встряхнуло от струи выхлопных газов и воина сжал воздушные тормоза и напрягся, когда навстречу устремилась верхняя секция к лишни. Времени оставалось только, чтобы нагнуться. Неровная железная конструкция чиркнула по верхушке шлема, почти оглушив воина, но он проскочил через проем в ливне искр. Туннель в дальнем конце сильно закручивался и Шибану пришлось хорошенько постараться, управляя скакуном. Сцепив зубы, легионер поднял нос гравицикла Он выровнял скакуна, но потерял скорость. Белый шрам снова увеличил мощность только для того, чтобы увидеть, как преследователь пролетел над головой. Всадник должен был проскочить к лишню на безумно высокой скорости. Шибан засмеялся в третий раз, наслаждаясь восхитительным безумством соперника. Вот это была езда. Она была достойна самого Кагана. К этому времени быстро приближался последний поворот и Шибан сбросил скорость. Всадник впереди него наполнился густым дымом, сбавляющих мощность двигателей. Несколько секунд спустя всю трассу залил свет. Над легионерами зашипели многочисленные поршни, открывающие люки. За ними показались ангары гравициклов. Шибан продолжал сбавлять обороты, направляясь к стыковочному мосту. Он по-прежнему улыбался. Всадник впереди него направился к следующей стоянке. С крыши опустились две сегментированные клешни и зацепили гравицикл за нос и корму. Всадник спешился, прежде чем машину подняли и отправили в технические отсеки, перепрыгнув на стальную платформу справа от него. За платформой поднималась основная территория ангара, огромная, сводчатая и ярко освещенная, кишащая сервиторами и бригадами технического обслуживания. По просторному помещению к подготовленным машинам шагали другие всадники, готовясь спуститься к тренировочному кольцу. За гравициклом Шибана также спустились когти. Хан спрыгнул с седла, когда машина поднялась мимо платформы и направился к победителю, беспокоясь, что тот уйдет, прежде чем он поздравит его. «Брат!» выкрикнул он. «Отличная езда!» Всадник снял шлем и провел рукой полоснящемуся от пота лбу. «Тебя непросто побить, Шибан хан!» Только после этих слов Шибан узнал его. Тиранин из Чундакса, который сражался за его спиной в дробилке. В резком свете ангара он выглядел, как и тогда, сбитым, высоким, с бледным шрамом на щеке. Шибан не рассчитывал снова увидеть его. В таком многочисленном легионе братства приходили и уходили, как летние воробьи. «Таргун хан!» поздоровался удивленный, но довольный Шибан, протягивая руку. «Как ты здесь оказался?» «Таргун пожал плечами». «При вратности войны», ответил он. «Выпьешь со мной?» Шибан замешкался. Он не знал почему, но ему было приятно снова видеть Таргуна. «С удовольствием», ответил он, улыбнувшись. «Веди!» «Итак, что с тобой происходило после Белого мира?» Таргун ответил неопределенно. «У нас была работа в каньонах. Мы очистили не все из них». Он грустно улыбнулся. «Или же сделали это не так, как следует?» Шибан улыбнулся. «В самом деле?» Они сели за стол в одной из многочисленных столовых Чинзара. Она была зарезервирована за легионерами и за исключением двух ханов пустовала. Даже белые шрамы, которые не были настолько беззаветно преданы своему долгу, как некоторые легионы, отдыхали только в редких перерывах между постоянными тренировками. Таргун потягивал свой напиток «После этого наняли таранку. Мне сказали, что она напрямую общается с Каганом. Была проведена некоторая реорганизация. Ты сражался после Чондакса?» «Нет, с тех пор, как был уничтожен последний Хейн». «А, жаль. Битвы еще придут». Шибан старался не рассматривать Таргуна слишком явно. Тот не изменился. По какой-то причине сражения в дробилке явно запечатлились в памяти Шибана, в то время, как многие другие события стерлись. У него было ощущение, что закончилось нечто старое и началось новое. И контуры этих изменений только сейчас стали проявляться. «Твои надежды сбылись?» спросил Таргун. «Ты о чем?» «О том, чтобы биться в самом конце рядом с Примархом». Шибан задумался. «Я не знаю. Нас отправили на Фемус. Нам едва хватило времени на похоронные обряды. Помнишь, Хаси?» «Да, он погиб». Шибан кивнул. «И Бату, только Джучи остался». Таргун обхватил чашу обеими руками. «Ты понес большие потери. Это цена скорости». Шибан печально улыбнулся. «Как ты и предупреждал». Таргун тут же извинился. «Я не хотел». «Я знаю». Шибан сделал глоток. «Я думал о том, что ты говорил мне о Чандаксе». Он заметил скептический взгляд Таргуна. «Поверь мне, это правда. Я стал сторонником твоих взглядов. Твои воины проявили большую гибкость, чем мои, и я попытался научить их этому. Брови Таргуна поднялись. Я удивлен». «Не стоит. Галактика меняется». «Верно». Таргун посмотрел на свой напиток, по-прежнему не пробуя его. «И что ты думаешь об этом?» Вопрос был «Что ты хочешь от меня услышать?» «Ты поэт», сказал Таргун. «У тебя на все есть слова». Шибан бросил взгляд на боевого брата, выискивая насмешку. Но с Таргуном ему это никогда не удавалось. «Я верю Кагану», ответил он. «Но ты и так знаешь это. Он поймет больше нашего». Таргун криво усмехнулся. «Он мог бы немного поделиться знаниями. Так и будет в свое время. Я согласен ждать». Таргун откинулся в кресле, и усиленные металлические опоры согнулись под весом брони. «Признаю, было приятно видеть, как разбегается Альфа-легион», сказал он, сжав губы. «Скользкие ублюдки. Мне интересно, что они подумали, когда на них набросилась буря мечей». Шибан тоже улыбнулся. «У них было мало времени на размышления». Таргун засмеялся. «Верно». Оба воина замолчали. Из просторного служебного помещения раздался звон и стук работающих слуг. Задрожал пол. Это несколькими палубами ниже пронеслось звено гравициклов. Наконец, Таргун снова заговорил. «Что происходит, Шибан?» «Я не знаю». «Никто не знает. Ты слышал, что нам приказали вернуться на Терру?» «Да». «И говорят, что Рус окончательно отбился от рук». «Не только он». Таргун оттолкнул кресло. «Я хотел увидеть тебя, потому что ты всегда говорил, что это не может продолжаться». Шибан ничего такого не помнил. «Все меняется». «Черта пересечена. Каждый раз, когда мы советуемся с говорящими со звездами, они дают нам новую загадку. Но это скоро закончится». «Кто-то лжет». Он внимательно посмотрел на Шибана. «И в Легионе тоже. Я начинаю подозревать». Шибан нахмурился. «Говори, ты ведь для этого пришел». Таргун наклонился вперед. «Братство, вот те узы, что нас связывают. Я видел их у лунных волков. У них были группы, неофициальные. Они встречались, возобновляя воинские клятвы. Они говорили, что магистр войны одобрял их». Шибан выслушал. «Магистр войны?» «По их словам, эта идея хороша. Она ломает звания. Воины могут обмениваться информацией и больше доверять друг другу». «Ты один из них?» Таргун кивнул. «В этом нет ничего плохого. Речь идет о братстве. Возможно, у вас на Чегоре си они были воинские ложи. Не знаю о таких». «Что ж, теперь их больше, чем нас. Вот как складывается ситуация, верно?» Шибан не улыбался. «У него было ощущение, что его перехитрили, и от этого он напрягся. Ты уже входил в них во время боев на Чондаксе?» «Уже несколько лет. Некоторые вступили намного раньше». «Послушай, в этом нет ничего серьезного. Просто я вспомнил твои слова и подумал, что ты можешь заинтересоваться. Мы все воины. Некоторые из самых высокопоставленных легионеров легиона члены лож. Тебя примут. Я могу порекомендовать тебя». Шибан сделал еще один глоток. «У меня есть свое братство». «Конечно, как и у меня. Ложа не заменяет его». «Тогда в чем смысл?» Таргун оставался невозмутимым. «Как я и говорил в беседах, в укреплении узбратства, иногда полезно забыть, что ты хан и быть просто братом». «Именно». Шибан медленно кивнул. «Значит, вот почему ты нашел меня». «Я услышал, что ты на этом корабле, и счел это возможностью для разговора». Шибан скривил губы. «Ты быстро мчишься на гравицикле, не помню, чтобы так было раньше». Таргун усмехнулся. «Мне пришлось, чтобы догнать тебя, ты едва не лишился головы. Они созданы для скорости, было бы стыдно не воспользоваться этим». «Дело не только в скорости». «Да, поэтому ты продолжаешь знаю, что необходимо сделать выбор. Магистр войны попросил помощи, как и Дорн». «Да, после». «Скольких лет молчания, когда Тера в последний раз разыскивала нас». Шибан с недоверием взглянул на него. «Ты-то ранен, брат». «Я легион Астартес», твердо сказал Таргун. «Я не видел тронный мир сотню лет. Речь идет о том, что правильно». Шибан твердо смотрел на него. «Каган примет решение, мы можем подождать». «Да, да, конечно, он решит, но когда?» Таргун положил обе руки на стол и выдавил улыбку. «Мне следует научиться терпению. Я считаю его нехватку слабостью и должен избавиться от нее». Шибан продолжал смотреть на него. Все, что он говорил Таргуну, было правдой. Он многому научился от него. Уважал его путь войны. Отсутствие приказов от примарха сбивало с толку, почти так же, как и необъяснимое присутствие Альфа-легиона. Таргун опустил руку и снял с пояса контейнер. В этом нет ничего особенного, но он считается знаком посвященного. Он открыл контейнер и выложил на ладонь серебряный медальон. Шибан не показал своего удивления. Как и прежде, на Фемусе и после него ему не нравилось смотреть на этот предмет. Вопреки изображению луны и знак у молнии он не выглядел чагорийским. У них не было серебряных дел мастеров, они предпочитали бронзу и железо. Я видел такое раньше, тихо заметил он. Таргун играл с медальоном. Казалось, он совершенно не хотел с ним расставаться. Я удивлен. По общему правилу их следует скрывать. Но ты показываешь мне свой. Да, потому что ты кандидат. Таргун ничего больше. Шибан видел, как крепко сжался кулак Таргуна и почему-то засомневался в этом. Я слышал об этих ложах? Конечно. Я не поддерживал их в моем братстве. Я считал, что легиона было достаточно и у меня уже есть знак. Он указал на шрам, который в чагорийском стиле был более глубоким и белее того, что у Таргуна. И он не тайный. Таргун поднял брови. Это так очевидно? Я приходил к нему с докладом о находке на Фемусе. Теперь пришел ты и показываешь то же самое. Таргун развел руки, словно смирившись с разоблачением. Это не тайный сговор Шибан. Разве не обнадеживает, что сам Найон хан с нами? Он был в ложе с самого начала. Тогда Шибан вспомнил о Исугее. Задин Арга тоже скучал по его незаметному присутствию в сердце легиона. То, что ситуация изменилась в его отсутствии, не было совпадением. Каган знает? Спросил Шибан. А Хасики? Думаю, это касается только их. Нет, я бы так не говорил. Если Каган знает, тогда это все меняет. Я не знаю, Шибан. Я в самом деле не руководитель, всего лишь один из многих. Таргун уклонялся от прямого ответа. Но я бы отказался Шибан отодвинулся от стола. Он почувствовал усталость от гонки. Ему нужно было очистить разум медитацией. Я ведь говорил, что это не может продолжаться. Таргун кивнул. Возможно и так, все течет. Впервые на моей памяти у нас нет цели. Нам не на кого охотятся. Таргун умолк. Шибан заговорил, не зная точно, откуда пришли слова. Ты не убедил меня, сказал он. Я не доверяю ложам, но мы сражались вместе. Помнишь в дробилке ты пришел ко мне на помощь? Я не забыл этого, поэтому я пойду с тобой. Я попытался мыслить шире. Ответ на твое предложение может стать началом. На лице Таргуна проявилась искренняя благодарность. Хорошо, это все, о чем я прошу. Если ты против, то этот разговор только между нами, и я умолкаю. Они меня не знают, мы носим капюшоны. Немного стыдливо, сказал Таргун. Мера скорее пока знаю, но она помогает поначалу. Никому нет необходимости знать тебя. Понимаю. Я рад, Шибан, честно, все это связано с духом воина. Я знаю, у тебя он есть. Я убедился в этом воочию. У тебя будет новая возможность, сухо ответил Шибан. Таргун облегченно усмехнулся. Для меня это честь. 14. Дух машины. Когда все изменилось. Сожженный мир. Хенрикос потянулся за деталью, уходящей внутрь машины. Он не в первый раз пожалел о тесной связи со своим доспехом. Теперь снять его было затруднительно, и из-за этого легионер становился более громоздким, чем ему хотелось. Встроенные в наплечники и на грудник приборы помогли подавить авгуры аванпоста, но их размеры мешали полностью проникнуть внутрь устройства. Легионер преодолел половину узкого проема между двумя огромными плитами из гудящего металла, и теперь чувствовал себя заживо погребенным. Моргнув, железнорукий активировал сенсорный зонт, и из правой перчатки вытянулось металлическое жало. Он снова ввел сенсор в покрытый серебром входящий узел, и попытался понять, что появилось. Несущие слова сделали нечто очень странное со своими машинами. Они больше не выводили бинарные производные, а судя по всему действовали на основе базовой внутренней механики по причине, которую Хенрикос абсолютно не понимал. Некоторые компоненты оставались относительно стандартными, другие же были заменены более эффективными копиями, которые использовали кожаные приводные ремни, железные шестеренки и даже органические части. Поверх всех необходимых маркировок, которые некогда украшали корпуса механизмов, были выгравированы религиозные тексты. Хенрикос подключил зонт к буферам шлема. Прокрутились числа, мягко светящиеся на внутреннем изгибе линз. Не в первый раз у него было ощущение, что он все провалил. Это порча. Они осквернили то, что им дали. Медленно и с большим трудом он начал соединять основные части внутренних механизмов. На восстановление некоторых функций уйдут недели. Но железнорукий выделил из всей этой эзотерики функции картографической проекции. Звездная картография была непростым делом. Поэтому даже несущие слова не стали бы отключать это оборудование ради собственных безумных конструкций. Вытянув насколько возможно на руку Хенрикос вставил бинарный считыватель в гнездо возле основания проема и активировал его с помощью энергоресурсов собственного доспеха. По дисплею шлема пробежали новые данные и железнорукий мрачно улыбнулся. Сделано прорычал он, затем поднялся и вышел наружу, поцарапав края машины. Даже прикосновение к оборудованию предателей вызывало у него ощущение запачканности. Хенрикос его плотью. Впрочем, ему было тяжело даже подумать о том, чтобы их снять, вне зависимости от причины. Вид бионической левой руки напоминал ему о предписаниях Ферруса, о те обыствовании, из-за чего он становился мрачным. И, видимо, только уничтожение врагов могло вывести его из этого состояния. Для Ксавина все было иначе. У него, по крайней мере, была надежда найти своего примарха и восстановить легион. Хенрикос видел пик данной из поля битвы, переданные сотней линз на каждый корабль железных рук в системе. Феррус погиб. Бессмертный оказался смертным. Вечный умер. После этого не осталось ничего, кроме гнева, ужасного, мучительного гнева, лишающего рассудка. Битва также повергала в ужас. Враги продолжали наступать, волна за волной, подогреваемые близкой победой. После этого следующим проклятием стало выживание. Было лучше умереть в бою, и Хенрикос выжил, только благодаря слепой удаче. Если бы он не встретил Ксавина, такого шанса у него никогда бы не было. Во время бессонных ночей были моменты, когда Хенрикос ненавидел Саламандра за это. В другое время он восхищался им больше, чем любым другим воинам за всю свою жизнь. Это Ксавин увел их к пустоту, руководя выжившими с невозмутимой и твердой решимостью. Он сохранял присутствие духа, даже когда его братья Саламандры взывали к самоубийственной мести. Ксавин был отличным примером уникального мировоззрения своего генетического отца. В другой вселенной Хенрикос с гордостью последовал бы за вулканом. Его сыновья почти во всех отношениях заслуживали восхищения. Но других вселенных не было, а верность Феррусу никогда не умрет, пока его собственная душа не сгинет в бою. Даже если бы он знал, что это случится очень скоро. Никогда не забывать, никогда не прощать. Железнорукий отключился от машины, споткнувшись о груду кабелей, которые ввелись у ее основания. Над легионером возвышалась круглая стена огромной и темной шахты. Хенрикос опустился на колени и активировал энергоблоки, которые он разместил вокруг машины. По силовым кабелям заструилась и зашипела энергия. За плазменными решетками полыхнули разноцветные вспышки. Откуда-то изнутри устройства раздался хриплый трест, а напоминающий орган выхлопной трубы выпустили кольца дыма. Некоторое время ничего не происходило. В охлаждающих трубках бурлила кровь. Между бронзовыми электродами на верхнем корпусе вспыхнули электрические дуги. Затем помещение начало медленно наполняться светом. Хенрикос отступил на шаг, тщательно проверив уровень радиации. Над легионером начало обретать форму светящаяся и вращающаяся плазма. Он уставился на нее, не в состоянии распознать схему. Письмена на стенах ярко засветились, питаемые энергией машины. Затем он понял, что делает устройство и почувствовал себя глупцом из-за того, что не догадался об этом раньше. Ксавин обратился он по воксу, отойдя дальше и пристально глядя в шахту. Думаю, тебе лучше прийти и посмотреть на это. Ясугей проснулся на серповидной луне в том же состоянии, что и всегда, с тех пор, как он покинул Чугорест. Лицо было покрыто потом, а сердца колотились. Последние остатки сна все еще не исчезли. Каждый раз они были одинаковыми, покрытая пеплом планета и хан, сражающийся с безымянной и безликой тенью. Ясугей постоянно просыпался в тот же самый миг. Когда пал хан? Каган никогда не сталкивался с врагом, которого не мог победить. Возможно, и Феррус тоже, прежде чем не встретился с Фулгримом. Всегда ходили слухи, подпитываемые молвой о совершенных злодеяниях, что примарх мог пасть только от руки другого примарха. Возможно, это даже было правдой. Ясугей убрал руки с колен. Он сидел в позе для медитации, надеясь, что старые приемы уменьшат его тревогу. Они не сработали. Случай с Ледоком потряс его. Он знал, что продолжал бы использовать разряды молнии, если бы Ксавин не остановил его. Продолжал бы, пока плот не стекла с лица несущего слова, а его крики не заглушила сырая кровь. Никогда прежде он не терял настолько самообладание. Убийство было одним делом, они были рождены для этого, а вот причинение боли, оно было свойственно варварству, это предшествовало единству. Тихо прозвучал дверной звонок. Ясугей поднялся и подошел к раковине в стене каюты. Открылась дверь. Я вовремя, спросил Ксавин, стоя в дверном проеме. Вполне. Саламандр вошел, немного наклонившись. Тот же сон? Да. Ты видел что-нибудь еще? Нет, то же самое, если у тебя есть мысли. Ксавин грустно улыбнулся. Похоже на Ноктюрн, в остальном нет. Ясугей плеснул воды на лицо, смывая пот. Насчет Ледока, я понимаю, поверь, мы должны решить, не слишком ли он опасен, чтобы оставлять живых. А как по-твоему? В данный момент нет, он все еще может быть полезен. Ясугей потянулся за грубым полотенцем. Но ты пришел не для того, чтобы поговорить о Ледоке. Хенрикос кое-что нашел. Вот оно что. Ясугей набросил плащ цвета слоновой кости. Прикосновение было холодным. Хорошие новости. Ты мне скажешь, ответил Ксавин. Они взяли шаттл. По всему корпусу серповидной луны копошились техники, исправляя повреждения, полученные при вар прыжке. слабый свет. Из всех кораблей в наилучшем состоянии был вар каудар, хотя несущие слова сделали все, чтобы осквернить его некогда гордые очертания. Длинный нос был покрыт глифами, из-за чего корабль выглядел почти как судно ксеносов. Итак, ты собирался рассказать мне о Никее, сказал Ксавин. Ясугей отвел взгляд от иллюминаторов. Собирался. Ксавин расслабленно сидел в каюте экипажа, положив и ожидая. Ясугей сделал глубокий вдох. Что ты уже знаешь? Только то, что известие об указе пришло быстро, и вулкан тут же ввел его в действие. К тому времени, когда нас дошли новости об иствовании Три, в нашем легионе не было действующих библиариев. Ясугей покачал головой, не веря своим ушам. Что вы сделали с ними? Ксавин пожал плечами. Они дали клятвы и вернулись в строевые части. Я не знаю, сколько пережили резню, может быть никто. А вы никогда, хотя бы раз не задумывались, что это безумие, что вы отказались от своей силы? Некоторые так считали, помню, были споры. Ксавин посмотрел на свои перчатки, но это был приказ от самого императора, мы верный легион. Надеюсь, остальные менее верны, не могу представить, что волки отказываются от своих жрецов. Ксавин одобрительно фыркнул, но там был Рус, на Никее неизвестно, он не выступал, хотя он и Валькодор были рядом, а все место кишело кустодиями. Ясугей прислонился к стене отсека, вспоминая, в тот момент я полагал, что это в самом деле дискуссия, арена была заполнена, тебе бы он понравился, Ксавин, вулканический мир, чей воздух был насыщен пеплом, прибыли миллионы людей, публика была колоссальной, в прямом смысле, было похоже на то, что весь императорский дворец перебрался туда. Ксавин слушал, Ясугею не нравилось слишком подробно вспоминать те дни, но он все равно продолжал говорить, пока его губы шевелились, в памяти возникали образы. Меня не должно было быть там, сказал он, это была роль для хана, он говорил об этом с другими, другими, в основном с Магнусом, а также с Сангвинием, их было трое, но не единственным. Сангвини всегда был восприимчивым. Думаю, в некотором смысле он был ближе всех к эфиру, но в этом вопросе хан всегда был с ним заодно. Он составил большую часть правил для Библиариуса, хотя его имя никогда не упоминалось в записях. Ксавин выглядел скептически, никогда не слышал об этом. Еще бы, улыбнулся Исугей, ты и не мог слышать. Как я тебе говорил, Магнус никогда не хотел Библиариуса. Он желал, чтобы каждый псайкер высвободил весь свой потенциал. Изучите его целиком, говорил он, ни ограничений, ни руководства. У тысячи сынов были тутиларии, которые порхали рядом и разговаривали с ними, хотя мы не видели их. Такие силы опасны и нуждаются в сдерживании, поэтому хан и ангел создали структуру. Они ограничили способности псайкеров. На Чегоресе мы называли эту практику путем небес. Сойди с него, говорили мы им, и варп поглотит твою душу. Значит, ты знал, что это опасно. Конечно, а что не опасно? Твоя Прометеева вера опасна, жизнь во вселенной опасна, мы балансируем на тонкой грани. Были те, кто считал нас колдунами, заслуживающими костра, и те, кто видел в нас богов. Ни одна из сторон не должна была выиграть этот спор. Но они выиграли, охотники на колдунов. Ясугей кивнул. После Никеи я долгое время полагал, что эту ошибку исправят. К тому времени, как мы узнали, что решение окончательно, легионы уже были реорганизованы. Так быстро. Ты не задумывался, что мы всегда с охотой отказываемся от своей силы. Как это случилось? Я выступил, печально произнес с Ясугей вспоминая. Не умела. Говорить пришлось на готике, и поэтому я справился не лучшим образом. Непонятно, откуда взялось чувство подавленности. Магнус тоже взял слово. Он сделал то, чего мы опасались. Зашел слишком далеко. Он никогда не понимал, сколько страха вызывал. Если бы он встал и сказал, мы знаем, что должны провести реорганизацию, знаем, что должны быть осторожными, тогда мы могли бы выиграть. Но нет, он поучал о знании и могуществе, изображая из себя пророка. Я начал волноваться именно в тот момент, когда услышал его слова. Кто выступил против? Жрец космических волков. Это было странно. Я подозревал, что он прибыл по какой-то другой причине, хотя, возможно, и нет. Дольше всех говорил Мартарион. Он наполнил амфитеатр ядом. Мартарион? Я даже не знал, что он был там. Не ожидалось, что это будет он. Я полагал, что говорить будет рус, или же ангрон. Но это был повелитель смерти. Он также был на уланоре, отбрасывая повсюду тень. У него темная душа, и то, что он сделал на Никее, только подтвердило мое мнение. Ксавин некоторое время размышлял над сказанным. Для меня странно, что его доводы взяли вверх. Ясугей кивнул. Для меня тоже. Я говорил Ариману, что мы будем оплакивать произошедшее, и так и произошло. Если мы переживем грядущие дни, и кто-нибудь спросит, кто убил Библяриус, его имя будет Мартарион. Он сделал это. Даже сейчас воспоминания приводила провидца буря в ярость. Эту ношу нельзя было взваливать на одних сынов. Хан должен был быть там, стоять вместе с ангелом и Магнусом. Никто не смог бы обвинить его в колдовстве. Вид выступающего примарха-воина успокоил бы остальных. Тогда почему он не отправился туда? Гор приказал ему отправиться на Чондакс. Ясугей уставился в пол, размышляя над тем, как мало он знал. В то самое время, когда готовился Нитейский совет, я поговорил с ним. Примарх размышлял над возможностью отказаться. Он мог так поступить, но мы оба считали, что на Чондакс уйдет несколько недель. В конце концов, там были только зеленокожие. Он печально посмотрел на Ксавина. Только зеленокожие. Значит, это был приказ Гора, повторил Ксавин. Любопытно. Тогда я тоже не подозревал, горько сказал Ясугей. У меня не было ни единой зацепки. Я в самом деле не верю, что Гор был совращен на Уланоле, иначе это стало бы известно. Если кто и не желал присутствия Хана на Никее, то это был не он. Тогда кто? Кто знает? Почему Чондакс был скрыт так долго? Почему в галактике по-прежнему бушует варп шторма? Почему погас свет императора, а говорящие со звездами ослепли? Вот правильные вопросы. Это все планировалось и в течение долгого времени. Ксавин поднял голову. Шаттл приближался к стыковочному отсеку варка удара. Они не добились полного успеха, сказал он. Некоторые из нас все еще живы. Твой оптимизм когда-нибудь иссякает хотя бы на миг. Ксавин улыбнулся. Оптимизм я бы назвал это иначе. Их накрыли тени, отброшенные бортами варка удара. Ясугей почувствовал мягкий удар выпущенных стыковочных штанг. И как же? Ксавин поднялся, собираясь активировать двери пассажирского отсека. Верой ответил он абсолютно серьезно. Буря мечей вышла из варпа на внешней границе системы и немедленно включила субварповые двигатели. Как только она отошла из точки прыжка, вслед за ней появились другие корабли флота. Прорванная пелена космоса задрожала, освещая темноту многоцветными коронами. Каждый корабль врывался в реальный мир и тут же разгонялся до полной скорости. Хан стоял на наблюдательном балконе буря мечей, сжав кулаки и пристально всматриваясь в передние экраны окулюса. На многоярусном мостике вокруг и под ним сервиторы и смертные члены экипажа молча и торопливо запускали системы корабля и развертки носового авгура. Циньца стоял рядом с примархом в окружении воина-ткешика. Все молчали и не шевелились. Хлынули данные, светясь рунами на кристаллических линзах. «Корабельные сигнатуры», мягко произнес примарх, «Скорее!» Далеко внизу был слышен характерный вой заряжающихся лэнс-излучателей. Палубы буря мечей задрожали, когда субварповые двигатели достигли максимальной мощности. Как только варп-ставни с лязгом открылись, а поле геллера отключилось, за передними иллюминаторами заструились пустотные щиты. Ни одной в пределах дальности повелитель раздался по воксу мостика голос Цзян Цу. На авгурной развертке сигналов нет, подтвердил начальник Сенсориума, суровый и умелый чагариец по имени Табан. А планета, спросил хан. Он был облачен в полный боевой доспех из ремчужно-белого керамита с золотой отделкой. У пояса висел клинок Дао, покрытые кожей ножны были инкрустированы рунами. Примарх ощущал боевое возбуждение. Будет в пределах досягаемости с минуты на минуту. Техножрецы в длинных красных мантиях стрекотали и раскачивались на постах Сенсориума, вставляя механо-дендриты в фидерные узлы и извлекая их. Циньца прищурился, изучая поступающие данные. Единственные сигналы поблизости несли отметки белых шрамов, разворачиваясь в боевой порядок в кельваторе буря мечей. Ничего, тихо произнес он, ни кораблей, ни энергетических следов. Хан кивнул. В такой крупной системе, как Проспера, должны были находиться тысячи кораблей, а также химические отходы, оставленные пустотными двигателями. Но внутренние маршруты от точки Мандевилля были чистыми. Примарх почувствовал тревогу и подавил ее. Я увижу это своими глазами. До того момента никаких решений. Планета вошла в пределы досягаемости носового сенсора. Замерцали размытые пик данные, которые сервиторы быстро настроили при помощи логических устройств обработки изображения. Она черная, произнес Цинь-Са. Вижу, ответил Хан. Проспера когда-то был жемчужиной мира, светло-синей сферой цвета таранской зари, с сиреневыми полосами и отблеском ледяных шапок. Из космоса планета выглядела чистой, нетронутой чрезмерной индустриальной застройкой, которая превратила тронный мир в серый шар из рекрита и железа. Теперь она была покрыта пятнами цвета сгоревшего угля. После того, как разрешение снимков улучшилось, Хан увидел огромные скопления несомых ветрами облаков, такие же густые и темные, как на Улан-Оре. Он сжал перила балкона. Есть сигналы? Ни одного повелителя. Хан чувствовал, как разгорается в нем гнев. Он был прав, прибыв сюда. Направляйтесь на орбиту, холодно приказал он. Сообщите флоту установить блокаду, затем приготовиться к высадке на планету, рассредоточиться и продолжить поиски. Если обнаружите хоть какие-нибудь фенресийские опознавательные знаки, даже в этом случае он на миг засомневался. Уничтожьте, прорычал Хан. Она черная, сказала Илья, уставившись в иллюминатор. Халджи не ответил, он был мрачен. Серьезно, Халджи, вся планета черная. Я видела планетарные записи Проспера, и он был прекрасен. Кто мог сделать такое с планетой? Легион, ответил Халджи. Легион мог сделать это. Илья почувствовала тошноту. Сколько людей проживало там? Это ты любишь числа Сы? Илья, возможно, могла бы припомнить данные из какого-нибудь источника, но знала, что не хочет этого. Проспера не был миром смерти, как Барбарус, сопляющихся за свои несчастные жизни. Планета была цивилизованной, урбанизированной, райской. На ней должны были проживать миллиарды, миллиарды. Ее горло сжалось от гнева. Они были покараны. Если это были кто-то из наших, они должны быть наказаны. Если это в его силах, так и будет. Мы должны узнать Халджи. Илья повернулась к нему. Мы должны узнать, кто это сделал. Мы уже знаем. Я не стану верить в это. Могли ксеносы зайти так далеко. Халджи покачал головой. Его обычную жизнерадостность как рукой сняла. Какие ксеносы? Все они мертвы или же вымирают. Не осталось никого, кто мог бы противостоять нам. Илья потрясенно вспомнила, что сказала то же самое во время первой встречи с ханом на орбите Уланора. Не осталось никого, кто мог бы противостоять нам, повторил хан. Я вот думаю, Юсугей, сколько раз и в скольких забытых империях произносили эти слова. Это высказывание казалось ужасающе пророческим. Она повернулась к иллюминатору и увидела отвратительный выжженный шар, повисший в космосе, словно могильный знак. Здесь для нас ничего нет, произнесла она дрожащим голосом. Мы никогда не должны поскорее убраться отсюда, вернуться, куда угодно, только подальше отсюда. Халжи положил огромную руку ей на плечо. Успокойтесь, мы получим ответы на поверхности. Она судорожно вдохнула и оперлась на край иллюминатора. Я не спущусь туда. Вам и не нужно, но Каган будет надеяться на вас. Флоту нужно руководство, мы уже получили приказы для развертывания. Илья не хотела это слушать. На этот раз ей хотелось, чтобы они занялись этим сами. На этот раз она чувствовала себя настолько старой, насколько утверждал Хрона. Отправь их на мой пост, сказала она рассеянно, не в состоянии оторвать глаза от иллюминатора. Будет сделано. Убедись, если сможешь, что блокада установлена по схеме Чан. Будет сделано. Как это закончится, халжи? Воин взглянул на нее без тени улыбки на смуглом лице с белым шрамом. Сы, это только начало, произнес он. К моменту выхода бури мечей на геостационарную орбиту над Тиской сомнений не осталось. К визуальным свидетельствам добавились данные по атмосфере и доклад Табана выслушали в мрачной тишине. Значительная тектоническая активность, повелитель, должил начальник Сенсориума, не отрывая глаз от инфопланшета. Уровень загрязнения атмосферы намного выше допустимого. По нашим предположениям, это результат массированной орбитальной бомбардировки, после которой были нанесены дополнительные удары. Дополнительные удары, заинтересовался Хан, какого рода? Неизвестно, мы работаем над этим. Уровень радиоактивного фона высок, но есть еще кое-что. Стопроцентный облачный покров, образовавшийся в основном из частиц от первоначальной фазы разрушения. Кислотный остаток Токсины широкого спектра присутствуют в смертельных дозах. В акваториальной зоне сильная вулканическая активность. Хан сложил руки, было сложно понять свои чувства. По какой-то причине он не был разгневанным, скорее оцепеневшим. Примарх ожидал, что будет раскрыт какой-то большой обман. Магнус мог быть способен на это. Кто, как не он, мог скрыть истинное состояние целой планеты? Жизненные показатели. Табан покачал головой. Невозможно узнать. Тогда мы отправляемся вниз. Мы не можем, повелитель. Хан сердито взглянул на него. Не можем, повторил Примарх, придав словам презрение, словно подобное препятствие могло остановить его. Табан сглотнул. Есть барьер, какой-то эфирный щит в верхней атмосфере. По-настоящему огромный. Мы уже провели симуляции. Транспортные корабли не преодолеют его, как и посадочные капсулы. Хан покачал головой. Невероятно, должен быть способ. Мир умирает, повелитель. Феномен увеличивается. Возможно, это результат случившегося. Нельзя уничтожить целую планету без последствий. Хан взглянул на Циньса, который ожидал приказов. Тот весь разговор молчал. Предложение Са. Циньса поднял голову. В тропосфере преграда, задумчиво произнес он. А что внизу? Сложно сказать, ответил Табан. Мы почти ничего не получили с поверхности. Но поле ограничивается верхней атмосферой. Так и есть. Циньса посмотрел через шестиугольное пространство мостика в сторону его задней части. 18 колонн из чистого адамантия окружали обсидиановую площадку, на которой была вырезана чагорийская руна отвращения. Хан проследил за взглядом своего воина, понял его предложение и одобрительно кивнул. Отлично, Са, сказал примарк. Начальник сенсориума предпринял последнюю попытку отговорить их. Луч будет нестабильным, возразил он. Возможно, мы не сможем забрать вас или даже поддерживать вокс-связь. Я полностью доверяю тебе, невозмутимо ответил Хан и повернулся к Кешику. Готовы? Циньца кивнул. По вашей команде. Хан потянулся за шлемом с золотым гребнем. Личину украшала маска дракона эпохи Кво в вычурных завитках. Отправь нас. Двенадцать терминаторов шагнули с наблюдательного балкона. А что с флотом? Спросил Циньца, надев шлем. Хасик справится с блокадой. Сообщи ему о передаче ее взяли. Циньца поклонился и Хан услышал тихий щелчок переключающихся вокс-каналов шлема. За ними торопливо шел табан. Воздух ядовит. Даже для такого благословенного исключительного дара, как вы, повелитель, пожалуйста, не снимайте шлем. Хан небрежно кивнул, заняв место в центре трансляционной решетки. Благодарю за заботу. Местность вокруг города нестабильна. При первом признаке активности «Ты будешь ждать моего приказа», перебил холодно Хан, следя за тем, как Циньца присоединяется к остальным. Табан поклонился. Некоторые данные были аномальными. «Если бы творец погоды установить точку высадки в центре города», приказал Хан, проигнорировав начальника и обращаясь напрямую к операторам телепорта. «Сделано, повелитель, активируйте перенос». Табан отошел, как и остальной персонал поблизости от телепортационного зала. На колоннах затрещало включенное силовое поле, ограниченное шестиугольным пространством между ними. Мостик скрылся за завесой извивающихся помех. Спустя секунду он исчез. Как обычно, по телу Хана пробежался холодок. На долю секунды у него возникло ощущение, будто он повис над бесконечной пропастью. Это чувство всегда странным образом успокаивало, словно он находился в родной стихии. Затем свет исчез. Примарх почувствовал твердую землю под ногами и настоящий воздух, отфильтрованный шлемом. Даже после обработки доспехом он ощущался грязным. Вокруг стоял его кешек, рядом находился цинь-са. Все они обнажили оружие, огнеметы, окутанные расщепляющим полем клинки, комби-болтеры. Хан не стал извлекать из ножен меч. Перед ним протянулась картина разрушение под темным небом. Языки молнии облизывали горизонт, а вдалеке трещал и рычал гром. Повсюду были видны искореженные стальные опоры и раскрошившийся ракрип. На фоне темных небес возвышались подобные скелетам остовы, опустошенных огнем строений. По обломкам носила пыль, собирающаяся в серые, напоминающие песчаные дюны. Вся местность слегка блестела в темноте. Хан опустился на колени и зачерпнул немного пыли. Меж пальцев осыпались крошечные осколки стекла. Высоко в небе плыли сплошным фронтом бурлящие облака. Кешик медленно разошелся. Сапоги воинов хрустели по обломкам. Тихий скрежет доспехов соответствовал образу планеты. Хан посмотрел налево. Среди руин поднимался остов огромной пирамиды. Ее грани были разрушены, боевой пес. Лежал на спине среди обломков. Броня почернела и покрылась пузырями. Он выглядел так, словно его опрокинули и сожгли. Все воняло сожженным металлом. Весь город смерделым. Сенсоры брони сообщили хану, что поверхность вокруг была все еще теплой от результата того апокалипсиса, что обрушился на Проспера. Стоявший в нескольких метрах циньца повернулся к Примарху. Куда сначала, Каган? Спросил он. Хан поднялся и позволил стеклянной пыли осыпаться на землю. Все погибло. Все библиотеки, хранилища, тайны. Если это в самом деле сделали космические волки, тогда, возможно, их мощь сравнилась с их же хвастовством. Здесь были пещеры, произнес он. Он говорил мне о них, под городом. Хан глубоко вдохнул отфильтрованный воздух, не обращая внимания на запах пепла, сохранившийся в нем. Начнем оттуда. Пятнадцать. Картография. Город мертвых. Якша. Первое, на что обратил внимание Ясугей, когда вошел в помещение, это свет. Он был повсюду, плясал по обсидиану и отражался от антенн машины. Ползли и трещали цепи сверкающей электрической энергией, постепенно поднимаясь в огромное пустое пространство. Хендрикос развел руками, когда вошли Ясугей и Ксавин. Разве не впечатляет? Трое легионеров стояли в тени устройства и смотрели вверх на проецируемую иллюминацию. Над ними мерцала колоссальная галактическая спираль 30 метров в поперечнике, отмеченная золотыми точками. Скопление колыхалось и мигало подрок от энергоблоков механизма. Звездный гололит, разочарованно произнес Ксавин. Чертовски большой, обиженно ответил Хендрикос. Ты знаешь, сколько энергии он потребляет? Ясугей подошел к краю машины. С шипастой железной конструкцией свисала группа медных сфер, каждая из которых потрескивала черными разрядами. Что это? Понятия не имею. Хендрикос подошел к нему. Думал, ты сможешь сказать мне. Я не технокузнец. Я знаю, но это не механизм. Во всяком случае, я такое вижу впервые. Хендрикос протянул руку к молнии, и та легко прошла сквозь керамид. Эта субстанция находится не здесь, не физически. Ни один из моих приборов не регистрирует ее, но она что-то делает. Пока железнорукий говорил, Ясугей разобрался. Источник молнии находился по ту сторону завесы. Где-то глубоко внутри машины направлялась варп энергия. Невозможно, произнес Ясугей, хотя его внутренние чувства утверждали обратное. Нельзя приковать к машине. Хендрикос фыркнул. Ну, они смогли. Мы оба видим это. Я надеялся, что ты разблокируешь ее. Она, безусловно, сконструирована для работы. К ним присоединился Ксавин. Волны света переливались на зеленом доспехе и сверкали на черных, как смоль, линзах шлема. Я бы этого не советовал. Ясугей медлил. Он чувствовал, как внутри машины бурлит эфир. Барьер между двумя мирами был тонок. Аппарат перед воином каким-то образом рассеивал его. Провидец бури следил за бульканием в охладительных трубках, видел пылающие на корпусе руны и размышлял о том, как несущие слова сотворили такое. Все, что у нас есть, это карта галактики, сказал Хенрикос, прохаживаясь по помещению. Машина способна на большее. Ксавин не отставал. Это колдовское устройство. Думаю, да. Думал, ты ненавидишь их. Хенрикос обернулся. Верно, я ненавижу все на этом корабле, но ты просил меня выяснить, что это такое, и я выполнил твою просьбу. Ясугей посмотрел на мерцающий, что впечатлял, но Хенрикос был прав, машину создали не для этого. Я могу проникнуть внутрь, тихо сказал он. Ксавин и Хенрикос повернулись к нему. Это безопасно, спросил Саламандр. Не знаю. Ясугей надавил ладонями на машину и наклонил голову, словно пытался расслышать физические звуки. Я слышу голоса, как в арпе, то, что слышат навигаторы. Надавил сильнее на металл, нечто живое. Для чего она предназначена, спросил Ксавин. Можешь сказать? Ясугей почти мог услышать, о чем думало это существо. Фрагменты мыслей пронеслись по сознанию легионера, такие же мимолетные, как солнечный луч по воде. Полагаю, это устройство связи, медленно произнес белый шрам. Дальнего действия, создано в эфире. Когда он убрал руку, ее покалывало. Действует по принципу говорящих со звездами, но более мощное и использует варп напрямую. Думаю, оно очень старое. Хенрика скивнул. Оно было создано раньше корабля. Устройство может помочь нам? Сомнением в голосе спросил Ксавин. Да, ответил Ясугей. Оно признает меня, я могу запустить его. Ксавин задумчиво подошел к ближайшей стенке машины. Ее поверхность покрывали кровавые каракули. Посреди полос был виден бурый отпечаток руки. У меня плохое предчувствие. Да, черт бы тебя побрал, взорвался Хенрикос. Ну и зачем мы захватили этот корабль? Тебе был нужен путь через варп. Они дают нам его. Но если ты хочешь отказаться... Я понимаю, Бион, невозмутимо перебил Ксавин. Я думаю, что мы делаем. Но есть другой способ. Железнорукий покачал головой. Ничего другого я не нашел. Если ты не хочешь активировать машину, значит мы должны уйти, уничтожить корабль и попытать счастье другим способом. Вот и все. Ксавин снова посмотрел на проекцию и очень долго не сводил с нее глаз. Ясугей мог сказать, о чем он думает. Несущий слово. Вот другой способ. Делай то, что должен. Наконец сказал тяжелым голосом Ксавин. Удовлетворенный Хедрикас отошел. Ясугей более тщательно изучил медные сферы. Медленно двигаясь, он протянул руку и коснулся поверхности. В тот же миг руку кольнул статический заряд. Провидец бури закрыл глаза. Тут же шум на грани его внутреннего слуха стал громче. Ясугей услышал какофонию получеловеческих голосов, шепчущих в его разуме. Сказанное имя не имело смысла. Словно младенцы или животные произносили незаконченные слова. Легионер видел своим разумом дымчатые сгущающиеся испарения, которые бурлили внутри конструкции. Затем, отделавшись от замешательства, он разглядел перед собой две руны. Они пылали ярко-красным светом, а их контуры расплывались. Смотреть прямо на них было непросто. Зади нарга выбрал левую и мысленно потянулся к ней. Бормотание немного стихло, и по внутренностям машины пронесся звук, похожий на шипение. «Ага!» отозвался Хенрикас. «Вот это уже более полезно!» Ясугей открыл глаза. На галактическую карту наложилась крайне запутанная паутина движущихся потоков. Она выглядела живой, напоминая сеть кровеносных сосудов. Миры выделялись различными светящимися тонами и обозначались рунами на неизвестном Ясугею языке. Звездное поле было пестрым и скомканным в одних районах, но ясным в других. «Это варп-маршруты», восхищенно произнес Хенрикас. «Каналы навигаторов должны ими быть, это основная сеть». Взгляд Ясугея проследил за светящимися вихрями. «Согласен!» миры. «Вот Терра, а этот Колхида». Варп-коммуникации извивались и расходились, как заилиная речная дельта. Некоторые шли прямо, а большинство заканчивались в штормовых колодцах. «Что этот растет над ультрамаром?» спросил Ксавин, указав на воистину огромную группу штормов, движущуюся единым фронтом по галактическому юго-востоку. «Они отрезаны», сказал Хенрикас. «Если не сейчас, то в скором времени», согласился Исугей. «И не только они. Посмотрите на барьеры вокруг Терры и Чондакса». Когда взгляд провидца бури остановился на системе, куда был направлен Хан, он заметил, насколько сильно рассеялась преграда. Барьеры в том районе Варпа выглядели странно. Они были почти геометрическими, словно вызванные по какому-то алгоритму. Они из-за волнения эфира. Каким бы ни было их происхождения, система Чондакс была полностью изолирована, хотя сейчас вокруг нее открывались многочисленные проходы. «Значит, они могут видеть конфигурацию варп-штормов», ответил Ксавин. «Полезно». «Сколько еще таких машин может быть?» спросил Хенрикас. «У Гесидиода нет ничего подобного. Что еще она может?» Ясугей улыбнулся. Страсть Хенрикаса к механике была его самой притягательной чертой. «Многое», ответил он, снова направив разум в устройство. Его мысли устремились ко второй руне, и по галактическому гололиту заструилась вторая сеть схем. Когда белый шрам снова открыл глаза, очертания слились в узнаваемые символы. «Клянусь кузней», прошептал Ксавин. Какой-то миг Ясугей не мог понять, что он имеет в виду, а потом постепенно узнал символы. «Эмблемы легионов», произнес он. Хенрика скивнул. «Боевые группы, экспедиции, боевые флоты, гарнизоны», он покачал головой. «Они знают слишком много». Но они не знали всего. Вблизи Теры не было никаких зарегистрированных передвижений, а некоторые легионы, например, гвардия Ворона и Повелители Ночи полностью пропали. Тем не менее, масштабы известного врагу пугали. Траектория движения Кровавых Ангелов была отмечена красным. Похоже, они направлялись в систему на самом востоке галактики. Ультрадесантники были блокированы у границ своей великой Звездной Империи, а через Варп Шторма прямо на них шли крупные соединения Несущих Слово и Пожирателей Миров. «Знает ли Желеман об этом?» шепотом спросил потрясенный Ксавин. Хенрика смрачно покачал головой. «Сомневаюсь, он так же слеп, как были все мы». Подробности были неполными. Некоторые из символов тускло светились, словно машина работала на основе неполной или ненадежной информации. У дисплея был скорее вид древнего манускрипта, чем инфопланшета. Значки были витиеватыми, символы загадочными. Некоторые были абсолютно непонятными, другие то появлялись, то исчезали. Тем не менее, данная информация была намного подробнее, чем любой из виденных Ясугеем галактических каталогов. «Как они это делают?» спросил Ксавин. «Ну, ни у одной авгурной станции нет такого радиуса действия», заметил Хенрикас. «Согласен», ответил Ясугей. «Они прослушивают варп. Эти флоты глубоко в эфире, их присутствие известно тем, кто находится здесь». Ясугей посмотрел на сектор Чондахс, он был пуст. Вокруг свирепствовали отдельные участки варп-штормов, последние угольки долгого пекла. «Так не пойдет», тихо сказал Ксавин. Он повернулся к Ясугею. «Этого не может быть. Они не могут просто знать подобные вещи, иначе война уже бы закончилась». Ясугей кивнул, проследив затянувшийся от Чондахса траекторией. Ему показалось, что он краем глаза заметил обрывочное эхо чигарийской символики и сосредоточился на ней. «Что-то Хенрика сфыркнул. «Молитва и просьбы?» «Не смейся», отозвался Ясугей. Его взгляд следовал за окольным маршрутом. «Назад к Чегоресу?» «Точно нет». Ксавин осторожно приблизился к медным сферам. «Творец погоды», позвал Саламандр. «Разве разумно оставлять машину включенной?» Ясугей снова услышал шипение и сразу же сконцентрировался. Он стремительно обернулся и увидел, что сферы сильно сверкают темной энергией. «Возможно и нет», ответил он, снова направив разум в сердце машины. «Скоро увидим». Его разум вернулся внутрь устройства, туда, где светились символические руны в тумане полуреальности. Он приступил к остановке процесса, и первая эмблема погрузилась во тьму. Шипение усилилось. Ясугей видел то, что походило на пару глаз, появившихся из миазмон. Прежде глаза, но только в видениях. Сердцебиение участилось. Провидец бури потянулся ко второй руне, закрывая ее разумом так, словно тушил пламя свечи рукой. Она не исчезла, продолжая интенсивно пылать. Затем медленно повернулась и уставилась на него. «Отключай!» услышал он издалека голос Ксавина. Ясугей еще больше сосредоточился. Руна упрямо оставалась на своем месте. Кольца дыма вокруг нее продолжали уплотняться, образуя очертания в наполовину присутствующем мраке. Из Бармотания выделился голос, единственный, звериный и безумный голос кого-то разъяренного и рвущегося сквозь пласты пассивности к своей добыче. «Отключай!» закричал Ксавин. Ясугей не видел, что происходило в помещении. Его разум еще глубже погрузился в варп-интерфейс машины. Из тьмы появилось лицо, вытянутая с широким лбом и обтянутая кожей цвета крови, квинтэссенция человеческих кошмаров. Оно встретилось взглядом белого шрама и в ее глазах отразилась вся боль, вся мука, весь ужас миллиона миров. Ясугей попытался вырваться и не смог. Существо видело его. Его злобные глаза прищурились, сверкающая плоть затвердела, а затем пасть растянулась хищным кошачьим оскалом. Смерть никогда не вызывала ужаса у сына Чогореса. До прибытия повелителя человечества она была повсюду. В кровавых междоусобицах, почетных убийствах, на охоте, из-за нужды, болезней. Люди степей относились к ней спокойно, не жалуя и не воспевая. Они не воздвигали мавзолеи убитым, но оставляли тела на волю ветрам и птицам падальщикам. В этом, как и во всем остальном, хан стал един со своей приемной родиной. Он столкнулся с сотней смертей, прежде чем прошла его неестественно короткая юность. Зрелость принесла еще больше кровопролития, совершенного в основном руками самого примарха, и он встретил ее с той же невозмутимостью. Джагатай никогда не горевал, смерть была порядком вещей, неизменным принципом вселенной. Ее следовало приветствовать, потому что она уменьшала болезни, забирала сильную душу. Прежде чем та могла стать слабой, смерть готовила почву для новой поросли. Шептали, что даже примархи умирали, даже боги. И тем не менее, смотреть на то, во что превратился радужный город Магнуса из стекла и кристалла было тяжело. Хан шел по хрустящей под ногами серебристо-серой пыли, глядя на хмурые облака, несущиеся над почерневшими остовами старых зданий. Над далеким северным горизонтом беспрестанно сверкали молнии, напоминая трещины в другой, чужой реальности. Периодически раздавался низкий рок от грома. Мир бился в конвульсиях к предсмертной агонии. Вокруг Хана развернулся веером его кешек. Воины двигались так же настороженно, как и примарк. Белые доспехи придавали им вид призраков во тьме. К ним уже цеплялась пыль, покрывая и пачкая бело-золотые доспехи. Окутанные энергией клинки терминаторов сверкали бледно-голубым цветом. Воины водили перед собой стволами комби-болтера, которые тихо выли, когда прицельные сетки проводили полузахват полуцелей. Тиска, которую Магнус некогда называл городом света, превратилась в призрак. Хан следовал во главе группы, непринужденно сжимая в правой руке клинок Дао. Его длинный испачканный пылью плащ на меху не колыхался. Дисплей шлема окрашивал путь впереди фальшивые цвета, хотя даже они не могли уменьшить гнетущее чувство абсолютной темноты. Облачный покров был настолько плотным, что вполне возможно белые шрамы пробирались по недрам какого-то колоссального шпиля улья. Впереди что-то есть, доложил по боксу один из терминаторов Кешика. Циньца поднял руку и воины остановились. Подробности. Терминатор ответил через несколько секунд Нет ничего, ложный сигнал. Такое происходило много раз. Сенсоры были бесполезны, обезумев из-за сильной радиации и атмосферных помех. Хан продолжал идти, он едва узнал некоторые здания. Они возвышались вокруг ползающих у их оснований бронированных фигур, а от сооружения остались только остовы с черными стенами и тлеющими внутри обломками. Примарк заметил среди руин старые обозначения, имперскую символику, проспарианские эмблемы ока, стилизованные свидетельства пиететов перед древними и тайными знаниями. Еще тела, доложил Циньса, когда они двигались по длинному бульвару, ведущему к центру города. Хан уже увидел их. Большинство были скелетами обычных людей. Их кожу и мышцы испарило какое-то ужасное оружие. В пыли уцелело несколько элементов доспехов, полусферические шлемы, наплечники, сапоги. Некоторые трупы были намного крупнее. Керамид сохранился лучше, чем панцирная броня. И многие детали алых доспехов полностью сохранились. У большинства были змеиные эмблемы 15-го легиона в золотых или сапфировых цветах. Они медленно разъедались под слоем токсичной пыли. И это отозвался Циньса, подойдя к оружию с длинным древком, частично засыпанным у кучи пепла. Воин вытащил клинок и стряхнул с него мусор. Я уже видел такое. Хан тоже. Оружие было золотым, покрытым многочисленными гравировками звезд и лун. Слишком тяжелым, чтобы смертный мог поднять его, не говоря о том, чтобы сражаться. Длинное черное лезвие на древке когда-то шипело расщепляющей энергией, а прикрепленный ниже болтер трещал отдачей. стороне они были, спросил с надеждой Цинь Са. Ты это знаешь, Са, ответил Хан и направился дальше. Он не хотел верить в это, всем сердцем не хотел. Чувства Джагатая Крусу всегда были смешанными, от уважения к воину до раздражения хвастовством и самозванной исключительностью. Однако совсем иное было видеть дело его рук, подтверждение заявлений, говорящих со звездами. Хан нашел правду, она была перед ним и была в самом деле горькой. Его сапоги задели светло-серый наплечник и тот слязгом откатился в сторону. Как и все вокруг, его поверхность была изъедена ветром. Примарх разглядел на изгибе все еще видимые руны, угловатые и фенрисийские. Ничего, пробормотал Циньца, который шел следом, ничего живого. По тону командира Кешека было очевидно, что он не видит смысла оставаться. Вне всякого сомнения, Циньца уже обдумал сделанные из увиденного выводы, куда им следовало направиться и с кем сражаться. Хан замедлился, старательно прислушиваясь. Он морганием отключил акустические фильтры доспеха и позволил улучшенному слуху делать свою работу. На какой-то миг, сквозь глухой гул энергосистем терминаторских доспехов и легкое шипение расщепляющих полей, ему послышалось нечто неуместное. Звук был похож на гул. «Я знаю, где мы», сказал примарх, глядя за пределы зубчатых очертаний разрушенных зданий. Слева поднимались зазубренные руины пирамиды, которая даже в разрушенном состоянии достигала сотен метров в высоту. В ее основании сохранилось несколько оконных стекол. Через пролом в окружающих стенах примарх увидел еще одну той, по которой они шли. 81 радиальная улица. Забавно. «И куда они ведут?» спросил Циньца. Энергетические поля двух клинков освещали нижнюю часть его шлема. «Храмам культов», сказал хан, двигаясь дальше. «Великим пирамидам, окулюму, ко всему». Они прошли мимо таких же скрюченных, высохших и разлагающихся трупов. Над белыми шрамами гремел гром, а вспышки молний обесцвечивали доспехи, придавая воинам вид серых призраков в магическом кристалле. Перед ними расширялась улица, на которой среди руин баррикады стояли шасси трех носорогов. «Оборонительная позиция», отметил Циньца, отпихнув кольца колючей проволоки, мало помогла им. Через несколько сот метров в месте пересечения с другими дорогами улица разошлась еще больше. Подобно реке, достигшей своего дельта, радиальные магистрали сходились в одну точку, широкую площадь. По мере приближения к ней легионерам открывался ее истинный размер. Под освещенным яркими вспышками небом раскинулось огромное пространство, напоминающее огненно-черное подобие равнин Родины. Наверное, когда-то площадь была вымощена и хорошо освещена, окружена прекрасными зданиями и заполнена людьми. Теперь остались только руины, остовы бронетехники, искореженные останки машин. Среди мраморных плит развернулись черные, как пустота трещины. Некоторые из них были достаточно широки, чтобы поглотить человека. В самом центре площади возвышалась одинокая колонна, сломанная на высоте около 50 метров. Каменный цоколь у ее основания сохранил легко узнаваемые фигуры. Одноглазая фигура в доспехе поднимала хан зашагал по площади в сторону колонны. За ним безмолвно развернулся кешик во главе с циньца. Примарх чувствовал, что земля под ногами становилась все более неустойчивой, напоминая тонкую кожу над пустотой. Трещины были повсюду, расползаясь от краев разломов, словно ищущие пальцы. Эпицентром этого ада была сама площадь. Вероятно, разрушалась кора самой планеты. Затем он снова услышал гул, похожий на жужжание крыльев многочисленных насекомых. «Вы слышите?» спросил он, остановившись под длинной блеклой тенью колонны. К этому времени кешик сильно рассредоточился, неуклонно пробираясь через руины. Нежизненных показателей осторожно передал циньца, не отметок сближения. Голос выдавал его неуверенность. Ее чувствовали все, чтобы показания доспеха не говорили. Хан повернулся к покрытой на поднималась в вечную ночь Проспера, а выше бесновалось пестрое небо. Затем снова раздался звук, в этот раз отчетливый, похожий на жужжание роя насекомых. Хан стремительно развернулся с клинком в руке и почувствовал, как под ним шевельнулись каменные плиты. Доспех по-прежнему ничего не фиксировал, ни целей, ни тел. К тому времени кешик тоже пришел в движение. Воины кружились клинками и болтерами на изготовку, разыскивая невидимого врага. Один из легионеров открыл огонь и звук стрельбы неприятно резанул слух. Глаза передал циньца, неожиданно бросившись через площадь, казалось бы в никуда. Отключить авточувство, использовать глаза. Хан моргнув отключил прицельную сетку и компенсаторы окружающей среды и площадь погрузилась в мрачный туман неусиленного зрения. И только тогда он увидел их, мерцающих в спектральном бело-синем цвете крупных членистоногих и крылатых. Десятки существенно поминали встревоженных духов, что поднимались из могил. Даже хлопья пепла оставались непотревоженными их появлением. Отчетливые очертания светились колдовским светом, несмотря на то, что их сердца были такими же прозрачными, что и стекло. Эти погибшие твари, даже будучи скрученными и сгорбленными, размерами вдвое превосходили терминаторов. У них были округлые тараканьи тела, рваные тонкие крылья и сегментированные конечности, которые тащились по земле. Причудливо разбухшие мозги, пульсирующие жутким светом между плотными черепными складками, выступали из отвисших жвал. Вырвавшись из расколотой земли, они рывками перемещались по воздуху, раскачиваясь так, словно были слепыми и изголодавшимися. Хан холодно взглянул на них. «Психоноен», сказал он, поднимая клинок. «Выходит, кое-что все-таки выжило». По доспеху Ясугея заискрила эфирная энергия. «Изэди», приказал он, подняв кулак. Глубоко внутри варп-контакта варкаудара поднялся кошмарный лик, продолжая скалиться. Ясугей увидел ряды игольчатых зубов, глаза без рычков цвета жидкого железа, вытянутый коготь. Тварь рычала и извивалась, раскачиваясь вперед и назад. Испарения вокруг нее редели. Руна сохранялась активированной, управляя машиной и истончая барьер между мирами. Казалось, контролируемая ею энергия растет, словно при форсировке двигателя. Ясугей сконцентрировал разум на руне. Она вращалась перед его мысленным взором, пульсируя подобно ране в материи вселенной. «Закройся», приказал он, затем еще раз, перейдя на Хорчин. «Ейкэнт!» Со звуком, похожим на скрежет, проводимого по стали ржавого железа, руна потухла. Ясугей с облегчением открыл глаза. Он повернулся и взглянул на галактическую карту. Она изменилась. Звезды стянулись в одно единственное скопление, похожее на рой светлячков. Золотистое свечение пылало все ярче. Двигатели устройства несколько раз издали отчетливый лязг, но мерцание продолжало усиливаться. Ксавин вытащил молот. Хенрикос болтер. «Ты можешь остановить это?» спросил Саламандр, не сходя с места и глядя на кружащий вверху туман. Ясугей обхватил посох обеими руками. Череп Адду у его верхушки пульсировал небольшими разрядами молнии. Все помещение вокруг стало тесным и влажным, словно в маленьком пространстве сжали слишком большой объем воздуха. «Машина отключена», заявил провидец бури. Хенрикос отошел назад. Но кое-что по-прежнему работает. Звезды приблизились, стремительно сливаясь. По своду прокатился, похожий на раскат грома звук, встряхнув защитную оболочку механизма и отразившись вверх по шахте. «Назад!» предостерег Ясугей, внезапно осознав, что происходит. Свет мигнув потух. Эхом отозвался звук, звездного поля, слилась в черный сгусток и ворвалась в реальность. Оно с грохотом рухнуло на пол и раскололось, словно яичная скорлупа. Появилось скелетообразное существо с вытянутыми конечностями, кроваво-красной кожей и длинными изогнутыми рогами. У него были те же самые глаза, цвета жидкого железа и игольчатые зубы. Оно было крупнее легионеров и двигалось рывками с неестественной скоростью. Тварь пригнулась, словно некая огромная и абсурдная насекомая, а затем прыгнула на Ксавина. Хендрикос выстрелил первым, но болты своем срикошетили от шкуры существа. Ксавин бросился навстречу, раскручивая молот. Нет, взревел Ясугей, слишком поздно, чтобы остановить Саламандра. Легионер впечатал боек молота в тело твари. Удар был идеальным, он должен был вонзиться в ребра, расколоть их и отшвырнуть существо со сломанной спиной. Вместо этого Ксавин отлетел от удара с резким треском смещенной энергии и выронил оружие. Его могучее бронированное тело врезалось в каменную стену, оставив выбоину и сбив пыль. Монстр бросился за ним. Его движения были размытыми и рванами, словно записанные на разбитых пикт-линзах. Существо приземлилось, пригвоздив когтями легионера. Пуская слюни, оно вцепилось в глотку саламандера, словно пес, разрывающий свою жертву. Ясугей навел посох. «Так вариджа!» выкрикнул он. Стремительная, как заряженный неон, серебристая молния вылетела из посоха и врезалась в существо, окутав его сверкающей вспышкой эфирного света и отбросив от распростертого тела Ксавина. она развернулась и завопила на Библиарии. Ясугей посмотрел врагу в глаза и от его злобы у белого шрама застыла кровь в жилах. Библиарий вызвал новую молнию и снова атаковал чудовище, отбросив его еще дальше. Энергия варпа была единственным оружием, способным навредить ему. Хенрикос, все это время продолжавший стрелять, опустошил магазин Болтера, но его снаряды не давали никакого эффекта. Ксавин лежал на спине Ясугей последовал за тварью. В его теле словно горячий и болезненный поток пульсировал эфир. «Сгинь!» заревел белый шрам на готике. «Прочь!» Еще больше разрядов впилось в тлеющую плоть существа. Оно ярилось, скользя по палубе и завывая от боли. Молния полыхнула и отразилась от его рогатой и шипастой спины. Ясугей добавил мощи, бросив все силы в атаку. Тварь напряглась для следующего прыжка, сражаясь с потоком нематериального пламени. Ее длинные конечности втянулись, шипастые плечи поднялись, а похожий на кнут хвост свернулся. Затем монстра разорвало на куски. Раздался оглушительный грохот, за которым последовал чудовищный порыв раскаленного воздуха. Разлетелись фрагменты костей и сухожилий, отскакивая от стен, а доспех Ясугея накрыли брызги густой желчи. Злобных воплей тварей. После чего пол засыпали последние ошметки потусторонней плоти. Хенрикос стоял неподалеку с пустым оружием, устаившись в эпицентр взрыва. В этот раз ему было нечего сказать. Ясугей настороженно огляделся, с тревогой ожидая появления из разреженного воздуха новых кошмаров, но помещение оставалось пустым. В нем только раздавался шум огромной машины и стояла вонь Гарри. И что это было, наконец произнес Хенрикос. Ясугей не знал. Он слышал легенды о существах, которые обитали в глубинах варпа, наделенных разумом грезах древних сил, но никогда не предполагал, что встретит их. Они не должны были жить и дышать в материальном мире, как и он не мог выжить в бурлящей среде эфира. Ты когда-нибудь путешествовал с навигатором, видел то же, что и они. Нам ни в коем случае нельзя было использовать машину, ответил Ясугей тяжело дыша. Мы знали, что несущие слова пали, но не предполагали, насколько глубоко. Кричащие, цепляющиеся за корабль. Хенрикос язвительно заворчал, но его прервал сухой кашель Ксавина. Он так и не поднялся на ноги. Обеспокоенный Ясугей поспешил к Саламандру и присел подле него. Насколько раны на шее через отверстие между шлемом и горжетом. Керамид был разорван. Прекрасная золоченая отделка испорчена следами зубов. Ксавин тяжело дышал. Кровь не свертывалась, забрызгивая доспех и обильно стекая на пол. Ясугей нажал на замок разбитого шлема и открыл его. Хенрикос пришел на помощь, аккуратно сняв шлем. Из перчаток железнорукого выдвинулись механо-дендриты, крошечные пилы и иглы. Как только Ясугей увидел лицо Ксавина, он понял, что они не понадобятся. Черные черты саламандра уже стали серыми, губы побелели, взгляд остекленел. Ясугей надавил рукой на рваную рану на шее, но кровь продолжала течь между его пальцев. Держись, брат, призывал белый шрам. Ксавин с искаженным от боли лицом схватил прохрипел саламандр. Между зубов потекла кровь. Нам не следовало это делать. Ксавин держался, крепко сжимая его руку. Теперь ты понимаешь, кем они стали. Воспользуйся знанием. Его голова откинулась, а взгляд расфокусировался. Ясугею стало не по себе. Брат, мне жаль. Просто воспользуйся тем, что узнал. Ксавин старался изо всех сил, чтобы выдавить эти слова. Грозовой колдун. Он мучительно ухмыльнулся. Найди своего хана. Саламандр закашлял, сплюнув сгусток крови. Спина легионера выгнулась. Он еще крепче сжал руку Ясугея и, наконец, обмяк. Под ним растеклось пятно темной, как масло крови. Ясугей минуту не двигался, потрясенный стремительностью произошедшего. Он высвободил руку из схватки Саламандра. Тело белого шрама все еще пребывало в боевой готовности, насыщенная сверхдозой адреналина. Но легионер несколько секунд не знал, что ему делать. Постепенно агрессивность сменилась отвращением. Кошмары, произнес он. Они выпустили кошмары. Он поднялся, а пол глухо лязгнула упавшая рука Ксавина. Ты никогда не встречал их там, на Истване? Хенрикос покачал головой. Я слышал рассказы. Никаких рассказов. Этот корабль должен быть уничтожен. Мы должны уходить. Хенрикос продолжал сидеть под Лексавина, держа в руке окровавленный шлем. И что теперь? Спросил железнорукий. Обратно в варп. Я видел, куда они направляются. Чегорес? Нет, Проспера. Хенрикос посмотрел на дымящийся силуэт машины. Если мы знаем, тогда и они тоже. Как они это делают? Как определяют местонахождение легионов во время их движения? Я не знаю, ответил Ясугей, чувствуя горечь от платы за те немногие знания, что приобрели. Не знаю. Почему ты называешь их ложами? Спросил Шибан. Такая традиция, ответил Таргун, надевая капюшон. Я должен носить его. Прежде всего. Шибан помедлил. Он чувствовал себя неловко и глупо. Более того, встреча была тайной по причинам, которые он все еще не понимал. Я знаю, сказал Таргун, это утомительно, но такой порядок. Там мы все равны, по крайней мере, после того, как дается клятва. Покажи свое лицо до этого момента, и тебя будут воспринимать по твоему званию. Шибан посмотрел на Таргуна. Со скрытым тенью лицом он походил на вора. Даже его шрам, метка легиона и единственное, что отличало их от остальных, не был виден. Это будет небольшое собрание, Таргун кивнул. Ничего грандиозного, они будут рады увидеть нового товарища. Сколько всего лож существует? Во всем легионе? Я не знаю, думаю много. Ложа соответствует духу воина. Мне говорили, что каждый четвертый сын города член ложи. Понятия не имею, так ли это на самом деле? Откуда тебе знать? Верно, готов. Шибан накинул капюшон на голову, чувствуя себя слегка нелепо. Таргун подошел к двери и нажал на руну входа. За открывшейся дверью показалось темное помещение. В колышущемся мраке находилось пятеро или шестеро воинов. Шибан вошел вслед за Таргуном и другие участники собрания расступились перед ними. Двери с шипением закрылись. Добро пожаловать, брат, сказал первый из собравшихся членов ложи. Ты привел свежую кровь. Таргун поклонился того, кто оказался достойным. Шибан занял место в кругу. Лица остальных были скрыты частично. При желании он, наверное, смог бы опознать некоторых. У воздуха был необычно сладкий запах, словно где-то неподалеку курился ладан. Все собравшиеся белые шрамы под сутанами носили доспехи, что было стандартной процедурой при ведении блокады, из-за чего выглядели массивными и непропорциональными. Добро пожаловать, незнакомец, произнес говоривший. Ты хочешь присоединиться? Наблюдай, отозвался Шибан. Это приемлемо, здесь нечего скрывать. Ты носишь капюшон. Приближается время для принятия решения, продолжил воин, обращаясь к остальным. Были получены ответы и разъяснения на некоторые вопросы. Теперь мы можем говорить более открыто, чем раньше. Все вы видели снимки планеты под нами. Кто теперь может усомниться в словах говорящих со звездами магистра войны? Наступил раскол, братья, о котором нас всегда предупреждал Каган. Теперь мы должны выбрать сторону. Наша задача гарантировать чистоту цели пятого легиона. Шибан внимательно слушал. Так вот чем было ложа, не нейтральным братством, но фракцией Гора. Он был немного удивлен такой открытости, но возможно это было наивно. Он чувствовал, как возле него напрягается торгун, словно озабоченный реакцией Шибана на сказанные ему слова. Желание тиранского хана вовлечь его в ложу было неподдельным и почти трогательным. Они верят в это. Связь поддерживается, продолжил говоривший. Верные братства уже ответили, а время для действий все меньше. По всему флоту идут приготовления, нам нужно быть готовыми. Видимый в тени капюшона рот воина расплылся в добродушной улыбке. Они идут, братья, они направляются сюда, на Проспера. 16 Пещеры Возрождение Все Еще Здесь Психоноин Джагатай слышал о них от Магнуса, но Алый Король говорил о существах из плоти и крови. Являясь продуктом странной, пропитанной варпом истории Проспера, они были недугом в остальном благодатном мире, поглощая разумы людей. Тысячи сынов охотились на них, изгоняя в пустоши, подальше от сверкающих шпилей. Теперь, как и все остальное, они превратились в призраков. Остатки живых ужасов, которыми некогда были. Только в отличие от остальной уничтоженной фауны, они сохранили частицу прежних желаний. Их абсурдные насекомообразные тела все так же парили, отвратительно расширенные черепа пульсировали ненасытной энергией имматериума, мандибулы, как и прежде, щелкали, огромные крылья все так же трепетали, а подергивающиеся жало изгибались под раздутыми брюшными мешками. Только сейчас психоноин были полупрозрачными и мерцающими, точно психические отголоски некогда губительных нейрохищников. Они появились по всей площади, зловещи выплывая из камней и шаря вокруг посеточными глазами. Кешик открыл огонь из комби болтеров. Но все, что сумели сделать их снаряды, так это привлечь внимание существ. Они начали фокусироваться на источнике шума. Он изогнулся в прыжке, чтобы обрушить Дао на голову чудовища и рассечь его до груди. Меч не встретил сопротивления. Хан по инерции погрузился в призрачное тело психоноин и содрогнулся от чувства абсолютного холода. Сердца учащенно забились, в ушах стоял сильный гул. У примарха возникло ощущение, будто из груди что-то вытягивают. Джагатай прошел сквозь призрака, споткнулся и упал на одно колено, тяжело дыша. Перед глазами плыли пятна. Хан развернулся, едва сумев поднять меч в защитную позицию. Существо снова приблизилось, прерывисто раскачиваясь. Оно наклонилось было к примарху, но промахнулось и легко вошло в землю слева от него. Оно не видит. Тяжело дыша, Хан отступил, по-прежнему чувствуя, как из него вытягивают душу. «Не позволяйте им коснуться вас», передал он по Воксу. «Они слепы, держите дистанцию». Еще больше психоноин поднялась из земли, паря над пеплом и руинами. Одно из них, видимо, почувствовало поблизости присутствие терминатора и устремилось прямо на него. Воин по имени Маджи, ветеран, оставивший кровавый след на сотни миров, выпустил идеально нацеленную очередь из комби болтера. Снаряды только искромсали руины за спиной существа. Психоноин атаковал, вцепившись в Маджи задними конечностями и наклонив раздутый живот, чтобы ужалить. Маджи ударил, погрузив клинок глубоко в тело твари, но без видимого эффекта. Психоноин вцепился длинным хоботком в шлем воина и светящийся кончик погрузился в кирамид. Маджи закричал. За столетия войны он никогда не кричал. Из аугмиттеров шлема в ночь вырвался ужасный рев чистой агонии. Комковатая материя втянула полупрозрачный хоботок, который раздулся и отвратительно изгибался. Схваченный призрачными конечностями психоноин Маджи застыл, выронив клинок и сильно дергаясь. Когда воина оторвали от земли, из замка горжета толчками ударила кровь. В этот момент один из воинов трое других занялись самой тварью, всаживая безвидимого эффекта в ее нематериальное тело болты. Хан почти добрался до своих легионеров, когда услышал над головой приближающийся гул. Он резко остановился и увидел, как к нему устремился огромный силуэт психоноин. Примарх почувствовал тот же озноб, что и раньше, словно ледяная рука сжала его легкие. Он инстинктивно нанес удар, вонзив клинок в раздутую ощущение, что с него сорвали доспех, а содранная с костей плоть рассыпалась прахом. Затем металл столкнулся с чем-то вязким и пронзил его. Психоноин отпрянул, щелкая от боли мандибулами, но не издавая ни звука. Существо затряслось, то расплываясь, то обретая отчетливость. Убедившись в его уязвимости, Хан продолжил атаку, вырвав клинок и нанеся удар в грудь твари. В этот раз лезвие меча достигло цели. Раненый Психоноин взорвался, превратившись в пылающее облако. Фрагменты сверкающей материи с пронзительным звуком разлетелись в вихре высвобожденной энергии. Вокруг примарха засвистела поднятая ударной волной пыль. По внутреннему двору прокатился звук бьющегося стекла, от которого раскололись плитки на расстоянии многих метров. Под действием взрыва земля под ногами Хана еще больше подалась, колыхаясь словно вода, а затем раскололась на куски. Пробежались острые трещины и под примархом образовался новый разлом, утащив его вниз с лавиной падающих камней и щебня. Он попытался ухватиться за край образовавшейся ямы и выбраться. Ему почти удалось, пальцы зацепились за узкий каменный выступ, и на секунду примарх подумал, что сможет удержаться. Затем плитка треснула и Хан сорвался. По линзам шлема застучал град камней. Сквозь грохот примарх услышал крики своих воинов и сводящий с ума гул психоноен. Затем все исчезло, растворившись в рокоте раскалывающихся камней. Хан стремительно падал, перед глазами расплывался ад обвалившейся земли. На ужасный миг у него мелькнула мысль, что он в его утробу. Но затем он врезался во что-то твердое. С глухим стуком продолжали падать обломки пород, засыпая его, пока он скользил дальше вниз, цепляясь за склон того, куда он приземлился. Системы шлема старались компенсировать царящую вокруг кромешную тьму, передавая размытые и вращающиеся образы подземелья. Медленно и с большим трудом Хан остановился. Камнепад продолжался еще несколько секунд, затем все стихло. Примарха засыпала по грудь. Каменная стена за его спиной была вполне крепкой, в отличие от остальной рыхлой массы. Он как смог напряг силы. Джагатай проделал долгий путь с поверхности. Забитый помехами дисплей шлема не показывал никаких данных. Начало расщелины не было видно. Сын императора почувствовал, что крепко застрял. Цинь Са! вызвал он по воксу телохранителя. Ответа не было. Примарх осторожно пошевелил рукой, ему чудом удалось не выронить меч, и из рыхлого щебня появился Дао. Линзы шлема стабилизировались. В серии размытых серых очертаний появилась окружающая местность, и он осторожно повернул голову, осматриваясь. От хана тянулись извивающиеся во тьме туннели. Некоторые были засыпаны камнями, другие частично свободные. Он увидел вверху слабые лучи света, без сомнения проникавшие через другие разломы, которые вели на поверхность. Землю вокруг примарха усеивали трещины и пустоты. Одна из них на уровне головы тянулась вправо, но при этом была узкой. Вдалеке он слышал отголоски других камнепадов. Са! снова вызвал он по воксу, осторожно выбираясь из обломков. Камни тяжело сместились, заполняя трещины вокруг примарха, и он отбросил их. Снова ничего. По вокс связи шипели помехи. Пространство вокруг было жарким и тесным. Он едва мог пошевелить руками, чтобы не задеть стены туннеля, и для продвижения вперед пришлось наклониться. Хан посмотрел вверх. Проем, через который он упал, через несколько метров исчезал из виду в поворотах и изгибах подземелья. Он задумался над своими шансами выбраться наружу и протянул руку. Камень раскрошился от его прикосновения. Из проема посыпалось больше обломков, отскакивая от доспеха. Не от шансов. Он снова проверил вокс, сигнала не было. Проверил дистанционные метки, целеуказатели, датчики угрозы и ничего не обнаружил. Хан отшвырнул последний булыжник у своих ног. Примарх некоторое время шел вдоль расщелины, которая тянулась вправо от него. По крайней мере, она указывала направление. И в этом странном подземном мире глубоких ям и трещин могла привести к чему-то большему. Джагатай шел, разыскивая пещеры, и нашел их. Сыньца попытался побежать, но волна расколовшегося ракрита едва не сбила его с ног. «Каган!» закричал он по воксу Кешика, варясь трескающейся и ходившей ходуном под ногами землей. По всей площади открылись разломы. Хлещущий гейзер метана поднялся на несколько метров, вспыхнув синим пламенем. Постамент колонны раскололся. Воины Кешика одновременно пришли в движение, пробираясь к трещине и не обращая внимания на вспучивающиеся вокруг них камни. Психоноэн который уничтожил их собрата. Маджи был мертв, у него не было видимых ран, но Психоноэн вцепился в него, окружив распростертое тело и погрузив в него хаватки. Двое воинов, пришедших к нему на помощь, были вынуждены отступить, больше не тратя боеприпасы на существ, которых нельзя было ранить. В тот момент, когда Циньца приблизился к поглотившей хана расселении, появились новые Психоноэн, направляясь к нему с безошибочным намерением. Сервомеханизмы доспеха активировались, и Циньца прыгнул на ближайшего врага, следуя примеру хана, он рубанул между грудью и основанием крыла. Идеально нацеленный меч, как и прежде, прошел сквозь существо. Когда рука белого шрама погрузилась в призрачную плоть, его парализовало. Психоноэн схватил его, погрузив щупальца во все еще движущееся тело. Застывший от сверхъестественного холода Циньца упал, чувствуя, как бешено колотятся сердца. Его разум оцепенел, словно саму душу белого шрама вырвали из тела. Психоноэн снизился, стрекоча и пуская слюни. Циньца отступал и безрезультатно рубил клинком. Хан каким-то образом сумел поразить их, но что бы он ни сделал, повторить это было непросто. Снова задрожала земля, по разрушенной колонии хлестнул разряд молнии. След за раздавшимся из недр земли громким рокотом расползлись новые трещины. Закричал еще один воин Кешика, как эмоджи, схваченный призраками. Мы не можем сражаться с ними. Отступаем, проревел Циньца, отшатнувшись от существа перед собой. Оно последовало за ним, так же неуверенно, как и прежде, ведомое несовершенным психическим чувством. Остальные воины не сразу отреагировали на приказ. Несмотря на высочайшую дисциплину, оставить место падения Кагана для них было анафемой. Они продвигались по пересеченной местности, по мере возможностей уклоняясь от атак психоноин и пытаясь добраться до обвалившейся трещины, которая поглотила их примарка. Попытка была обречена. Одно из существ атаковало, вцепившись в шедшего первым воина и вызвав уже знакомый крик ментальной агонии. Другой психоноин набросился на парализованное тело жертвы, пронзив призрачными щупальцами тяжелый доспех, словно пальцами воду. «Отступаем!» приказал во второй раз Циньца, безостановочно отходя по площади. В этот раз выжившие воины Кешика подчинились, преследуемые надоедливыми раями мерцающих хищников. Белые шрамы сплотились и, повернувшись лицом к приближающимся призракам, отступили к зияющим провалам разрушенной террасы у ближайшего края площади. Психоноин последовали за ними, все так же слепо раскачиваясь и не издавая никаких звуков, кроме бесконечного гула. Циньца окинул взглядом местность. Укрытий было достаточно, но они будут бесполезны, если не задержат тварей. Их зрение явно было дефектным или даже отсутствовало. Если бы легионерам удалось каким-то образом отделаться от тварей, то появилась бы возможность обойти их и вернуться к расселению. Дистанционный датчик Циньца потерял сигнал Кагана, и Воксканал молчал. Девять выживших терминаторов миновали периметр руин. Десятый воин, Джума, с отметками побед на наплечнике, был перехвачен за миг до этого. Боевые братья тут же попытались помочь ему. «Нет!» закричал Циньца, хотя ему было тяжело отдать такой приказ. «Держитесь вместе! Не останавливайтесь!» Воины подчинились и продолжили отступление в тень стен с выбитыми окнами. За их спинами от камней отражались мучительные крики Джумы. Легионеры протолкнулись внутрь, сбивая плечами сломанные каркасы старых дверей и пробираясь через разрушенные участки стен. Циньца лихорадочно размышлял, ничто не могло не навредить психоноин, не отпугнуть. На один ужасный миг он предположил, что рассказы о космических волках ошибочны. Возможно, именно эти твари опустошили планету, смяв все, что защитники противопоставили им. Белые шрамы ворвались в то, что некогда было огромным сводчатым помещением. Балки крыши все еще тянулись ввысь, разорванные надвое, как сломанные кости. С наклонившегося флагштока свисало изорванное и затвердевшее от пепла огромное знамя с эмблемой ока Магнуса. На противоположной почти целой стене кое-где сохранилась мраморная отделка. Пол усыпали огромные куски каменной кладки и стали, образуя естественные баррикады. Повсюду были разбросаны покрытые пылью тела, как смертных, так и космодесантников. Циньца остановился. Оставшиеся воины Кешека рассредоточились среди баррикад. Он услышал щелчки перезаряжаемых комби-болтеров. Психоноин следовали за ними. Они устремились прямо сквозь стены и колонны, сверкая, словно варп следы кораблей. На затененные руины пал нечестивый свет призраков. Циньца держал мечи поднятыми. По какой-то причине оказалось, что у меча больше шансов навредить им, чем у дистанционного оружия. Каган смог это сделать, возможно, дело в технике. Уже дюжины психоноин плавно приближались к ним, напоминая своей иллюзорностью медузы. За Кагана пробормотал Циньца, приготовив душу к испытанию. И тут он неожиданно ощутил рост колоссальной мощи. Секунду спустя все помещение наполнилось светом. Из-под психоноин полыхнуло пламя, словно вырвавшись из самой земли. Твари завыли и заметались, охваченные вихрем сверкающего пурпурного огня. Один за другим они взрывались громким звуком, раскалывающим землю. Взвились новые языки пламени, облизывая колонны. Хотя огненный вал длился несколько секунд, жар его был невероятным, а звук оглушительным. Исчез последний из призраков, оставив после себя только отголоски воплей и проблески призрачного после свечения. В помещении снова наступила тишина. Циньца огляделся вокруг, разыскивая источник. В этот момент он почувствовал новый всплеск энергии сразу за спиной. Белый шрам обернулся, но слишком поздно. Его руки онемели, скованные тонкими линиями энергии, которые протянулись от перчаток к плечевому сочленению. Он почувствовал, как огромная тяжесть сдавила оба сердца, замедляя его и лишая сил. Фигура валом доспеха вдавила в грудь циньца ствол украшенному символикой тысячи сынов. Пошевелитесь, и я убью его, громко обратился легионер ко всему кешику. Стволы полудюжины комби болтеров нацелились на незнакомца. Циньца миганием отдал братьям приказ отбой. Кто ты? Спросил белый шрам. Ревиэль Арвида, последний из моего легиона, а ты? Циньца, магистр кешика, пятый легион. Он посмотрел на болтер, даже с такого близкого расстояния он вряд ли пробьет терминаторский доспех. Воин пятнадцатого легиона сильно рисковал. Что здесь произошло? Легионер несколько секунд молчал. Он пристально посмотрел на окружающих его гигантов в белых доспехах, словно взвешивая варианты. Вы и в самом деле не знаете. Циньца почувствовал, как ослабла хватка на его руках. Мой примарх внизу. Вы не можете вернуться. Как нам добраться до него? Никак. Это место кишит ими. У Циньца сжалось сердце. Должен быть какой-то выход. Но ты можешь ранить их. Арвида покачал головой. Ненадолго. Психоноин привыкли умирать. Теперь они просто возвращаются. А почему вы здесь? Эта планета разваливается на части. Легионера тысячи сынов окутывала та же пульсирующая, сдерживаемой энергией аура, что и Исугея. Но он был ранен. Циньца расслышал напряженное дыхание. Мы прибыли, чтобы узнать правду, сказал он. Тогда Арвида засмеялся мрачным скрипучим смехом. Ах, правду! В этот момент с той стороны, откуда пришли белые шрамы, раздался гул собирающихся психоноин. Арвида спрятал болтер в кабуру. Они скоро вернутся, и я не смогу верь мне, это мой мир, или же он был таковым. Гул приблизился. Я чувствую его, он жив. Если ты останешься здесь, твой разум поглотят, а это никому не поможет. Циньца оглянулся. Через пустые рамы старых окон он видел сияние новых раев. Очень скоро они вернутся в поисках душ. Тогда веди, прорычал он, чувствуя горечь провала, вытащи нас отсюда. Ясугей в мрачном настроении направлялся в камеру Ледока. Из-за отсутствия у Хенрикоса навыков апотекария из лечения геносемени Ксавина прошло не лучшим образом. У провидца Бури возникло ощущение, что памяти Саламандра нанесли новое оскорбление. В его смерти не было необходимости. Она была вызвана гордыней и жаждой знаний, о чем Ясугей и предупреждал Аримана. Попадавшиеся навстречу Несколько кагитаторов переправили на Гесиот, но почти все остальное, включая смертный экипаж несущих слова, оставалось на корабле. Чем дольше Ясугей находился на борту, тем больше ему было не по себе. Гемон. Именно это слово на старом готике он до последнего времени не мог вспомнить. В Хорчине ему соответствовали Яома и Якша, обрывки старых историй, которые сумели пережить приход объединения и изгнания древних страхов. Они никуда подлоском технологической сверхдержавы. Ксавин заслуживал лучшего. Ясугею хотелось оказаться рядом с ним в момент, когда Саламандр найдет вулкана и его вера будет вознаграждена. Белый Шрам знал, как бы выглядела встреча примарха и его воина. Невозмутимый поклон, краткое приветствие, а затем снова за дело. Если бы весь Империум следовал Прометеевой вере, Порча никогда бы не пустила в нем корни. Белый Шрам подошел к двери камеры. На него настороженно смотрели стражники. Уходите, приказал Задьянарга. Они переглянулись, а затем снова посмотрели на него. Повелитель Я начал один. Уходите! Ясугей подождал, пока они исчезнут, прежде чем снова открыть дверь. Когда он вошел, мигнула лампа, отбрасывая на подвешенного пленника холодный стерильный свет. Ледок открыл глаза и снова улыбнулся. Вернулся продолжить, колдун? спросил легионер. А где другой? Его не будет, ответил Ясугей, закрывая дверь. Несущий слово пристально смотрел на него. Так что ты хочешь знать? спросил он. Ничего, Ясугей сложил руки, чувствуя первые уколы эфирной энергии внутри перчаток. Ледок покорно кивнул. Я гадал, сколько времени это займет. Ясугей презрительно взглянул на него. Ксавин был отличным воином и нравился мне. Не думаю, что он понимал, насколько все изменилось. Он встал перед Ледоком и поднял руки. Все меняется. Этот корабль скоро рассыплется на атомы. Ты тоже Ледок? Несущий слово не моргая пристально смотрел в ответ. Его щека все еще не зажила, покрытая коркой струбья взгнайниками. В самом деле нет вопросов огнем. Хан перелез через преграду высотой по пояс и протиснулся в отверстие за ней. Доспех задел камни и на примарха посыпалась пыль. Внутри шлема раздалось эхо тяжелого дыхания. Было ужасно жарко, стены туннелей давили, вынудив примарха согнуться в три погибели. Несмотря на несколько попыток найти путь на поверхность, он мог только идти вниз. Пространство под площадью было необычным. Оно представляло собой соты из тесных и растрескавшихся туннелей и пещер со следами недавнего землетрясения. Покрывавший поверхность планеты пепел был и здесь тоже. Вода отсутствовала, как и ее признаки. Раз или два примарх мельком замечал исходившее из некоторых расщелин тускло-красное свечение и обходил их стороной. Все время вниз. Некоторые туннели снижались постепенно, другие срывались крутыми уклонами ищебня. Примарх часто останавливался, прислушиваясь к биению своих сердец, пытаясь уловить хоть что-нибудь в окружающей его тишине. Психаноэм не последовали за ним, что радовало, но отсутствие какого-либо движения, кроме собственного, было гнетущим. Хан перелез через завал. Воздух на другой стороне был немного чище, а потолок туннеля выше на полметра. Хан сумел выпрямиться во весь рост и шагнул вперед. Тьма стала абсолютной, примарх видел только ложные контуры, передаваемые прибором ночного видения. Туннель расширялся с каждым шагом, жара усиливалась. Примарх прошел еще около 50 метров, пока не выбрался на открытое пространство. Последней преградой была зазубренная линия сталагмитов. Именовав ее, примарх оказался в пещере. Она была колоссальной. Огромный сводчатый потолок, напоминавший подземный собор, исчезал в темноте. Гигантские сталактиты блестели минеральными осадками древней влаги. В стенах зияли входы в другие туннели. Одни располагались высоко, другие на уровне пола. Круто вверх устремлялись террасированные, как в аудитории и сполосованные жилами металлосодержащие руды стены. Если бы джагатай шагнул в центр зала. Пыль приглушала звук шагов. Впереди во мраке появились огромные фигуры. Ему понадобилось некоторое время, чтобы разглядеть, чем они были. На полу лежали разбитые шестиметровые смотровые линзы. Вокруг них валялись медные инструменты. Все без исключения сломанные и покореженные. Вдалеке поднимался огромный цилиндр длиной с громовой ястрик. Его угловатый профиль уродовала длинная неровная трещина. Хан наклонился. Под пеплом и металлом были тела, человеческие, судя по росту, смертные. Они были обнажены, а их одежды сгорели. Не осталось ничего, кроме иссохшей плоти и голых костей. Он увидел безглазое высохшее лицо, которое смотрело на него из грязи. Поначалу примарх решил, что оно шевелится, но это был всего лишь обман темноты. Все были мертвы. Сынца был прав, на Проспера ничего не осталось. Ханс глупил, прибыв сюда, а еще большей ошибкой было спуститься на поверхность лично. Возможно, если бы они лучше постарались, то смогли провести сканирование с орбиты, а не высаживаться на планету. Он положил руки на колени и огляделся, и только тогда почувствовал это. Движение, постоянное легкое движение в пыли. Джагатай вскочил и стремительно обернулся. Фигура перед ним, так же и как и психоноин, испускала белое сияние. Вокруг ее призрачных очертаний мерцал холодный колдовской огонь. Как и при жизни, он был немного выше хана. Лицо было тем же самым, хотя его выражение выдавало бесконечную усталость и легкое смущение. Некогда безжалостный взгляд единственного глаза теперь был рассеянным. Хан безмолвно стоял, по-прежнему сжимая клинок. Он чувствовал, как колотится его сердце, а тело наполняется боевой готовностью. В этом не было необходимости. Когда фигура заговорила, ее голос разогнал все следы сомнений. Джагатай обратился Магнус. Его усталый голос отдавался странным эхом. Мой друг, как приятно снова видеть тебя. 17. Ответный ход Ввар Тупик Шибан быстро шел по коридорам Калджианы к личным покоям. Корабль гудел активностью и смертные матросы убирались с пути Хана, не обращавшего на них никакого внимания. Белый Шрам добрался до своей каюты и вошел внутрь. Его глефа висела на настенных креплениях в окружении благочестивых стягов. Он на миг взглянул на нее, словно впервые отметив баланс оружия. На подвешенных креплениям пергаментных свитках в стиле древних поэм были записаны значимые победы. Посмотрев на клинок один из отличительных видов оружия легиона, Шибан испытал смешанные эмоции. В прошлом это была бы только гордость. Теперь и услышанное им чувствовать то же самое было невозможно. Он отвернулся и включил панель управления над своим алтарем медитации. Закружился гололит доступа и Шибан синхронизировав системы доспеха с алтарем вызвал сводные данные по флоту. Хан он обернулся и увидел Джучи в дверях. Мы уже некоторое время не спарринговали. Я подумал может Шибан прошел мимо него и закрыл дверь. Что ты делаешь спросил Джучи. Не могу сказать ответил Шибан замыкая дверь. Джучи удивился. Не можешь сказать о чем. Шибан пристально взглянул на него. Не могу сказать. Озадаченный Джучи нахмурился. Хан ты в порядке? Шибан расслабился. Обмана не было. Джучи был прямым человеком энергичным охотником в лучших традициях легионов. Скажи мне что ты знаешь о воинских ложах спросил Шибан вернувшись к алтарю. В воинских ложах? Ничего. Ты знаешь о них? Джучи пожал плечами. Я слышал истории из других легионов. У белых шрамов ложь нет. Шибан фыркнул. Есть и очень много. Перед ним плясал гололит показывая отметки кораблей над Проспера. Они были развернуты по стандартной схеме блокады рассредоточившись по разным орбитам. Буря мечей занимала позицию над местонахождением организированного района планеты. Джучи подошел к Шибану. Что случилось? Один из убиток на Фемусе был членом ложи. Они среди нас уже долгие годы. Началось с Теран, но распространилось дальше. Воины встречаются тайком и строят планы. Как ты узнал об этом? Они пригласили меня в свои ряды. Холодно улыбнулся Шибан. Думали, что это заинтересует меня. Сказали, что я истинный воин. Кто пригласил? Помнишь, Тераня наччен Дакса, Братство Луны? Джучи кивнул. Он никогда мне не нравился. А мне понравился в конце. Ты должен доложить об этом Хасику. Хасик член ложи, вздохнул Шибан. Джучи тихо присвистнул. Тогда кто не входит в них? В этом и проблема. Джучи на минуту задумался. Есть что-нибудь, о чем стоит беспокоиться? Чего они хотят? Мы были слишком медленными, сказал Шибан. Каган был слишком медленным. Они уже сделали свой выбор. Когда наступит момент, они выступят разом, так же бесшумно, как и сейчас. Не понимаю. Они готовят легион, используют какую-то форму связи с магистром войны, по крайней мере с Чун Дакса, возможно даже еще во время боев. К моменту возвращения Кагана все уже может закончиться. Мы не знаем, предатель ли гор. В том-то и дело, мы ничего не знаем. Шибан оглянулся на Глефу и задумался, не взять ли ее с собой. Оружие привлечет внимание, но может пригодиться. Не нам принимать это решение. Как думаешь, зачем Каган нас привел сюда? Он уже долгое время на поверхности. Это его право, нам нужно действовать. Они пригласили тебя, осторожно произнес Джучи. Разве не станут следить за тобой, если они скрывались так долго? Время для секретности закончилось. Они раскрыли свои карты, зная, на что идут. Хан, Джучи остановил его. Хасик, Найон Хан, ты не можешь пойти против него. Я знаю. Тогда что ты будешь делать? Шибан безрадостно улыбнулся. Найду того, кто сможет. В пустоте пылал варкоудар. Его двигатели раскалились, а корпус терял атмосферу. Корабль медленно вращался во тьме, сотрясаемой вторичными взрывами. Зрелище было удивительно зловещим. Ясугей смотрел на пожары с наблюдательной палубы серповидной луны и думал о древних искупительных ритуалах. Изгнание Ягши всегда сопровождалось очищением огнем. Так было на протяжении всей истории пребывания людей на Чегорисе. Мы готовы, повелитель, произнес Лушан. Ясугей отвернулся от иллюминатора. Перед ним стоял, как всегда, предупредительный Лушан. В каком состоянии корабль? Спросил он. Серьезно поврежден? Навигатор? Против. Это и так понятно. Что с Гесиодом? Он получше. Уверен, что у него была определенная защита, по крайней мере, пока он не попал в наши руки. Ясугей все еще не мог избавиться от мыслей об увиденном. Несущие слова превратились из гордого легиона на передовой великого крестового похода, выродившуюся орду фанатиков, и при этом за очень короткий период. Их корабль представлял собой вместилище ужасов. Перед глазами белого шрама все еще стоял самоуверенный взгляд умирающего Ледока. Сыны Ларгара наслаждались тем, во что превратились. Ксавин заслужил лучшие смерти. Так ты отдашь приказ, спросил Лушан. Ты можешь совершить вард прыжок по готовности, сказал Ясугей. Следи за тем, чтобы во время перехода Гесиот оставался с нами. Лушан поклонился и вернулся к командному трону, чтобы приступить к работе. Оставшийся один на наблюдательной палубе, Ясугей смотрел, как безмолвные вторичные взрывы сотрясают варкоудар. По крайней мере, теперь они знали, куда направлялись. Демоническое устройство показало им, насколько огромными и сильными были варп шторма. Так же, как и ранее, быстро преодолеть их будет непросто. Гор не только переманил на свою сторону легионы. Он каким-то образом разорвал пелену между реальностями и наполнил галактику болью. Какая сила может сделать такое? Какая сила может разорвать небосвод? Несомненно, даже император не обладал подобной силой. И не Магнус или любой другой псайкер, колдун или ксенос, которые когда-либо встречались с Ясугею. На некоторые вопросы все еще не было ответа. Рядом с провидцем бури возник мерцающий силуэт Хенрикоса. Железнорукий предстал гололитической проекции в полный рост. Аугментированный доспех придавал ему сгорбленный вид, напоминающий краба. Последняя проверка, проскрежетал он. Ты уверен в этом? Я ни в чем не уверен, сын Медузы, но не стану оставаться здесь и ждать, пока война придет ко мне. Хенрикос одобрительно заворщал. Ты ведь знаешь, что враги тоже увидят эти проекции? Конечно. Они, как и мы, направятся к Проспера. Я понимаю, мы должны опередить их. Хенрикос дерзко рассмеялся. И погубить наши корабли. Этого не будет. Так я тебе и поверил. Ясугей сдержанно улыбнулся. У нас есть ты, мой друг. Верь в свои способности, как это делал Ксавин. Он повернулся к проектору, на котором удалялись вращающиеся обломки варка удара. А у тебя есть я. Мне всегда хотелось провести корабль через эфир. Навигаторы заслуживают уважения, но даже они могут научиться нескольким новым трюкам. Хенрикос искосо взглянул на него. Контур шлема железнорукова мерцал зеленым светом. Я не сомневаюсь тебе, творец погоды, но когда мы нашли тебя, ты понятия не имел о том, что произошло на Истване. Я должен спросить. Это событие уже испытало нашу верность. Почему ты считаешь, что когда мы доберемся туда, твой хан сделает тот же выбор, что и мы? Ясугей вздрогнул. но не все так просто. Мы все любили гора, Феррус любил гора. Иногда необходимая информация отсутствует, и к тому времени, как ты ее находишь, твой выбор уже определен. Он узнает правду. Тебе снилось, как он умирает. Брови Ясугея поднялись. Он не помнил, что говорил о тех снах Хенрикосу. Ксавин рассказал мне, пояснил железнорукий. Он беспокоился. Ты должен подготовиться, брат. Мы оказались в этой ситуации по вине примарков. Они не безупречные боги. Главный вопрос заключается в следующем. Насколько хорошо ты знаешь Хана? Ясугей мог рассмеяться в ответ. Он мог рассказать Хенрикосу о десятилетиях, которые провел вместе с Каганом, охотясь под синим небом, штурмуя рушащиеся стены дворцов, а потом направляясь в пустоту на первых звездолетах Пятого Легиона, устремляясь к границам галактики, где свет и ядра тускнел, а сама пустота мерцала чуждыми энергиями. Он также мог вспомнить разочарование Терры, близость к магистру войны. Ты призываешь, я прихожу. Ты не разозлишь меня, Бион, сказал Ясугей, и правильно сделал, что спросил. Позволь мне задать свой вопрос, если бы ты сомневался «Конечно стал бы, дело не в этом, а вот в чем. Когда мы пребудем на Проспера и окажется, что он выбрал сторону магистра войны, как ты поступишь?» У Ясугея не было ответа. Подобная вероятность была настолько вопиющей, настолько не укладывающейся в голову, что у него в самом деле не было ответа. «Как-то я спросил Ксавина», ответил Ясугей, что объясняет оптимизм. «Ты знаешь, что он ответил?» «Вера». Хенрико сфыркнул. «Мы оставили ее в прошлом». «Это так». Задин Орга смотрел, как на иллюминаторы опускаются варп-ставны. В последнем проблеске реального пространства, прежде чем запустить варп-двигатели, он мельком увидел гибель варка-удара, ставшего могилой для тех, кто верил слишком сильно. Но, возможно, нам стоит заново научиться ей. «Почему щиты опущены?» спросила Илья, сердито шагая по командному мостику буря мечей. Халжи нетерпеливо следовал за ней. «Мы потеряли точку телепортации Кагана и держим щиты опущенными в случае, если он потребует немедленного переноса. А что с остальными? Где циньца?» Вокруг нее на многочисленных ярусах и антресольных палубах просторного мостика лихорадочно работали на своих постах сервые слуги. С планетарных авгуров продолжали стекаться данные, большинство из них превышали безопасные параметры. «Мы работаем над этим ссы». Илья повернулась к нему. «Так не годится, я не по собственной воле взялась за эту работу, меня назначили. Тебе может это не нравится, но он представил мне полномочия». Халжи извиняясь, развел руками. «Как я сказал, мы работаем». Илья выругалась про себя, все это было глупо. Хан должен был видеть тектонические показания, знать об эфирном пламени вокруг опустошенной тропосферы Проспера. И тем не менее, он все равно отправился на планету. Из того, что она видела, планета могла погибнуть в любой момент, но флот по-прежнему висел на низкой орбите, с опущенными щитами и в разомкнутом строю. Все это было так своевольно, а ведь генерал так упорно работала, чтобы искоренить в легионе именно этот недостаток. Илья взглянула вверх, мимо полудюжины мраморных платформ и ограждений, туда, где находился Найон Хан Хасик вместе со своей свитой, техножрецами и командой мостика. В отсутствие Кагана он командовал линкором и одновременно флотом. Она не могла припомнить, что видела приказ о телепортации Найон Хана на мостик. Выглядит так, словно они ждут чего-то, пробормотала она. Что вы сказали, спросил Халжи, стоявший за ее плечом. Мы ждем встречи с другим флотом, вместо ответа задала вопрос генерал, подойдя к пиктографу и настроив запрос данных. Почему Гуан Джо сменил позицию? Халжи покачал головой. Все данные в вашем распоряжении Сы. эдетической памяти. Она ознакомилась и утвердила планы развертывания и знала, где именно и сколько времени должен находиться каждый корабль и кто его будет сменять согласно планам ротации. Ситуация меняется, пробормотала она, открывая несколько книг учетов. Личный состав перемещается между кораблями. Это в порядке вещей. Не в таких количествах нахмурило Силье. Халжи, кто-нибудь отдавал приказы об объединении братств подобно тому, как мы делали на Чундаксе. Об этом не знаю. Посмотри, она развернула обзорную линзу на медной опоре и показала ему. Ханы все время перемещаются и не только ханы. Отсеки шаттлов звездного копья необычно активны. Халжи изучил данные. Это было долгое путешествие, сказал он. Мы не обязаны контролировать полеты каждого шаттла, но я обязана. Она откинула назад волосы и открыла новые данные. Нужно сообщить Хасику. Где черт побери Каган? Мы должны отправить поисковую команду на поверхность. Мы работаете над этим? Да, я знаю. Вы воспринимаете ситуацию удивительно спокойно. Илья подняла голову и бросила взгляд на Халжи. Легионер был в шлеме, как и все находившиеся на мостике белые шрамы. Это было странно. Они обычно надевали их только перед самым боем. Халжи, халжи взглянул на нее. Он ответил не сразу, что само по себе не было на него похоже. Я не могу сказать Сы, ответил воин. Покои Нойонхана Джимулана были украшены таранскими и чогорийскими образами. Прямые мечи смешивались с талварами. Буквенное обозначение экспедиционных флотов с их хорчинскими каллиграфическими аналогами. Несмотря на чогорийское происхождение, Джимулан никогда не придавал такого же значения традициям, как хасик. Кожа командующего Орды Земли была темнее обычного, выдавая его корни из старых владений палатинов в пустой четверти, хотя длинный шрам на щеке был таким же отчетливым, как у остальных братьев. «Ты не из моей Орды», сказал он, с сомнением глядя на Шибана. В помещении они были одни. Отфильтрованный янтарный свет старого солнца Проспера падал на ковры Кво и алтарики Дании. «Верно», ответил Шибан, поклонившись в знак извинения. «Я бы не пришел, если бы мог найти другой выход. Повелитель твоего Орду Хасик, я не могу обсудить это с ним. В самом деле, я даже не могу представить причину». «Но Йонгхан, в регионе действуют воинские ложи». Джамулан поднял брови. «Что это такое?» «Они установили связь с магистром войны, сообщили ему о наших действиях. Они хотят принудить Кагана выбрать его сторону». Джамулан нахмурился. «Никто и ни к чему не сможет принудить Кагана». «Вовлечены многие ханы, они перемещаются между кораблями, готовясь к прибытию магистра войны. Хасик из их числа, как и остальные в группе управления. Насколько мне известно, лор, вы тоже член ложи, но у меня не было особого выбора». Найонгхан хорошо организованы, продолжил Шибан. «Они долгое время строили планы. Когда Каган вернется, то обнаружат, что легион готов ответить на призыв магистра войны». «Откуда ты это знаешь?» «Они приняли меня в свои ряды. Сейчас они действуют быстро, зная, что время выходит». «Значит, они допустили ошибку, посвятив тебя в свои тайны». Шибан замолчал. «Возможно и так». Джимулан нетерпеливо махнул рукой. «Выдумки». Он подошел к иллюминаторам. Вдалеке он увидел огромный силуэт бури мечей, едва различимый на черном фоне возмущенной атмосферы Проспера. «Думаешь, я бы не знал, если бы это было правдой?» «Они были осторожными». «Не совсем». Но Янхан повернулся и посмотрел на Шибана. «Не с тобой». «Все приготовления выполнены. Они считают, что сейчас их ничто не остановит». «Тем более, стоит быть осторожными». Джимулан покачал головой. «Легион рассадник слухов и тайных сговоров». «Как-то я слышал сплетню об истреблении таранских кандидатов для того, чтобы сделать Легион исключительно чагорийским. Многие мои офицеры поверили в нее настолько, что пришли ко мне поделиться своими опасениями. Это был абсурд, как и твой рассказ». «Я присутствовал на собрании лод и видел, что они делали». «Дай угадаю». Сидели сложа руки, говорили о революции, жаловались на бездеятельность командиров, мечтали о новых боях. Воины занимаются этим, как только получают мечи». Джимулан повернулся к Шибану. «Сейчас сложное время, мы многого не понимаем. Твоя нетерпеливость понятна, но ты должен верить в Кагана. Он прибыл сюда не просто так, он примет верное решение». «Я не сомневаюсь в этом», сказал Шибан. «Дело в легионе, он болен». Джимулан поднял брови. «Болен? Немного напышенно сказано, не считаешь? Вы не станете проводить расследование?» «Лицо Нойан Хана оставалось непроницаемым». «Нет, не стану, флот в боевой готовности. Каган скоро вернется, и я должен быть готов выполнить приказы». «Хан, сейчас неподходящее время. Возвращайся на свой корабль. Подготовь своих воинов. Неопределенности и так хватает, чтобы добавлять новую». Шибан колебался. Тон Джимулана не терпел возражений, и приученный годами тренировок воин был склонен подчиниться. «По крайней мере, возьмите это», сказал он, вручив Нойан Хану найденный на Фему С-4 медальон. Джимулан взял его, повертев на свету. «Что это?» «Знак. Джимулан пристально посмотрел на Шибана. Нойан Хан не привык, чтобы к нему обращались с просьбой. На секунду Шибан подумал, что он швырнет медальон обратно, но не сходил с места. В конце концов Джимулан сжал в кулаке кусок серебра. «Тебе пора уходить, Хан», холодно сказал он. «Я выслушал достаточно». Шибан поклонился. «Благодарю за...» Джимулан уже повернулся спиной. Джуча ждал снаружи. Что он сказал? Шибан не остановился, и они направились к отсекам шаттлов. Он не увидел проблемы. Я в этом не сомневался. Шибан промолчал. Надежда была слабой. Джимулан не обладал репутацией Хасика. Он не был с Легионом с самого начала. Не был так же близок к Кагану. Возможно, надежды на этот разговор с самого начала были завышенными. «И что теперь? Нам ждать возвращения Кагана?» Шибан покачал головой. «Нет, мы не дети». Он остановился. «Мы ждем ходов других и реагируем на них. С каких пор мы стали так поступать? Этим необходимо воспользоваться. Что ты замыслил?» «Буря мечей», решительно заявил Шибан. «Находясь на борту Калджиана, мы не можем ни на что влиять. Хасик уже там. Значит, нам тоже нужно быть там. Это означает неподчинение приказам». «Именно». Джучи улыбнулся. «Я так и знал. Мы соберем братство, всех шрамов. По крайней мере, они выступят против этого безумия. Как далеко это зайдет, Хан? Ты имеешь ввиду, на что я готов, чтобы остановить происходящее?» Шибан вспомнил о своей глефе Гуань Дао, той, что вручил ему Хасик на Вознесении. Она безмолвно висела в его каюте и ждала. Очень скоро оружие снова окажется в его руках. Хан вспомнил о последней битве на Чондаксе, когда увидел, с каким самообладанием и безупречностью сражается Хан. Словно само искусство боя обрело физическую форму. Тогда Шибан решил, что ничто и никогда не сможет сравниться с увиденным ни в воображении и ни в реальности. Вспомнил первую встречу с Ясугеем в родной степи. Вспомнил ветер, развивающий волосы. Все эти детали и создали его, как и весь легион. «На все, Джучи», сказал Шибан и продолжил путь. «Я готов на все». 18. Алый Король Корвид Сбор Хан долго не мог поверить в то, что говорили ему чувства. Дао был поднят, готовый атаковать, как и в случае с психоноем. Призрак перед примарком был таким же, как и те твари, полупрозрачным, сияющим тусклым светом, словно мерцающее и рваное изображение, передаваемое неисправным голопроектором. «Что ты такое?» настороженно спросил Хан. Дух задумался. «Пережиток», медленно произнес он. «Сон о чем-то уничтоженном». Он поднял нереальную руку и поднес ее к нереальному лицу. Материя, мысль, энергия. Мы узнали, что в конечном счете между нами нет большой разницы. Хан не шевелился, голос Магнуса был тем же самым, точь-в-точь, звучным, немного печальным, наполненным модуляциями тысяч диалектов. Его вычурный доспех был расколот, свисая фрагментами с тела Алого Короля. Плащ изорван, а одежды испачканы старой кровью. «Ты не Магнус», сказал Хан. «Может, не полностью», задумчиво ответил призрак. «Может и нет, но у нас одна душа, она важна. Я вижу твою, почти такую же, как и всегда, нетерпеливую, с недаемой обидой. Не думал, что снова увижу ее». Хан прищурился, схожесть была поразительной, почти завораживающей. Движение духа, проецируемая им аура, все было тем же самым. Фантом прошел по пыли и тяжело присел на корпус огромного бронзового окулема. Металл согнулся под его весом. Выходит, в определенном смысле призрак влиял на материальный мир. «Опусти свой меч», попросил Магнус. «Ты не сможешь им навредить мне, а я не собираюсь вредить тебе». Хан опустил клинок, но не стал прятать его в ножны. «Что здесь случилось?» Магнус устало улыбнулся. «Волки случились. Месть нашего отца, присланная с Фенриса. Они привели с собой также сестеры Вальдора. Какая жестокость. Вальдор — это машина. Рус, при всей его театральности, немного другой. В конце все произошло очень быстро. Хан чувствовал себя опустошенным. Услышать подтверждение всего того, что он увидел, было тяжело. «Не понимаю», спросил он, «почему они сделали это?» Магнус сделал глубокий вдох, из-за чего пыль вокруг него колыхнулась. «Не вини их!» Они делали то, для чего были созданы, как псы, натасканные на запах. По-своему, они были правы, поставив меня на колени. «Я совершил несколько ошибок. Ты предупреждал меня о некоторых из них, еще до того, как я отправился на Никею. Ты помнишь наш разговор на Улан-Норе?» «Тогда я должен был прислушаться, но я всегда хотел, чтобы слушали меня, к сожалению». Пока Магнус говорил, хан внимательно наблюдал за ним. Прежняя напышенность исчезла, сменившись мрачным смирением. Периодически его очертания почти полностью исчезали, затем слабо восстанавливались. Призрак балансировал на грани угасания, словно его присутствие поддерживалось неким поврежденным источником энергии. «Магнус», обратился хан, плохо справляясь со своей нетерпеливостью, «скажи прямо». «Ты был прав», сказал Магнус. «Ты был прав, и это главное. Я должен был спасти своих сыновей. Ты никогда не заключал такие сделки, как я, поэтому твой легион никогда не подвергался риску. Но вот тебе правда, нас всех обманули, всех до единого. Океан никогда не был милостивым, и он плел заговор против нас с тех пор, как мы только ступили в его воды. Чем величественнее душа, тем больше опасность. Гор был самым великим среди нас, и поэтому пал глубже остальных. Сказать прямо? Отлично. Гора поглотил Варт. Он переполняет тело нашего брата, разрушает его, гложет его изнутри. Были и другие, Эрик, Ларгар, но в конечном итоге решение было его. Гор не может спрятаться за ними, потому что они только тени в сравнении с ним. Хан приблизился, не отрывая глаз от лица Магнуса. Было сложно следить за ходом его мысли. Алый Король всегда высказывался странным иносказательным образом. Я пытался предупредить нашего отца, сказал Магнус. Это было моим преступлением, а то, что ты видишь, кара. Он оглядел покрытой пылью пещеры. Все было в гордыне, гора тоже поглотила гордыня. Видишь ли, Джагатай, проблема в том, что нас сотворили слишком хорошо. Мы узнали, что никто в галактике не мог противостоять нам, и мы, и только мы держим судьбу триллионов миров в своих руках. Поэтому боги ждали и наблюдали. Они поняли то, что не удалось нам. Примархов могут уничтожить только примархи. Только мы можем низвергнуть вечный империум, так как все остальное было уничтожено. Это Ларгар дал такое имя, изначальный уничтожитель. Магнус закатил в глаза. Прости, но Ларгар может быть занудой. Возможно, он и познал сокровенные истины, но в его генокоде столько же от раба, сколько и у остальных из нас. Хан, опершийся стрием Дао, на ракритовый пол присел на корточки. Теперь глаза братьев были на одном уровне. Это сделал рус, спросил примарх. Магнус кивнул. Так же основательно, как он делает все. Аго! Нет, брат, нет. Магнус немного раздраженно покачал головой. Разве ты еще не понял? Мы все всего лишь две стороны одной монеты. Большинство из нас бросили жребий. Осталось всего несколько. Тогда начнется игра. Я пришел к пониманию того, что боги требуют развлечения. Им необходимы борьба и испытания. Нам не позволили избавиться от своих демонов, потому что тогда наступит скука. А это единственное, чего боятся вечные. Одного за другим нас подготовят к тому, чтобы вцепиться друг к другу в глотки. Не думаю, что им нужен победитель. Полагаю, они хотят, чтобы мы сражались вечно, охваченные безумием, пока не погибнет вселенная. Магнус снова улыбнулся. Обычно улыбка была теплее, теперь она стала снисходительной, циничной. Из своего нового дома я вижу многое, сказал он. Я вижу, как все происходит. Ты один из последних, Джигатай. Они не знают, каким путем ты пойдешь. Ни один из них, и именно поэтому на тебя, наконец, обращен взор всей галактики. Не надо так говорить, холодно ответил Хан. Я никогда не принимал ничьей стороны. Примешься сразу, засмеялся Магнус. Верю, что ты смог бы, но ближе к делу есть только два пути. Ты можешь цепляться за останки Империума нашего отца и попытаться помешать лунному волку выбить дверь. Или же ты можешь вспомнить, каким был горд и встать подле него, чтобы принести ужас самодовольным. Первый шаг будет более лояльным, но и у другого есть свои достоинства. А как же ты? И тогда Магнус замолчал, словно вопрос только сейчас пришел к нему на ум. Я? А что я? Единственный глаз прищурился. У меня нет выбора. Я знаю больше кого-либо о том, что нас ждет на другой стороне. Думаешь, я рад этому? Это крах. Чтобы избежать его, я работал столетия, но наш отец не из тех, кто прощает. Я сжег все мосты, когда разрушил обереги над его небольшим проектом. Магнус косо взглянул на хана. Чем только не занимается наш возлюбленный отец, водится с ксеносами, восстанавливает древние технологии. Не считай, что он невиновен в происходящем, как и этот старый заговорщик Малкадор. Сейчас каждый выбор ошибочен, и все мы следуем одним и тем же путем упадка. Единственный вопрос заключается в том, кому примкнуть, и какая судьба менее неприятна тебе. Нет, хан снова поднялся. Кем бы ты ни был, ты не Магнус, ты даже говоришь не как он. Магнус пожал плечами. Верь во что хочешь, возможно, я не Магнус. Я привык быть им, это точно, но может быть, то, что считается моей личностью, не то, чем она была. Часть меня обитает в другом месте, на голой скале в другом конце космоса. Часть меня здесь, сохраняясь, подобно зловонию над трупом. Я не могу уйти полностью, еще не время. Думаю, сначала должно что-то случиться. Может быть, это ты, а может быть, ты никогда не должен был быть здесь. Я предпочитаю второе. Ты всегда был непредсказуемым. Я пришел, чтобы отыскать друга, произнес неприязнью хан. Думал, что бы ни случилось, я могу прийти к тебе за советом. Магнуса эти слова задели. Не будь строг, Каган. Здесь обитает только часть меня, прячась в тенях. Лучшая часть где-то в другом месте, размышляя над более возвышенными делами. Скоро он или я или мы примем решение. И какое оно будет? Я не знаю. В самом деле не знаю. Ларгар почти ежедневно просит меня, напоминает о том, что натворил здесь рус. Он думает, что мы родственные души. Очень трогательно. Магнус на миг замолчал и уставился на свои мерцающие руки. Тем не менее, иногда я все еще думаю, что может быть какой-то путь назад. Я вижу его в виде лабиринта, и все, что я должен сделать, это найти путь через него. Возможно, император простит. Если он пережил то, что я выпустил на волю, то может быть простит. Затем призрачный глаз Магнуса снова метнулся к хану. Ну а ты, Джигатай, каков твой выбор? Хан покачал головой. Мы те, кто мы есть, не рабы. Магнус засмеялся. Не самый лучший выбор, ты должен выбрать. Если то, что ты говоришь, правда, значит мечте конец. Каждый легион останется сам по себе. Так нельзя. Гор испорчен, император тиран. Верно подмечено. Тогда я ни за кого. Магнус снова засмеялся, хотя в его голосе слышалась горечь. Это похоже на огромную темную звезду, окольцованную огнем. Она притянет тебя шаг за шагом, пока не станешь вращаться вокруг нее вместе с остальными братьями. Даже у тебя, Джигатай, нет таких быстрых кораблей, чтобы сбежать от нее. Даже твои белые шрамы не уйдут. Хана тошнила от смрада смерти и пепла. Его клинок холодно блестел в почти абсолютной тьме. Мы можем уйти от всего живого. Но они не живые, не так, как мы. Я не лгу, брат. Выбери. Мы снова встретимся, как союзники или же как враги. Так что ты можешь решить прямо сейчас. Сбитый с толку хан пристально посмотрел на Магнуса. Кем ты стал? Спросил он. Не в состоянии больше скрывать ужас в голосе. Кем всегда был предначертан стать, ответил Магнус, печально глядя на него. Но у тебя все еще есть выбор, брат. Не ошибись. Когда-то помещение было великолепным. Впрочем, как и все те, через которые они прошли. Циньца остановился, обратив внимание на разрушенное убранство. Постепенно мысли о произошедшем на Проспера становились гнетущими. Орвида долго вел их через опустошенный город. Пока они шли, землю стало трясти чаще. Появлялись трещины, погребая уже разрушенные стены. Легионеры миновали провалы, которые уходили далеко вниз, и чьи глубины пламенели, словно расплавленное железо. Казалось, целые кварталы провалились под землю, исчезнув в дымящихся воронках. Они оказались среди руин огромной аудитории. Над воинами возвышались ионические колонны, поддерживающие наполовину разрушенный купол. Вдоль колоссальных стен тянулись мраморные книжные шкафы, хотя их содержимое сгорело до тла. Пол услали обломки, а каждый из трех дверных проемов был заблокирован импровизированными баррикадами. «Немного я могу вам предложить», сухо сказал легионер, хромающий походкой, подойдя к старому каменному трону в центре комнаты. У сына Магнуса был изможденный голос. Циньца и остальные остались на ногах. «Сколько времени ты здесь?» спросил глава Кешека. Орвида покачал головой. Без понятия. Он постучал по шлему. Хрона вышел из строя. Каждый день одно и то же. Теряешь счет. Циньца оглядел помещение. Возможно, старая библиотека. Он попытался представить, как она выглядела раньше. «Других нет?» спросил белый шрам. «Я никого не нашел». Легионер тысячи сынов поднял на него глаза. «Я был сержантом четвертого братства. А твое отделение?» «Погибло». «Что случилось?» «Я спрашиваю себя о том же». Орвида сделал долгий, отфильтрованный шлемом вдох. «Если ты хочешь знать, почему эту планету сожгли, я не могу ответить. Я прибыл после окончания боев. Поэтому я все еще жив. Но я бы предпочел сразиться с волками, погибнуть или пролить немного крови, чем прятаться в руинах, несведущей и бесполезной. Избегая этих существ? Да, психоноин. Или скорее тех, кем они стали. Они тоже изменились, стали осколками, призраками. Проспера затянула в эфир, чего и следовало ожидать. В небесах пылает аура. Это последствия катастрофы. Иногда я слышу голоса погибших. Поначалу я следовал за ними, надеялся на что-то, затем перестал. Теперь остались только голоса. Я даже не думаю, что они в самом деле существуют. Циньца внимательно наблюдал за Орвидой. Сила колдуна была огромной, даже для ему подобных, но он говорил едва ли не шепотом. «Когда ты в последний раз ел?» Как я и говорил, Хрона отказал. Давно. Циньца дал знак одному из воинов Кешика. Тот открыл отсек доспеха, вынул пищевой контейнер и протянул Орвиде. Легионер тысячи сунов взял его и вложил в отсек под нагрудником. Механизмы доспеха сделают остальное, медленно введут питательные вещества в кровь, восстановив то, что было необходимо, по крайней мере физически. «Ты знаешь, что нам нужно вернуться», сказал Циньца. «К своему примарху я бы не беспокоился за него. Он может сражаться с ними. Трон, да, он был создан сражаться с ними». Орвида медленно покрутил плечами, словно ощущая, как к истощенным мышцам возвращается чувствительность. «Я пытался выбраться отсюда. Внизу что-то есть. Единственный оставшийся источник энергии. Они каждый раз отгоняли меня. Что там?» Уроженец Проспера пожал плечами. Под площадью отражающие пещеры. Возможно, часть Магнуса все еще существует там. Он многое создал, включая врагов. Циньца проверил дисплей шлема. Связи с флотом по-прежнему не было, но воин мог бы передать пакет данных. «У нас корабли на орбите, целые братства. Если нам нужно прорваться, он вернется. Не рискуйте жизнями. Убраться с этого мира единственный выход». Орвида посмотрел на Циньца и что-то во взгляде выдало его отчаяние. «И возьмите меня с собой». Командир Кешика снова проверил Вокс-связь. «Если я получу сигнал, то вызову подмогу», сказал он. «Но когда ты восстановишь силы, мы вернемся на площади. Я не оставлю его». Орвида кивнул, словно знал, что собирался сказать Циньца, прежде чем тот это сделал. «Отлично, как хочешь, но дай мне немного времени. Мне оно необходимо, если ты хочешь получить хоть какой-то шанс. Я не перит, это не моя дисциплина. И какая же твоя?» Орвида сухо и горько рассмеялся. «Видение будущего», ответил он. «Оно пригодилось, не так ли?» Таргун шагал по посадочной палубе звездного копья к ждущим на рельсовых направляющих грозовым птицам. Легионер был облачен в полный доспех, лицо скрыто за угловатым шлемом. Рядом шествовал аналогично экипированный Хибу-хан. За командирами шли сотни воинов их братств, лязгая ботинками по палубе. «Он провалился», сказал Хибу. «Ты о чем?» спросил Таргун. «О твоем плане. Братство бурит». Их хан встречался с Джамуланом. Хасик недоволен. Таргун почувствовал укол гнева. Это была его просьба. Хибу тихо рассмеялся, хотя смех за вокс-решеткой отдавал металлам. «Это не имеет большого значения. Известия уже разошлись. На десятках фрегатов идут споры. Шибан всего лишь один из несогласных, но скоро их станет очень много». Что ему сказал Джамулан? «Кто знает, события разворачиваются слишком быстро. Хасик завладел бурей мечей, а я захвачу Чинзар. Если в наших руках окажутся капитальные корабли, остальные подчинятся». Таргун повернулся к Хибу. «А что с Каганом? Что ты имеешь в виду? Если он не увидит истину». Хибу усмехнулся. «Ты слышал доводы говорившего? Гор и Каган всегда придерживались одних взглядов. Что он может сделать, если его флот будет единодушен? Он согласится с тем, что мы сделали. Увидит правоту в наших действиях». Хибу повернулся к нему. «Ты сделал свой выбор. Не сомневайся в нем, брат. Он был верным». Таргун знал это. Он сделал свой выбор очень давно, когда до него дошли первые слухи о ложах. Это был шанс создать из Легиона то, чем он должен был быть. Сокрушительную силу, сравнимую с хваленными сынами гора. Только скованную, более могучим и благородным разумом, нежели был у ветреного хана. Только сейчас, когда последние стадии долгой игры приблизились к финалу, его решимость дала небольшую трещину. Почему-то у него из головы не выходил взгляд, которым смотрел на него Шибан после последнего собрания, разочарованный, даже недоверчивый. «Это удел Легиона», продолжил Хибу. «Каган в глубине души знает это. Все, что мы делаем, помогает осуществиться тому, что должно». Впереди зияли огромные пустотные врата ангара, освещенные габаритными огнями. Разбившись на отделение, воины поднимались по рампам на свои грозовые птицы. «У тебя есть приказы», сказал Хибу, повернувшись к Таргуну, а затем направился к собственному штурмовому кораблю. Таргун кивнул, он всегда чувствовал себя отлично перед боем. Тело быстро реагировало на стимуляторы и боевые гормоны. Но сейчас было непросто ощутить ту же эйфорию, как бы ему этого не хотелось. «За империум, брат», сказал Таргун, изображая знак Аквилы. Хибу ответил тем же. «За». Он замолчал. Неожиданно система шлема передала данные Абгуров с буремечей. Он знал, что каждый член ложи видит то же самое. От вида светящихся рун у него возникло странное ноющее ощущение в желудке, напоминающее предвкушение. Хан Братства Рассветного Неба посмотрел на него и рассмеялся. Он хлопнул Таргуна по наплечнику. «Радуйся, брат», сказал он звонким от волнения голосом. «Мы призвали, и он пришел». Таргун посмотрел на сигналы, которые все еще находились на границе системы, но уже приближались. Сначала их было три, затем показались еще четыре. Легионер почувствовал эйфорию Хибу и задумался, почему он старался сравнить ее со своей собственной. «Понимаю», отозвался Таргун, стараясь, чтобы его голос звучал непринужденно. Легионер вспомнил залитую струями дождя эмблему волка и луны, которую видел целую жизнь назад на другом конце галактики. Он здесь, он, наконец, здесь. Шибан шагнул к балкону, возвышающемуся над основной палубой сбора колджиана. Доспех сиял, отражая льющийся сверху свет фонарей. После Фемуса техножрецы и сервиторы арсенала привели его в идеальное состояние, и на нем не осталось ни следа от того проклятого мира. Белый шрам едва ощущал вес сжатой в руке глефы. Братья, обратился Хан к почти пятисотням воинам, выстроившимся по отделениям перед ним. Облаченные в белые доспехи, легионеры молча ждали. Все вы слышали слухи, которые ходят по легиону. Все вы слышали, что мы теперь брошены на произвол судьбы, что император лицемерный тиран, гор предатель, а верность любой из сторон сомнительна. Некоторые из вас сложат свое мнение, вы можете отстаивать его или же оставить при себе. Шибан внимательно рассмотрел ряды воинов и ощутил тихий прилив гордости. На него смотрели чагарийские руны, плотно выгравированные на пластинах цвета кости. Каждый символ был шедевром каллиграфии. Над ними висели знамена братства, эмблема молнии ханов, символ бури, длинные списки последних боев. Все, что, как нам казалось, мы знали, оказалось ложью. Теперь брат сражается против брата. Вы можете увидеть через иллюминаторы, к чему это нас привело. Проспера превратился в выжженную пустыню, и обратного пути больше нет. Джучи стоял рядом, надежный как гранит. Шибан был рад его присутствию. Джучи никогда ни в чем не сомневался, никогда не оспаривал приказ. Он был образцом верности. Месть засодеянная последует, продолжил он, и мы примем в ней участие. Но пока правит Каган, новой охоты не будет. Все вы, пройдя вознесение, нанеся себе отличительный шрам, приняли это. Мы не бойцы, готовые убивать по собственному желанию. Мы легионеры, мы воины орду Джагатая. В зале сбора звенели усиленные воксом слова. В тускло мерцавших в полированных стенах из мрамора и янтаря отражался доспех хана. Снизу раздался глухой звук и вой ангарных подъемников, готовящих спидеры братства. Не все боевые братья чувствуют то же самое, продолжил Шибан. Некоторые пытаются предвосхитить приказ. Они работают долгое время, получая информацию за пределами легиона, доверяя слуху чужих, которые не понимают наших обычаев культуры. Он вспомнил энтузиазм Таргуна, его веру. Не в первый раз Шибан задумался, почему-то ранен и рискнул пригласить его. Он должен был знать о вероятности отказа. Было ли это высокомерием, или он каким-то образом искал поддержки? Они могут быть правы, братья, они могут быть правы, заявляя, что магистра войны предали, и теперь ему нужна наша верность, а также суть проблемы, никто из нас не знает. Только один в этом легионе обладает властью направить нас на войну. Он молчит, и поэтому мы должны ждать. Шибан почувствовал, как подскочил пульс. Воин приближался к поворотному моменту. Времени все меньше, ложи призвали магистра войны, и он ответил. Половина флота уже встала на его сторону. Из-за небольшой кучки многие братья остаются в неведении. Шибан не повышал голос, говоря мягким вкрачевым тоном, как его научили в бытность кандидатам в хумкарте. Но он вдохновлял братьев твердостью. Они должны были верить в него и идти за ним, как это было на Чондаксе, Фемусе, Уланоре, и в этот раз убедить их будет непросто. Это выпало нам, братья. Время для споров прошло. Они сделали свой ход, поэтому мы вынуждены сделать свой. Мы прижаты к стене и должны действовать. Мы должны отвергнуть отданные нам приказы, чтобы гарантировать независимость легиону. Он глубоко вдохнул, момент настал. Братья, Найонхан Хасик контролирует бурю мечей. Оттуда он управляет легионом в отсутствие Кагана. Ему нельзя позволить принимать решение за нас. Вот почему я призвал вас сюда. Это значит принять роль отступников, по крайней отвергнуть нас. Это значит поднять оружие против собственных братьев. Мне не нужно говорить вам, что никогда прежде в рядах белых шрамов не происходило подобного мятежа. Мы рискуем нашей честью и можем заплатить за это своими жизнями. Шибан крепко сжал рукоять Глефы. Я не могу требовать этого от вас. Мы будем сражаться не с ксеносами. Нам противостоит наш собственный народ. Все что я могу сделать это попросить вас верить мне. Я вел вас по галактике во имя великого крестового похода. Мы принесли согласие с сотней миров и заслужили славу имени белых шрамов. Все это время вы следовали за мной, братья. Вы выслушали мою точку зрения. Он прервался всего на один стук сердца. Пойдете ли вы за мной? Не было ни колебаний, ни косых взглядов или недовольного ворчания. Как одно целое воины братства бури вскинули свои клинки. Пять сотен глев, толваров и силовых булав поднялись вверх. С треском ожили синие расщепляющие поля. Каган заревели они в унисон, и этот звук отразился от высокого сводчатого потолка зала. Шибан салютуя поднял свое оружие. В груди колотились сердца. Время пришло, и выбор был сделан. Назад пути не было. Каган снова заревели воины, размахивая оружием в ритуальном приветствии. Перед ними стоял Шибан с поднятой глефой, наслаждаясь их непоколебимой верностью. Итак, ты получил ее, хан, обратился по Воксу одновременно впечатленный и настороженный Джучи. Ты начал собственную войну. Не мы начали ее, мрачно ответил Шибан, но все же сделаем ее своей. Девятнадцать Возвращение Братство Буря Разрыв в облаках Под ногами хана ракотала земля. С тех пор, как он оказался в отражающих пещерах, толчки становились все сильнее. По высоким стенам извивались трещины, и все больше пыли осыпалось на устланный ею пол. Вся пещера была испещрена входными отверстиями туннелей. Некоторые все еще были украшены старыми церемониальными арками, другие превратились в груды обломков. Значит, отсюда можно выбраться, подумал Джагатай, расхаживая перед сидящим Магнусом. Внутри кипели разные эмоции, в основном гнев, но также и вина. Я должен был отправиться на Никея вместе с тобой, сказал Хан. Магнус с сомнением посмотрел на него. Возможно, началось там, но я не знаю, помогли бы ты, Джагатай. Сколько наших братьев доверяют тебе больше, чем мне? Мне помешал приказ Гора, пояснил Хан. В самом деле это не совпадение, мне не позволили вмешаться, я уверен в этом. У него было ощущение, что он переступил некую черту. Там должны были быть все трое, ангел, ты и я. Магнус вздохнул. Все в прошлом, брат, забудь. Сейчас имеет значение только будущее. Будущего нет, выпалил Хан, чуть подняв клинок. Мы стремились к чему-то лучшему, чем это. Магнус со странным выражением посмотрел на лезвие Дао. Думаешь, возможно, Желеман, Ларгар тоже, на свой извращенный лад, но не ты, твоя доля охота. Благодаря ей мы чисты, благодаря ей вы остались в стороне, улыбнулся Магнус. Ты с такой легкостью избегал общения, ты был там все время и даже шепота не слышал. Хан пристально посмотрел на него, чувствуя легкую тошноту. Где ты, Магнус? спросил он. Это не ты. Магнус снова задумался, затем огляделся, словно видел не то же, что и Хан. Я не одно целое, прошептал Алый Король, и больше не привязан к одному месту, я разделен. Раньше мы говорили о демонах, я кша. Ты утверждал, что они всего лишь на вождении, что не стоит волноваться, так как человеческая изобретательность решит все проблемы. Встревожившись, Магнус покачал головой. Я в самом деле говорил это. Ты стал якша, брат. Магнус метнул взгляд на брата. Может быть, или кем-то похожим. Знаешь ли, у сделок есть цена, они не позволяют тебе забыть. Его лоб сморщился от напряжения. Я вижу зеркальное отражение этого мира, вижу черную, как уголь скалу, небо, освещенное колдовским огнем. Думаю, я нахожусь там. Вот где пребывает мое я. Все, что осталось здесь, в мире, который взрастил меня, это отголосок. Его лицо исказило страдание. Сколько же здесь отголосков, на других мирах, в других местах. Хан начал медленно кружить вокруг Магнуса, держа острие меча между собой и призраком. Ясугей говорил мне, что вы слишком очарованы варпом, сказал он, пытаясь не позволить отвращению, взять над собой верх. Ты позволил ему заразить себя. Варп был инструментом, Магнус. Им можно пользоваться, но только осторожно. Я же просил сдерживать себя. Магнус печально кивнул. Помню. Брат, немного. Отведай из чаши, но не осушай ее. Вот правило Чегориса. А ты, даже ты, смеялся над этим. Рот Магнуса скривила усмешка. Чегорис, пробормотал он. Так гордишься родным миром. На Мундусе Планусе нет ничего, кроме пустоты. Он сотворил нас, как Проспера сотворил тебя. Кто не Агора, а Калибана Льва? Мы не просто сыновья императора, мы сыновья двадцати миров, отличающиеся друг от друга, как драгоценные камни. Ты, конечно же, знаешь, что Нострома уже разрушен, Олимпия лежит в руинах, а родину Льва ждет та же судьба. Ты видишь, что случилось с моей планетой? Что по-твоему сохранит Чугорес от пламени пожара? Ничто не вечно. На лице Магнуса отразилось презрение. Облик Алого Короля искажался, словно оказавшись под водой. Изменения это единственное постоянное изменение, изменение, изменение. Он поднялся и, покачнувшись, оперся о корпус огромного телескопа. Я рад, что ты пришел, Джигатай. Мы всегда сходились во взглядах. Ты был раздражителен, но, по крайней мере, говорил правду, в отличие от этого ублюдка Русса. Ты знаешь, какой он на самом деле? Ты представляешь, что Лемон Рус скрывает под шкурами и тотемами? Вот тебе подсказка. Его космические волки должны покрывать каждый свой топор рунами, чтобы не кричать от ужасов в пустоту. Разве это нормально? Хан напрягся, но стоял на своем. Хватит, брат. Магнус засмеялся. Ты не хочешь знать? Это всегда было твоей слабостью. Теперь я это понимаю. Я мог бы назвать тебе имя императора, и оно бы удивило тебя. Я мог бы сказать, что судьба собиралась отправить фулгрима на Чегорес, а тебя на Кемаш. И какая именно загадочная сила во Вселенной помешала этому. Он сделал шаг по направлению к Хану, затем еще один. Хочешь знать, где ты умрешь, Каган? Хочешь знать, в каком мире и в каком измерении твоя душа найдет свой конец? Это неизвестно. Все известно. Хан остороженно следил за братом. Ты говорил, что у меня есть выбор. Моя судьба, все судьбы все еще должны быть написаны. Магнус усмехнулся. Казалось, что он плачет, хотя было сложно сказать слезами или же кровью. Сюжеты могут меняться, но только не концовки. Поверь мне, я видел авторов. Он вздрогнул. Они ужасны, прошептал Магнус. К этому моменту он был в сантиметрах от клинка. Я получил то, зачем пришел брат, сказал Хан. Ты можешь поведать лишь одно, что меня по-настоящему интересует. Магнус наклонил голову. И что же? Как вернуть тебя? Магнус вздрогнул. Минуту он выглядел по-настоящему сбитым с толку, словно ожидал насмешки, а получил откровенность или же наоборот. Примарк тысячи сынов посмотрел на руки, затем на руины своего королевства. Страдание смешалось с замешательством. Я испорчен, прошептал он, словно еще раз осознав это. Верни меня, и я снова стану повелителем. Я буду алым королем, правящим миром заклинаний и мести. Галактика еще пожалеет об этом. Ты был моим другом, тихо произнес Хан. Магнус взглянул на него, и на миг, всего один миг, к нему вернулось прежнее достоинство, отпечатавшееся на искаженном лице и мерцающее во тне. Тогда, сказал он, мигнули лучи колдовского света. До встречи под светом звезд, пообещал он. Скорее, чем ты думаешь, ответил Магнус, не пытаясь уклониться от удара. Дао со свистом сверкнул в воздухе, клинок поразил контур Магнуса, и призрачная оболочка, словно разбитое стекло, разлетелась тысячами осколков. Раздался громкий треск, затем крик, похожий на детский. Поднялось кружащееся облако пыли. Хан на миг ослеп и отшатнулся. Земля затряслась, из ее глубины раздался низкий рокот. Уцелевшие медные инструменты плясали и тряслись, а по голому камню разлетались осколки разбитой линзы. Постепенно шум стих. Под завыванием неестественного ветра призрачный свет погас. Все, что осталось, это частицы расколотого образа Магнуса, жалкие и отброшенные вихрем в реальную тень. Минуту Хан не сходил с места, тяжело дышая, отцепенев от открывшемуся ему полного масштаба предательства. Есть только одна непростительная ложь. В груди вяло билось сердце, клинок в руке словно налился свинцом. Та, что утверждает, на этом все, ты покоритель, достиг своей цели, и теперь все, что остается, это построить стены повыше и укрыться за ними. Теперь, говорит ложь, мир безопасен. Хан склонил голову. Все императоры лжецы. Напоминающий гончую, длинный и худой примарк не шевелился, как освисающий с плеч плащ. Джагатаю казалось, что малейшее движение может разрушить то, что осталось. Вокруг него отражающие пещеры дышали пустотой, теряя свое великолепие. По крайней мере, среди всего этого оцепенения открылась истина. Предатель был разоблачен, и выбор сделан. Теперь можно было исполнить долг и призвать к войне. Но, несмотря на это, он по-прежнему не шевелился. Мечта умерла. И Леп посмотрела туда, где стоял Хасик, и увиденное не утешило генерала. Она словно в первый раз оглядела мостик, наблюдая за работой многочисленных членов экипажа, пытаясь понять, нервничают ли они в той же степени, что и она. Командный центр бури мечей был воистину колоссального размера, способный вместить сотни людей, ответственных за контроль и управление линкором в бою. Рифленые стены, похожего на пещеру зала, были усеяны террасами, ярко освещенными светом пикт-экранов. От мраморного пола к далекому сводчатому потолку поднимались обвитые люменами колонны 5 метров в диаметре. Вокруг или во все стороны расходились ряды платформ, на каждой из которых размещались различные группы офицеров-сервов белых шрамов и техножрецов механикум. Возвышающаяся над дальней наблюдательной палубой громадная арка была доминирующим элементом мостика. За бронестеклом изгибался горизонт Проспера, темный, как дым, и затянутый грозовым облачным покровом. Над верхней атмосферой сверкали молнии, похожие на пляшущие серебристые жала. Илья снова метнула взгляд на Хасика. Он находился у сенсорной колонны под аркой в окружении мерцающих гололитов и непрерывно жестикулировал. Сервиторы и офицеры из числа смертных спешили выполнить отдаваемые им приказы. Десятки подчиненных приходили и уходили, кланяясь и передавая инфопланшеты. Не произносивший ни слова халжи стоял под линьё, погружённый в ожидательное молчание. Илья повернулась к своим экранам. Корабли по-прежнему перемещались не по схеме развертывания. Квофиан отошёл к дальней стороне планеты. Два небольших фрегата после серии странных вокс-переговоров полностью прервали связь. Она запустила авгурный поиск и поэтому первая увидела их. Четыре корабля, быстро направляющиеся в систему. До их рематериализации оставались считанные минуты, а ауспик-параметры по-прежнему были наполнены помехами. «Ты видел это, халжи?» спросила она, указав «Символы». Халжи кивнул. «Приближаются корабли. У них нет идентификаторов», произнесла Илья, нахмурившись. «Корабли крупные. Трон, да это же линкоры. Ситуация под контролем. Черта с два она под контролем». У генерала было такое ощущение, словно она колотила кулаками по доспеху халжи. Он был таким невозмутимым и безразличным. «Вы никак не реагируете, как будто...» Она не договорила, сами все устроили. Илья снова взглянула на Хасика. Его окружали две дюжины белых шрамов в тяжелых доспехах, расположившихся по краю наблюдательной палубы наподобие почетной стражи. Найон Хан, как и все остальные из его окружения, не выказывал признаков удивления. «Мы должны поднять щиты», твердо сказала она. «Найон Хан так не считает. Такова процедура». Халжи избегал смотреть на нее. Илья ударила кулаком по пиктографу и почувствовала, как тот согнулся. «Черт бы тебя побрал! Халжи! Что происходит?» Халжи покачал головой. «Возьмите себя в руки, сы! Все прояснится». Воин походил на ракритовую стену. Вдруг она осознала, что Халжи не был ни союзником, ни советчиком. Он был надсмотрщиком. Шансов ускользнуть от его внимания у нее было не больше, чем обогнать на гравицикле. С пылающими от гнева щеками она повернулась к ближайшему экрану. На экране проплывали руны, отмечающие смену кораблями позиций. «Где Хан?» пробормотала она, пока ее пальцы плясали по пульту управления. Четыре корабельных сигнала продолжали следовать через пустоту, направляясь с неумолимой целенаправленностью к боевым порядкам белых шрамов. Повторялась ситуация в системе Чондакс. Казалось, весь флот был бессилен остановить их. Илья запустила расширенное сканирование сигналов, отправив данные на другой монитор. Зернистость образов уменьшилась. По искаженным профилям было трудно сказать наверняка, но корабли выглядели серыми, светло-серыми, как изображение Луны, которое она так часто видела на пропагандистских фиктах. Она отключила передачу данных, отчаявшись найти в них смысл. Затем, собираясь отвернуться, она заметила знакомую сигнатуру, пробирающуюся к буре мечей. Небольшой фрегат Калджиан, один из последних, кто успел вернуться к флоту перед нападением Альфа-Легиона. Он скорее не дрейфовал, а крался. Илья взглянула на Калджи, внимание которого снова переключилось на Хасика. Легионер не замечал ее и не проверял пик данных. Она собралась заговорить, но в последний момент передумала. Хан по-прежнему был вне связи, и действия Легиона, несомненно, направлялись другими людьми. И именно ей выпало решить, кто они и в чьих интересах действуют. Илья по-прежнему не поднимала головы и молчала. Осторожно, стараясь, насколько возможно сохранять спокойствие, она начала действовать. Одна за другой на пульте управления начали прокручиваться оборонительные схемы буря мечей. Цинь-Са присел среди руин. Система целеуказания по-прежнему ничего не показывала. Остальные воины крались сквозь темноту, держась поближе к кучам обломков. Над ними гремели беспокойные небеса Проспера. Магистр Кешика уже видел колонну, стоявшую подобно обломку кости среди кружащейся пыли. Осталось преодолеть еще одну баррикаду, и белые шрамы снова окажутся на площади. «Ты на позиции?» связался Цинь-Са с Орвидой. «По твоему сигналу», ответил легионер тысячи сынов. Цинь-Са проверил позиции боевых братьев. На его ретинальном дисплее мигнули восемь рун, каждая в радиусе пяти метров. Он решил не использовать болтеры, поэтому его воины пойдут в бой с талварами, глефами и молниевыми когтями. Оружие окуталось потрескивающими разрядами синих силовых полей. «Держаться рядом», предупредил он, медленно вращая двумя изогнутыми клинками. «Защищайте колонну, а я попытаюсь получить данные по местонахождению». Он выскочил из укрытия, прыжками двигаясь по изломанному ландшафту, обходя самые крупные из завалов. Его отряд последовал его примеру, устремившись в вечную ночь Проспера. Легионеры двигались пригнувшись и бесшумно, словно идущие по следу волки. Орвида находился внутри их строя. Он шел более скрытно, чем терминаторы, прекрасно зная местность и не испытывая затруднений из-за их массивной брони. Верчатки уроженца Проспера уже светились с полохами варпламени, освещающими потрепанный багровый доспех. Цинца первым оказался на площади. Ее поверхность стала еще ненадежнее, чем прежде. По Ракриту тянулись новые трещины, огромные участки обвалились в дымящиеся кратеры. Воин брел, словно привидение, ни на секунду не опуская клинки. В груди учащенно стучали сердца. Окружавшая белого шрама абсолютная тишина наводила на мысли о самой преисподней. В тот момент, когда они приблизились к центральной колонии, Цинца услышал первые отзвуки гула. Он резко повернулся и увидел, как над ними материализуется психоноэн, словно вытягиваемый из самого воздуха. Белый шрам увидел свисающие конечности, щелкающие жвала, раздутые части мозга. Как и ее собратья, тварь была полупрозрачной и светящейся, словно наполненная трупным газом. Взмахи крыльев слились в одно размытое движение, и она устремилась к воину. Цинца собрался с духом, приготовившись к столкновению. В последний момент он сделал выпад, целясь в узкую часть между грудью и брюхом. Психоноэн слепо наткнулась на мечи. Оба клинка погрузились без сопротивления в эфирную материю. Цинца тут же почувствовал страшный опустошающий холод, от которого застыли мышцы и оцепенел разум. Затем легионер услышал крик орвиды, и похожий на молнию разряд ударил в насекомоподобное тело. Светящийся скелет тут же затвердел, как замерзающая до состояния льда вода. Хитиновая оболочка уплотнилась и стала реальной, по внутренностям потекла жидкость. Цинца тут же ударил крест-накрест обеими клинками. Психоноин завопил, и его тело развалилось. Липкие останки хлестнули по шлему магистра Кешика. Гул сменился приглушенными судорогами. Магистр Кешика тут же отскочил прочь от распадающейся туши. На площади появились другие психоноин. Зловеще раскачиваясь, они, как и прежде вслепую, направились к терминаторам. В этот раз Орвида был готов. Расположившись в центре отряда, он раскрыл ладонь и выпустил в них разряды варп-пламени. При попадании полуматериальные твари обретали физическую форму. В этом случае белые шрамы могли сразиться с ними. Цинца увернулся от одного психоноин и устремился к другому. Как только он сошелся с ним, оболочка существа уплотнилась, давая возможность атаковать энергетическими клинками. Тварь с рассеченным истекающим брюхом зашаталась. Цинца продолжил атаку гудящими мечами. Выписывая ими восьмерки, он тремя яростными ударами разрубил варп-тварь на куски. Белый шрам испытал прилив холодного удовлетворения. В таком бою он мог сражаться. Он был быстрее призраков и смышленнее. Материализовались новые враги, сначала несколько, затем дюжины. Группа превратилась в рой, привлеченный присутствием живых душ, посягнувших на их владение. Среди призраков появились еще более странные существа, гигантские скоробеи с блестящими и огромными панцирями, бегущие по камням огромные богомолы, похожие на ост-тварь с раздутыми двойными жалами. Перед легионерами постепенно возник причудливый зверинец психической фауны Проспера. Мерцая призрачными недолговечными формами, светились раздутые черепные выступы, сияли слепые мультифасеточные глаза. Орвида старался изо всех сил, метая молнию за молнией появляющихся чудовищ. Белые шрамы продолжали сражаться, прорубая путь колоннам. Их клинки истекали светящимся их хором. Циньца увидел, как Гарул нырнул прямо через только что уплотнившегося психоноэм, вращая глефой с невероятной скоростью. Росянь разрезал скоробея на куски когтями, забрызгав себя светящейся жидкостью. Но численность начала сказываться. Когда циньца достиг тусклой тени колонны, на него набросился один из похожих на осу инсектоидов. Орвида не успел отреагировать, и клинки циньца просвистели через пустоту. Он почувствовал, как мучительно сопротивляется его душа, и попытался отступить. Тварь не отставала, пытаясь сразить его чудовищными жалами. Циньца сделал выпад, целясь в ближайший изогнутый шип. В последний момент Орвида выпустил заряд в тело осы. Один из клинков легионера отсек затвердевшее жало, другой вонзился глубоко в грудь. Белый шрам вырвал оба меча, разорвав тварь. К тому моменту их стало больше. Один из богомолов схватил кагуна и вырвал душу воина из тела, прежде чем Орвида успел среагировать. Дикие крики воина не стихали, пока сократившийся в численности отряд пробивался к центру площади. Призраки продолжали материализовываться, со всех сторон появлялись прямо из воздуха в своей отвратительной ипостаси. Воин тысячи сунов старался изо всех сил, освещая небеса своей магией, но все равно не успевал. По-прежнему не было ни сигнала, ни данных о местонахождении хана. Цинца двигался со всей унаследованной им от прародителя скоростью, выжимая максимум из терминаторского доспеха и заставляя выть сервомеханизмы. Его клинки били и жалили, избегая призрачных форм бесплотных и точно пронзая затвердевшую плоть материальных призраков. Разум воина был скован прочными тисками концентрации. Все, что он видел, это движения, удары и уклоны, истекающие из ночи подобно светящимся кошмарам. Воины Кешика отступали сомкнутой группой, зачищая Орвиду, в то время, как его колдовство помогало им сражаться. За их спинами неумолимо возвышалась разрушенная колонна. «Мы долго не протянем», холодно передал Орвида. «Оставайся на месте», прокрепел Циньса, отрезав путь убегающему богомолу. Белый шрам отсек ему конечности, и тот повалился на землю. Он должен быть близко. Магистр Кешика услышал гул и развернулся вправо, обезглавив низко бегущего психоноем. Удар был мастерский, но Орвида не успел полностью задействовать варп искусства. И прежде, чем Циньса сумел остановить мечи, он почувствовал ледяное притяжение эфира. Он дернулся в сторону, но слишком медленно. Из темноты появилась другая тварь, полупрозрачная, как затемненное стекло. Она повернула Циньса. У него не было времени. Орвида был занят собственным боем. Воины Кешика помочь не могли. Он вдруг понял, что не сможет себя защитить. Каган! дерзко заревел он, приготовившись к схватке. Существо рассыпалось на тысячи вращающихся осколков, которые разлетелись по руинам. Фрагменты крыльев и тела вспыхнули, как звезды, прежде чем потухнуть. А по площади пронеслась волна вопля, всколыхнувшая пыль. Казалось, разорвался сам воздух, отчего варп существ разбросала по сторонам. Позади уничтоженных фантомов стояла высокая фигура, вырисовываясь на фоне тусклого пожарища долгой предсмертной агонии Проспера. Его меч светился остатками эфира, словно после погружения в расплавленное железо. Превосходный доспех покрывала дымящаяся грязь и пыль. И тогда призраки остановились, неожиданно утратив волю к битве. Рой отпрянул от появившегося среди них нового клинка и убрался во свояси. Секунду шокированный и тяжело дышащий цинь-са просто смотрел на гостя. Затем закованная в броню фигура заговорила и все стало ясно. «Остафик, са!» прорычал хан, шагая вслед за отступающими кошмарами. Его длинный клинок дау мерцал, а отделка доспеха сияла, словно только что добытое золото. «Ты не можешь навредить им, а я могу!» Калджан вышел на дистанцию атаки, и его накрыла тень бури мечей. Стоявший в открытых ангарных воротах шибан смотрел на колоссальный корпус флагмана, который скользил через пустоту, заслоняя звезды. Воин видел корпуса двигателей, генераторы под фюзелярных щитов, бортовые лэнсы, окруженные украшенными лазерными установками и орудиями ближнего боя. Его братство сидело в седлах на готове, построившись шеренгами на палубе ангара. 500 машин с работающими на полных оборотах двигателями рычали и шипели. Космоциклы модели Садзюцу были крупнее и грубее машин типа Схеметар, оснащены закрытыми намного более мощными силовыми установками. Это были скорее одноместные истребители, чем спидеры. И белые шрамы в герметичной броне могли использовать их для молниеносных атак в пустоте так же, как воины других легионов спидеры для действий в атмосфере. Шибан отклонился назад в седле, проводя последние проверки систем машины. Установленный в диаметральной плоскости тяжелый болтер был взведен, а палубные фиксаторы скользили в пазы. Белый шрам поднялся над ракритом, поддерживаемый гудящей подушкой антигравитации. Братья вокруг то же самое, и ангар наполнился маслянистой вонью, изрыгаемого двигателями дыма. «Думаешь, они будут стрелять в нас?» спросил по воксу Джучи, подпрыгнув возле хана. «Мы скоро об этом узнаем», ответил Шибан, после чего дал газу. Космоцикл прыгнул вперед, как живое существо, с ревом сорвался с длинной рампы ангара и умчался сквозь атмосферный щит в безмолвную пустоту. Его братство последовало за ним. Пятьсот космоциклов вылетели из корпуса Калджана и рассредоточились в вакууме, оставляя за собой грязные струи. Шибан увеличил скорость, и над ним закружились грозные очертания бури мечей. Машина качнулась, когда воин ее развернул, устремившись вдоль корпуса к подфюзеляжным отсекам шаттлов. Мимо проносились огромные башни сенсоров, свисающие подобно сталактитам с нижней устремилась к входным точкам, точно всадники, мчащиеся по равнине. Шибан увидел бесшумно приближающиеся врата первого отсека и включил сканирование зоны ангаров. Прикрытый щитами передал он, сближаясь с кораблем, хан направился вниз, к корме линкора, лавируя между узлами связи и выступающими казематами. Братство пронеслось мимо первого посадочного отсека и устремилось к следующему. Они все будут защищены, хан, невозмутимо заметил Джучи. Мы будем прорываться внутрь. Шибан наклонился, чтобы увернуться от огромного ствола лэнса. Если придется. Он помчался вниз, направляясь к килю буремичей. Путь хану преграждала вертикальная завеса флюгерных датчиков и он увеличил скорость, чтобы миновать их. У них было мало времени, офицеры сенсорума флагмана уже должны были отслеживать их, неистово запрашивая колджиан. Почему было выпущено так много окно между вылетом Братства и принятием Хасика мер предосторожности исчислялось в секундах. Шибан пролетел под законцовкой киля, проскочив на расстоянии шлема от флюгерного датчика и резко развернул космоцикл. Над ним протянулась дальняя сторона буремичей, огромная и отвесная. 700 метров, сообщил он, нацелившись на следующий посадочный отсек, полный газ. Братство устремилось к нему, и петляющих каналов. Мимо них проносились как метеоры первые вспышки лазерного огня, едва видимые на таких предельных скоростях. Орудия, что тянулись дальше вдоль циклопического борта линкора, открыли огонь первыми, плотно прижимаясь к обшивке, чтобы прицелиться по мчащим со спидером. Несколько нашли свои цели. Одни космоциклы врезались в корпус корабля, другие с пылающими двигателями исчезали в пустоте. Они посмели, закричал по воксу разъяренный джучи. Шибан добавил мощности, как можно сильнее прижавшись к гнищу бури мечей. В глубине души хан надеялся, что братья на этом корабле не воспользуются оружием, чтобы помешать им высадиться. Если же они серьезно настроены, тогда на уничтожение всего братства бури им понадобится всего несколько минут. Они не могут пойти на это. Даже после того, что случилось, они не могут пойти дальше в предупреждение. Следующая группа стыковочных отсеков была прикрыта щитами. Для быстрого прорыва это была слишком серьезная защита. Рассредоточиться отдал он приказ, выискивая впереди способ проникновения на корабль. До того, как ситуация станет необратимой, оставались считанные секунды. Шибан еще больше прижался к кораблю, задев нижнюю сторону вытянутого вентилятора и едва не срезав силовой кабель. вести огонь по высокоскоростным целям нащупали дистанцию и лазерный огонь стал интенсивнее. Космоциклы получали попадание и входили в штопор, прежде чем рассыпаться безмолвными полосами пылающего прометия. Дисплей шлема Шибана вспыхнул красным, мигая позывными погибших братьев. Быстрее прорычал он, не желая отрываться от своих воинов. Второго шанса не будет. Его братья знали это и не отставали от Хана. Двигатели их машин, работающие почти за пределами допустимых перегрузок, выбрасывали во тьму языки пламени. Хан обратился Джуччи сквозь стиснутые зубы. Впервые его голос звучал неуверенно. Когда мы? И тут Шибан увидел это на дисплее шлема, единственный стыковочный порт, незащищенный и открытый. Вот оно, следуйте за мной, приказал Шибан, направив машину вверх и устремившись на сигнал. Хан прорвался сквозь встречный ливень лазерного огня, виляя и ныряя, чтобы избежать лучей. Промчался мимо целого ряда угловатых торпедных установок и направился к обозначенному отсеку. Белый шрам понятия не имел, почему он не защищен, но это избавило его от губительной задачи по прорыву внутрь линкора. Габаритные огни были включены, пульсируя очень хотел, чтобы братство бури взяло на абордаж корабль. Шибан включил тормозные двигатели в последний момент, развернулся в невесомости, а затем влетел в инерционный пузырь бури мечей. Гравипластины космоцикла тотчас завыли, адаптируясь к стремительно меняющемуся окружающему пространству. Затем зафиксировались на палубе отсека и выровняли машину. Шибан нырнул в следующий отсек, развернул машину и резко затормозил. Он оказался в просторном ангаре, почти пустом, за исключением нескольких грузовых кораблей типа Арвус и удерживаемого стыковочными зажимами массивного шаттла. Хан уже слышал звуки сигнала в тревоге. Братство последовало за ним, спускаясь на палубу из-под крыши стыковочного отсека. Всадники выключили двигатели и, не дожидаясь, пока стихнет их рев, выпрыгнули и седел, в то время как машины, испуская пад, самостоятельно двигались до полной остановки. Шибан оттолкнул космоцикл и бросился к двери в дальней стене, набегу выхватив из-за спины глефу. Энергетическое поле с шипением ожило. Ко мне проревел он, отмечая, сколько рун жизненных показателей движутся по ангару. Их было уже больше двухсот, еще больше было на подходе. К нему подбежал Джуча с болт-пистолетом в одной руке и талваром в другой. Цель командный мостик, сообщил он остальным братьям. 19 уровней вверх. Шибан кивнул и включил механизм рампы, который поднял его к огромным полуоткрытым противовзрывным дверям. Мы будем там очень скоро, усмехнулся белый шрам. Последний из психоноин исчез среди руин, оставив после себя только призрачные следы колдовского света над выжженными зданиями. Хан смотрел, как они уходят. С меча на пыль густыми каплями стекал светящийся их хор. Землю вокруг примарха устлали десятки трупов, некоторые все еще дергались в предсмертной агонии. Убивать их было довольно просто. Все заключалось в вопросе веры в свои силы. Достаточно было приспособиться к имевшемуся у него и его братьев потенциалу. Все они были существами варпа. Чтобы Малкодор не говорил толпам и во что бы не хотелось верить Руссу или Ангрону. Он течет в наших разумах, как кровь вена. Циньца и выжившие воины Кешика собрались вокруг него. Когда хан повернулся, чтобы поприветствовать тех, кто заметил больше серебристых вспышек на горизонте. За время отсутствия примарха рок от грома усилился. Облака мчались, словно охваченные паникой табуны от дум. Циньца поклонился. Каган, вы. У тебя есть координаты бури мечей? Спросил хан, снова взглянув на беспокойные небеса. Он почувствовал атмосферные помехи, отмеченные присутствием яркой эфирной сущности. Пока нет. Хан повернулся и заметил среди своих воинов легионера тысячи сынов. На один ужасный миг он подумал, что это был Ариман. Тот носил такой же алый доспех и такие же тайные символы. Ты, обратился примарх. Кто ты такой? Колдун поклонился. Ревюэль Арвида, повелитель, четвертое братство. Хан рассмотрел его. Примарх увидел силу психической души, пылающую внутри воина, как пламя свечи, ослабевшую из-за лишений, но все еще яркую. Ты последний? Насколько я знаю, ответил Арвида, если только... Внизу никого нет, сказал хан, больше нет. Вы нашли то, что искали? спросил Циньца. Хан задумался, решая, что ответить. Он ведь с самого начала не знал, что искал на самом деле. Как от прежней времена, примарх надеялся, что добыча выскочит перед ним, часть на границе видимости. Но теперь, после окончания погони, было сложно решить, с чем он столкнулся. Я знаю больше, чем раньше, ответил примарх. Тогда кто предатель? Хан холодно улыбнулся. Все, что нам говорили, оказалось правдой. Этот мир отмечен знаком смерти Русса, а Магнус уже был павшим. За всем этим стоит горд, повелитель примархов. Он взглянул на небеса. Все они виновны, предателей нет, только паутина, протянувшаяся в прошлое и вцепившаяся в нас всех. И теперь пришла наша очередь. Облака над колонной начали светиться, вибрирующий пучок света пронзил смог и затрещал, столкнувшись с камнем. Терминаторы повернулись к нему, активируя оружие. Циньсав встал перед ханом, только Орвида не шевелился. Я долгое время чувствовал, что он следует за нами, пробормотал хан, наблюдая за тем, как хлещут и извиваются дуговые разряды, поднимая воздух клубы пыли и насыщая воздух гулом статики. Он следовал за мной по пятам самого Уланора и вот настиг. Кешик перестроился в разомкнутый полукруг, приготовившись к атаке, но ни один из них не пошевелился без приказа, ведь воины были воплощением воли хана. Не пытайтесь помешать ему, невозмутимо произнес хан, наблюдая за тем, как внутри стены неистовствующего света материализуются темные фигуры. Он вам не по зубам, да и как может быть иначе, ведь он мой брат. 20. Застегнутый врасплох Во все времена в галактике Утрата друзей Хасик смотрел на показания Авгура с растущим чувством тревоги. Ты уверен, спросил он, повернувшись к Табану, нет ли здесь ошибки? Не думаю на Янхан, ответил начальник Сенсориума. Пристально всматриваясь в сгруппированные вокруг него линзы. Я удивлен не меньше вас, но перепроверю, чтобы исключить возможность ошибки. Хасик повернулся к командиру своего кешика Гоголу. Что с флотом? Квофиан маневрирует, чтобы атаковать их. Я не могу связаться с мостиком. Хибуни отвечает с Чинзара. Я получил доклады о беспорядке на множестве кораблей. Хасик раздраженно выдохнул. У нас нет на это времени. Гогол бросил взгляд через плечо. Далеко внизу на нижнем мостике продолжала усердно работать на своем посту Таранка. Калджан взял нас на абордаж. Даже здесь, милорд, мы не... Корабль Шибана? Верно. Установи в окс связь с приближающейся эскадрой, приказал Хасик. Проследив, чтобы ни один из наших кораблей не открывал огонь по ней, наступил долгожданный момент. Мы остаемся на месте и ждем. Он повернулся к стоявшей вокруг него дюжине белых шрамов. Среди них были ханы, капитаны, старшие офицеры и командиры из числа смертных. Всего лишь горстка из тех, кого склонили на свою сторону, и кто сейчас действовал ради освобождения легиона от тирании. Некоторые, как Табан, были членами экипажа флагмана. Другие прибыли вместе с Найон-ханом с Чинзаром. Они были непоколебимы. У них просто не было выбора. Приближающиеся корабли не отвечают, тихо ответил Гогол. Хасик выругался. Почему? Я провел повторное сканирование, вмешался Табан. Ошибки нет, обнаружена телепортация. Ее траектория указывает на тиску. Офицер взглянул на Хасика. Кажется, они направились прямо к источнику. Хасик чувствовал, что все больше раздражается. Все должно было быть не так. Мы можем определить координаты. Высадить. Внезапно на мостике заголосили ревуны, отдаваясь эхом среди высоких сводов. Белые шрамы вокруг ключевых боевых постов схватили болтеры и начали выдвигаться к многочисленным выходам. Абордажная группа приближается, Найон Хан, доложил Гогол почти укоризненным тоном и вынул из кобуры оружие. Приказ на отражение был заполнен толпами людей, слугами, операторами станции, отделениями космодесантников, техножрецами, сотни душ под его командованием. В центре мостика находился собственный кешик Хасика, несокрушимая свита из ветеранов в терминаторских доспехах, такая же, как и у Кагана. Согласно проведенным расчетам, одно единственное братство не представляло серьезную угрозу. Но Найон Хан все же надеялся избежать полномасштабного боя и склонить несогласных на сторону благородного начинания. Возможно, эта надежда всегда была глупой. «Мы здесь в безопасности», холодно заявил Хасик. «Скажи им удерживать противника на исходных позициях». Гогол поклонился. «А что насчет них?» Хасик снова повернулся к огромному сводчатому иллюминатору. Он видел их собственными глазами. Четыре крупных боевых корабля в сопровождении эскорта, направляющиеся и сияние солнца Проспера к флоту белых шрамов. Они двигались медленно, но целеустремленно, в корне отличаясь от той дезорганизации, что охватило корабли пятого легиона. «Это не шестнадцатый легион», Найон Хан доложил Гогол. «Вижу, почему они не выходят на связь, почему молчат? Это испытание, братья», заявил Хасик, повернувшись к воинам. В этот самый момент он услышал первые звуки болтерной стрельбы, раздавшиеся на нижних уровнях. Ради этого мы и старались. Он извлек свой клинок, чагорийский талвар, с которым он шел в битву с первых дней крестового похода. «Теперь уже ничего не остановить», произнес он. «Ради империума, ни шагу назад». Шибан на полной скорости ворвался в коридор. Его сопровождала дюжина воинов, за которыми следовало остальное братство. Шокированные слуги с вытаращенными глазами прижимались к стенам, уступая им дорогу. Резко заревели сигналы тревоги, за ними раздались звуки общекорабельной аварийной сигнализации. Многие матросы корабля были вооружены лазерным оружием, но у них не было ничего, что могло бы остановить несколько сотен вооруженных и облаченных в броню, а главное разъяренных белых шрамов. Палуба за палубой поднималось братство бури, не встречая никакого сопротивления, которое не могло бы с легкостью сломить. Неподалеко от цели Шибан ворвался в один из залов под уровнем мостика. Огромное помещение с изогнутыми мраморными стенами и группами светящихся сенсорных линз. Сотни техножрецов и смертных офицеров разбегались перед ними, словно стадо добычи перед клином охотников. Воин даже не видел лиц этих людей, они проносились мимо размытыми пятнами. Так же, как и ряды логических машин-кагитаторов, равных по высоте боевым псам и испускающих пар из перегретых клапанов и транзисторных колонн. Когда Хан промчался мимо последних из них, первый сокрушительный зал болтеров искромсал стены вокруг него. Заскользив, он остановился и, присев, внимательно огляделся в поисках источника выстрелов. Менее чем в 20 метрах впереди тянулась широкая лестница, резко поднимаясь к дальнему концу зала. По обе стороны от нее вдоль стен тянулись террасы, забитые боевыми постами сервиторов. Посредине лестницы на украшенной колонной площадке ожидала линия белых шрамов. Они заняли удобные огневые позиции, укрывшись за дугой колонн. Позади легионеров находились подступы к стратегиуму и мостику. Их командир даже не пытался остаться в укрытии. Он шагнул вперед с болтером в одной руке и силовым мечом в другой. Больше не шагу, братья! выкрикнул он, и его усиленный воксом голос разнесся по залу. Хватит, если вы вынудите нас, мы будем стрелять. От одного взгляда на противника у Шибана сжалось сердце. Это был Таргун. Тиранец прибыл с большей частью своего братства. Две сотни воинов были на виду. Несомненно, много больше оставалось вне поля зрения. Это не может продолжаться, ответил Шибан, оставаясь на месте. За спиной под прикрытием логических машин медленно подбирались его воины. Ты не повелитель этого легиона, Таргун. Как и ты, брат, отозвался Таргун, взглянув на него со своей выгодной позиции. Пути на мостик нет. Что с Каганом? От имени Кагана говорит Хасик. Шибан почувствовал, как закипела кровь. Никто, даже сам император, не говорил вместо великого хана. Я не один, сказал Шибан. По всему флоту воспротивятся другие ханы. Легион не примет власть Хасика. Они изменят свое мнение, возразил Таргун, хотя он говорил так, ступы к лестнице. Будет трудно, защитники обладали преимуществом высоты и укрытий. Но верили ли они по-настоящему в то, что делают? Станут ли они удерживать позиции ради Хасика с тем жервением, как сделали бы это за Кагана? Ты все еще можешь отступить, сказал Павок Сушибан. Я знаю тебя, брат. Ты не из-за этого присоединился к ним. Ты никогда не хотел, чтобы ждали секунды, едва заметный фрагмент на хронодиске, и все же он колебался. Я получил приказ, Шибан, дерзко заявил он. Больше ни шагу, мы откроем огонь. Шибан мрачно кивнул. Он передал Павоксу безмолвную команду своему братству. Действуйте быстро и уверенно, мы делаем это ради Кагана. Тогда мне жаль, брат, произнес Шибан, жав обеими руками Глефу и приготовившись к броску. Поверь, мне жаль. Вперед! С оглушительным ревом братство бури выскочило из укрытий и устремилось вверх по лестнице, прямо на поток болтерных снарядов. Весь зал наполнился огнем, грохотом и яростью. Хан смотрел, как исчезают последние следы варп-энергии, как оседает пепел и рассеиваются остаточные проявления эфирной вспышки. А затем он увидел, как в вихре появляются шестеро были легионерами, облаченными в светлые терминаторские доспехи и вооруженные огромными косами. Наплечники были выкрашены в оливково-зеленый, а соединение между пластинами в цвет железа. Воины были массивными, сутулыми и более коренастыми, чем свита циньца. От их брони поднимался бледно-зеленый пар последнего из телепортационных лучей. Седьмой был совсем иным. Он возвышался над ними, облаченный в доспех из некрашенной меди и выбыленного керамита. С наплечников с высокими закраинами свисал длинный темно-зеленый плащ. Вокруг пояса болтались прикрепленные цепями черепа. Некоторые принадлежали людям, другие ксеносам. Среди них ютился длинный многоствольный пистолет, усыпанный бронзовыми отметками убийств. Из глубокой тени рваного капюшона сверкали янтарные глаза. Украшенная дыхательная маска скрывала нижнюю половину лица. Изнутри доспеха сочились струйки маслянистой жидкости, стекая по украшенным черепами поверхностям и шипя при контакте с осушенной солью проспера. В тянувшихся от дыхательной маски трубках булькала жидкость. При каждом вдохе примарх хрипел. Джагатай, произнес примарх Мартарион, воткнув пятку огромной косы в пыль. Хан взглянул на оружие. Оно называлось Безмолвие, величайшее из пользующихся дурной славой кос 14-го легиона. Мартарион, ответил Хан, приветственно кивнув, это не твой мир. Как они твой, и тем не менее мы оба здесь. Почетная стража Мартариона, Саван, молча разошлась по пеплу. Воины циньца развернулись зеркальным строем. Два отряда стояли всего в нескольких метрах друг от друга. Над ними сверкали молнии и гремел гром. Хан почувствовал, как напряглись мышцы. Если ты прибыл за Магнусом, то его здесь больше нет. Я прибыл за тобой, брат, ситуация изменилась. Ты говорил. Мартарион улыбнулся за своей маской, из-за чего покрытые пятнами щеки сморщились. Мне многое нужно сказать тебе, Джагатай, о благоприятных возможностях. Цена ошибки никогда еще не была столь высокой, а награда превосходит любые ожидания. Хан настороженно наблюдал за ним. Мартариона всегда было сложно прочесть. Так значит, ты здесь, чтобы убедить меня? спросил примарх белых шрамов. Думаешь, после всего этого есть еще какие-то аргументы? Мартарион левой рукой откинул капюшон, обнажив бледно-серый череп. Однако лицо с глубокими мешками под пронзительными глазами отличалось тем же благородством, что и у генетических братьев. Из обвивающего шею Годжета поднимались облачка газа. Выслушай меня, сказал он, просто выслушай. Ты можешь кое-чему научиться. Даже тебе, мой гордый брат, можно преподать урок. Хан небрежно держал меч, не обнажая его. Казалось, сила Мартариона выросла, внутри него что-то горело, темное, как старые угли. Кожа стала бледнее, осанка чуть сутулие. Но тем не менее, аура устрашения только усилилась. Даже во времена триумфа на Уланоре он не обладал подобной мощью. Хан вспомнил слова брата. «Говори, зачем пришел», потребовал хан. Мартарион поклонился немного насмешливо. «Я проделал долгий путь, чтобы найти тебя», проскрежет талон. «А теперь оглянись, у нас уйма времени. Все, кто мог нам помешать, мертвы и не шевелятся». Он снова улыбнулся, так же безрадостно и сухо, как прежде. «Вот». Шибан врезался плечом в брата легионера, и тот отшатнулся вверх по широким мраморным ступеням. Хан крутанул глефу, рассекая воздух крест-накрест и разрубил болтер противника. Затем Шибан направил оружие вниз и разрезал кабели доспеха и подачу кислорода своей жертвы. Воин Таргуна поперхнулся, схватился за свое горло и покатился по ступеням навстречу атакующему братству Шибана. Плотность огня была ужасной, несмотря на скорость воинств Братства Бури, уклоняющихся и ныряющих на бегу, десятки легионеров погибли. Болты врезались в керамитовые доспехи, разрывали их и отбрасывали боевых братьев вниз. Еще за секунду до того, как отдать приказ об атаке, Шибан не был уверен, что по ним в самом деле откроют огонь. Но Таргун выполнил свою угрозу, а его воины долг. Братство Бури в разомкнутом строю хлынуло навстречу опустошающему шквалу. На месте каждого убитого вставал десяток. Воины быстро добрались до колонн и бой перешел в рукопашную стадию. Брат степился клинком с братом, а грохот болтерного огня сменился резким рыком энергетического оружия. Шибан повернулся к следующему защитнику, практически единственным, отличием которого от других воинов, была эмблема луны на наплечнике. Их клинки сошлись в шквале ожесточенных ударов. Шибан раскрутил гуань-дао и одним ударом пронзил воина под нагрудником. Окутанное расщепляющим полем лезвие вошло глубоко в тело. Хан прокрутил глефу, а затем выдернул. Если бы врагами были зеленокожие, Шибан бы не остановился и, несомненно, раскромсал бы органы, но ему противостояли его братья. Он не хотел убивать без необходимости. Поэтому обездвиживал, ломал кости, душил и оглушал, затем двигался дальше, через толпу к вершине. Бой был необычным, воины сражались в тесноте с яростью и жестокостью, но при этом удивительно бесстрастно. Ни один не издавал вопли и не использовал боевой жаргон. Все бились холодной дисциплиной, механической и с превосходным мастерством, но не получая от битвы удовольствия. «Мы стали никчемными», подумал Шибан, продираясь через давку тел, уворачиваясь, раздавая удары. «Мы стали теми, кого некогда ненавидели». Он прыгнул вперед, отшвырнув с пути защитника сильным ударом кулака. «Ты всегда слишком торопишься, брат», раздался выше знакомый голос. Шибан пригнулся, почувствовав, как к нему устремился клинок. Хан упал на одно колено, а затем бросился вперед, вытянув перед собой глефу. Таргун оказался слишком быстрым и увернулся от расщепляющего острия, парируя его силовым мечом. Клинки затрещали в урагане энергетических полей, а затем расцепились. «Что они пообещали тебе?» прорычал Шибан, изогнувшись для следующего удара. Таргун атаковал первым, орудуя талваром с впечатляющей сноровкой. Они снова сошлись, обменялись шквалом мощных ударов, после чего отпрыгнули назад. «Ничего!» прохрепел Таргун. «Дело в верности!» Шибан продолжил атаку, используя длину глефа, чтобы заставить Таргуна перенести вес на заднюю ногу. «Верность!» Таргун стремительно контратаковал, энергетические поля рычали и пылали, осыпая искрами его доспех. «Гор, магистр войны, почему ты противишься этому?» Затем он прервал последовательность ударов и, обойдя глефу, атаковал ноги. «Этого недостаточно!» ответил тяжело дышавший Шибан, с трудом блокировав удар и едва не потеряв равновесие. Вокруг них воины рубили и кололи, стреляли и парировали, сцепившись в сотни собственных дуэлей. С архитравов разлетались камни, сбитые болтерным огнем. «Ты знаешь, вас использовали!» Таргун отступил, сделав шаг вверх по лестнице, чтобы получить больше пространства, а Шибан последовал за ним. «Использовали?» презрительно усмехнулся Таргун. «Где император, брат?» «Где верные ему легионы?» «Посмотри на мир под нами!» «Посмотри на него!» Шибан снова сблизился, взмахнул глефой по узкой дуге и обрушил ее на защищающегося Таргуна. Ее вершина приближалась. Шибан с радостью отметил, что они оттесняют защитников. «Отступить!» настаивал Шибан. «Ты все еще можешь прекратить бой!» Таргун продолжил отступление, сойдя с лестничной площадки и позволив Шибану последовать за собой. Снова загремели болтеры, поливая огнем с возвышенных позиций среди колонн и террас главного холла мостика. Как обычно, Таргун отлично организовал оборону. Она была многоуровневой. Прорвать каждый последующий уровень было сложнее, нежели предыдущий. «Я получил приказ!» Таргун повторил слова с тем же дерзким рыком, держа меч в защитной позиции. К этому моменту он стоял у входа в холл, прикрытый болтерным огнем и в окружении своих постоянно отступающих братьев. Было сложно не восхититься его убежденностью. Шибан всегда отмечал то, как таране сражались в обороне, стойко, выносливо, беспощадно. Кое-чему следовало поучиться, даже посреди этого безумия. «Плевать на твой приказ!» заревел Шибан, воодушевляя своих воинов на последний бросок. «За Кагана!» С ответным агрессивным воплем они миновали последний лестничный пролет и бросились в новый ураган. Таргун не отступил, и два хана снова сошлись в дуэли, вращая клинками в вихре сверкающих энергетических полей. Мартарион сделал несколько шагов к хану. Циньца двинулся на перехват, но Каган дал безмолвный боевой знак, и воин отступил к остальному кешуку. Два примарха стояли особняком под присмотром своих телохранителей. Мартарион был немного шире, хан чуть выше. Броня Мартариона массивная, почти грубая, в то время как доспех хана великолепно сработан. Безмолвие гигантское оружие, выкованное из адамантии и сверкающее археотекными устройствами. Дао хана узкий идеально изогнутый клинок из безупречного металла, берущий силу скорее из формы чем размера. Возможно его создали с целью быть самым быстрым клинком Империума. Скорость против непреклонности и интересное состязание. Ты не должен быть здесь, сказал Мартарион. Тебе следовало присоединиться к Альфа-Легиону в Алаксисе. Хан кивнул или же вернуться на Теру. Мы не желали этого, зачем это нам? В Чондаксе нас удержал Альфа-Легион. Они хотели, чтобы мы приняли сообщение от Дорна. Мартарион поднял безволосую бровь. В самом деле ты удивляешь меня, хотя вероятно не должен. Похоже, Альфарий всегда был себе на уме. Он зловеще рассмеялся. Он играет в опасную игру, его погубят собственные интриги. Так почему ты? спросил Хан. А почему нет, брат? Я полагал, это будет Горн. Тщеславие, у него много дел. Хан прищурился. Мартарион выглядел не слишком уверенным в себе. Несмотря на внешний вид и излучаемую мощь, он колебался. Тебя прислал Негор, не так ли? Это ничего не значит. Это значит все, возразил Хан, изучая реакцию брата. Магнус рассказал мне, как протекает война. Некоторые братья все еще решают. Некоторые из нас всегда были в стороне. Я один, ты второй. Мартарион фыркнул. Мой легион был на Истване, так что выбрось любые мысли о том, что я не решился. Исход уже предопределен. И твой выбор прост, выживание или гибель. Давай, Джагатай, ты ведь никогда не верил в единство. Ты понимал это даже, когда Желеман изводил нас своими нравоучениями. А между нашим отцом и краем галактики все еще стояли ксеносы. Тогда расскажи мне об альтернативе. Галактика воинов, ответил Мартарион. Галактика охотников, в котором сильным дарована свобода. Галактика, в которой не правит тиран, не волящий нас, лгущий нам. И все это под руководством Гора. Мартарион пожал плечами. Он, начало, чемпион, жертвенный король. Он может сжечь себя, чтобы добраться до Теры, а может и нет. В любом случае возвыситься смогут все братья. Мартарион приблизился, и хан почувствовал химический запах его доспеха. Тебе не следовало присоединяться к ангелу, брат, не говоря уже о Магнусе. Мне было ненавистно смотреть, как вы втроем погружаетесь в эту грязь все глубже и глубже. Я всегда считал, что ты все поймешь и порвешь с ними, устав от этого лицемерия. Они никогда не были лицемерами. Не были? Мартарион сухо рассмеялся. Я надеялся, ты раскусишь их быстрее. Это варп, Джигатай. Наш отец пытался сделать вид, что он не существует, как будто сам еще не погряз по горло в этой засасывающей душу грязи. От нее следовало оградиться, избавиться, забыть. Варп не для нас, это болезнь, чума. Вскипевший Мартарион медленно успокоился, тяжело дыша через окутанную газом маску. Хан услышал тихое шипение и задумался, какие супрессоры вводились в кровь брата. Я вижу, что произошло, сказал он тихо. Мартарион вскинул голову. Неужели? Отдаю тебе должное, ты всегда был искренен, сказал Хан, и никогда не скрывал своих желаний. Могу догадаться, как, по-твоему, все должно было произойти. Сначала обуздать колдунов и усмирить ведьм. Вытесните и тогда власть перейдет к неиспорченным. Здорово, таким был твой великий план. Ты даже сказал мне об этом в тот день на Улан-Оре. Тогда я подумал, что это пустые угрозы, но мне следовало знать, что ты не угрожаешь впустую. Пока Хан говорил, застывшая словно маска, выражение лица Мартариона оставалось непроницаемым. Время от вытекающая через трещины, подобной ядовитым парам. Но ведь все пошло не так, продолжил Хан. Ты завершил свою великолепную миссию, но колдунов оказалось больше, чем прежде. Горб поддерживает их, Ларгар показывает им новые фокусы. Если Магнус еще не присоединился, то скоро сделает это, и тогда ты окажешься в изоляции. Ты уничтожил Библяриус и обнаружил, что колдуны теперь неконтролируемы. Они переиграли тебя. Ты сделал их работу за них, и скоро сам окажешься затянутым в варп, и станешь так же смердетем, как и они. Ты думаешь, что? Я отчетливо вижу это. Магнус показал. Твой легион на данный момент может быть свободен от варпа, но изменения грядут. Ты заключил свои соглашения, и теперь они придут за платой. Ты глупец. Мартарион напрягся. Его глаза на секунду вспыхнули гневом, который он быстро подавил. Ты не... И по этой причине ты разыскал меня, перебил Хан. У тебя не осталось друзей. Кто теперь поддержит тебя против эфироплетов? Ангрон? Что за союзник? Керс? Удачи! Хан презрительно взглянул на Мартариона. Ты отведал плоды предательства и нашел их горькими. Не сменившись разъяренным рыком. Безмолвие дрогнуло, и примарх четырнадцатого легиона сделал полшага вперед, сжав кулак. Я прибыл, чтобы дать тебе выбор, сказал Мартарион, с трудом контролируя голос. Половина твоего легиона уже за гора, другая выполнит любой твой приказ. Время нашего отца закончилось, ты можешь стать частью порядка, который сменит его. Хан улыбнулся, улыбка вышла холодной и высокомерно презрительной. Новый император. Мартарион сердито взглянул на брата, хотя не мог скрыть сомнение. Почему нет? Почему им не стать тебе? Хан кивнул, наконец все понят. Или тебе, и в самом деле почему? Он приблизился, впервые заметив выцвевшую кожу вокруг краев маски. Сколько времени он ее носит? Я скажу тебе почему? Потому что мы никогда не были творцами империи. Мы были эскортом. Тебя это раздражало, а вот я принял. Мартарион начал отходить, безмолвия ожила, потрескивая зеленоватой энергией. Саван опустил свои косы в боевую позицию. Значит тебя не убедить, сказал Мартарион. Обфильтрованный голос снизился до злого рыка. Досадно, я приложил много усилий, чтобы спасти тебя, брат. Мне будет неприятно убивать тебя. За спиной Хана Кешик приготовил свои клинки. И в этом заключается разница между нами, ответил Джигатай, поднимая Дао в защитную позицию. Когда я убиваю, то всегда смеюсь. 21. На мостик. Тираны. Привлекая внимание. Это был скверный бой. Белые шрамы ожесточенно сражались в ограниченном пространстве, не давая воли привычной для них экспрессии. Шибан подстегивал братьев наступать, напоминая о достоинствах превосходящей скорости и мощи. Таргун поступал так же, заклиная своих воинов держать типичную для них упорную оборону. Ни одна из сторон не получала удовольствия от бойни. Сотни бронированных сапог размазывали по мрамору брызжущую на пол кровь. Клинки находили цели, врезаясь между нагрудниками и наплечниками, пронзая смуклую кожу и разрывая трансчеловеческие органы. Замкнутое пространство звенело характерным шумом боя между космодесантниками, громкими агрессивными криками, грохотом болтеров, рычанием сталкивающегося силового оружия. В сердце битвы сражались Шибан и Таргун, кружая, обмениваясь ударами в защите противника, другой закрывал ее. Ни один из них не допускал ошибок, они сражались идеально, пользуясь стилями родных миров. Таргун был методичен, надежен, собран, Шибан изобретателен, динамичен, настойчив. Братство Луны билось так же грамотно, как и его хан, но постепенно стало ясно, что они понесли большие потери в начале боя, нежели нападавшие. Несмотря на изначальное преимущество возвышенной позиции, они, шаг за кровавым шагом, были оттеснены в помещение за лестницей. Нижний зал мостика и длинный коридор за ним. Шибан продолжал сражаться, не обращая внимания на первые уколы усталости в руках. Таргун не уступал. Я никогда не пойму этого, прорычал Шибан, развернувшись на левой ноге и направив Глеву в грудь Таргуна. Не пойму причины. Не поймешь, прохрепел Таргун, парировав удар, но при этом отшатнувшись назад. Возле плеча просвистел болт, задев наплечник и поцарапав эмблему полумесяца. У тебя было все, давил Шибан. Теперь его вел гнев, а не наслаждение боем. Чувство было ужасным. Таргун держался. Мастерски выписав клинком восьмерку, он перешел в контратаку. Оно не было моим. У сорвавшихся слов был привкус обиды. Его удары стали более яростными, и Шибану приходилось сильно стараться, чтобы противостоять им. Но ярость Таргуна сказалась на его выдержке, и Шибан провел мощную контратаку, почти вонзив острие глефа в грудь врага. У тебя было все, что ты хотел, презрительно бросил Шибан, заставив отступить противника еще на несколько метров. Его братья тоже теснили врага, ведомые большим рвением, ведь они точно знали, кому верны. Ты ничего не знаешь о том, чего я хотел, ответил Таргун. Ты никогда не видел ничего, кроме Чегориса. Шибан рассмеялся мрачным, безрадостным смехом. Чегорис это все, брат. Таргун снова отступил, следуя за постоянно отходящими через ряды готических арок братьями. Для тебя. Бой перемещался из золота и стекла. Воины Шибана прорывались через сужающееся пространство, с каждым броском продвигаясь вперед. Многие пали под сосредоточенными залпами прикрывающего огня, но остановить их так и не удалось. Братство Таргуна потеряло слишком много воинов, чтобы удержать позиции, и теперь старалось просто замедлить противника. Шибан рвался через вершину пандуса и ранее в закрытые двери на нижней уровне командного мостика. Над головой парил на невозможной высоте потолок, усеянный кристаллами и освещенный тысячей висящих сфер. Шум активности на мостике потонул в грохоте боя. На датчиках сближения в шлеме Шибана вспыхнули отметки сотен сервиторов и матросов. Перед воинами Братства Бури открылось пространство, напоминающее толпами людей мир улей. Зачистить тактические боевые посты, приказал хан братьям, продолжая ожесточенно сражаться, держать строй. Возможно атака со стороны сенсорных ям. Братство ворвалось в главный зал, преследуя потрепанные отделения защитников. Когда нападающие достигли арки наблюдательной палубы, отступление сил Таргуна стало общим. Сам Таргун вышел из боя. Последние защитников последовали его примеру, следуя за отходящими воинами задних рядов. Они маневр был заранее спланирован. Инстинкт Шибана говорил ему преследовать и рубить обратившегося в бегство противника. То же самое происходило и с его воинами. Отступи, затем снова нападай. Нет, закричал Шибан, внезапно осознав опасность. Он резко остановился и присел в тот самый момент, когда их накрыл ураган. С возвышенных террас, расположенных по обе стороны мостика, между колоннами и подвешенными платформами хлестнул массированный болтерный залп, разрывая палубу в ливне обломков. Многих воинов Шибана, слишком увлекшихся преследованием отступающих отрядов Таргуна, накрыло волной попаданий и скромсавших доспехи легионеров. Уцелевшие братья Шибана отступили к ближайшим укрытиям, модулям кагитаторов, сенсорным станциям, наблюдательным площадкам. Шибан в медных корпусах и тут же шквал болтерного огня Стив. Осторожно передвигаясь, Хан обогнул основание платформы и изучил обстановку. Воины Таргуна засели длинной линией среди сервиторских ям, разделяющих помещения. Десятки стрелков расположились выше на террасах, прекратив огонь, но оставаясь в боевой готовности. За ними Шибан увидел новые подразделения тяжелой пехоты, расположившиеся вокруг центра мостика, командного трона. В их число входил кешек Хасика, облаченный в громоздкие терминаторские доспехи. Ниже на наблюдательной палубе самые важные участки были заняты другими белыми шрамами. Возможно, здесь были сотни отступников, они полностью контролировали мостик. «Довольно, хан!» раздался с трона голос Хасика. Илья съежилась за станцией Ауспика, зажав уши руками. Когда легионеры ворвались на командный мостик, его наполнил невероятный грохот оглушительной звуковой волны, перемешку с усиленными воксом яростными воплями. Космодесантники их повседневной жизни были устрашающими созданиями, а в бою просто ошеломляли. Как только началась стрельба, Халжи сорвался с места и бросился по ступеням на выгодную позицию поближе к командной платформе. Он выхватил болтер и держал его перед собой обеими руками. Дезориентированная и шокированная ужасающим ураганом разрушений вокруг нее, Илья едва заметила, что он стреляет, но белый шрам не мешкал ни секунды. Словно выполняя самое обычное действие, он присоединился к стрельбе, открыв огонь по своим боевым братьям. Сраженные легионеры кувырком скатывались вниз, другие амортизированы. Халжи знал, что они придут. Генерал взглянула вверх, мимо останков уничтоженного кагитатора, на командный трон. Хасик, как обычно, выглядел мужественно, обращаясь к залегшим захватчикам и пытаясь принудить их сдаться. Взгляд Ильи переместился к линии свода. Высоко на стенах разместились стрелки. Казалось, легионеры были повсюду. Смертные же члены экипажа поступили так же, как и она. Охваченные ужасом убрались с линии огня. Илья подползла к остаткам своего пульта и просмотрела данные Ауспика. Четыре боевых корабля продолжали абсолютно беспечно приближаться, словно местный космос принадлежал им. Теперь, на такой близкой дистанции, она смогла разглядеть флотские обозначения 14-й легион, гвардия смерти. Эта новость не укладывалась у нее в голове. Впрочем, как и все, что произошло с момента боя в системе Чандакс. Это Хасик устроил встречу. Если да, то зачем? Илья нажала несколько клавиш, чтобы вывести больше данных на потрескавшиеся экраны. Отсутствие халжи позволяло ей работать быстрее. Авгур обнаружил новые цели. Во внешней системе на большой скорости неслись два неопознанных корабля. Ни маркеров, ни идентификаторов, только субварповые сигнатуры и мерцание активированных пустотных Илья минуту смотрела на сигналы, не в состоянии понять, откуда они появились и что делают. Флот белых шрамов был парализован. Их корабли не предпринимали никаких маневров для парирования приближающейся к ним угрозы. Если то, что происходило на буре мечей, повторялось на других кораблях, то Илья понимала, почему. Легион обратился против самого себя. Словно скрытые противоречия проявились одновременно и повсюду. Конечно же, она сыграла свою роль в этом. Воинам Калджана было бы тяжелее взять на абордаж флагман, если бы она не деактивировала щиты посадочного отсека номер 567. Это было ошибкой Халжи. Ей никогда не нравилось прибегать к обману, вне зависимости от причины. Где Каган? Раздался крик из дальнего конца мостика. Отфильтрованный воксом голос принадлежал космодесантнику. Хороший голос, твердый, с чагорийской глубиной, но не запятнанной злобой. Илья тут же обрадовалась своему выбору. Он вернется, Шибан, ответил Хасик. Твои действия бессмысленны. Мы не предатели, все разрешится. Предатели. Слово напугало ее. Она вспомнила, что говорил ей циньца, а также те обрывки информации, которые она собрала из беседы с Каганом. У нее скрутило живот, и она поняла, что случится далее. Ставки были слишком высоки, чтобы оставить ситуацию неразрешенной. Нападавшие снова собирались атаковать. В этот раз бой будет длиться, пока на мостике не останется только одна из сторон, предатели или лоялисты, кем бы они ни были. Она не могла просто смотреть. Почти наверняка ее вмешательство будет бесполезным, возможно самоубийственным, но оставаться безучастной было не в ее характере. Илья, ладони которой вспотели из-за напряженных нервов, приготовилась бежать. Удерживать позицию, просигналил Шибан выжившим братьям, засевшим неподалеку от того места, где они ворвались в зал. Оставаться в укрытии. Я не желаю убивать тебя, выкрикнул Хасик. Нас намного больше, давай закончим с этим. Шибан повернулся к Джучи, который присел в тени колонны в нескольких метрах справа от него. Боевой брат тяжело дышал, судя по всему из-за ранения. Что ты думаешь? Обратился по воксу Шибан. Джучи покачал головой. Шибан знал, что под шлемом он грустно улыбается. Слишком много, ответил он. Шибан кивнул, даже чересчур. Но ты все равно отдашь приказ. Шибан еще раз осмотрел помещение. Они втрое уступали в численности, а защитники были лучше вооружены и занимали более выгодные позиции. Это будет бойня, и не было никакой гарантии, что они смогут преодолеть даже половину пути до своей цели. Но он по крайней мере мог бы добраться до Хасика. Это кое-чего бы стоило. По моей команде передал он уцелевшим воинам. Цель трон. Он услышал щелчки перезаряжаемых болтеров. Его братья провели последние приготовления. Если мы должны умереть здесь, добавил он, поднимая Глефу и готовясь выскочить из укрытия. Тогда умрем в бою. За хана, братья! За хана! Илья вскочила с колотящимся сердцем и выбежала из-за укрытия. Нет! закричала она, словно кто-то из легионеров обратил бы внимание на неожиданное вмешательство пожилой женщины, не имеющей боевой подготовки. Она встала, дрожа от страха и решительно настроилась сделать хоть что-нибудь. Зачем вы это делаете? Ее слов так и не услышали, не собравшиеся белые шрамы, не даже сама генерал. По мостику прокатился оглушительный рев, словно запустились двигатели космического корабля. Полыхнул ослепительный свет, сопровождаемый извивающимися разрядами энергии. Сияние исчезло почти сразу же, оставив после себя звонкое эхо. Илья часто заморгала, глаза сильно слезились. Когда подозрение прояснилось, мостик выглядел абсолютно иначе. По внешнему кругу мостика выстроились новые сотни белых шрамов, нацелив болтеры на командный трон. В воздухе висел едкий запах остаточного эфира телепортации, отчего у Ильи встали волосы на загривке. Несколько секунд она оставалась совершенно сбитой с толку. Затем узнала великолепный терминаторский доспех на Йонхана Джимулана. За спиной воина с шипящим силовым мечом стоял эскорт из ветеранов. Сдавайся, Хасик, невозмутимо произнес Джимулан. Попытка изменить наш путь провалилась. Хасик пальцем не пошевелил, чтобы подчиниться. На взгляд Ильи силы теперь сравнялись и ее сердце сжалось еще больше. Сражение разнесет в кулочья весь мостик. Вовсе нет, брат, ответил Хасик. Просто она не завершена. Не стой на пути прогресса, ты не видишь всей картины. Не сомневаюсь, но не тебе выбирать. Есть только один выбор. Тогда это вовсе не выбор, ответил Джимулан. Его воины тут же взяли на прицел своих противников. Спрятавшаяся за пультом управления Илья отпрянула. Висевшая в воздухе напряжение напоминала готовую разразиться грозу. Пригнувшись за линией кагитаторов женщина поползла назад в поисках укрытия. В этот момент генерал заметила работающий телепортационный зал, который находился на значительном расстоянии от нее. Затаив дыхание она направилась к нему. И в этот момент Илья услышала команду, которая напугала ее до смерти. Ее отдал один из командиров. Она даже не смогла распознать кто именно. Что ж, раз нечего больше сказать огонь! Хан атаковал первым, двигаясь быстрее мысли с развивающимся за спиной плащом. Мартарион встретил выпад косой. От безмолвия разошлась радиальная волна, подняв пепел кружащимися облачками. Саван смерти, размахивая косами, тяжело двинулся вперед. Воины Циньца атаковали, бросившись по растрескавшимся камням с готовыми к бою клинками. Неоново-синие когти столкнулись с тяжелым железом, разнося глухой лязг по пустому пространству. Среди руин Тиски столкнулись две силы, двигаясь подобно танцорам, подвзирающими на них незрячими лицами старых статуй. «Я читаю твои мысли, брат!» прошипел Хан, проводя атаку. «Ты либо переманишь меня на свою сторону, либо убьешь!» Мартарион захрипел, блокируя Дао. Примарх гвардии смерти двигался намного медленнее Хана, но каждое его движение было надежным, выверенным, неотвратимым. «Если ты настолько упрям, что не видишь своего шанса, тогда да, твоё время вышло». Хан засмеялся, бой на клинках доставлял ему истинное удовольствие. Психоноен был ничтожным вызовом, схватка же с братом Примархом была тем испытанием, которого ему очень давно не доставало. Он стремительно сократил расстояние, развернулся на одной ноге и сделал выпад в грудь Мартариону. Повелитель смерти парировал удар, но покачнулся. «Как же ты медлителен», поддел его Хан. Меч плясал, сверкал, подобно молниям над головой. Каждый могучий удар отсекал куски толстой брони Мартариона, словно та была ржавым ломом. «Ты всё понял превратно. Зачем менять одного повелителя на другого? И не считай меня глупцом, только один может править на тронном мире». Джагатай слышал вокруг ляз клинков, тихий свист выпущенных болтов и громкий звук их же разрывов. Под ногами разверзлись новые трещины, пылая красным жаром, словно расплавленная сталь. Дульные вспышки освещали расколотые образы на древней каменной кладке и проспорианские оккультные символы, вырезанные на каждой поверхности. Тяжело дыша, Мартарион собрался. Несмотря на медленные рефлексы, его сила впечатляла, он уже получил удары, которые свалили бы более слабого воина, но казалось едва замечал их. «Твой легион вызвал нас», прорычал он, размахивая смертоносным безмолвием. «В каждом твоем братстве действуют ячейки, жаждущие служить гору. Все, что мы сделали, это ответили на их призыв». Хан снова засмеялся. Впервые за многие месяцы он почувствовал себя живым, ничем не скованным, свободным «Думаешь, этого будет достаточно, чтобы привлечь нас на сторону магистра войны?» Мартарион уперся ногами, и его тяжелые сапоги погрузились в пепел. Хан нанес серию молниеносных ударов, меч скользнул по толстым наплечникам повелителя смерти, заставив его пошатнуться. «Я позволил им собираться», сказал Хан. Движущийся на предельной скорости Дао расплывался и звенел при столкновении с косой. «Всегда! Я не тиран, в себя», встречая ярость Хана с уверенной эффективностью. Повелитель смерти немного отступил, широко расставив ноги, чтобы отразить следующий удар. Два клинка схлестнулись и отскочили, выбросив в полумрак ливень искр. Сила столкновения была ужасной, каждое идеальное движение было доказательством генетического величия императора, пусть и демонстрируемого в двух абсолютно разных аспектах. Сражающиеся вокруг примархов воины, будучи сами по себе, титанами битвы, были так же неуместны, как и смертные воины, случайно забредшие на ссору богов. «Все мы тираны», проскрежетал Мортарион, увеличивая скорость ударов косой. «Не обманывай себя, мы были созданы только для этого». «Не я», ответил Хан, двигаясь вокруг него с практически непревзойденным равновесием. «Мне всегда было наплевать на власть, а вот ты, ты жаждешь ее». Хан продолжал теснить Мортариона, осыпая ударами и вынуждая отступать к основанию разрушенной пирамиды. Братья кружились в тени арки Фатепа, старого входа в огромные склепы строения, оставшегося без крыши и зияющими провалами в стенах. Хан почувствовал мимолетные вспышки вар пламени и догадался, что это дело рук Орвиды. Услышал боевой клич Циньца и почувствовал прилив гордости за сына. Магистр Кешика был превосходным воином и хан не тревожился за него, как и за остальных воинов своей свиты. Теперь белые шрамы могли сражаться, они знали врага, могли видеть его, этого было вполне достаточно. «Я заслуживаю ее», ответил Мортарион, тяжело дышать через дыхательную маску под атакой брата. «Всегда заслуживал, ты мог бы встать на мою сторону». Хан не снижал темпа, свирепый и неотразимый клинок сверкал, как частица звездного света. «Твое время придет, ты говорил, что варпам нужно пренебречь, запретить его. Как мало ты знаешь, да он прямо сейчас идет за тобой. Убить тебя будет милосердием. Я уже вижу, как тьма затмевает твое будущее, затягивает саму душу». Два примарха бились у основания пирамиды, и каждый их шаг сопровождался гулким лязгом оружия. Над ними возвышался разрушенный каркас строения. Сломанные балки в идеальной геометрии кинулись ввысь, к несуществующей вершине. Старые внутренние стены, частично обрушившиеся и испещренные зияющими отверстиями, сплелись в запутанном лабиринке. «Будующее неведомо», ответил Мортарион, свирепо взмахнув косой и обратным ударом обрушив ее на беззащитную арку. Замковый камень разлетелся обломками. «Они оба чудовища, но ты выбрал не того, горбоец, он один из нас, а не какой-то бессмертный выродок». Преследовавший брата хан засмеялся, в этот раз с истинным удовольствием. «Бессмертный выродок», повторил он, резким ударом сверху вниз, едва не перерубив энергокабели доспеха Мортариона. «В нас течет его кровь, тогда кто мы?» Все больше камней осыпались в облаках пыли, разрубленные яростными взмахами косы Мортариона. Болты с воем пронизывали дымку, врезаясь в остовы зданий. Сосредоточенные на собственной схватке, примархи прорубили путь в сердце пирамиды. В тени колоссальных колонн и изгибов крыши они обменивались ударами такой мощью, что под их ногами дрожала земля. «Так на что ты рассчитываешь?» выплюнул слова Мортарион, прекратив отступать и упершись ногами в землю. Его изрубленный доспех превратился в жалкую пародию прежней прочности. «Думаешь, что сможешь обезглавить меня, как фулгрим Ферруса?» И тогда хан впервые промахнулся. «Это правда?» Феррус погиб. Мортарион контратаковал, врезав рукоятью безмолвия в переднюю ногу хана. Белые поножи треснули, из-под расколотого керамита заискрила энергия. Хан увернулся от следующего удара, едва не потеряв равновесие. Он отшатнулся, а Мортарион перешел в атаку. «О да, он мертв!» проскрежетал Мортарион. «Ты в меньшинстве, и будет только хуже!» Хан взглянул вверх на огромные пустоты вершины пирамиды. Крошечные осколки стекла осыпались с разрушенного венца, отражая свет пламени из трещин внизу. Земля Проспера ракатала приглушенным гневом, словно сама планета была разгневана второй дуэлью примархов на своей почве. Над зазубренной пастью вершины бурлило угольно-черное, беззвездное и пустое небо. Плащ Мортариона широко развивался, подхваченный потоками горячего воздуха из паутины пылающих расщелин. На миг Повелитель Смерти напомнил образ из преисподней, призрака старого Чагориса, вечного и дьявольского, поглощенного Ягша. Хан продолжал отступать, держа Дао обеими руками. Мортарион был так же силен, как корни гор Улаава, но при этом медлителен. Братья идеально подходили друг к другу, как две стороны одной медали. Если бы мы сражались на одной стороне, он и я, компенсируя наши слабости, смог бы кто-нибудь устоять перед нами, подумал он, будь то гор или сам император. Он всмотрелся в бледное лицо Мортариона и разглядел пылающее в нем негодование, точно такое же, как и свое собственное. Он потерян, нас всех предали. Повелитель смерти шагнул вперед, взмахнув опущенным безмолвием. На лице застыла ненависть, хриплое дыхание стало тихим и быстрым. Ну же, брат, сказал Хан, нисходя с места посреди стеклянных слез погибшего города Магнуса и приготовившись к очередной атаке. Давай решим спор между нами, раз и навсегда. Ясугей стоял на командном мостике серповидной луны, наблюдая, как на носовых экранах стремительно растет в размерах Проспера. Облачившийся в доспех для предстоящего боя Лушан выкрикивал приказы экипажу, наверняка все так же уверенный в том, что корабль в любой момент развалится. Последний переход был самым трудным, варп-двигатели работали на износ, а поля Геллера едва держались. Ясугей даже бодрствуя слышал крики Ягша. Придя на помощь навигаторам, он отчетливо увидел в кипящем пекле за обзорными блистерами чудовищ, налетающих на телеваторный след корабля, который вторгся в их владение и цепляющихся за его корпус. Они почти потеряли Гесиот, но сочетание техномастерства Хенрикоса и совместных усилий Ясугея и навигаторов каким-то чудом провели его через Империи. Два корабля из возможных векторов, после чего двигатели вспыхнули, как миниатюрное солнце, чтобы доставить их на орбиту умирающего мира. Ясугей издалека ощутил психический ужас, который все еще звучал на планете, словно почерневший с труп на старой и глубокой ране. Что с флотом? Снова спросил он, не в силах разобраться в данных, переданных сенсорами. Рассредоточен, ответил Лушан, не веря своим глазам. Рассеян, никаких оборонительных построений. Ясугей сильно встревожился, некоторые из кораблей белых шрамов явно дрейфовали, другие шли на перехват друг друга. Ни один из них не реагировал на корабли гвардии смерти, которые приближались, чтобы атаковать их. «Активируй лэнсы», приказал он, «направляйся к строю гвардии смерти и открой огонь из всего, что у нас есть». Лушан кивнул, язычным голосом передал приказ по командной цепи. Почти тут же курс серповидной луны изменился. Корабль резко повернул на два румба правее и устремился к ближайшему линкору 14-го легиона. Мостик наполнился гулом и вибрацией, заряжающихся оружейных систем, а передние иллюминаторы покрылись рябью пустотных щитов. Серповидная луна двигалась быстро, но все равно отставала от Гесиода. Жажда мести Хенрикоса влекла его сильнее, чем остальных. По радиосвязи мостика зашипел его машиноподобный голос. «У нас нет столько оружия, чтобы вести огонь сразу по всем», отметил он. «А нам и не нужно», ответил Ясугей на готике, наблюдая за тем, как стремительно приближается враг. Корабли гвардии смерти самоуверенно двигались вперед, сосредоточившись исключительно на сближении со сражающимся флотом белых шрамов. «Происходит что-то очень неправильное, только бы понять, что на уме у моих братьев. Что они делают? Выглядит так, словно сражаются. Они придут в себя. Ахан, ты чувствуешь его?» Ясугей взглянул на темную сферу, которая уже заполнила большую часть экрана. Провидец бури не чувствовал ничего, кроме отголосков колоссальной вар-пагонии, как будто все население планеты было предано смерти. Проспера по-прежнему был окутан эфирными энергиями. «Нет», мрачно ответил он, «Пока нет». Хенрикос тихо заворчал, словно подтвердилось то, что он давно предполагал. «Это ничего не меняет», сказал железнорукий, «мы по-прежнему можем насолить этим ублюдкам». Ясугей кивнул, оценивая стремительно уменьшающуюся дистанцию между их кораблями и врагом. Игисиот и серповидная луна значительно уступали в размерах четырем основным вражеским кораблям. К тому же на перехват уже спешили эскортники. 22 Под вершиной Испытание Буря мечей Могучая сила Мортариона восстановилась. Столкнувшись с ней по-настоящему, хан усомнился, чтобы кто-то из братьев, за исключением возможно Ферруса, мог сравниться с Повелителем Смерти. Тот выдерживал каждую атаку, впитывая как пиявка энергию полученных ударов. Стойкость Гвардии Смерти была легендарной, как и их способность не останавливаясь переносить урон. Впервые увидев их в бою, Джагатай понял, насколько верными были рассказы о ней. Безмолвный Саван, безостановочно сражавшийся с Кешиком среди руин, был таким же непреклонным, как и их Повелитель. С обеих сторон уже пали воины, их тела покрылись пылью, но ожесточенный и упорный бой продолжался. Сами возвышались огромные террасы пирамиды, затмевая тот слабый свет, который остался внутри почерневшего остова. Два примарха прорубали путь через помещения, которые ранее могли быть вестибюлями и приемными залами, отбрасывая в сторону попадавшиеся под ноги обгоревшие книги, старые инструменты и обугленные артефакты тысячи миров. Они оказались в сердце былого царства Магнуса. Перед круглым обсидиановым ярусом, покрытым серебристыми спиралями и заполненным многочисленными иссохшими останками давно усопших. Повсюду возвышались рустованные колонны толщиной с бронетранспортер носорог, подобно часовым устремляясь в полумрак. В самом центре на покрытом пылью полу находилась инкрустированная золотом око Магнуса, слабо блестевшая, несмотря на слой грязи. Прямо над братьями на высоте сотен метров находилась сама вершина, открытая ярости небес. Когда они вошли в круг, хан наконец почувствовал, что устает. Ни разу за бесчетные годы войны ему не доводилось чувствовать ничего, кроме легких намеков на утомление. Он сражался с величайшими чемпионами ксеносов, повергал существ ростом с титанов пес войны, пробивался сквозь толпы зеленокожих, столь же яростных и бесконечных как морские волны, и все же никогда не испытывал вызванной Мортарионом сильной утомленности. Только примархи могут уничтожить примархов. Мортарион начал смеяться в свойственной ему грубой манере. Не думал, что будет так тяжело, а? Прохрипел он, по-прежнему уверенно орудая безмолвием. Примарху четырнадцатого тоже досталось. Щеки и лоб были забрызганы кровью, а дыхательная маска повелителя теплым вдохом издавала скрежет. Хан начал очередную атаку, жонглируя Дао, прежде чем выискать способ пробить каменную защиту Мортариона. Джагатай по-прежнему был быстрее, лучше владел клинком, но бой походил на схватку с самой Энтропией. Как и ты, отметил Хан, указав на дорожки красноватого пота, стекающего по пепельно-серым вискам Мортариона. Твоя правда. Голос Мортариона выдал его сожаление. Даже годами копившаяся обида и горечь не смогли скрыть от повелителя смерти иронию сложившейся ситуации. Примархи были созданы сражаться, как элементы единой армии, в которой один брат компенсировал недостатки другого. Несмотря на ревность и соперничество, такая армия с точки зрения завоевания была идеальной. Мечта императора Великий Крестовый Поход во имя Единства, ведомый двадцатью бессмертными аватарами его собственной несравненной души, была безупречной. И вот до чего они дошли. До драки посреди свидетельства вандализма Русса. Они глубоко пали и оба знали, будет только хуже. «Ты мог отречься», сказал хан, уходя от свистящего взмаха косы, направленного в шлем. «Гор не твой хозяин». Мартарион фыркнул, и никогда им не будет. «Ты видел мощь нашего отца, никто из нас не сможет противостоять ему». Мартарион перешел в наступление. На окружавших их колоннах мерцало и прыгало отражение пылающих расщепительных полей. Он скован собственными ошибками. Тронный зал стал вместилищем кошмаров, и император не может покинуть его. Путь открыт, империум наш». Хан отбил удар косы и сделал выпад, целясь в горжет Мартариона. В последний миг Джагатай направил клинок вниз, миновал защиту и оставил длинный разрез на нагруднике примарха 14-го. В этот раз клинок вошел глубоко, разрубив уже искромсанный доспех и погрузившись в грудную клетку. Поморщившись, Мартарион рванул и отбил вышедший из тела меч хана рукоятью косы, одновременно отступив назад. «Нечего захватывать», прорычал хан, преследуя его. «Кроме выжженной земли, оглянись, ты можешь превратить в нее всю галактику». Мартарион вызывающе зарычал и перешел в атаку. Используя косу как алибарду, он врезал рукоятью в солнечное сплетение хана. Тот отшатнулся, споткнувшись на неровном полу, и Мартарион тяжелой поступью последовал за ним, осыпая брата новыми ударами, сильными, тяжелыми, сотрясающими землю. Хан продолжал отступать, с трудом выдерживая обрушившуюся на него вспышку ярости. Братья снова набросились друг на друга, с яростью обмениваясь ударами. Фрагменты брони разлетались, подобно шрапнели. Из разбитых сосудов Мартариона хлынул газ, едва не ослепив обоих примарков. Братья без устали рубили и кололи, не уступая ни пяде земли. Кровь брызгала во все стороны, пачкая доспехи и смешиваясь на лезвиях клинков, словно богатое темное вино. Продолжая сражаться и ощущая привкус меди во рту и сжение в мышцах, хан чувствовал, как ему не дают покоя степные традиции его родины. Он нуждался в пространстве, чтобы воспользоваться своей скоростью. Должен был воспользоваться своими сильными сторонами и избавиться от изматывающей хватки Мартариона. Собравшись силами, Джагатай отбил удар косы и отступил, увлекая противника за собой. Повелитель смерти поднял над головой безмолвие, отбросившее серповидную тень на узор глаза. Развивающийся изорванный плащ Мартариона напомнил персонажа старых легенд, мифического жнеца тысяч человеческих миров, которого призвали на мир угасших душ. Хан не двигался, тяжело дыша и пытаясь собраться с силами для последней атаки. Сердца глухо стучали, легкие горели. Он не отпускал Дао, ожидая хода противника. Иди ко мне, ты же видишь мою слабость. Один выпад, один идеальный, точно выверенный выпад, на который сила у Джагатая еще была. Атака должна быть безупречной, в противном случае возможности защититься уже не будет. Менее искусный удар не сразит такого врага. Но Мартарион не шевелился. Он застыл, словно прислушиваясь к чему-то. Его коса перешла в защитную позицию. Из-под маски раздался легкий кашель. И хан догадался, что это был сдавленный от усталости смех. Итак, выбор сделан. Хан не сходил с места, не зная, что брат имел в виду. Мартарион дал знак Савану, и его воины начали отступать к позиции повелителя. Наши корабли сражаются друг с другом, брат. Раздраженно прохрепел Мартарион, и прихрамывая начал отходить. Это не то, что нам обещали, но я не стану терять флот в таком бою. Слова было трудно разобрать из-за наполнившей рот крови, струйки которой вытекали из-под краев маски. Но запомни вот что, теперь это вражда навечно. Ты и я, наши судьбы переплелись в этом месте. Помни об этом, именно здесь все началось. Хан почувствовал, как вокруг ног зашевелилась пыль. Из открытой вершины пирамиды вниз заструились волны темно-зеленой энергии. И когда мы снова встретимся, проскрежетал повелитель смерти, обратного пути уже не будет. Он насмешливо отдал честь и вдруг сверху ударили лучи яркого света, пробив облачный покров и вонзившись в центр пирамиды. Хан бросился вперед, слишком поздно осознав, что происходит. Как всегда, Дао в руках примарха был молниеносен. Если бы клинок достиг цели, то пронзил бы насквозь шею Мортариона, миновав его защиту и перерезав трубки дыхательной маски. Но повелитель смерти и его свита в один миг исчезли, затянутые варп вихрем. В оставшейся после них пустоте выл ветер, кружилась пыль, извивалась молния. Хан, пошатнувшись, по инерции проскочил пустое пространство, где только что находился враг. Застегнутый врасплох примарх резко развернулся, по-прежнему готовый атаковать. Перед ним стоял Цинь-са, целый, но с обнаженными клинками. Вместе с ним были легионер тысячи сынов и пятеро воинов Кешика. «Верни меня к нему», прорычал Хан, в котором по-прежнему кипел гнев. Охота не завершилась, добыча сбежала. Цинь-са опустил мечи. Минуту он молчал, но тихие щелчки из шлема говорили о попытках связаться с кораблями на орбите. Затем магистр Кешика покачал головой, чтобы гвардия смерти не использовала для прорыва через эфирный барьер, повторить это было невозможно. Хан повернулся к Орвиде. «Это твой мир», прошипел примар. «Вытащи меня отсюда». Колдун нетвердо стоял на ногах. «Ваши корабли все еще на орбите?» Орвида взглянул на Цинь-са. «Проблема в барьере?» «Думаю, да». «Это будет трудно», пробормотал Орвида, повернувшись к Хану. «Меня ненадолго хватит. Будем надеяться, что кто-нибудь внимательно наблюдает. Хан кивнул. «Действуй!» Белые шрамы раступились, и Орвида сделал шаг назад. Он сконцентрировался и сжал руки вместе. Вокруг воина возник колдовской свет, притягиваемый к доспеху, словно вращающиеся звезды. Перчатки окутали серебристые вспышки, набирая силу. Через несколько мгновений руки легионера засияли столь сильным светом, что на него было трудно смотреть. Затем Орвида поднял руки вверх и выпустил ослепительный и обжигающий столб света. Он пронзил центральную шахту пирамиды и устремился в небеса. Легионер тысячи сынов пошатнулся, едва устояв на ногах, но луч эфирной энергии продолжал с ревом вырываться из него. На небе полохнула серебристая цепь, раздались ответные могучие раскаты, напоминающие удары грома. Нижняя поверхность облачного покрова оплела радужная сеть. Впервые сплошная блокирующая пелена распалась. За ней показались разноцветные пылающие тени, которые переливались и плясали, словно полярное сияние. Сам Орвида в сияющем багровом доспехе начал мерцать. Свечение усилилось настолько, что стало ослепительным. На миг Хану показалось, что он смотрит прямо в астрономикон и должен отвернуться. Примарх посмотрел вверх, где высвобожденная Орвидой энергия все еще пронзала бушующие небеса. Теперь все, что остается, это надеяться, мрачно пробормотал он. Радость Шибана от прибытия Джамулана была недолгой. Силы сравнялись, и поскольку каждая из сторон обладала опустошительной огневой мощью, так каждый последующий шаг эскалации конфликта приближал гибель легиона. Оружие, созданное нести смерть врагам, теперь было обращено против себя. Шибан не вставал, Гуаньдао была активирована и готова атаковать. Хасик и его воины по-прежнему контролировали район командного трона в дальнем конце мостика, а также высокую наблюдательную палубу и террасы. Отряды Джамулана телепортировались двумя группами на флангах, а главные силы в начале мостика сосредоточились среди постов сенсориума. Укрытий хватало для обеих сторон, но присутствие сотен смертных членов экипажа, застывших нерешительности у своих пультов управления, увеличивало шансы превращения чистого боя в резню безоружных. От такой перспективы Шибану стало тошно. Как мы дошли до этого? Как случилось это безумие? Отбросив подобные мысли, Шибан выскочил из укрытия. «Ко мне, братья!» закричал он, увлекая их в битву. Его воины снова хлынули на открытое пространство и, пригнувшись, бросились в атаку. Страшный тяжелый бой в замкнутом пространстве возобновился. Разгоряченные и решительно настроенные космодесантники набросились друг на друга. Терминаторы Джимулана прорвались через ограждение балкона к своим противникам, уже поставившим из болтера в завесу губительного огня. Украшенные колонны и опоры стремительно покрывались выбоинами и щербинами. Смертные члены экипажа, беспомощные перед лицом подобной ярости, попрятались где смогли, за исключением седоволосой женщины в мятой и рваной форме генерала армии. Она бежала, сильно размахивая руками, прямо к атаковавшему сервиторские ямы Шибану. Первой реакцией Шибана было отшвырнуть ее и добраться до врага. Перед ханом мчались Джучи через ступеньки и обходя препятствия, чтобы атаковать легионеров Таргуна. Что-то в глазах смертной остановило Шибана. Женщина отчаянно старалась не столько выжить, сколько привлечь его внимание. Ее лицо было ему знакомо, он где-то видел ее прежде. «Стой!» закричала сквозь грохот битвы смертная. «У меня есть местоположение Кагана». Шибан резко остановился. На открытом пространстве без брони и Лосгана она выглядела невероятно хрупкой для возвышавшегося перед ней воина. «Телепортационная платформа», тяжело дыша, сказала она. «Отведи меня к ней». Путь к площадке лежал через 200 метров открытого, простреливаемого со всех сторон пространства. Уже и колонны получили повреждения, оказавшись посреди интенсивной перестрелки. Женщина ни за что не смогла бы добраться до своей цели. Даже ему пришлось бы попотеть. «Кто ты?» спросил Шибан, обойдя ее, чтобы прикрыть своим телом. «Что б тебя?» закричала женщина, готовая ударить его. «Кто по-твоему открыл ворота стыковочного отсека? У меня есть координаты, понимаешь? Отведи меня, или твой легион уничтожит себя». Шибан снова взглянул на телепортационную платформу, затем на ее умоляющее лицо и принял решение. «Не сопротивляйся», сказал он, сгребая ее левой рукой. «Она почти ничего не весила, просто держись». Затем, опустив голову, он бросился бежать. Первый болт попал в него уже через несколько метров, срикошетив от правого наплечника в грудь. Шибан пошатнулся и продолжил бег. Он преодолел половину пути, когда получил прямое попадание в ногу. Керамид на голенника не выдержал, и шарпнель прошла сквозь слои брони под ним. Падая на колени, легионер изогнулся, чтобы прикрыть собой смертную, которая все еще цеплялась за него. Если она и кричала, то он не слышал. Противники сцепились всерьез, и грох от битвы становился все громче. Шибан снова поднялся, не обращая внимания на пылающую боль в ноге. Он тащил себя к платформе, продолжая прикрывать женщину. Последовали новые попадания, болт разорвался в бронированном энергетическом ранстве. Другой попал в уже раненую ногу, отчего у воина потемнело в глазах. В поврежденный наплечник врезался плазменный разряд, скользнув по изгибу, но забрызгав рану расплавленным металлом. Белый шрам продолжал идти, стиснув от боли зубы. Когда над ним выросли колонны платформы, он, падая, толкнул женщину, чтобы не раздавить ее своим телом. Она с трудом поднялась и бросилась к внутренним механизмам помещения, дающим относительную безопасность. Истекающий кровью шибан поднял голову и увидел, что смертная добралась до пульта управления. Когда новые болты разорвались о кольцо колонн, женщина лихорадочно ввела серию команд, и приборы загудели нарастающей энергией. Секунду спустя между колоннами вспыхнул свет. По всему мостику пронеслась мощная звуковая волна, как при взрыве связки крак-гранат. Несколько секунд по колоннам плясали потрескивающие разряды электричества. Шибан заметил, как женщина отшатнулась от яркой вспышки, закрыв глаза руками. Мгновение легионер ничего не видел в кипящем вихре энергии. Затем внутри появились фигуры. Белые шрамы в терминаторской броне и изможденный космодесантник в красном доспехе, стоявший на коленях. Перед легионерами возвышался массивный силуэт в украшенном доспехе и изорванном плаще. Личину шлема отмечали многочисленные ожоги и глубокие зарубки. Гигант шагнул из угасающей световой бури и бросил мрачный взгляд на мостик. Бой не стихал, братья вцепились друг другу в глотки, погрузившись в безумный мир боевых кличей и дульных вспышек. Неспособный двигаться Шибан сплюнул кровь. Хан вышел из телепортационной площадки, сняв на ходу шлем. Он оглядел мостик, на суровом лице застыл ужас. Минуту примарх не шевелился, только наблюдая за бойней. Память Шибана вернула его на Чундакс, где он в последний раз был так близко от повелителя. Тогда легионер наносов. На этот раз все было иначе, столь многое висело на волоске, а в содеянном имя не было никакой славы. Легионер попытался подняться, но боль вернулась, ослепляя его, наполняя голову мучительной пульсацией. Шибан попытался подползти, заговорить, но не смог. Он почувствовал, что органы сдаются, а затем в груди разлилась холодная волна оцепенения. Шлем легионера Хан сошел с платформы, за ним по пятам следовал Кешик. В командном зале по-прежнему кипел бой. Воины, которые были достаточно близко, чтобы расслышать сквозь шум битвы грохот телепортации, прервали поединки, но другие продолжали биться среди урагана болтов. Один ужасающий миг Хан смотрел, как воины его легиона вцепились друг Мартариона, такие же насмешливые, как и его прощальный салют. Половина твоего легиона уже выступила на стороне гора. Джагатай смотрел в сторону командного трона. Там шел самый тяжелый бой. Он вдруг увидел Хасика на платформе, яростно сражающегося с атакующими воинами Джамулана. «Сыньца, ко мне!» прорычал израненный хан, направляясь в пекло битвы. Блестящий от крови Мартариона меч вдруг стал тяжелым. Кешик шел вместе с повелителем, окружив примарха защитным кольцом. Один вид повелителя останавливал сражающихся белых шрамов. Воины забывали о своих дуэлях, видя иссеченный доспех, шагающего к трону хана, словно только сейчас осознав, как глубоко они пали в его отсутствии. Гулкая какафония болтерной стрельбы стихла. Примарха ждал Хасик. На мостике наступила тишина. Воины замерли, не опуская оружия. Голоза всех присутствующих были обращены на командную платформу. Найон Хан холодно обратился Хан, поднявшись по ступеням и взглянув сверху вниз на Хасика. Что за безумие произошло здесь? Хасик по-прежнему держал клинок в руке. Выражение глаз было скрыто за линзами терминаторского шлема. Это было ради всех нас, ответил Хасик. Но даже скрежет в окс решетки не смог скрыть его неуверенности. Ради Легиона. Ты знал, что я вернусь, сказал Хан. Или же ты планировал держать меня подальше, пока не приберешь к рукам флот. На это ты надеялся. Рука, в которой Хасик держал оружие, дернулась. Я просто хотел снова увидеть вас и магистра войны вероломных. Вероломных? Хан окинул взором мостик. Ты это натворил и называешь других вероломными? Хасик ощетинился. Мы все еще можем прийти к согласию, закричал он. Мы совершили ошибки, но несмотря на это мы видим истину. Он призывает, мы должны ответить, так было всегда. Тебе солгали, но повелитель, вы не давали приказа. Тебе было велено ждать. Не заканчивайте вот так, взмолился Хасик, сделав шаг вперед. Дайте мне время, позвольте объяснить. Больше времени нет. Повелитель, молю, хватит, заревел хан, поднимая меч. Возможно неосознанно, может быть, не желая того или же из-за ошибочной веры, что его убеждения дают ему повод так поступать, Хасик в ответ поднял свой. Хан нанес удар, лезвие меч из руки Найон Хана, а затем вонзил острие своего клинка чуть ниже сердца Хасика. Удар был нанесен с идеальной точностью, пронзив терминаторский доспех с резким треском расщепляющего поля. Хасик застыл, не в состоянии ответить. По телу текла обжигающая энергия, парализовав воина. Хан медленно, со скрипом, оторвал одной рукой Хасика от палубы и потянул вверх, пока их лица не оказались на одном уровне. Клинок примарха, приняв на себя весь вес закованного в броню Найон Хана, не позволил тому и пальцем пошевелить. Хан потянулся свободной рукой к шлему Хасика, сорвал с головы и презрительно швырнул на палубу. Мгновения они смотрели друг другу в глаза. Одно лицо было белым от шока, другое суровым от гнева. «Говоришь, что видишь истину?» прорычал Хан. «Ты ничего не знаешь о ней. Если бы ты выполнил мой приказ, я бы поделился ею. Вместо этого я скажу тебе только одно. Легион это орду Джагатая, и все в нем носят клинки только по моему слову. Так было с момента нашего первого боя на Алтаке. И ни одна сила во вселенной, будь то гор, император или сами боги, никогда не изменят этого». Глаза Хасика были широко раскрыты. В уголке рта пенилась кровь, а руки бессильно сжимались. «Тебе была дана свобода, которую не одобрил бы ни один другой повелитель», сказал Хан тяжелым от горечи голосом. «И вот как ты отплатил мне. За это я низвергну тебя». Хан отшвырнул Хасика в сторону. Тот соскользнул с клинка и рухнул на трон, расколов его, а затем скатился по ступеням платформы. Циньца шагнул к нему с обнаженным оружием, но Хасик не поднялся. Примарх отвернулся. В венах все еще пульсировала ярость, смешанная с тяжелой горечью от предательства. На миг разум Джагатая наполнили образы, как он дает выход гневу, как приносит кару всем сбившимся с пути генетическим потомкам, подобно мстительному богу забытого прошлого. Но в конце концов его взгляд обратился на наблюдательную арку и дальше, через огромные иллюминаторы, на орбитальный космос Проспера. Далеко в пустоте полыхнули безмолвные вспышки света. По крайней мере, в этом Мортарион оказался честен. Корабли атаковали, лэнсы стреляли, щиты гнулись. Времени не осталось, хан сделал глубокий вдох. Расплата наступит, выкрикнул он, обращаясь к сотням воинам, ждущим его приказов. Но сейчас зовет битва, свяжитесь с остальным флотом, мы атакуем гвардию смерти. Построение Гуан-Ча, полный вперед. Он обвел потемневшим взором своих воинов, и бремя его разочарования в них было сокрушительным. Враг известен, мы снова охотимся. Серповидная луна сближалась с врагом, щиты гнулись, лэнсы перегревались, двигатели грохотали. Над фрегатом менял курс линкор гвардии смерти, пылая от полученных попаданий и отвечаем мощным лазерным огнем. Где-то поблизости, на центр вражеского строя мчался Гесиот. Его орудия сверкали, а пустотные щиты были охвачены огнем. Оба корабля шли полным ходом на эскадру 14-го легиона. Знаю, что только скорость поможет им продержаться как можно дольше. Враги, медленно выходящие на позицию атаки, разделившегося и лишенного руководства флота, поначалу не были готовы к свирепому наскоку. Тем не менее, их шок быстро прошел. «Разворот!» выкрикнул Лушан, прикладывая максимум усилий, чтобы вражеский огонь не превратил их в пустотный мусор. «Следите за тем крылом штурмовиков, перенаправьте на них бортовые антенны». Ясугей безмолвно стоял на кренящейся палубе. Сражение в пустоте не доставляло ему удовольствия, у него просто не было давало то, что Лушан был грозным командиром. Он уже сберег корабль под яростным ответным залпом и теперь гнал его к верхней части линкора противника. «Энергию на Лэнса!» приказал Лушан, сильно сжав подлокотники командного трона. Как только слова покинули его уста, лазерный луч поразил правый борт серповидной луны. На перегруженных пустотных полях расплылось похожее на всплеск пятно. Весь корабль дернулся, словно на миг закашляли двигатели, а затем развернулся вниз к надиру сферы битвы. Люмины мостика на миг потухли, а с многочисленных нижних палуб раздался раскатистый скрежет. Лушан взглянул на Ясугея и криво улыбнулся. «Возможно, это наша последняя атака за Дьин Арга!» Ясугей кивнул. «Тогда постарайся, брат!» Серповидная луна выровнялась, и двигатели малой тяги вернули корабль на прежний курс. Всего в нескольких сотнях километров перед ними выросли громадные очертания линкора гвардии смерти «Повелитель Гируса». Он более чем в пятеро превосходил размерами корабль белых шрамов и был создан для затяжного штурма. Его пустотные щиты серьезно пострадали после первой атаки, но не настолько, чтобы отключиться. Лушан направил серповидную луну прямо на врага, и Ясугей почувствовал, как задрожала палуба, когда снова заревели двигатели. «Ленси!» приказал Лушан. «Залп!» Батареи ответили, и белоснежные лучи энергии устремились к повелителю Гируса. Они поразили мидель корабля, пробили пустотные щиты и вонзились в корпус. Экипаж серповидной луны радостно закричал, наблюдая за быстро распространявшимися повреждениями. Взрывы пронеслись по линкору, разрывая обшивку и обнажая за ней палубную структуру. «Разворот!» приказал Лушан. «Они ответят!» Фрегат белых шрамов почти тут же был накрыт ослепительным залпом ответного огня. Торпеды пронзили облака вытекающей плазмы и поразили корабль, когда тот круто отвернул от врага. Далее последовал меткий и плотный лазерный обстрел. Ясуге взглянул на экраны. Замыкающий их крупный боевой корабль поворачивал к белым шрамам, заряжая орудие. У Гесиода проблемы были серьезнее. Он опрометчиво мчался прямо в пасть к чудовищному флагману противника стойкости. Хенрикас нанес ей повреждения, но ответный залп был оглушительным. «Железнорукому повезет продержаться хотя бы несколько минут». «Мы можем прикрыть Гесиод?» невозмутимо поинтересовался Ясугей. Лушан рассмеялся. «Нам бы пережить собственную атаку». Серповидная луна не сбавляла хода, идя на трех четвертях полной тяги. Корабль преследовали многочисленные лазерные лучи, словно воронье, напавшее на орла. Куда-то в корму угодила очередная торпеда, отчего в очередной раз встряхнула корпус фрегата. Он вышел из-под огня остроконечных башен повелителя Гируса и на полной скорости стал удаляться от него. Стоило над ними с левого зенита. Его орудия уже ярко пульсировали, а пустотные щиты были явно невредимыми. Ясугей увидел стилизованный череп на носу и понял, что они не смогут достаточно быстро нанести врагу повреждения. Разворот! заревел Лушан. Ясугей чуть крепче сжал посох. Вражеские канониры несомненно уже взяли их на прицел. Нет, невозмутимо возразил Задин Орга, сохраняйте позицию. Тогда мы окажемся как на блюдечке, предупредил Лушан. Ясугей кивнул. Мы ведь не собирались выбраться из этой переделки, брат. Лушан вздохнул и поклонился. Отставить! Главный канонир, дай мне, что у нас осталось. Он мрачно улыбнулся Ясугею. По крайней мере, мы можем уязвить их гордыню. Серповидная луна прервала резкий поворот и добавила больше мощности в двигатели. Носовые экраны заполнила огромная тень корабля гвардии смерти, ощетинившегося рядами огромных орудий. Из-под клиновидного носа выступали два громадных лэнса, украшенные вопящими черепами. Их дуло засветились, как только активировались огромные силовые передатчики. Корабль белых шрамов выстрелил первым. Поток лазерных лучей и последний торпедный залп пронзил пустоту. Прицел был верным, враг получил шквал попаданий, накрывший нос адом пылающего света. Когда пламя погасло, им открылся почерневший и искореженный металл. Из скрученных останков переборок и обтекателей датчиков пустоту сыпались искры. «Мы уничтожили лэнсы?» спросил Ясугей, цепляясь за надежду. Лушан, продолжая улыбаться, покачал головой. «Боюсь, ты слишком многого хочешь». Серповидная луна все еще находилась на курсе перехвата и слишком сблизилась, чтобы вовремя выйти из зоны поражения. Лушан отдал приказ перейти в крутое пикирование, но даже Ясугей понимал, что оно не успеет дать результата. Лэнсы гвардии смерти пульсировали светом предзалповой готовности. Орудия оказались необычно красными в бесконечные ночи, напоминая светящиеся на закате фонарики Кво. Гордый Ясугей решил встретить смерть с открытыми глазами. «Надеюсь, нашего примера будет достаточно», подумал он, когда Лэнсы открыли огонь. Линкор гвардии смерти дал залп, и носовые обзорные экраны потемнели. Пик данной наполнил треск помех. Ясугей приготовился к реву врывающегося вакуума, картине разваливающегося на куски мостика. Смерть так и не пришла, он вдруг огромный, гордый и могучий корабль вклинился между ними, отбросив тень на экраны серповидной луны, и затмив свет солнца Проспера. Буря мечей. Зади Норга уже и забыл, каким величественным был флагман. Маневр, с помощью которого такой громадный корабль прошел между линкором гвардии смерти и его добычей, был демонстрацией феноменального кораблевождения. Буря мечей плавно проплыло над серповидной луной. Вдоль кинжаловидных бортов тянулись многочисленные ряды орудий. Двигатели малой тяги выбросили в пустоту красное пламя, сверкая подобно скоплению раскаленных звезд. «Каган!» закричал Лушан, вскочив с трона. В этот же миг буря мечей долазал всем бортом. Пустота растворилась в бушующем урагане света, вспыхнувшим как рассвет над алтаком и окутавшим огненной пеленой корабль 14-го легиона. Вдоль его корпуса полыхнули подпитывающие друг друга взрывы, расходясь от точек попаданий и вспучивая адамантиевую обшивку. Ясугей вгляделся в экраны локаторов. Все больше кораблей выходило из литургии и устремлялось к эскадре гвардии смерти. Задин Орга увидел в авангарде сигнатуру копья небес. Даже те суда, что выглядели безжизненными и дрейфующими, разворачивались. Новые энергетические лучи пронзали пустоту, освещая космос новым пламенем. Ясугей наклонил голову, позволив себе на секунду почувствовать облегчение. Задин Орга раздавшийся по радиосвязи голос почему-то не исказился, как прочие. Последний раз Ясугей слышал его шесть лет назад. В голосе сохранилась прежняя сила, но добавились нотки чего-то еще. Возможно разочарование. Провидец бури повернулся к гололиту, возникшему над колонной у его плеча. В мерцающем облаке материализовалось лицо хана. Значит это была уловка? спросил Ясугей, стараясь не показать слишком явно свою радость. Флот, к сожалению нет. В твое отсутствие мы разделились. Что задержало тебя? Ясугей улыбнулся и ответил Вселенная. Лушан вывел сверповидную луну из эпицентра сражения. Экипаж старался изо всех сил, чтобы удержать щиты в функциональном состоянии. Оружейные системы были выведены из строя, но фрегат избежал гибели. Все больше кораблей белых шрамов проносилось мимо них, устремляясь в бой и прикрывая отход. Это корабль сынов гора, сказал хан. Он союзник, если он продолжит бой, то погибнет. Прошу, сделайте все возможное, чтобы защитить его, обратился Исугей. На нем железнорукий, который заслуживает жить, как бы это не разозлило его, и Саламандры. И все они будут снова сражаться. Пока они говорили, корабли гвардии смерти начали отступление, уступая в численности и скорости. Эскортные корабли 14-го легиона начали перестраиваться в защитное цепление, подготавливая условия для прорыва капитальных кораблей к точкам прыжка. Изводя, обстреливая, выплескивая всю накопившуюся ярость в ураган энергии Лэнса, на миг образ хана исказился. Эта буря мечей дала очередной воистину страшный залп. По тебе скучали, творец погоды, произнес примарх, а затем исчез. Исугей снова поклонился, глядя, как удаляются сферы битвы, по мере того, как убывающая луна уходила все дальше. Окутанная пламенем собственных залпов буря мечей неслась вперед, словно брошенное в сердце битвы копье. И затем, наконец, за ней последовали лучшие силы легиона, часть сквозь пустоту, как хищные птицы в открытом небе. 23. Расплата. Выздоровление. Охота. Вторая битва за Проспера не шла ни в какое сравнение с ужасом первой, так как гвардия смерти прибыла для того, чтобы проследить за присоединением союзника, а не вступать в длительный пустотный бой. Отходящие от Проспера два флота сцепились в паутине бортовых залпов и атакующих маневров. Под командованием Мартариона, уступающие в численности силы 14-го легиона, достаточно сплотились, чтобы покинуть систему невредимыми. Но они не могли сравниться ни в скорости, ни в огневой мощи с возродившимися белыми шрамами. Битва неуклонно смещалась из системы, пока Мартарион в конце концов не отдал приказ выйти из боя и направиться к точкам прыжка. Оставляя за собой след из огня и плазмы, корабли гвардии смерти вошли в вар, оставив местный космос под контролем Хана. С изгнанием противника из системы Проспера пятый легион прекратил преследование. Флот снова собрался, построившись разомкнутым строем, как делал это в системе Чондакс. На некоторых кораблях все еще продолжались стычки. Процесс восстановления порядка шел медленно и с применением силы. Хан лично посетил каждый линкор, подавляя последние следы мятежа везде, где их обнаруживал. На многих кораблях поралилась кровь. Некоторые же были полностью захвачены членами лож, все еще надеявшимися склонить легион на свою сторону. Часть отступников предпочли позору капитуляции самоубийства, хотя большая часть признала власть Кагана и в знак раскаяния сдала клинки. Несколько небольших кораблей так и не явились к месту сбора флота. Их либо уничтожила гвардия смерти в ходе боя, либо они незаметно исчезли, видимо, не желая принимать отказ от планированного ими соглашения с магистром войны. Посеянные ложами семена глубоко засели, и не все их всходы были искоренены. Найонхан Хасик в ходе всего сражения оставался на буре мечей. Только после того, как Мартарион бежал, за Хасиком пришел Циньса, снял с него доспех, забрал оружие и отвел в камеру. Найонхан не сопротивлялся, однако лицо выдавало опустошенность души. Вместе с ним заключили подстражу и остальных, в том числе Гогола, Хибу и Таргунхана. Они ожидали прецедента за их действия, хотя согласно старому закону Алтака, предательство влекло за собой только одно наказание. Гесиот остался с флотом. Хенрикос едва не погубил корабль, но его спас Чинзар, прикрывший от приближающихся торпед. Хан почтил Железнорукова, как и остальных воинов разбитых легионов. Им предоставили возможность сражаться вместе с Белыми Шрамами в составе любого на выбор братства. Хенрикос обдумал предложение, но не стал связывать себя обязательством. Он сказал, что примет решение после ремонта Гесиода. Большинство свидетелей пророчили, что он предпочтет сражаться с врагом самостоятельно. Хенрикос утверждал, что видел данные по передвижению одной из групп флота Гора и жаждал настичь ее. Арвида тоже остался с легионом. Ему была представлена каюта на борту Буримичей. Его здоровье было подорвано долгим пребыванием на умирающем мире, и ему понадобился не один день на исцеление, чтобы рассказать о том, что он видел. После этого Есугей и легионер Тысячи Сынов провели много часов вместе, хотя содержание их бесед стало известно только хану. Есугей спросил о судьбе Азика Аримана, которого он надеялся снова увидеть. Однако Арвида не мог ему ничем помочь. Провидец Гури пришел к выводу, что Аримана либо убили волки, в обоих случаях они, вероятнее всего, больше никогда не увидятся. Это огорчало Есугея больше, чем все события, произошедшие со времен Улан-Орского триумфа. Из множества связей, что когда-то существовали между Белыми Шрамами и Тысячей Сынов остался только Арвида. Что касается самого хана, то он, как только закончилось жестокое восстановление порядка, удалился в свои покои на флагмане, где держал совет о дальнейших действиях легиона. Сынца и Есугеи, хотя было известно, что будет созван Курултай, совещание хана, для очищения от последствий вражды. Очень скоро стало известно, что ложи не понимали истинную цель своих действий, потому что почитаемого ими Гора больше не существовало. Нужно было быстро распространить переданные Магнусом известия, положив конец долгому периоду неизвестности, которая губительно сказалась на легионе. Таким был путь древних равнин. Претензии будут выслушаны, наказания назначены, узы восстановлены. Храна отметка сбора не была установлена, но все ханы знали, что его проведут скоро. После того, как предательство раскрылось, пройдет немного времени, прежде чем братства будут отправлены на войну. Заново объединенные и жаждущие мести. До того момента все, что оставалось, это готовиться, восстанавливать силы и надеяться, что раны излечатся. Шибан очнулся в апотекарионе. Все тело пылало болью. Он осторожно поднял голову. Из тела тянулись трубки, в которых булькали жидкости. Вокруг него гудели блоки аппаратуры кровообращения. Легионер увидел на темном экране бегущие показатели жизнедеятельности, отметив, какими низкими они были. Его тошнило, в голове стучало и пульсировало, словно от избытка крови. Вот ты и проснулся, раздался рядом голос. Шибан повернул голову и увидел женщину, которую спас. Она выглядела почти так же, как на мостике. Хрупкое тело в старой армейской униформе. Седые волосы были убраны назад. С покрытого морщинами лица была смыта грязь, которая была на нем в прошлый раз. Он попытался кивнуть и не смог. Шею пронзили иглы боли. Я не... Я не знаю твоего имени, прохрипел он. Женщина поклонилась. Илья Равалион, советник великого хана, организатор, наблюдатель, иждивенец. У Шибана во рту пересохло. Он чувствовал, что через трубки в тело вводятся питательные вещества. Ощущение было неприятным. Мне сказали, произнесла Илья, что в другом легионе, если бы твое состояние ухудшилось, тебя могли бы поместить в дредноут. Но ведь ваш легион не одобряет их. Так что повезло оказаться таким крепким. Шибан поморщился. Он не чувствовал себя везучим. Илья обошла кровать, чтобы он мог смотреть на нее, без необходимости неудобно поворачивать голову. «Почему ты помог мне?» спросила она. «Я уже видел вас. На чондаксе. У тебя хорошая память на лица». Вы бросались в глаза. «Потому что я женщина? Потому что ты ранка». Илья кивнула. «Нас становится все меньше. Думаю, теперь процесс только ускорится». Шибан судорожно вздохнул. Боль усилилась. «Если бы он мог поднять голову, то мог бы увидеть, что стало с остальным телом». «Что случилось?» спросил он. «Потом». «Легион восстановился», сказала Илья. «Вы сражались непревзойденно. Теперь все станет проще. Верность укрепили». Шибан нахмурился. Вспоминать в деталях было непросто. Это было как безумие. «Мне сказали, что это из-за влияния Проспера. Варп пронизывает всю планету, и с нашей стороны было опрометчиво оставаться там так долго. Впрочем, это особенность вашего легиона, не так ли? Не думаю, что вы изменитесь». «Что с Таргуном?» Илья смутилась. «Из Братства Луны мы с ним сражались». «Тогда он заключен под стражу. Приговор будет вынесен, когда хан примет решение». Шибан ощущал разные эмоции. Таргун был слишком хорошим воином, чтобы желать ему смерти. Хотя преступление было серьезным, и многие боевые братья Шибана сложили головы, он страшился полного выздоровления, чтобы не читать список павших. Легионер размышлял, есть ли в нем имя Джучи, или Сангджая, Чела. «Вы впустили нас в бурю мечей», сказал он. «Поэтому я могу задать вам тот же вопрос, почему вы помогли мне?» Илья покачала головой, словно сама точно не знала. «Все вокруг меня вели себя как безумцы. Они ничего мне не говорили, а хан отсутствовал. Мне не нравится ложь. Именно тайны довели нас до этой беды». Затем она посмотрела прямо и почти вызывающе в глаза Шибану. Это была интуиция, ничего другого. Воин смог только кивнуть в ответ. То же самое он мог сказать о своей помощи ей. «И что дальше?» спросил он. «Мы не знаем, пока». Затем она улыбнулась. У нее было честное умное лицо, и оно нравилось Шибану. Но ждать нам недолго, неуверенность наконец покинула его. Он жаждет двигаться вперед, оставить все произошедшее позади и присоединиться к войне. Шибан опустил голову на металл-койке. Он всегда радовался, когда слышал о новой компании. Самого Фемуса только об этом и мечтал. Но теперь все изменилось. Они будут сражаться со старыми союзниками, братьями, с которыми когда-то шли к звездам, в качестве авангарда агрессивной и объединенной расы. «Я думала, ты будешь рад слышать это», сказала Илья. Шибан закрыл глаза. «Рад?» сухо повторил он. «Не совсем. Это не та война, которой я был обучен». Белый Шрам почувствовал, что снова засыпает под действием мощных болеутоляющих. Он сжал пальцы, не привыкшие к отсутствию перчаток. «К тебе вернется радость, Шибан», сказала Илья. «В этом заключается различие между вами и ими, между шрамами и другими. Вы смеетесь, когда беретесь за клинки». «Так и было», пробормотал Шибан, погружаясь в наркотический сон, думая о торгунии Хасики и размышляя о том, какая судьба ждет их всех. Когда-то мы в самом деле смеялись. Хан и Исугей заперлись наедине в личных покоях примарха на борту Буримичей. Главный проектор показывал сверкающее и бесконечное поле звезд. Оба воина были без доспехов, Исугей в церемониальных одеждах провидца бури. Хан в старом наряде кеданьского охотника. Одежде из меха, высоких ботинках, темно-красном плаще. Ранам примарха понадобилось по его стандартам много времени, чтобы зажить. Предполагалось, что коса мартариона была покрыта каким-то токсином, препятствующим восстановительному процессу. Впервые за свою жизнь Джагатай носил раны, нанесенные не его собственной рукой. «Нас вели в глубокое заблуждение», медленно произнес Хан. Слова сорвались с гордых губ против желания. «Не только нас», невозмутимо ответил Ясугей. «Нас нашли последними». «В этом нет позора». Ясугей взглянул на свои руки. Кожа покрылась волдырями из-за пламени, которое он излил на ледока. Это была постыдная ошибка, хоть и очищающая. Магну знал больше любого из нас. Это не помешало ему сделать неправильный выбор. Возможно, нас спасло неведение. Хан криво улыбнулся. Защищение неведением. Знать правду не то же самое, что и любить ее. Хан поднял бровь. «Одна из твоих сак-кво?» «Как оказалось, теранская». «Даже так». Они некоторое время молчали. За ними в камине потрескивал огонь. «И что теперь, повелитель?» спросил «У него всегда был тяжелый взгляд, а теперь он казался еще тяжелее. Легион цел, мы можем снова охотиться. А те, кто выступили за гора? Они не понимали, что делают. Мы все любили гора». Хан повернулся к Исугею. «Я любил гора. Прежнего. Никто из нас не знал того, что ты обнаружил, а если бы узнали, то так же, как ты испытали бы отвращение». Хан был задумчив. «Я дал им свободу, и они воспользовались ею. Кого следует за это наказать? Дисциплину необходимо поддерживать». Хан кивнул. «Так и будет. Хасик знает, что его ждет. Другие тоже. Ханы, которые должны были проявить сдержанность». Исугей на миг задумался. «Я припомнил старую легенду из толкарских родовых земель». Хан снисходительно улыбнулся. «Да». «Хан движется по территории врага», начал Исугей. «С ним трое его братьев, всем он им доверяет. В канун битвы он узнает, что братья вели переговоры с врагом, предпочитая договориться, нежели сражаться. Рассвирепевший хан вызывает их в герр, выслушивает их признание, но его гнев не стихает. Братья уверяют хана, что их ввели в заблуждение, и они раскаиваются в своих поступках. В то же время каждый из них знает законы Алтака и готовится к смерти. Как принято, хан совещается за Диенарга. Пятеро советуют отсечь братьям головы, но шестой, последний, возражает. Хан спрашивает, почему их следует пощадить. Творец погоды отвечает следующее. «Хан, наши враги хитры. Если их ложь сработает, то мы иначе наша Орда ослабнет и враги победят в битве». Хан выслушивает совет и понимает его мудрость. Он спрашивает, что ему следует сделать. Творец погоды отвечает, «Во всем Алтаке нет большей награды, чем честь, нет большей сдерживающей силы, чем позор. Эти люди обесчищены и сделают все, чтобы смыть свой позор. Отправьте их впереди своей армии, враги увидят их приближение и примут их за друзей. Но вместо этого ваши братья будут сражаться с ними насмерть, зная, что только так смогут восстановить свою честь. Когда ваша армия прибудет следом, то найдет врагов ослабленными, точно так же, как они надеялись ослабить вас. Сделайте это, и победа будет ваша». Довольный Хан кивнул, он победил, Исугей отвернулся к обзорному экрану. «Полагаю, легенды, как правило, пишутся победителями». Хан сжал руки за спиной. «Боевые отряды», произнес он задумчиво, «диверсанты, ты перенял эту тактику у Железнорукова. Хенрикос стал специалистом подобной войны. Наши братья могут многому научиться, сражаясь вместе с ним. Тогда я подумаю об этом. Возможно, некоторые послужат в такой роли. Это будет покаянием, оно очистит их души. Не только их души нуждаются в очищении». Ясугей на минуту задумался, прежде чем снова заговорить. Хан терпеливо ждал. «У меня были сны», сбивчиво произнес Ясугей. «О чем? Я видел вас в бою с призраком преисподней в мире руин. Ты видел Мортариона. Ясугею было не по себе. Я не знаю, в моих снах вас убивали». Хан улыбнулся. «Выходит, у тебя было ложное видение». «Возможно», сказал Ясугей. «Или же оно было еще чем-то, чем-то еще не наступившим. Тебе все еще снятся эти сны? После прибытия на Проспера они прекратились. Вот тебе и ответ. После прибытия на Проспера я еще не спал». Хан вздохнул. «Мой друг, не все предопределено», сказал примар. Но как только слова сорвались с его губ, он вспомнил то, что ему говорил Магнус. Все известно». «Не все», согласился Ясугей. «Но вы всегда были связаны с Варпом. Все ваши братья, вырисовывается схема. Вы сделали врагом Мартариона, и он этого не забудет». Хан небрежно ухмыльнулся. «Другие тоже. Рус наверняка до сих пор в бешенстве, как и Дорн. Как обычно, мы предоставлены сами себе, и нам никто не верит. И меня это ничуть не огорчает». «Урултаи будут созданы трибуналы. Гордыня будет покарана, верность вознаграждена. На следующей охоте мы снова будем едины. Это первый шаг». А после этого Хан продолжал смотреть на звезды. Лицо со шрамом было более напряженным, чем раньше. Примархи не старели, не так, как смертные, но тем не менее, они не были полностью свободны от разрушительного воздействия времени. «Перенесем войну в космос и воспользуемся своими сильными сторонами. Этого будет недостаточно. Это замедлит его». «Тогда где все закончится?» Хан не ответил. «Перед тем, как мы направились к Проспера, Хенрико задал мне вопрос», продолжил Ясугей. «Верю ли я, что вы приняли то же решение, что и мы?» «Что-то ответил, что я верю в вас. Ты именно это имел ввиду?» «Я понятия не имел, как вы поступите. Были ночи, когда я боялся, что вы можете вспомнить о старой дружбе. Если быть честным, вы никогда не виделись глазу на глаз со своим отцом, как и с его окружением». Хан кивнул. «Не буду убеждать в обратном. Если бы ты спросил меня на Чон Дакси, во что мне хочется верить, то я бы ответил в то, что горы оклеветали. Я почти отдал приказ направиться в Алаксис. Если бы Альфа-легион не вмешался, я мог бы так поступить. Но это не двадцатый легион удержал вас. Нет, не он». Хан припомнил те события, когда говорящие со звездами ежечасно передавали противоречивые послания. Он вспомнил муки, испытываемые от своей нерешительности. Скрыто это всех, за исключением Циньца. «Что тогда?» Хан взглянул на Исугея. «Потому что именно этого я и желал. Потому что я хотел, чтобы это было правдой. Это было легкое решение, которого жаждали мои сердца». Примарх мрачно улыбнулся. «А если мы научились чему-нибудь на нашей родине, так это тому, что нельзя выбирать легкий путь. Успокоение ведет к упадку. Достойный поступок всегда труден». Исугей обдумал слова повелителя. «Вы говорите, как зади нарга». Хан засмеялся. Звук смеха был чистым, возможно более резким, чем прежде, но свободным от сомнений. «Я не такой», ответил он, вернувшись к созерцанию звезд. Пустота смотрела в ответ, словно заманивая в свои раздираемые войной объятия. «Я боевой ястреб, беркут, скиталец. Я дух разрушительного пламени, неуловимый, повелитель синего неба. Я заходил дальше всех моих братьев, и никто из них не знает, что у меня на уме». В этот момент Джагатай почувствовал, как в нем пробудилась прежняя свирепость. То старое чувство, которое Чондакс изрядно поубавил, но не смог погасить полностью. «То, что много раз, мы никогда не забываем суть охоты. В конце концов, мы всегда возвращаемся на руку, которая выпустила нас». Именно об этом ему говорил Магнус. «У тебя все еще есть выбор, брат». «И когда пробьет час», сказал он, «Чего не потребует судьба, белые шрамы будут на Терре». «Терре» «Терре»